Николай Грошев, интеллигентный сталкер. Мутации, возникающие естественно или вызываемые искусственно, изменение наследственных свойств организма в результате перестроек и нарушений в генетическом материале организма, хромосомах и генах. Мутация – основа наследственной изменчивости в живой природе, естественный биологический механизм, позволяющий живым организмам приспособиться к изменяющейся среде обитания. Пролог. «Керя, твою мать, тиши ты!» Рыкнул шершаво и весьма грозно и очень тихо. Упомянутый недобрым словом Керя тут же замер, словно только что убитый шальной кулей. Не двигая головой, он обшарил глазами видимую впереди местность. Чисто, никого, только этот костер все горит, и неподвижная фигура так сидит возле него. Черт! А ведь, по идее, должен был услышать, почуять в конце концов, у сталкеров на опасность чутье, что у собак на кровь, мать их. Они в двадцати шагах от этого человека и Керя только что. Громко хрустнул какой-то веткой. Парень у костра даже не шевелится. Странно. Судя по внешности, одежде и брошенному рядом не шибко богатому снаряжению, этот сталкер не из новичков. Но оплошность Керри не была услышана. А это значит... — Шершавый! — прошептал Керри. Так тихо, что сам себя едва услышал. — Он, похоже, новичок в зоне. Смотри, сидит. — Я похую ему все. Новичок, точно говорю. — А я посол африканский. Закройся, пока ноги не сломал. Шершавый внимательно смотрел на сталкера. Столь неосторожного, что рискнул разжечь костер здесь. А ведь рядом бродит стая собак. Они здесь нередко бродят, собачки эти. Иногда тут даже кости попадаются. Чаще человеческие. Судя по всему, парень у костра. Ибо был слишком самонадеян, а значит новичок здесь, либо мертв, либо спит. Первое — чистая фантастика. Это территория Нагана и его банды. Та ее часть, куда они сами суются, крайне редко. Основной промысел южнее. Сюда вообще мало кто сует. Если не знаешь дороги, ты труп. Так что второе, более вероятно. Опытный бродяга местный уже бы давно прыгнул в темноту подальше от костра. И тогда его бы еще в прыжке снял Куцый или Семен. Чего, конечно, делать не надо. Только в крайнем случае. Живым взять надо. Допросись с пристрастием. Сталкеры, они ведь... Народ такой, у них нынче, что уезжай голод. Всегда есть чем поживиться. Но видать, этот мертв. Впрочем, как он смог развести костер, если мертв? Тогда спит. Может, больной какой приболел? А лекарств нету? Да и того? Да нет, не похоже. Очень уж странно сидит. Будто дремлет. Ладно, надо что-то решать. Не всю же ночь на брюхе торчать возле этого костра. Давно уже надо было в лагерь вернуться. Еще чего доброго, на обратной дороге на собак напорются. А если аномалию поймают, так и вообще. Впрочем, дорожка тут есть и ночью пройти можно. Наган ее давно проложил и всем своим новым людям показывает в обязательном порядке. Как он ее проложил, лучше не узнать. Днилое дело. И сам Наган, тот еще ублюдок, пад с ним давно. Так вот, он как раз пьяно помянул, что их тогда в самом начале семеро в банде было. А вот после официального открытия дорожки этой двое осталось. Надо полагать, те пятеро туточки прям и стали героями первопроходцами. Так, Киря, вставай и не таясь к нему, прошептал шершавый. Будто ты забудился здесь. Ну и счастлив жутко, что на огонек набрел. Лохом, прикинься, давай. Что? На миг Киря даже опешил. Ты что, оборзел? А если он меня? Дуло пистолета нежно ткнулось в весок Кири. Вздохнув очень тяжко, он поднялся на ноги и шагнул в костру. Обернулся, с сильным искушением пустить в лоб шершавого, все еще лежавшего на земле. Ствол напарника продолжал настойчиво изучать Кирю на предмет, куда бы пальнуть половчее. Еще раз вздохнув, доблестный бандит двинулся к костру. На этот раз шумно предупреждая о себе и старательно изображая человека, не понимающего, что в зоне такие выходки могут кончиться скорой смерти. Аномалии он не боялся тут. Это местечко иногда они сами под лагерь приспосабливают. Здесь чисто, проводники проверяют после каждого выброса дорожку на Гана. Там недоброй памяти мясорубка обретается, постоянная, но здесь, на этом участке, никаких анам... Кири застыл, как в копаны. На долю секунды, а затем отпрыгнул назад со всей возможной скоростью и силой. Приземлялся удачно, мягко, прямо на спину шершавому. — Ах ты, сука, пристрелю! — взвыл товарищ, забыв об осторожности и чувствуя, что теперь инвалид после Кири наистуши стопудо. — Смотри, ты придурок! — вежливо ответил Кири, указывая дрожащей рукой туда, где только что собирался пройти. Там очень красиво, даже немного игриво, примерно в метре над землей что-то искрилось. Искорки напоминали маленькие молнии. Они немного попрыгали в воздухе, приветливо так, и исчезли. — Это что еще такое? Шершавый поднялся, скинув с себя тушу Кири. Смысла таиться теперь не было. Если у костра не труп и не глухой на оба уха, он их теперь точно услышал. Но все же ствол был в руках на взводе. На тот случай, если сталкер по дурости решит геройство. — Ебать, а я знаю! Кири нервно стиснул автомат. Раньше ее тут не было. — Какого хера? Глуждающая аномалия? Так бывает, Шершавый? Ты тут подольше. — Ага! Бандит смотрел на сталкера. Тот не шевелился. Может, и правда мертвый или больной? — Говорят, бывает. Я только не видел сам никого. Как ты от нее скользнул? — Хрен знает! Киря проглотил комок, подступивший к горлу. — Там, знаешь, озоном завоняло. Так вот, прям, уф, за валюту падло у костра. — Давай вокруг! — Шершавый стал осторожно обходить опасное место, раньше являющееся частью абсолютно безопасной тропы на гамме. — Эй, сталкер, не стреляй, свои! — Как кинах свои! Че меришь? — пробормотал Киря, устремился вслед за товарищем, преисполненный добрых товарищеских чувств. Он благоразумно держался за спиной Шершава, представляя ему, в случае чего, своей геройской смертью спасти товарища. — Ебало, завали, Киря! — ответил ему друг и уже смелее двинулся вперед. Расстояние до костра он миновал быстро и без эксцесса. Больших сюрпризов не было, кроме тех, что ждали у самого костра. — Здорово, мужик! Как оно? Есть че пожрать, а? Оба вышли к костру, прикрываемые Куцем и Семеном. Те никак себя не проявляли, ползая на брюхе вокруг своей законной добычи этого сумасшедшего сталкера. А он точно был психом. Когда они подошли к костру и задали вопрос, сталкер медленно открыл глаза. Открыл. Он в натуре спал. Осознав это, бандиты не сумели даже среагировать на деяния парня. А оно было непривычным для зоны, весьма непривычным, такое же, как у всех потасканное, латанное-перелатанное, но вот чистое, даже пахло свежо. — Привет! Присаживайтесь! Улыбнулся им мужик цветущей улыбкой. Если бы не землянистого цвета кожа, то и лицо можно было бы назвать цветущим. И позовите своих товарищей, возможно, они замерзли и устали, ползать по сырой земле. — А мы тут бродим, и вдруг? Шершавый мигом подобрался и пробежал глазами местность. Откуда этот идиот явно с ума сошел и не такое зона с людьми делает. Знает, что они не одни. Куца и Семен не шумели, не засадовали. Помнится, они с месяц назад вот так же на живца парня Бурова изловили и у костра вместе с наживкой и положили. Может, Буру отомстить решил? — Слышь, мужик, ты ручки подними и ствол брось-ка к нам поближе. Только не глупи, пристрелю на раз. Шершавый навел дуло пистолета на незнакомство. Керрио тут же отошел чуть вбок, наводя автомат на то же место. Одновременно он озирался, старающий видеть что-то подразрительное в ночной тьме. Идиот! Если это и правда засада, ему ничего не увидят, пока не замеркают вспышки выстрелов. Впрочем, стволы уже должны были начать свою песню. Конечно, если бы это была ловушка. «У меня нет ствола!» пожал плечами мужик у костра. «Только медленно руками!» Впрочем, ведь могут ждать, пока все кенты его на свет выйдут. «Чего? Нет ствола!» Шершавый смотрел на мужика во все глаза, как на слабоумного или призрака. Не только из-за его слов. Он уже обшарил мешковатую фигуру у костра наметанным глазом карманника. Эх, славные были денечки! Ствола, по крайней мере, больше, чем пистолета у этого мужика и вправду не было. Сие идиотство не лезло ни в какие ворота. Так не бывает. У него у самого два пистолета, автомат, древной, кстати, автомат, нож и граната, доставшиеся честным и тяжким трудом. Мародерство имя кое ему. С одним пистолетом иногда по зоне ходят, но лишь вблизи от лагеря и недолго. А сюда, несмотря на безопасную тропу Нагана, идут и чуть не на склад армейский с собой тащат. Тут явно чего-то сильно не так. Ты че издеваешься, да? Ты мне херослинный фуфло не гони! Фу, как грубо! Явно расстроившись, покачал головой мужик. Потом приветливо улыбнулся. Господа, давайте познакомимся. Возможно, это разрядит напряженную обстановку, возникшую между нами вследствие некоторого взаимного непонимания и натянутых нервов. Я электрик. А я шершавый. Бандит хмуро смотрел на этого электрика. Чего-то я о тебе не слышал. Новенький здесь. Сам себе погоняло прицепил, что ли? Шершавый сказал последнее просто, чтобы что-то сказать. Сам себе здесь погоняло никто не клеит. Погоняло дает зона. Он кинул быстрый взгляд на Керю. Где слыхал о таком Кере, отрицательно покачал своей тупой башкой. Он вот тоже не слыхал. Впрочем, сталкеров много. Вообще-то да. Несколько расстроенно признался мужик в костра. Что да? Не понял Шершав. Погоняло я себе сам придумал. Мужик вдруг пожаловался. А то понимаете, у всех в зоне, у всех уважаемых личностей существует некая традиция. Я бы даже сказал замечательный обычай носить, как вы сказали, погонялый. А мне было немного обидно, что у меня погонялый нет. Я придумал себе вот это. Бандиты слушали открыв рты. Впрочем, не стоило обманываться на их счет. Треснет веточка за спиной и каждый еще не стихнет звук, прыгнет в сторону, не коснувшись земли, развернется, стреляя на звук. Зона учит. И учит она выживать. Неспособные ученики немедленно отчисляются за неуспеваемость. Их иногда даже хоронят, если остается что-то пригодное для захоронения. То есть ты здесь новичок и без оружия? Шершавый свистнул, призывая Семена и Куцева приблизиться. Не чеши мне, ладно? Понял, фраер? Мне, понимаете ли, не нужно оружие здесь. Вновь улыбнулся Эльфик. То есть как? Любопытно поинтересовался Керев. Шершавый испытал просто непреодолимое желание пустить в напарника пару-тройку пуль. Чего наган таких баранов при себе держит? А хрен с ним. Гораздо больше его беспокоит, почему ни Куцев ни Семен не отвечает и даже не показывается. Хотя бы свистнуть в ответ они были должны. Видите ли, оружие мне не нужно. Разве что иногда? Мужик пошевелился и вытянул руку над костром. Азиап немножко, пояснил он гостям. Вот потому я и надеялся, что вы мне свое оружие одолжите или подарите. Чего? Ну понимаете, иногда просто необходим ствол, но у меня его нет, иногда просто скучно без ствола. Электрик улыбался, грея руки над костром. Можете положить свое оружие, поживки, деньги, хабар, еду, если есть вон там, возле камня. Ха-ха-ха! Он в натуре псих! Немного нервно рассмеялся Кевин. Ну замялся Электрик. Не скажу, что я совершенно здоров в плане психики, но я не сумасшедший. Да, я вас, если все сложите там, прямо сейчас, может отпущу? Ага, отпустишь! Чершавый стал тщательно целиться для понта, конечно. Он мог в прыжке на вскидку попасть в спичечный коробок. Ха-ха! Отпустишь! Извините! Мужик расстроенно вздохнул. Вообще-то нет. Шершавый задницей почуял, что надо жать спуск, но не успел. По ладоням сталкера пробежали синеватые искорки, а вслед затем мир взорвался синий-белым и погрузился во тьму. Последнее, что он услышал, был дикий визг. Визжал, кажется, Керри. Ха-ха-ха! Завыл бандит, лежа у костра на спине. Руки он поднял высоко вверх и теперь с ужасом смотрел на них. Автомат сейчас поблескивал кучей полурасплавленного металла рядом с ним. Впрочем, его руки уже не смогли бы держать автомат. Пальцев не было. Точнее, их осталось полтора, большой и половина мизинца. По локоть руки были обожжены и на его глазах кожа неторопливо слазила. Кожа, крепко спекшаяся с курткой. Сталкер мягко поднялся на ноги, склонился над Керри и в последний свой миг бандит с удивлением отметил, что в глазах этого психа сверкнуло едва видимые молнии. «Прости, парень!» произнес этот человек. «Прости, что так! Мне искренне не жаль!» вспышка и Керри навсегда исчезли. Глава первая Без памяти Назвавшийся электриком вновь присел у костра. Он смотрел на огонь, не оглядываясь, не беспокойся о своей спине. Он давно уже не беспокоился о спине, с тех пор как родился. Так для себя самого он назвал день первых своих воспоминаний. Он тогда очнулся и не мог назвать даже своего имени. Впрочем, не мог назвать и сейчас. Кажется, именно тогда он и понял впервые, что уже не совсем человек. Зона стала роднее, ближе. «Ну что ты!» с улыбкой ласково потрепал электрику роддевую голову. «Наелся!» Чуть вытянутая овальная морда приподнялась и шершавый язык коснулся щеки. Со смехом сталкер обнял массивную голову пса и начал гладить голый бок собаки, кое-где имевший пучки жесткой опроволок шерсти. Вся морда пса была в крови, свежей. «Принесешь его?» Развернув морду собак к себе и глядя прямо в глаза спросил электрик. Голос его сейчас стал холодным и спокойным. Игра машутливой веселости как секунду назад. Чистокол из острых кривых клыков воскали. Таким был ответ и тихое рычание. «Ну ну парень я не собираюсь его есть. Просто принеси его когда насытишься. мне нужно кое-что взять». Пес тут же ткнулся овальной мордой в ногу хозяина и заскулил, извиняясь за свою грубость. «Ну чего ты? Прекрати скулить. Лучше иди покушай». Пес подпрыгнул на месте и, довольный, что на него неизляться, убежал в лес. Туда, где оставил свою добычу. Тут же из леса показался еще один пес, гораздо массивнее и имевший густую черную шерсть по всему телу, а не только на уродливой морде. Да немногие чахлые пучки на торсе. Этот не ласкался. Мягко ступая, он улегся рядом с хозяином и, облизывая кровь с морды, стал смотреть на огонь. Не глядя, электрик протянул руку и погладил пса. Тот не шелохнулся. «Рут, очень уж ты серьезный», вздохнул парень. «И труп ты, конечно, не принесешь». Рут проворчал что-то, не то рыча, не то скуля. «Я так, в общем-то, и думал. Ну и что же мне в подьмах его искать теперь?» Электрик в сомнении глянул на то, что осталось от трупов подошедших к нему людей. Осталось немного. Не поесть, не обобрать, а еды мало осталось. Да и хотелось бы какой-нибудь человеческой пищи. Мясо жучек надоело. Рису бы горсть. Рис можно купить, но чтобы купить, прежде нужно что-то продать. «С чем же я к барыге этому пойду?» «Ммм, а может у него работа есть?» «Скучно мне, Рут, скучно. Надо бы с утра сходить к столбу, посмотреть». Электрик сложил руки на коленях и замер неподвижно. Он смотрел на огонь и мог часами сидеть вот так. Огонь завораживал, тянул к себе, но огонь был врагом. И казалось иногда, что одушевленным. Электрик не нуждался в огне для тепла или приготовления пищи. Мясом предпочитался рым, иногда, правда, жарил, пытаясь приучить себя к такой пище. Не получалось. Жареное мясо всегда казалось испорченным и мерзким на вкус. Жарить мясо только портить вкусную еду. Огонь не нужен был ему, чтобы жить. Но нередко он все же разводил костер. И ночью, и днем. Разницы не было. В очередной раз, набравшись храбрости, он всегда разжигал костер и часами смотрел на своего врага, стараясь победить его. Победить свой страх перед ним. С костром получалось, но не слишком хорошо. Кот, второй пес, на собственной шкуре знал, чем закончились игры электрика с огнем. Не так давно сталкер решил в очередной раз, что победил свой страх. С утра пораньше он отправился искать жарку и нашел. Как всегда, страх тут же вернулся, но теперь не такой сильный, и электрик рискнул подойти к ней ближе. Вот тогда он и стал задаваться вопросом, не обладает ли огонь собственным независимым разом. Спокойная аномалия взбесилась и сошла с обычного своего места, стремительно, будто давно поджидала его, и он не успел отскочить, ноги обожгло, и сталкер рухнул. Жарка, потеряв свою стремительность после рывка, медленно ползла и уже начинала обгорать кожа на колени. Тогда-то кут и пришел на помощь, пес вытащил его, сам вспыхнув как факел. Считай, вся шерсть горела, наверное, уже и не отрастет. Хороший пес. Огонь определенно охотился на него, и электрик почему-то верил, если победит свой страх перед ним, то огонь больше не причинит ему вреда. Ведь электрические аномалии не только не враги ему, они его верные друзья, как кот и рот. В день своего рождения он повстречал этих псов. Он хорошо запомнил этот день, самое давнее из всех его немногочисленных воспоминаний. Тогда электрик не знал своего имени. Не знал он его и сейчас. Глядя в огонь, сталкер с головой погрузился в воспоминания. Не слишком приятны, но самые первые в этой его жизни. В голове было совершенно пусто. Ни мыслей, ни образов, абсолютная пустота. Его глаза видели холмистую местность, покрыт густым ковром молодой зеленой травы, грубки и отдельные деревья, разбросанные вокруг, насколько хватало глаз. Не все имели листья, какие-то были так искривлены, что уже не казались вполне земной растительностью. Солнце пригревало, даже немного жгло. Теплый ветер обдувал горящей огнем тело, не принося облегчения. Мир вокруг разрывали сотни разнообразных звуков. Почти все он знал, вот псевдопсы воют, где-то совсем рядом хрюкает кабан, чавкает, поглощая мясо своей жертвой зомби. Последний был всего в десятки метров от него, но сталкер не обращал внимания на зомби, он не представлял опасности, был занят пищей и также не замечал одинокого бредущего по холмам человека. Сталкер просто обрел без всякой цели. Куда? Он не знал, да и не задавался таким вопросом. Сознание медленно выплывало из какой-то темной пучины, будто просыпаясь от очень долгого сна. Мозг отмечал все происходящее вокруг, но как-то лениво, будто ожил впервые за много дней. Сталкер сначала только видел, плыл даже не понимая, что шагает, не чувствовал своего тела. Его будто не было, только сознание своего существования и плывущий вокруг пейзаж. Затем он услышал звуки. Сначала как будто издалека. Мозг начинал регистрировать звуковые сигналы. Через какое-то время пришло чувство собственного тела. Он отметил, что тело сильно истощено и ему требуется еда, но и только. Отметил этот прискорбный факт, без тени эмоций и продолжал размерно шагать. В каждой руке он что-то нес, плечи оттягивала какая-то ножа. Сталкер даже не посмотрел, что такое он там несет. Ножа не мешала нормальному движению, значит не имеет смысла смотреть. Это знание приходило немыслим. Сигналы нервных окончаний регистрировались, распознавались, но не подвергались дальнейшей обработке. Просто мозг сейчас работал как бездушный таящим потоком дамы. Потом возникло чувство, что надо свернуть немного налево, подальше от пятна чуть примятой травы и двигаться строго по прямой, вот именно там, где растут два белых цветочка, по прямой от одного к другому. Он не понял почему и не думал об этом, просто повиновался своим почти инстинктивным чувствам. Несколько позже он понял, почему нужно было идти именно так и никак иначе. Там была смерть, аномалия. И эта мысль была первой. Осознав ее как мысль, сталкер долго стоял, не шевелясь, вдыхая воздух глубоко, смакуя все запахи, какие мог почувствовать. Смотрел по сторонам, не зная, что именно ищет. Скользил взглядом по деревьям, полуразрушенному строению впереди. Вот парочка зомби прошла совсем рядом, стая кабанов меркнула среди деревьев. Он вдруг осознал, что реагирует как-то не так, неправильно. Никаких чувств, изучая местность, он не ощутил. Ничего, кроме полного безразличия и знаний, что раньше данный натюрморт вызывал совсем другие эмоции. Какие, вспомнить он не мог. Так он стоял долго, и вот когда двинулся дальше, понял, что надо было испытывать, видя зомби, псов, аномалии. Огромная черная тварь скользнула призраком из тени деревьев, где она, не двигаясь, сама оказалась тенью и мощными прыжками устремилась к нему. Сталкер почувствовал острый, просто дикий безумный голод, понимая, что этот голод не его. Есть хотел этот огромный пес, и едой сегодня выпал шанс стать ему. Черная тень с маленький автобус размером почти добралась до него. Сталкер видел ее уже достаточно четко, но вот что-то случилось с глазами. Собака стала видеться размытой тени. Теперь он видел нездорового мощного хищника, стремительно приближающегося с целью закусить его бренным телом, а одно смазанное черное пятно. Не особо размышляя, а точнее с такой же пустой, как и прежде головой, он поднял правую руку и нажал на крючок. Треск очереди разорвал воздух, а очередь разорвала череп тварей. Стрельба стихла. Пес, лишившись головы, упал почти у самых его ног. Голова у него осталась, конечно, но походила больше в кусок мяса, перекрученный в мясорубке, чем на чью-то голову. Бесформенный ком из мяса и осколков костей. Сталкер опустил оружие и теперь тупо изучал мощную тушу пса у своих ног. Никаких откликов в сознании и памяти. Пес обычный пес обычный воспоминаний. Он примерно знал, что такое зона. Гиблое место, в котором он жил? Видимо, да. Сталкер повернулся спиной к трупу и двинулся дальше, легко обойдя очередную аномалию, он чувствовал ее. Спроси его, кто сейчас, он бы точно указал границы аномалий и механизм ее воздействия на все, с чем она соприкоснется. Непостоянная аномалия. Сегодня и еще два полных дня она будет ко времени выброса исчезнет. Это он вспомнил выброс. А вот что именно такое этот выброс? Нет. И еще вспомнил, что раньше не умел определять так точно места, пораженные аномалиями. Он шел до заката, не думая, не тратя время, ни мысли. Шел, обходя аномальные зоны. Шел без всякой цели, просто вперед. Как раз на закате он вынужден был остановиться. Кто-то настойчиво тянул левую руку. Назад камень. С тихим рычанием сталкер посмотрел через плечо. Как казалось в левой руке он держал руку за запястье. Мускулистая конечность сильно обожженная, вся покрытая волдырями. Сейчас эту конечность, судя по виду, просто вырванную из тела бывшего хозяина. У него пытались отобрать два уродливых и очень клыкастых существа. Маленький, не больше чрезмерно толстой кошки. Сил забрать ношу у него, у щенков не хватало, слишком малы. Откуда здесь щенки? Куда подевались их огромные свирепые родители? Первое размышление с того момента, как он пристрелил черного пса. Сталкер поднял правую руку и, наставив ствол автомата, в нужную сторону дернул крючок спуск. Автомат не разразился в треском очереди. Подняв бесполезное оружие к глазам, сталкер тупо смотрел на него, пытаясь понять, почему нет выстрелов. Вспомнить не смог. Оружие полетело в кусты. Позже он припомнил, что к использованному рожку был изолент и прикручен еще один, возможно полный. Но тогда он не понимал даже, что в рожке находятся патроны. Что вообще нужны патроны для стрельбы? Собственно, что такое патрон? Он вспомнил гораздо позже. Щенки взвизгнули от обиды, когда их обед начали куда-то уносить. Видимо, они шли за ним весь день, когда он убил того взрослого пса. Наверное, кто был один из их родителей. И скорее всего единственный. Теперь очень голодный выводок, чуя пищу, упорно двигался за ним. Съесть его сами щенки не могли, слишком малы для этого, но вот рука, которую он нес, была им по силам. Щенки вцепились в разорванное розочко предплечье этой руки и повисли на ней злобно рыча. Сталкер шел в овача утроившийся груз. Идти стало труднее. Он отпустил руку, мешавшую двигаться. За спиной тут же услышалось довольное урчание и чавканье. Собачки кушали. Сталкер тут же снова силой ощутил приступ голода. Желудок скрутило. Он остановился и теперь чего-то ждал. Хочется есть, значит нужна еда. Он развернулся и подошел к щенкам. Они рвали руку поедая обожженное мясо. Мясо это еда. Сталкер упал на четвереньки и наклонился над обгоревшей рукой. Пахло гарью и едой. Он склонился ближе пытаясь понять как именно утолить голод едой. Смотрел он на щенков учась у них утолять голод. Те злобно рычали косясь на странное существо с красными глазами. Сталкер зарычал в ответ. Щенки тут же визгнули и отскочили подальше. Прижавшись друг к другу на почтительном удалении от непонятного существа они тихо повизгивали. Эти щенки уже ели людей. Знали что человек мясо дичь которую мать часто приносила в логово. Это существо пахло как человек и не совсем. Сталкер осторожно куснул руку. Еда не очень хорошая но еда. Зарычав он схватил эту руку и принялся отрывать зубами большие куски не жуя проглатывая их. Голод был силен. Съев несколько кусков сталкер замер без движения. Он заметил интересную особенность. Дело в том что его передние конечности и еда были удивительно похожи. Положив еду на земь он задумчиво смотрел на свои кисти будто впервые увидев их. Собственно он не помнил чтобы прежде их видел. Его руки были точно такими же как и конечность которую он сейчас поедал. И она принадлежала такому же как он существу. Сталкер поднял еду и бросил ее в самку. Есть больше не хотелось. Сталкер вновь пошел. В первом случайно избранном направлении автоматически обходя аномальные зоны. За спиной счастливо повизгивали щенки. Уже в темноте он набрел наброшенное поселение. Собственно там и было всего три полуразрушенных сельских домика. Довольно долго он просто стоял перед ними и смотрел не совсем понимая почему остановился здесь и зачем. Сработали инстинкты и наверное остатки подсознательной памяти. Ему требовалось укрытие. Любое. Зачем он не особенно понимал. Просто на уровне в недоступном сознании его разум принял решение. Будь он чуточку более разумен в тот миг смог бы найти в себе силы спросить себя зачем и почему. Смог бы даже воспротивиться этому разумному желанию найти укрытие и пойти к примеру поискать не такое хлипкое жилище и погиб на где-нибудь став чьей-нибудь пищей. Но в тот миг он был недостаточно развит умственно чтобы обрести крепкое сознание способное основываясь на разумных доводах заставить его искать что-то иное. Он просто чувствовал что идти больше никуда не надо. Надо войти вон в тот более-менее крепкий дом спуститься в погреб либо подвал и уснуть. Почему именно туда? И почему он рассчитывал найти там погреб? Он не рассчитывал он просто знал что там погреб есть или что-то в этом роде. Также он знал что в тот домик слева сохранивший все четыре стены идти смертельно опасно. Там обосновался выводок зуми. А тот домик что стоит на избранном им в качестве укрытия уже занят. Там аномалии и почему-то странные не имеющие четкого радиуса воздействия. Как подавляющее большинство аномалий. Другая смертельно опасная для него. Даже если он просто кажется рядом. он не думал не размышлял просто знал и еще он знал что идти больше нельзя идти значит умереть. Без мысли и памяти сталкер вошел в здание несколько крыс возмущенно пища прыснулись под его ног. Они не были опасны пока их мало. Подвал он не нашел зато обнаружил в крепком деревянном полу закрытый люк. Тоже деревянный и наглухо заклинили. Не открывали его много лет. Как он сам его открыл сталкер не запомнил. Утром он долго изучал этот люк и пришел к выводу что открыть его было не под силу человек как минимум сверху не имея никаких инструментов кроме своих пальцев. Сейчас он даже внимания не обратил да и как казалось особого напряжения ему открытие люка не потребовалось. Прежде чем спуститься он шумно вдохнул в воздух проверяя темный зев погреба на предмет обитателей мозг не отреагировал опасности не было. Сталкер спрыгнул вниз и закрыл люк. В полной темноте он лег на сырую землю и закрыл глаза. Засыпая он отметил появление новой мысли на этот раз незнание основанного на чем-то давно утраченном человеком а именно мысли. Раньше я боялся темноты была нехитрая мысль с которой он утром когда мысли много больше несколько часов он пролежал в погребе без движения остановившимся взглядом изучая тонкие лучики света падающие вниз через широкие щели в полу. Кто же я Руд кто Электрик погладил пса тот заурчал недовольно и строго Руд был очень серьезным псом фамильярности не терпел даже от единственного человека которого он не считал своей законной пищей с этим своим урчанием он указал человеку которого человеком не считал Электрик был согласен с мнением пса но не совсем указывал на его неподобающее поведение и призывал к строгости ладно ладно спи не буду оскорблять тебя проявлением телячьей нежности почему я так хочу вспомнить кем был почему уверен что нужно это вспомнить что важно это Электрик глубоко вздохнул и лег спиной к угасающему костру тепло страшно впрочем тут и нечего бояться врагом был огонь именно аномалий страшным и жестоким врагом с некоторых пор он перестал даже чувствовать аномалии имеющие своей природой физико-химический процесс превращения веществ сопровождающихся интенсивным выделением энергии тепло и массы обменом с окружающей среды горения в сути своей огонь враг учился нечего В зоне странного нет. Странности здесь норма жизни. И это он просто знал. Как тогда, в день рождения. Знал. Какое-то время он считал, что сама зона дает ему эти знания. Нечто свыше правит балом. А он просто марионетка. Многие в зоне считали так. Им он иногда завидовал. Так было легче. Зона решает. Зона желает. Зона не терпит. Он много думал о зоне. О той жизни длиною всего в год, которую здесь провел и которую помнил. И в итоге пришел к выводу, что все эти знал, не имеют ничего общего со всякой мистикой. Почему он тогда знал, что идти никуда нельзя и срочно нужно идти укрыть? Позже, вспоминая, он вспомнил едва слышный звук тяжелых шагов. Неотрывно преследовавших его. Его преследовали. Терпеливо идя по следу. Шаги этого существа. Звери зоны с того мига, как он услышал шаги, не беспокоили его. Собственно, они вообще его не беспокоили. Но после появления преследователя, перестали даже показываться на его пути. Страх мутантов зоны. Он чувствовал запахи гниль и какой-то непонятный, приторный привкус от него. Запах преследователя говорил об опасности. Запах смерти. Разум отмечал все эти знаки. Сознания нет, и разум принял решение спрятаться. Единственная странность во всем этом была им замечена далеко не сразу. Много позже, повстречавшись со сталкерами, он с огромным удивлением узнал, что они не умеют слушать на километр вокруг. Чувствовать доносимые ветром запахи, и что еще сильнее поразило его, эти люди были много слабее его физически. Электрик с улыбкой припомнил ту встречу. Он был молод и неопытцем, ведь прошло меньше месяца с его рождения. «Мужик, ты кто?» Ошарашенно спросил молодой парнишка, наставляя на него ствол поэма. «Ты это, руки подними повыше, а? Хриплый!» Хриплый тут же вскочил на ноги, мгновенно проснувшись, в руках у него уже уютно пристроился заряженный дробовик. Не заряженного оружия, зона не любила. Дуло дробовика с интересом и угрозой уставились на незнакомость. Хриплый хмуро изучал замерзшего перед ним человека. Его враждебному взгляду открылась замечательная картина. Высокий мужчина с красивым лицом, не имевшим шрамов. У них обоих шрамов хватало, а вот у незнакомца лицо было таким, будто он пару часов, как с большой землей. Даже кожа выглядела гладкой и нежной. Только цвет этой кожи несколько беспокоил. И глаза. Они привыкли к волчьим хищным взглядам товарищей, к откровенно злым, подозрительным, ненавидящим, даже сумасшедшим глазам и пустым, остекленевшим глазам зомби. Парень же изучал их, светясь детским любопытством. Возникло странное чувство, будто он впервые в жизни видит людей. Такой взгляд Хриплый видел лишь однажды, еще в той жизни за кордоном, у своего сына, давно умершего. Так малолетний сын Хриплого смотрел на клетки с человекоподобными обезьянами. Они стали тогда для маленького мальчика чудом и неожиданностью. Хриплый нахмурился еще сильнее от этого воспоминания. Зона еще не успела сжечь его. Он еще помнил другую жизнь. Рекс, какого хера ты его так близко подпустил? Совсем мозги потерял? Ряфнул Хриплый, не отрывая взгляда от подозрительного паренька. Сильно изорванный на что-то то удивительно весьма чистой одежде. Не бомж. Но если нет, то почему без оружия? Че ты орешь? Рекс нервно огляделся на всякий случай. Я его не видел. Чистое поле, бля. Я смотрю, а этот чел вырастает прямо из земли. У нас под носом. Стоит, смотрит. Хм. А руки он так и держал, когда появился. Хриплый отступил на шаг. Парень ему улыбнулся, будь он неладен. Как интересно он подбирался к ним незаметно. А там? Нет. Я когда приказал, он их поднял. Парень, скажи, чего? А то ведь я решу, что ты зомби, и мозги тебе вышибу. Ох, простите меня. С видимым сожалению парнишка опустил голову. Я был так невежлив и отвратительно нагл, что даже не представился появившимся у вашего лагеря. Простите мне нечаянную оплошность. Я окурок. Хм. Хм. А окурок. Рекс отложил пистолет и взял автомат. Парень нравился ему все меньше. Окуроком привыкли называть людей, сожженных зоной до сла. Но погонялы разные бывают. Больше всего его беспокоила странная манера пришельца говорить и бесшумность его появления. Да. Не правда ли замечательное имя? Так, заткнись и сядь на землю. Хилипли почувствовал острое желание выстрелить. Почему-то его терзало нехорошее предчувствие. С прошлого вечера терзало. Рекс, внимательно на этот раз. Внимательно смотри вокруг. Рекс злострельнул глазами, но промолчал. Кажется, он подумал, а не зашибит ли обоих и напарника, и пришельцев. Но, конечно, он сделает это только в крайнем случае. Рекс не мог ходить в зоне один. Вот так. Руки сложи на затылке. Молодец. Теперь не дергайся. Двинешь хоть пальцем, пристрелю. Позвольте полюбопытствовать. Зачем вы это делаете? Пульс смотрю. Поворчал хриплый, проверяя пульс на шее гостя. Пульс имелся, сердце билось. У зомби пульса нету. К моему глубокому сожалению, должен вас разочаровать. У некоторых есть. Кроме того, зомби не умеют говорить столь пространно, красиво и столь разумно, как я. Так, просветил его парень гордым до идиотизма голосом. А может, ты мутант какой? Хриплый уселся на зим, положив дробовик на колени так, что ствол будто и не специально вовсе смотрел прямо в лоб густя. Ну, рассказывай, бродяга, или ты просто поздороваться пришел. Вообще-то, мне было просто любопытно. Я давно не видел людей. Ась! Хриплый, до сего спокойный, немного занервничал. Арекс напрягся, готовый в случае чего стрелять. Но он всегда так реагировал на все. В зоне надо уметь стрелять быстро. Не думай, значит, не выживешь. А вот послушать предшельца ему было бы любопытно. Как же ты один здесь выжил? Было непросто. Чуточку помрачнев произнес Акуровку. Но мне удалось справиться. Я уже с месяц живу тут совершенно один. Мне так не хватало человеческого общества. Должен признаться вам. Хриплый пожевал губами. Последние слова показались ему ловью. Да и первые тоже. В этих местах в одиночку не выжить. Но он слышал истории о таких случаях. Но не верил им. Где ж ты обретался? Рекс даже позволил себе отпустить автомат и прикурить сигарет. Тут ведь полно мутантов и аномалий. Жратвы взять можно только у Чешика. Чешик? А могу я полюбопытствовать, кто это? Торгаш. У него лагерь в километрах трех в ту сторону. Товара у него маловато. Но чего прикупить? Да и продать можно. Кроме того, Чешик берет почти любой товар. Спасибо за информацию. Но на первый раз бесплатно. Хриплый задал вопрос, ответ на который хотел бы услышать. Ты ствол поди у деревьев там оставил? Указал он на группку из трех деревьев невдалеке. Да, именно там. Отстраненно и несколько удивленно ответил опору. Это ты правильно парень сделал. Хабар какой может несешь? Рекс без слов понял напарника. Руки снова легли на рукоять автомата. Он ждал только знака. Вещички у паренька бросовые. А вот автоматик какой? Маленький, но тоже деньги. Простите мне мою невежливость. Но почему вы никак не реагируете? Эээ, не реагируем? На что? Что? Хриплый забеспокоился и глядел сам. Чисто. Да. Парень удивленно округлил глаза. Ветер дует вам в спину. Я уже очень отчетливо чувствую запах. Я даже слышу их. А вы не обращаете внимания. Я не понимаю. Чего? Повысив голову, сказал Рекс. Кот и Руд. Они ждут сигнала. Парень пояснил. Я запретил им нападать. Что с вами? Оба человека прыгнули в разные стороны. И еще в полете один выстрелил. Там, где только что сидел окурок, пули разорвали дерт. Поразительно, ошарашенно сказал окурок, легко сворачивая шею Рекса. Тот пытался сопротивляться. Но мало того, что не смог уследить за быстрым рывком окурка в сторону. И к нему также еще и оказалось, что его руки очень слабые. Рядом истошно вопил хриплый. Его рвали кот и Руд. Вскоре он затих. Думаю, стоит наведаться в этот лагерь. Торгаш, чешек. Интересно, что может предложить торгаш? И, наверное, я продам их вещи. Да, пожалуй, стоит и переносить с собой оружие. Электрик распиялся своим воспоминаниям. Он действовал как несмышленый щенок. Как кот и Руд, когда были маленькие. К тому дню они уже были матерыми, сильными хищниками. Правда, детские замашки у них остались и сейчас. Всего за месяц псы увеличились в размерах в трое. В зоне звери росли быстро. Он собрал вещи тех двух. Подновил гардеров. На нем и сейчас плащ Рекса. Остальное он продал чешеку. Получив взамен человеческую пищу. Патроны, нож, кое-что под мелочи. Пришло взять такие бесполезные для него вещи, как аптечку и детектор. Люди оказались совсем не похожи на него. Поразительно. Но лишь немногие, так называемые проводники, умели чувствовать аномалию. Да и кто откровенно плохо? Смутно. Более подходящее слово. Электрик улыбнулся. Прежде чем уснуть, он назвался тем двум людям Окурком. Его первое имя в зоне. Он сам назвал себя так. До того, как лицо стало другим. Он медленно шел по лесу. Так. Одно название. Но деревья тут были. И живность. Еда. Конкретно его интересовали кабаны. С час назад он учуял одиноко бредущего борова. И вот уже час как преследовал его. Медленно и осторожно. Тут было много аномалий. Он чувствовал их все. Лес полный смерть. Даже если знаешь точно, где она затаилась, в ожидании очередной жертвы, мало просто чувствовать ее. Один неосторожный шаг при переходе между двумя аномалиями. Поскользнешься и угодишь в одну или в другую. Даже четко зная границы аномалий, как знал их он, совсем нетрудно угодить в беду. Сталфер и не попадал. Он был ловок и силен. Звери зоны не беспокоили. Зомби не появлялись. Лишь однажды, едва он покинул свою избушку с погребом, какой-то тупой мертвец решил им подзакусить. Что-то подсказало ему, что мертвец смертельно опасен. И потому он был осторожен. Долго кружил возле полусгнившего трупа, ловко уходя от его бросков и ударов. Труп настолько сгнил, что был очень медлительным и ужасно вонял. Но особенно страшным не казался. Интересным немного, но не страшным. Сталкер изучил своего врага и быстрым движением зашел за спину покойного. Кулак опустился на череп мертвеца и тот лопнул. Забрызгав серой жижей руки до локтя. И то лишь потому, что Сталкер отпрыгнул, нанеся удар. Так бы весел в этой жиже был. Долго он стоял над фактически обезглавленным трупом, пытаясь понять, что именно так опасно в этом существе. Не придя к какому-нибудь определенному выводу, он ощутил голод. Запах трупа говорил, что как пища он не сгодится. Пришлось идти на охоту. В аномальном лесу он учуял кабана. Точнее, учуял много разной живности кабанов тоже. Но понимая, что не в силах справиться с десятком тварей, искал одиночку. На это ушло довольно много времени, а голод рос, терзая все сильнее. Возникло немного странное ощущение. Он был удивлен, столь стремительно нарастающей резью в желудке. Кажется, раньше голод чувствовался не столь острым, вооружившись толстой и острой веткой. Достаточно прямой и прочной, чтобы использовать ее, как оружие, он отправился в лес. Почему-то он считал, что палка – это мера предосторожности, а не необходимости. В нем росла уверенность, что с кабаном или двумя он легко справится и без всякого оружия. Палка – так, на всякий случай. Причин и источников такой уверенности сталкер не обнаружил. Поэтому пренебрег ее. Идти пришлось долго, но все же настал момент, когда кабан остановился, копая в земле. И сталкер получил возможность нагнать его и напасть. Остановился кабанчик весом в полтонны на небольшой полянке. Можно было бы сказать, что лесной полянке. Но деревья тут росли только с трех сторон и весьма жиденько. Как следствие, дичь заметила охотника, едва он приблизился. Но в бегство, естественно, не обратилось. Звери зоны редко убегали. И, конечно, не были они зверями вполне обычными. Сталкер откуда-то знал их. Но вот как выглядят и ведут себя звери нормальные, он не помнил. А с этим кабанчиком? Животное резво повернулось к охотнику и, опустив массивную голову, принялось громко фыркать и рвать землю острым копытом. Кабан готовился напасть сам. Сталкер поступил не так, как обычно делали люди. Не начал стрелять, не побежал. Наоборот, он вышел на полянку с какой-то длинной палкой и теперь, не спеша прогулочным шагом, приближался. Кабан от такой наглости, конечно же, сильно расстроился. В нем весу было чуть не тонно, а к нему такое безобразно пренебрежительное отношение. Сердито хрюкнув, кабан кинулся на врага. По идее, того должно было размазать по земле, как масло по хлебу. Увернуться от неповоротливой с виду туши дикого кабана далеко не просто. Несмотря на вес, эта зверушка проворна, как уш. А звери зоны могли дать своим нормальным сородичам приличную фору. Сталкер был обречен. Его самонадеянность в этот раз стала губительной для него. Только вот сам сталкер так не считал. Никаких мыслей действия тела повиновались не сознанию с его долгим мышлением, а сознанию и инстинкту. То есть реакция следовала раз в пять быстрее, чем в теле нормального, частично или совсем цивилизованного двуногого. Кроме того, он точно знал, что делать. Минуту назад не представлял, теперь, увидев зверя, знал. Только вот не оставляло чувства, что это лишнее. Что можно покончить с кабаном иначе, почти не затратив усилий и с большей безопасностью для себя. Понять это знание было трудно, и он не старался. Сталкер кинулся навстречу кабану, стараясь развить приличную скорость на рывке. За миг до теплой встречи с этим буйволом сталкер всадил ветку прямо в глаз кабана. Сила удара была такова, что ветка вошла в башку монстра лишь частично и тут же сломалась, а сталкер прыгнул вперед, очутившись на спине своего ужина. Кабан продолжал нестись вперед. Иступленный визжа, так что с его спины сталкер полетел к убылю. Наслепленный болью кабан пробежал по инерции еще немного и, остановившись с визгом, развернулся. Зверь чувствовал близость смерти и теперь желал лишь одного – покончить со своим убийцей. Ветка вошла в мозг только самым острием и покасательным, но выжить после этого уже было невозможно. Кабан чувствовал, что умирает и бешенство поглотило все его существо. Развернувшись, он приготовился растоптать человека, но не обнаружил его перед собой. Яростно визжа он стал вертеть башкой, а битчика нигде не было. Визжа и хрюка, кабан принялся бегать по поляне зигзагами и крошить все, что попадало на пути. Примерно через полчаса силы стали оставлять зверя, и он улегся на землю. Так он долго лежал, гаснущим взором изучая ближайшие деревья. Дыхание становилось все реже. Зверь умер. Так и не отомстив своему убийце. Сталкер просидел на дереве еще час, после того, как перестал слышать дыхание кабана. Он знал, что оно еще было. Просто не такое сильное, чтобы он мог его услышать. И все это время голод терзал внутренности. Мучительно, но не слишком. Он просто терпел, не думая ни о чем. Спуститься, пока жив кабан, он не мог. Значит, нужно было ждать. Кроме голода, его не покидало еще одно странное чувство. Казалось, он занимается глупостями. Просто форменным идиотством. Он знал, что может даже не слезая с дерева, покончить со своей добычей. Как? Он себе этого вопроса не задавал. Просто чувствовал, что может. Но не пытался понять и не очень понимал, как нужно попытаться. Немалую роль в этом сыграло то, что кабан уже и так был в его руках. Нужно всего лишь дождаться, когда сердце животного остановится. Вот и все. Смысла пытаться сделать что-то еще просто не было. Приблизившись к покойному кабану, сталкер столкнулся с интересной проблемой. Как оказалось, ни зубы, ни пальцы не могли пробиться сквозь толстую шкуру зверя. Расцарапав щетинный бок, сталкер уселся рядом с душей, без всякого выражения смотрел на свой ужин. Такой же недоступный, как и при жизни. Чувства молчали. Тут требовалось думать и принимать решения, исходя из раздумий. Как выяснилось, думать ему просто не хотелось. Утром, проснувшись в погребе, он много думал. Пытался понять, почему теперь не боится темноты, хотя точно знал, что раньше боялся. Спрашивал себя, кто он и где находится. Почему все звери, вся местность вокруг, кажется ему ненормальной. С чего он взял, что она ненормальна. Разве бывает другая? Что за сухие щелчки время от времени слышны в воздухе? О собственной стрельбе он давно забыл. А тяжелое буханье озим, раздающееся то с одной стороны, то с другой стороны. Что это? Поступь настоящего титана зверя или природный звук? И кто построил эту странную нору и дом? В конце концов, у него начала сильно болеть голова. Мысли были прогнаны вон с усиленной волей. Стало полегче, да и гораздо лучше. Без мысли было проще. Чувства, как вспышки мелькали в сознании, не обличая словесной формы. Просто чувствовался сильный порыв встать. Он встал. Теперь нужно отворить деревянный люк. Он отворял. Теперь на улицу. Он шел. Теперь прямо. Слева и справа смерть. Он шел прямо. И вот, изучая тушу кабана, сталкер ждал чего-то подобного. Попытки думать связаны. Вообще думать. Прочно связались в его сознании с головной болью. И он даже не пытался. Шло время. Он терзался голодом. Кабан лежал мертвым. На полянку пожаловал крысиный волк. Глухо рыча счастливо поскакал к человеку. Волк этот маленький и сравнительно не опасный звездом. Хорошо знал людей. Они были вкусные и безобидные. Если не держали в руках свои металлические штуки. Эти опасны. Но тот рядом с мясом. Безоружен и неподвижен. Просто сказка. Волк снизил скорость и теперь приближался очень осторожно. Людей он все же опасался. И обернись сейчас этот человек. Волк предпочел бы сбежать. Он ведь совсем один. А человек один. И причем весь. Если бы по кускам, так было бы совсем безопасно. Поесть смысле. Человек не подавал признаков жизни. Тупо пялись на тушу кабана. Волк буквально ощутил приглашение человека. Им же и поужинать. Подарок судьбы. Волк прыгнул метя в шею. Человек. О подлое коварное существо. Хе-хе. Отклонился в бок. Почти лег на земь. И волк заскулив впился носом точно в бочину кабана гиганта. А потом с ужасом ощутил на своей крепкой шее стальные пальцы. Совсем не человеческие в пальце. Впрочем он недолго терзался страхом. Бедный зверек почти сразу услышал хруст собственных шейных позвонков. Хищник в общем и кстати в целом тоже скончался. Пожав плечами человек оторвал заднюю ногу окука. Она казалась более мясистой. И с отвращением принялся жевать мясо. Вкус был просто мерзкий. И было стойкое чувство, что кончится этот ужин тягостной болью в желудке. Но раз уже не добраться до кабана, придется есть, что дает зону. Жрать-то хочется, чего ты поделаешь. Некоторая сырость мяса сталкера не очень волновала. У него и в мыслях не было жарить или варить мясо. Лишь позже он узнал, немало удивившись этому, что люди сырое мясо вообще не очень любят. Но узнав, по-прежнему предпочитал сырое мясо обратному. А вот вареный рис и картошку он полюбил. С удовольствием променял бетонную мясо на плошку риса. Поедая волка, он прислушивался к окружающему миру. Уже по привычке автоматически. От остроты слуха зависела его жизнь. И тут по неволе он начал думать вновь. Вчера ни один зверь, кроме таинственного преследователя, не нападал на него. Наоборот. Они либо убирались прочь, либо вовсе не замечали одиноко бледущего сталкера. Теперь крысиный волк напал. Вчера они будто не видели его. Только черные псы зоны, способные к сильному, телепатическому. Это его мысль. И тут в разуме будто снесло какую-то плотину. В сознании хлынули данные. Черные псы. Кодовое наименование реестра. Игла. Сильное исключительно быстрое и злобное живот. Агрессия выше среднего. Высокая выносливость. Чрезвычайная стойкость к повреждениям. Никогда не отступает. Вторая категория опасности. Обладает способностью к инстинктивному телепатическому воздействию. Продолжительно обеспечивающему ему удачную охоту. Данные по телепатии не подтверждены. Поток данных иссяк. Игла. Глупо. Пес больше походил на молнию, только черную. Что за реестр? Будто больше ничего не всплывает в разуме. А попытки проникнуть глубже, туда, где скрывалось воспоминание, приводят к сильной головной боли. Отныне звери, видя в нем свою законную добычу. Зона начала игру. Что ж, справедливо, он получил передышкой возможность подготовиться к жизни в роли дичи. Пора начинать играть свою роль. Зона. Это ведь не только то, что окружает его сейчас зона, нечто больше, чем просто кусок изувеченной земли. Изувеченной? Хм. Разве она была как когда-то иной? Размышления прервали два высоких, непрекращающихся визга. За спиной. Визг его удивил. Он слышал их шаги, но по неопасности решил, что пожаловали собратья почти съеденного волка. Визг показался знакомым. Обернувшись, сталкер смог лишь сильно удивиться. Давежные щенки сидели на почтительном удалении и жались друг к другу. Красные глаза алчно изучали останки волка и просто необъятную кабанью тушу. Щенки были голодны. И почему бы и нет? Сталкер осторожно встал и, стараясь не спугнуть зверьков, после отошел немного в сторону. Щенки выжидательно вставились на человека. Человек кивком указал на мясо. Визгнувцы подпрыгнули на месте и кинулись к кабану. Проигнорировав невкусного волка, острые, как бритвые зубы, без особого труда распороли толстую шкуру. Урча от удовольствия, собаки начали есть. Сталкер было ринулся к кабану, но передумал. Щенки хорошо потрудились, так что пускай насытятся первыми. Ели они долго и много, гораздо больше, чем по идее в них могло вместиться. Любопытно было наблюдать за ними. Впрочем, вскоре они наелись и отошли от растерзанной туши, довольно вылизывая свои уродливые морды. Странно. Он знал, они уродливы, но никак не мог сообразить почему. На его взгляд, они не слишком-то и уродливы были, пожалуй, даже красивы. Сталкер упал на четвереньки возле туши и принялся есть, точно так, как это делали псы, разрывая мясо зубами. Иногда приходилось помогать руками. Он глотал теплые куски, практически не прожевывая. Мясо вкусное и нежное мясо. Насытившись, он вытер лицо и руки пучками травы, после чего решил вернуться в свой погреб. Почему-то дико хотелось спать. На всякий случай, он поел еще, уже не чувствуя голода, что называется впрок. А после поспешил уйти подальше. Звуки принесли вещь, что кровь кабана стала манком для множества голодных существ. Со всеми он вряд ли справится, тем более сейчас, когда так хочется спать. Сталкер поспешил прочь. Щенки увязались за ним. Почему, он не мог понять. Они не были голодны. Жаждой убийства не страдали. Тем не менее, упрямо следовали за ним. Уже у самого домика он остановился. Щенки тоже. Не меньше получаса звери и человек смотрели друг на друга. Кут! Рут! Сказал сталкер, указывая пальцем сначала на одного, потом на другого щенка. Не особо понимая, зачем дают имена псам и почему именно такие. Возможно, подсознательно. Он хотел услышать свое собственное имя. А я, сталкер. Это вырвалось сразу. Едва он сам себя спросил об имени. Но произнесенное слово именем не являлось. Что это слово означает, сталкер не знал. Я сталкер. Он покачал головой. Не имя это, но раз уж нет другого. Его взгляд скользнул по луже на земле. Мутное. Но он мог смутно видеть в ней свое отражение. И это отражение обожженное. Уже успевшее зарубцеваться и превратиться в сплошной шрам лицо. Тусклые, ничего не выражающие глаза. Синие губы мертвеца и грязные, торчащие в разные стороны, пучки опаленных волос. Ниже он смотрел себя без помощи природного зеркала. Там дела обстояли не лучше, чем с лицом. От одежды остались жалкие лохмоты. Такое чувство, что его сунули в огромную сигарету. Раскурили и бросили. Где он тлел, пока не остался один смятый окурок. Акурок с отвращением охарактеризовал себя Сталки. Полное отвращение к своему опаленному телу Сталки разобрался в погреб. Вскоре в люк начали сквестись. Послышался знакомый виск. Заснул он, имея под боком двух опаснейших дверей зоны. Правда, совсем маленьких. Засыпая, Акурок решил найти какой-нибудь ручей и выстирать то, что осталось от его одежды. Утром у ручья он вспомнил о руке. Познакомивший его с двумя щенками. Чья она была, откуда он шел, неся такую странную ножку, он не смог вспомнить. Акурок наслаждался сырым мясом, охотой, обществом игривых ласковых щенков. Электрик сквозь дремоту, предшествующую глубокому здоровому сну, усмехнулся. Ласковые щенки, кут и рут, уже через две недели после неудачной охоты, дружно решили закусить им самим. Разодрали в лоскуты одну руку. И он отбился и позже провел воспитательную работу с еще не вполне повзрослевшими щенками. Приятное воспоминание и жуткое одновременно. Не в том, что первые и единственные друзья в зоне, делившие с ним опасности охоты и мяса, едва не сожрали его. Приятное было через два дня, после схватки с кутом и рутом, они подружились крепче прежнего. И вот жуткое было почти сразу, а именно, когда он посмотрел на свою разодранную руку. Только тогда он не сообразил в чем дело, лишь много позже. Дело в том, что случилось это через полторы-две недели после рождения. Охота в этот раз прошла неудачно. Точнее, они смогли завалить большого мясистого кабана. А вот когда уже собирались поесть, появились гости. Он не услышал их. Они двигались слишком тихо и слишком быстро. Не почуял. Даже запаха не было. Собственно, он сильно перепугался в тот миг. Он стоял над тушей кабана. Псы рвали ее острыми зубами. Для них толстая кожа кабана не была сколько-нибудь ощутимым препятствием. И вот так он стоял, смотрел на них, ожидая своей очереди. Стоял он, слушал урчание своего желудка и опираясь на импровизированное копье. Он его сам сделал на днях из немного кривой на прочной палки и куска черного острого камня, которое закрепил на роде наконечника жилыми неделю назад съеденного ужина. Против кабана оружия никакое, но если изловчиться и попасть в глаз, как и в первую его охоту, остается только спрятаться и ждать, пока зверюга сдохнет. Не фонтан, но ничего лучшего просто не было. Псы были слишком малы, чтобы справиться с кабаном сами, но окурок стал замечать в последнее время, что кабаны уже побаиваются его быстро растущих дверей. Пока они были всего лишь малышами и основную работу в охоте, приходилось выполнять ему. Весь риск, соответственно, также доставался ему. Но первыми ели неизменно псы. Теперь с острыми камнями он мог бы и сам добираться до теплого мяса перу, но по старой привычке не делал этого, предоставляя право первого куска своим друзьям. Как сталкер понял уже вечером совершенно и очень зря, сыворча пожирали мясо. Он смотрел, на время утратив осторожность. Нечто со свистом полетело прямо в лицо. Сталкер автоматически прыгнулся и со всей силы садил копье в воздух. Дикий виск и яростное шипение стали ему ответом. Воздух перед ним быстро уплотнился, и он заглянул в желтые глаза перелепопытной твари. Хостлявая, тонкая, но сплошь увитая узловатыми мышцами скотина, схватилась за торчащее из груди копье, и теперь дико вывыло. Сталкер вдруг понял, что существо пришло не одно. Сразу двое таких же соткались из него. Эти уже нацелились на мясистую тужу, собираясь, судя по всему, для начала переломить хребты псам. Виск раненого товарища нарушил их планы. Очень красиво оба существа развернулись на месте. Повернувшись, они чуть пригнулись, и, расставив руки, дико заорали-зарычали. Честно говоря, эффект был оглушительный. Сталкер на миг опешил и почувствовал, как начинают шевелиться остатки волос на его голове. В чувство парня привел удар под ранг. Тварь сломала копье и саданула ему по груди своей когтистой лапище. Кожа выдержала удар когтей. А может, просто повезло, но сам по себе удар отбросил его далеко назад. Врезав спиной в молодое деревце, Сталкер сломал его. Такой силой был удар желистой лапы. В полете он увидел, как коты рот бросили мясо и набросились на двух других тварей. Именно это и спасло его от смерти. Первая тварь все еще забывала, избавляясь от куска дерева, торчащего в груди. Но другие решили напасть на него. Добить. Тут псы и помогли. Они бросились на животных сзади. Пока окурок поднимался, на миг выпустив схватку тварей и псов с поля зрения, ситуация там изменилась. Внезапность нападения псов не очень им помогла. Сталкер успел бросить один взгляд и тут же был сшиблен, изступленно скулящим телом кута. Их обоих отнесло еще дальше. И они рухнули в какой-то овраг, чудом миновав аномалию. Там оба сели на земь, тряся головами. А окурок только что видел такую картину. Одна тварь лежала обезглавленная. Рут просто отгрыз ей башку. Вторая сражалась с кутом. Не столь проворным и не столь жестоким, как его брат. Сражалась без особого успеха. Она была много проворнее черного пса Зона и гораздо сильнее. Но пес владел инстинктивной телепатической способностью, затуманивая заранее врага. Что и уравняло силы противника. Будь псы взрослыми, тварь в бешенстве просто сгребла видимое ей черное размытое пятно в охапку и со всей дури бросила куда-то. Пришлось аккурат в поднявшегося на ноги окурка. Помятый, не слишком нежный объятиями химеры, он даже не удивился, вспомнив, кто эта тварь. Он даже вспомнил кодовое имя и краткое описание мутанта. Черный пес теперь выглядел не очень хорошо. «Бежим, кот!» прохрепел окурок. И оба звери-человек поспешили в свою хижину. А за спиной они все еще слышали шум жестокой схватки. Позже, придя туда, окурок найдет еще одну дохлую химеру. Точнее, недоеденные лесными зверьем останки Онны. Рута, сталкер и пес справедливо посчитали покойником, потому не вернулись за ним. Но, как оказалось, они ошиблись. Уже, войдя в полуразрушенный домик, окурок услышал далекое хриплое дыхание пса. Он остановился и ждал вместе вполне оправившимся кутом. Вскоре Рут явился и уселся прямо напротив, полухающими алыми глазами сверля человека. В его взгляде было осуждение и злоба. А сам он. Бока были располосованы и сочились кровью. Пес испытывал адскую боль и голод. Впрочем, голод испытывали все трое. «Прости, Рут, сегодня мы остались без еды!» – прохрепел окурок. Его голос все еще мало походил на человеческий. Он сказал очень немного слов с момента своего рождения. Конечно, он не надеялся, что собаки его поймут, но интонацию и национальную окраску голоса они умели слышать и понимать. Окурок старался говорить ласково, нежно, при его голосе напоминающим глухой рыб, сильно простуженного зомби. Сие получалось не очень хорошо. Впрочем, Рут – черный пес зоны. Плевать хотел на слова. Он был жестоким зверем, сильным, пусть пока очень молодым. Едва сталкер повернулся спиной и начал поднимать крышку люка, пес мягко поднялся на лапу. Его примеру последовал кут. Миг и оба прыгнули в полном молчании. А курок вовремя среагировал. Кут улетел в стену, получив с разворота в бочину. Рукой наотмашь получилось, словно дубинкой приложил. А вот Рут был более удачлив. Он попал не в горло, куда метил. Но все же страшные клыки сомкнулись аккуратно на плече и окурка. Взвыв от боли, мигом утратив все то немного человеческое, что успело к нему вернуться за прошлый день, сталкер зарычал, сомкнув ладони на глотки зверя. Боль от такого нехитрого движения, зубы пса все еще были глубоко в его тель, пронизило все его тело и мозг раскаленным прутом. Он так сдавил ладони, что шея пса захрустела. Будь он помоложе, таким каким он его встретил, Рут помер бы в этот миг. Но он значительно подрос, и теперь только отпустил добычу, да захрипел. А сталкер, так сильно напоминавший человека, упал на четвереньки и, не отпуская шею пса, прижал его к земле. Лапы пса забились, мигом разрыв под брюхом канаву, а в красных глазах зверя мелькнули огоньки страха. А курок, теперь просто еще один хищник зоны, смотрел ему глаза сверху вниз и натурально рычал. На губах пузырилась пена. Мощным усилием он бросил пса вверх и вбок. Тот исчез из поля зрения. Кот уже очнулся и прыгнул на спину странного зверя. Сталкер оказался быстрее. Он присел и сместился в сторону. Кот приготовился приземлиться на ноги, быстро развернуться и вновь кинуться в бой. Он был зол и хотел есть. Только он не приземлился. Рука сталкера поймала пса за хвост, прямо в полете. Удивленно взвизгнув, пес обнаружил, что летит к стене. Прошибив ее насквозь, он ощутил, как на него падают кирпичи. Чихнул, задохнувшись пылью, и почувствовал, как его снова тянут за хвост. В этот раз беднягу приложили озим. Два раза. Потом его раскрутили над головой и бросили. Он упал где-то в лесу. Кот пролежал там около часа, не в силах пошевелиться. Позже крепкий организм исправил смертельные для другого повреждения, и он смог двигаться. Но в тот миг пес не мог без боли даже дышать. Как дико, полный ужаса, вяжет рут. Кот тресся от боли и страха. Он лучше сцепился бы один с десятью тварями там, возле добычи, чем с этим странным зверем, сейчас убивающим его брата. Но он немного ошибался. К истошным визгам рута сталкер причастия не был. В этот миг он уже сидел в погребе. Здесь сидеть можно было, но стоять нет, низковать потолок. И с удивлением смотрел на разодранное плечо и биться. Раны, кровь, но что-то там было не так, и он не мог понять, что. Все это время он слышал вую руту. Он знал, чем вую вызвал. Слышал, что происходит с псом. Знал, что крепкий организм пса не позволит ему умереть. Быстро там. Что ж, по делу предателю. Он открыл люк и выбрался наружу. Сумерки. Скоро станет совсем темно. Лучше поторопиться. Ночью будет выброс. Он знал, что будет. Чувствовал. Во время выброса лучше быть в погребе. Не очень надежно. Но много лучше, чем оказаться наверху. Сталкер подобрал два обломка стены покрупнее, одновременно с удовлетворением отметив, что хоть кровь еще сочится, раны уже не болят. Сильно не болят. А курок двинулся к соседям. Туда, куда упало полупридушенное тело пса. Этот домик был крепче избранного им. Здесь сохранились все стены и часть крыши. Но переборки между двумя комнатами, их было всего две, как у него отсутствовали. Внутрь он попасть не смог сразу. Соседей, как оказалось, стало значительно больше. Рот был уже тише. Примерившись, а курок запустил первый кусок стены и тут же второй. Два зомби, заслонившие с собой вход, разбрызгали свои тухлые мозги на метр вокруг и дружно рухнули. Глухое ворчание и сопение. Раньше незаметное низовое оруто стало значительно громче. Часть мертвецов повернулась в двери. Завидев сталкера, человека, а значит пищу, более сытную, чем какая-то худая, жилистая псина. Они довольно загудели. Кто-то начал выйти. В глубине что-то довольно чавкало. Рот завыл громче. Видать, обед мертвецов в самом разгаре. Обед, где главным блюдом был живой пес. Впрочем, виск пса сник почти сразу. У него давно кончились силы бороться. А теперь и выйти. Зомби лезли в двери. А курок использовал еще три снаряда. Один из которых был простым булыжником. Два зомби-геройски пали, лишившись голов. Один, получив камнем ключо, и рука у него с треском отвалилась. Удар развернул его, и на миг он потерял ориентацию. Туповат. И не сразу сообразил, что его развернуло на сто восемьдесят. Несчастного, чье лицо успело сгнить и несло на себе следы крысиных зубов, тут же сбились ног и сотоптали. А курок отступил, соображая, чего делать. Мертвецы лезли один за другим. И как они воняли. Пришлось уменьшить восприимчивость к запову до опасного предела. Теперь за спиной могло появиться целое стадо кабанов. Он не учуял. Одно хорошо, от Рута отстали почти все зомби. Теперь он сможет сбежать, к чему приготовился и сталкер. В погребе тупые мертвецы. Его не достанут. Уже однажды пытались и безуспешно. Но Рут только был. Все глуше и грустнее. Ему не сбежать. Съедят заживо. Сталкер пожал плечами. Он сделал все, что мог. Рут сам выбрал свою смерть, кинувшись на него. А курок собрался уходить, но тупые зомби на свою голову проявили несвойственную им прыть. Какой-то идиот безглазый вцепился ему в плечо и потянул, широко открыв гнилую пасть. Парнишка хотел кушать. Вот и наелся. А курок взвыл от боли, плечо мертвяк. Выбрал на редкость удачно. Прокушанный Рута. Гнилые пальцы глубоко погрузились в рану. И взбесившись зверь зоны, а курок накормил животное. Кулак вошел точно в услужливо распахнутую пасть. Прошел насквозь, вынес почти все зубы наружу. В зомби сцепался кучей гнилого мяса, каково собственно и был. По вурдалачи, забывая, к нему приближались еще трое. Один почему-то был совершенно голый. Мерзкое зрелище. У него были длинные волосы, между ног развороченные, сочащие желтым гноем дыра, а на груди две больших опухоли землистого цвета. Кулак окурка кувалдой опустился на череп, сильно изуродованного мертвеца. В бешенстве силы были рассчитаны неправильно, и кулак, разбив башку, застрял посреди груди существа. Это взбесило окурка еще сильнее. Высвободив руку, он стряхнул с себя одного мертвеца, ухватил другого за ногу и начал долбить им, как дубиной, все подряд. Приступ бешенства длился недолго, и вскоре окурок обнаружил, что вокруг него лежат почти все его соседи, с некрупными фрагментами. Где головенка, где рука, иногда даже нога. В его руке осталась только часть ноги дубинки. Без стопы, без коленного сустава, но очень удобно. Он после хотел даже оставить ее себе, но она так жидко воняла, что пришлось выбросить. Окурок вошел в домик. Из всех зомби остались только два. Они кушали рука. Пес уже не выл, не шевелился, вообще казался дохлым. Мертвецы кривыми пальцами отрывали от него плот по кусочкам и отправляли себе в рот. Чавкали. Окурок некоторое время стоял в дверях. Нет, его не шокировало зрелище двух людей, сидящих на земле и поедающих еще живого пса, разрывая пальцами его плоть. Не шокировало его то, что с одного бока рута хорошо видны были торчащие наружу сломанные рёбра. И даже то, что один человек не имел на пальцах плоти, а другой был совершенно целый. Даже одежда не сильно истрёпана. Нет, просто увидев, как они едят, он ощутил дикий приступ голода. Ему захотелось разогнать мертвецов и самому занять их место съесть рута. Это было правильно с одной стороны. И почему-то он даже понять не мог, почему подло и просто невозможно с другой. Решил всё рут. Зомби с костями, оставшимся от пальцев, оторвал от ляжки пса солидный кусок и зачавкал. Очнувшись, пёс потихоньку очень жалостно взвизгнул и вырубился снова. Окурок взбесился по новой. Этого мертвеца он схватил за ребра. В прямом смысле слова. Пробив пальцами кожу и подгнившее мясо ухватил за кости ребра, после чего начал с удовольствием долбить его о стенах. С полминуты долбил, пока не осталось в его руках непонятный ком с полугнилой плоти и тряпья. Выбросив его, окурок повернулся ко второму. Тот уже не ел. С тупым мычанием он пытался, окурок даже замер на месте. Он не мог никак понять, чего делает зомби. Главным образом потому, что тот вел себя совершенно не так, как обычно ведут себя обычные зомби. Наконец, труп ходячий справился и поднял плавающий из стороны в сторону рукой автомат. Он рожок вставлял мать его. Вот это номер! Тут окурок едва не погиб. От двойного шока он не мог двинуться. Мертвец заряжал ствол. Ствол надо зарядить, чтобы он стрелял. Патроны. Вот почему и в автомат не стрелял. Очередь легла он по земле. Окурок очнулся. Удар ногой и автомат мертвеца вместе с его кистью улетел в сторону. Второй и бедняга, желавший лишь поесть, лишился того, чем собственно ел. Дернувшись два раза, труп повторно испустил дух. Окурок счел, что этого мало. Он разодрал наглую тварь на куски, разбрызгав по полу ярко красную кровь. Закончив с маленькой местью, он осторожно поднял в сонар и тот дышал, но почти незаметно. Окурок столкнулся с проблемой. Он не знал, как поступить. Оставить пса здесь? Сдухнет. Унести их себе в побре? Очухается, загрызет. Но как тогда? Наруто на миг пришел в себя и тихо заскулив, лизнул хершавым языком окровавленное лицо сталкера. После чего выключился, свесив уродливую голову на бок. Окурок лишь покачал головой. Жалко было пса. Учитывая, как его помяли, не протянет он до утра, но и бросить его на растерзание тварям, которые явятся с выбросом, он не мог. Он отнес рута в лес и затащил повыше ветви дерева. Если очухается, свалится. Но такое падение не слишком повредит черному псу. А нет, на ветвях никто не сожрет его, по крайней мере окурок не знал тварь, способная забраться так высоко. Закончив с этим, он заперся в погребе и долго еще сидел, изучая свою стерзанную руку. Что-то его беспокоило в ней. Но что? Она сплошь представляла собой рубец, тот ничего вроде бы странного, заживший обожженной кожи. Что же не так? Он лег, лежал с пиртыми глазами. В погребе было светло, несмотря на ночь. Его кровь, слабо сочащаяся из потревоженных ран, светилась ровным алым светом. Спустя два дня, поедая кабана, окурок вновь повстречался с псами. Иступлены и унижены скуля, они ползли к нему из леса, буквально расплоставшись по земле. Они были с ним слишком долго и разучились охотиться сами. по выпиравшим через кожу ребрам. Псы подыхали с голода. Он ел. Они выли на почтительном расстоянии. Наконец, смелослившись, насытившись, он отступил и кивком пригласил псов поесть. Счастливый кут и рут с визгом бросились к кабану. Он вернулся домой. Через час снова услышал визг и скребущие звуки. Открыл люк. Сталкер смотрел на псов. Те виноваты жались к полу и выли. Он впустил их, и они еще пару дней спали только в дальнем углу погреба. Эти дни он чувствовал себя очень неуютно. Нет, он их не боялся. Просто оба пса буквально сочились ужасом перед ним. Ему почему-то было неприятно чувствовать их страх. С тех пор он всегда ел первым. Что интересно, псы просто не осмеливались касаться мяса убитого им первым. Даже если были голоди. Они панически боялись его. А Руд еще и помнил, кому обязан жизнь. Интересно, но со временем сталкер выяснил, что псы гораздо умнее, чем он считал раньше. Разум с лилейной зоной. С тех пор их связывал не только чувство стаи, охотящейся, делящей мясом. Он был для них сначала равным охотником, которого можно и съесть за слабость. После того случая они признали его более сильным существом, вожаком. Стали бояться его. До преданности и дружбы. Двух столь разных порождений зоны было еще далеко, но это однажды случилось. Теперь же он был уверен в этом. Случись что с ним, коты Руд просто умрут от тоски. Немало случилось с того дня, и псы уже не мыслили себя без него. Можно сказать, что они искренне полюбили его. Преданность исключительное качество в зоне и невозможное пожалуй между тем черные псы за этот год успели доказать ему свою преданность. Кот едва не умер спасая его однажды. Они с готовностью умрут сейчас спасая его жизнь. Электрик человек без имени и памяти спал. Зона ласково смотрела на свое новое дитя. Она поглядывала чтобы несмышленому еще младенцу не снились кошмары. Глава вторая Соседи Электрик проснулся. Разбудил его непонятной природой шум. Сев он увидел такую картину что не смог не расхохотаться. Кот тут же прекратил притворно нападать и виляя хвостом подбежал к хозяину и другу. Ткнул носом в коленку выпросил ласковое поглаживание и кинулся обратно играми. Рут даже не повернул головой и теперь прыгал вокруг своей игрушки издавая звуки отдельно напоминающие лай. Рут сквозь смех проговорил Электрик я же просил его принести а не давать ему подойти самому ха-ха-ха истерзанное лишенное одной руки тело зомби повернулось на звук голоса и с жутким мычанием двинулась к Электрику. Пес глухо зарычал и заданул мощной лапой под коленку мертвеца. Тот упал и обиженный мыча повернулся к обидчику. При падении у него отвалилась челюсть и так уже державшаяся только на честном слове и тонкой ниточкой жил. Все мягкие ткани с челюсти рот видимо съел. Лицо зомби по крайней мере пестрело множеством следов от укусов. Перепутать эти следы с зубами другого зверя было сложно. Но все хватит произнес Электрик поднимаясь. Он так позволил им играть не менее получаса. Пора идти. Я сейчас заберу вещички а вы заканчивайте. Хорошо? Псы не обратили внимания гоняя зомби возле деревьев. Пожав плечами Электрик собрал все что можно было продать пучку возле потухшего костра. Потом поискал второго мертвеца. Ночью с невообразимым шумом ползавшего в лесу. Не нашел только автомат. Видать и этому позволили уйти. А может погоняли где в лесу да загрызли. Рут с некоторых пор обожает издеваться над зомби. Остался все же рюкзачок и калаш с подствольником. Что ж, хоть что-то. Содержимое рюкзака он не разглядывая присоединил к общей куче. Потом отправился к дереву, где хранилось его собственное начищенное доблеское оружие. Его он ныне практически не использовал. Только от скуки. В безвыходных ситуациях и для маскировки. То есть очень редко. Тем не менее оружие было хорошим и дорогим оружием. Правда в зоне считавшееся оружием хреновым. Винтовка. Размером и весом в два раза больше калаша. С собой МФ-10 патронов и оптикой. Стреляла она одиночными. Такой убойной силой, что делала внушительные сквозные дырки в облаченном в бронежилете человеке. Хороша на дальней дистанции. Против неповоротливых одиночек вблизи. Но верная смерть при близкой встрече с тем же черным псом. Выжить можно, лишь случайно попав. Еще у него было два ПМа. Вблизи страшная штука. Но больше 30 метров и лист фанеры пробьет. Но только по чистой случайности и при большой удаче. Собрав все вещи в два рюкзака, электрик закинул один за спину, другой взял в руку. Тяжеловато, но не очень. Идти всего пару-тройку километров. Правда аномалии значит километров 5-6. Но не важно. Рот, кот, мать вашу, сколько можно? Пошли уже! Строго сказал электрик, недовольно глядя на игры своих друзей. Псы остановились и вопросительно посмотрели на человека. Кивком сталкер указал в сторону едва заметной тропы. Рот взрыгнул для порядка и, обежав вокруг бессмысленно мечущего мертвеца, прыгнул ему на спину. Мощные челюсти перекусили шею в два приема. Башка покатилась в одну сторону, тело рухнуло в другую. Довольные псы встали по обе стороны от хозяина и очень серьезно стали осматривать местность. Обязательно было здесь его валить, поинтересовался электрик. И что мне его? Оттаскивать теперь? Вонять же будет! Безобразие! Рот повилял хвостом и невинно глянул в лицо человека. Тяжко вздохнув, электрик шагнул аномалии, сторожившей вчера этот вход на полянку. Ее уже не было здесь. Она стала не нужна, и он решил не тратить силы сети на ее поддержание. Силы могут пригодиться в пути. Некоторое время назад химеры почему-то назначили его своим врагом номер один, и едва учуев, кидались как полоумные. А чисто физически он не с каждой химера совладает. Он, конечно, много быстрее и сильнее обычного человека, но не ровня взрослой матерой химере или союзу двух-трех. Этих тварей голыми руками не задавишь. Это тебе не тупорылые и медлительные зомби, даже не контролер. Впрочем, контролер много опаснее химеры. Электрик на ходу сам себе кивнул, да, опаснее. Исследуя по этой тропе, известной некоторым, как тропа Нагана, сталкер вновь погрузился в воспоминания. Началась четвертая неделя со дня рождения. Он точно знал, какая по счету и какой сегодня день, по тому же счету. Откуда? Он не мог этого объяснить, да и не пытался, даже мысли такой не возникло. Просто такое знание принималось как должное. Он сидел на пригорке в полусотне метров от своего домика и с тупым безразличием смотрел на оголенную руку. Оголенную не потому, что он закатал рукава, нечего было закатывать. В рукаве имелись такие дыры, что руку сквозь них было видно очень хорошо. Рука менялась так сильно, что порой ему становилось немного страшно, но очень редко. Едва приходил страх, как откуда-то изнутри поднималась теплая волна покоя, будто кто-то говорил «Не бойся, все правильно, просто пришло время измениться, как когда-то пришло время родиться». Он верил и успокаивался. Конечно, слов таких он не слышал, но эту теплую успокаивающую волну можно было облечь именно в такие слова. Сейчас он уже почти не боялся нарастающих перемен. Впрочем, они эти перемены, если уже судить честно, не были особенно сильны. Просто его кожа сплошной рубец, крепкий, как древесная кора, становилась иной. А курок смотрел на свою руку и наблюдал, как очередной кусок рвца, уже высохший, невесомый и очень тонкий, под воздействием ветра медленно отрывался от тела. Под ним розовела гладкая мягкая кожа. Другая кожа, слишком мягкая, слишком чувствительная. Он иногда начинал дрожать от холода. По его мнению, происходящее было ужасно. Теперь ему придется думать не только о еде и зверях зомби, к коим он относился так же, как и зомби, но и о том, как спасти свое тело от холода. Несмотря на чувство правильности происходящей перемены, он не одобрял ее и побаивался. Порой становилось просто противно, когда он смотрел в лужу и видел розовые свои щеки. И с некоторых пор он перестал смотреть в любые, способные отражать поверхности. Пучки жестких колючих волос на обгоревшем черепе вылезли окончательно. Кожа там уже сменилась, обратившись мерзкой, гладкой, мягкой шкуркой, которую легко прорывали даже острые веточки деревьев. Как будто мало этого, из гадкой, совершенно незащищающая кожа начала расти ровным строем черная щетина. Волосы, припомнил он. Когда припомнил, немного успокоился. Хоть какая-то останется защита у его тела, пускай слабенькая, но все же копна волос лучше, чем просто кусок этой дреной кожицы. Этак, для него и зомби станут смертельно опасны. Он решил вооружиться получше. Если эти плачевные изменения затронут решив так, он перевел взгляд в печальные картины своей руки на домик беспокойных соседей. Недавно он их всех перебил, до последнего, но недолго домик пустовал. Неделя прошла, а там опять мычание, урчание и сейчас еще и чавкание и виск едят кого-то. А курку стало любопытно. Поднявшись на ноги, он повернулся к своим псам и не отрывавшим от него преданно униженного взгляда и сейчас лежащих под одним деревом. Они были сыты и ждали только когда он вернется в погреб. Наверху было небезопасно. Рут все еще помнил соседей, кушавших его заживо, а кот просто не любил в вечернее время оставаться наверху. Протяжно зарычав, а курок оскалил зубы и направился к домику соседей. Псам других пояснений требовалось. Они замерли у дерева, наблюдая за его удаляющейся спиной. Желание последовать за ним у псов не возникло. У входа в домик, примерно в трех метрах от него, а курок остановился и сквозь проход заглянул внутрь. Ничего. Тем не менее, он слышал какую-то возню, похожую в левом углу. Соседи, видимо, большей частью были на охоте. Визга не слышно. Движимый любопытством сталкер вошел внутрь. Осторожно, не дальше порога. Там остановился и заглянул в угол, из которого доносилась возня. Он почувствовал, как запах, услышанный еще на пригорке. Новый, кисловатый запах стал сильнее. Просто невыносимо сильнее. Источник найти по запаху не выходило. Он пропитал весь домик, а курок решил, что так воняет новый зомби. У них у всех имелся собственный запах, но одна частичка в нем всегда повторялась гнилостная приправа. Такая же была и у этого запаха. Он вошел и, повернувшись в зомби, с некоторой долей любопытства стал разглядывать новых обитателей домика. Их было трое. Сидели себе кружком и пожирали какую-то уродливую зверушку. Чавкали довольно мерзко. Мычали, рыгали, в общем, вполне культурно кушали. Все трое были одеты и еще довольно свежие. Только-только начали протухать. А вот глаза были не у всех. У одного вообще не было. У другого только один висел на сиреневой жиле у подбородка. Бедняга в процессе поедания мяса умудрился на глазах сталкера случайно сожрать этот мутный водянистый смотревший в разные стороны. Здравствуйте произнес сталкер не особо понимая зачем. Я ваш сосед из домика напротив у вас соли не найдется? У му ответил один другой поддержал а без глаза не обратил никакого внимания. Как жаль сплеснув руками сказал сталкер. Автоматически краем сознания он с любопытством отметил что голос у него тоже изменился. И еще ему просто дьявольски хотелось с кем нибудь поговорить. Можно и с домом. К тому же они кажется поддерживают беседу. Пускай не очень интеллигентно но хотя бы так. Кот с рутом те только рычат либо скулят а эти умеют еще и мычать. Хоть какое-то разнообразие. Вы даже не представляете как сложно нынче с солью. Прям беда какая-то а вы вот так кушаете одними руками. Простите мне мое любопытство но неужели же вам удобно? Сам он тоже ел руками но его просто понесло. Прямо глотка чесалась поговорить. У зомби с глазами левый глаз начал вращаться и найдя сталкер остановился на его персоне. Простите что надоедаю вы не подскажете как добраться до метро? Что такое метро он не знал но вопрос показался забавным собственно он говорил все что приходило в голову «А то, знаете ли, опаздываю навстречу». «У-у-у-у-у!» «Говорите прямо, потом налево. Ой, спасибо вам, господа! Огромное спасибо! Вы не замечали? Холодать нынче стало. По утрам особенно». «М-у-у-у!» «Да-да, вы совершенно правы. Форменное безобразие. Куда только власти смотрят». Один из зомби не выдержал. Его нагло отрывали от процесса питания. С трудом и громким возмущенным мычанием он поднялся на ноги. «О-о-о!» – воскликнул сталкер. «Вы тоже на метро? Позвольте, я вас провожу». А курок ловко подхватил мертвеца под локоть и резко вывернул его вбок и вверх. Мертвец просто взвыл от такой наглости. Попытался дотянуться до обидчика. Даже клацнул гнилыми зубами, но в холостую. Зомби был чрезвычайно силен, а курок чувствовал это. Но все же он сам был гораздо сильнее. Чтобы покусать человека или дотянуться до него другой рукой, пришлось бы зомби оторвать себе ту руку, что сейчас держал сталкер. Смеющийся сталкер. Он почувствовал вкус к развлечениям. Жуткая шутка ему показалась очень забавной. «А я вот там живу!» – кивком показал он, выволакивая мертвеца наружу. «Прямо в погребе! Представляете, до чего трудно жить в погребе!» «Ура!» – отвечал зомби, извиваясь на конце своей руки, той ее части, которая вырастала в плечо. Вырваться он не мог, а зловредный сталкер упрямо тащил его куда-то к лесу, не переставая говорить. «Да уж, нынче всем трудно, мой друг!» – а курок тяжко вздохнул. «А как вы относитесь к легкой и непродолжительной прогулке в этом чудесном месте?» Зомби завыл, уже не пытаясь добраться до человека, но теперь рвался подальше от этого психа. «Оу! Я точно знал, что вы будете в восторге от моей идеи!» Зомби завыл громче. «Ну прекратите! Незачем так бурно высказывать свою радость!» «Оу! Только не благодарите меня! Прошу вас!» «Я всего лишь одинокий, слабый, потрепанный жизнью человек! Мне так грустно! Так одиноко! Вы даже не представляете, как порой одиноко бывает в этом месте!» «У вас есть много друзей? А у меня никого! Представляете? Совсем никого!» А курок тяжело вздохнул, закашлялся. «Извините мне мою наглость, но вы в курсе, что от вас жутко несет тухлятины!» Сталкер остановился и теперь укоризненно смотрел на беднягу. Тот прекратил выть и повернулся к мучителю. Оба смотревших в разные стороны глаза сфокусировались на нем. Вонючая пасть открылась и хлопнула, довольно близко к руке, державшей локоть. Зомби так сильно вытянул шею, что не быть он таким свежим, головенка отвалилась бы. А курок на мгновение убрал одну руку и щелкнул невоспитанного зомби по лбу. Тот даже выделил бы. «Вы очень невоспитаны, к тому же практически хам!» «Ну не расстраивайтесь, сейчас мы погуляем немного, и вам станет гораздо лучше!» «Свежий воздух так полезен для здоровья!» Сталкер кивнул сам себе и, повернувшись, потащил зомби в другую сторону. Они мирно гуляли вокруг его домика. Кот и Рут в полном молчании наблюдали эту странную картину, громко разглагольствующей, о чем попала хозяин, ведущей на поводу истерично лоющего мертвеца. Обойдя вокруг домика, уже в третий раз, А курок наконец обратил внимание на истерику трупа. «Послушайте, любезный! Да вы так охрипнете! Кстати, как вы смотрите на наглое поведение химер? Вы просто не представляете, что эти невоспитанные твари учинились совсем недавно! Просто ужас!» Заходя на пятый круг, А курок пересказал несчастному покойному всю историю столкновения с химерами. Потом обратил его внимание на непрезентабельный вид местного леса и свое пошатнувшееся здоровье. Рассказал ему о том, что у него некоторое время назад были проблемы с крысами, повадившимися к нему в погреб. Спросил, как тут относятся к мясу крыс и крысам вообще. Под конец своего монолога, сталкер начал громко рассуждать о невоспитанном и просто безобразном поведении некоторых зомби. Указал бедняге, что им всем следовало бы брать пример с такого умного и интеллигентного зомби, как он. Мертвец в этом месте охрип напрочь. Видимо, где-то в раннем возрасте вам были заложены основы поведения и доброго, и мудрого зомби. Именно поэтому... Эй! Что за невоспитанность? Несчастный мертвец наконец сумел вырваться. Сталкер недовольно смотрел то вслед убегающему покойнику, то на его конечность, оставшуюся у него в руках. Ему хотелось еще поговорить. Можно было взять другого покойника, поболтать с ним или просто с самим собой. Но с самим собой не хотелось. А другие мертвяки ему не понравились. Этого он все-таки знал. Чуть не полчаса. Он к нему привязался, и потому не хотел отпускать в страшный лес, где его интересному собеседнику могли оторвать вторую руку, а может быть даже голову. А курок решил догнать беднягу. Наступила ночь, и он просто не мог отпустить несчастного бродить одного в такое опасное время. Насвистывая, очень довольный собой, сталкер в припрыжку двинулся за своим новым товарищем. Нашел он его почти сразу. Несчастный, туповатый мертвец убежал недалеко. Он столкнулся с нерешаемой проблемой, уткнулся носом в дерево, и теперь упрямо шел вперед, видимо, питая смутную надежду, что дерево в конце концов сдастся и уступит ему дорогу. Дерево не уступало. Ему как-то по боку было, кто там в него носом тычется. Оно там росло. По скудауме, возможно, прогрессировавшему, еще при жизни мертвец не догадывался обойти дерево. Может, и забыл уже, что куда-то шел. Ноги двигались все медленнее. — Любезный, зачем же вы убежали? Я вот вам вашу руку принес. Зомби повернулся с открытой пастью на звук. Пустые глаза узрели довольно и очень приветливо улыбающее существо, протягивающее ему его же руку. Пасть захлопнулась с резким клац. Мертвец высоко подпрыгнул и с диким воем припустил в сторону. — Хм, кажется, он не очень хочет разговаривать. Впрочем, его желание второстепенное. Сталкер кивнул, одновременно отметив мудрость своих размышлений и то, что теперь думать стало чрезвычайно легко. Все еще довольный собой, он неспешно последовал за мертвецом, а за ним последовали недоуменно ворчавшие псы. Правда, на почтительном удалении от довольного сталкера. Уже очень скоро окурок не был так доволен собой. Он углубился в лес и на зиму опускалась темнота ночи. Появление нового запаха он проморгал. Увлеченный погоней он не обратил на него внимания. Погоня и длилась-то всего пару минут. Зомби вдруг остановился, будто сходу врезавшись в невидимую стену, а курок также прекратил свой легкий непринужденный бег. Улыбнувшись, он разразился очередной тирадой. «Неужели вы передумали и желаете продолжить нашу милую беседу?» Улыбка слетела с лица, когда мертвец повернулся к нему и твердо шагая двинулся вперед. В нем что-то резко изменилось. Окурок не понимал, что, но естественно чувствовал изменения. Мертвец, широко распахнув пасть, кинулся в бой. Метил он в горлух. Так зомби не делают. Они не метят в жизни на важные центры. Они их просто не знают. А если б знали, слишком тупы, чтобы понять, что перекусить глотку легче, чем выгрызать брюхо. Обычно они кусали просто то, что попадалось в поле зрения или запах, если глаз уже не было. Этот вел себя так, будто вдруг обрел разум. Окурок расплющил череп покойника одним ударом, и теперь угрюмо изучал окрестности. Игры кончились. Он чувствовал присутствие чего-то нового. И дьявольски опасного, к тому же. Кут! Ру! Тихо позвал он. И оба пса ответили тихим рычанием. Но подходить не стали. Напряжение стремительно нарастало. И он позволил себе грубость. Ко мне, блядь! Секунда! И неслышными тенями они скользнули к его ногам. Он уже знал, что речь они понимают прекрасно. А некоторые команды выполнять им помогал страх перед ним. Как раз тот случай. Подошли они, боясь его. Сейчас же псы сжались к его ногам и тряслись от ужаса. Видимо, в качестве разнообразия не перед ним. Неизвестная тварь появилась из глубины леса. Шло существо подозрительно беспечно. Именно так гулял по лесу он сам. Зная, чувствуя все нюансы аномалии, способный, не глядя указать идеи и как расположена аномалия. Он мог себе позволить такую беспечность. Тварь тоже могла. В черном комбинезоне, раскачивая в так шагам длинные руки, к нему двигалось нечто напоминающее человека. Собственно, только голова не очень походила на человеческую. Слишком крупная черепная коробка напоминала габаритами сундук, а не коробку. Толстые вены пульсировали на висках, утопленный нос, какой увидеть можно на человеческом черепе, в лишенном плоти. Маленькие злые гвозенки и тонкогубый рот. Только губы, хоть и тонкие, были вполне человеческими, за исключением длины. А с таким размером губ они проходили через пол лица. Размах пасти должен быть не меньше, чем у хута или рута. Что-то подсказывало, что за этими губами скрываются преимущественно мощные клыки. «Здравствуйте!» жизнерадостно воскликнула курок, подхватывая из земли два предмета – большой камень и толстую суховатую палку. «Да вы никак заблудились! Мне почему-то кажется, вам надо идти назад, подальше отсюда!» Тварь улыбнулась одними губами. На миг он опешил. А курок не ожидал, что его поймут. Совсем наоборот. Он говорил, желая развеять свой собственный быстро крепнущий страх. И если получится, немного смутить существо. Вышло так, что существо смутило его. Впрочем, как раз из-за этого смущения сталкер разозлился. Камень был запущен. И со свистом, пропоров в воздух, попал существо. Пролетел мимо. Псы зарычали. Сталкер глотнул желудок на положенное ему место и понял, что пора бежать. Эта или похожая тварь преследовала его тогда. Он узнал шаги. Мерные, топающие, уверенные шаги. Ему бы сбежать по-шустрому. Но он был уверен, что теперь из этого ничего не выйдет. Теперь тварь не потеряет его. И всего-навсего выколупает из погреба, потом сожрет или пошлет на него всех в зомби-округе. Он не обольщался насчет неожиданно проснувшейся в мертвеце храбрости. Труп получил четкий, не терпящий возражений приказ. Существо умело управлять зомби, как куклами. Выбор теперь был только один – сражаться. Либо существо покончит с ним, либо он с существом. И окурок смело шагнул навстречу смерти. Существо неожиданно остановилось. Испугалось. Талкер победно ухмыльнулся и быстро побежал к тваре, намереваясь легким ударом разнести ей колону. Он с удивлением обнаружил, что бежит не туда, куда надо. Еще больше он удивился, сообразив, что заносит дубину для удара аккуратно в голову рутер. За спиной послышался глухий какой-то ухающий смех. Тварь с ним играла. Как он недавно с тем мертвецом. Мощнейшим усилием воли ему удалось установить себя, не убив рутер. Пес так был благодарен ему за свое недавнее спасение, что просто не смог бы уйти от его удара. Не захотел бы. Он и сейчас весь буквально трясся и тихо подвывал. От благодарности надо полагать. Бедняга просто ходить не мог сейчас от нахлынувшего на него чувства. Кут проявлял себя лучше. Пока хозяин стоял спиной к врагу, трясясь крупной дрожью и скрипя зубами, а собрат вылом страха, кут бросился на существо. Контролер удалось вспомнить сталкеру. Еще он сумел вспомнить, что нельзя смотреть в глаза контролера. Поздно. Мощнейший телепат зоны, по воспоминаниям предположительно разумный, уже забрался в его разум. По данным вошедшим в сознание получалось, что он теперь труп. От контролера было только одно спасение, пристрелить сразу по встрече. И еще одно. Имелись неподтвержденные сведения. Откуда они и кем неподтвержденные, он не знал. Что в основном за появление в зоне живых мертвецов повинны контролеры. Именно им приписывалось создание живых зоней. Полностью нормальный человек, сердце бьется, способен к речи, потеет, слюни пускает, ест, но башка девственно пуста, с одним лишь желанием пожрать. Жрет все, что движется, иногда себя самого. Акурок не желал стать таким. Новые усилия, и он повернулся к контролеру. Даже сделал шаг и поднял руку, заметив по пути, как мимо пролетел визжащий кут, которого сочли недостойны умственно-телепатических усилий. На большая сил не хватило, так и застыл, подняв дубинку и обильно потея. Зато контролер удивленно приподнял безволосую бровь, и даже вены на черепе забились быстрее. С таким он, похоже, сталкивался впервые. Жертва не была сломлена, наоборот, активно сопротивлялась. Вот когда Акурок понял смысл выражения «мир савчинку». Все вокруг сжалось в маленькую точку, в которой был он сам. И в эту же точку вкачивалась боль лошадиными дозами. Его всего крутило, жевало и просто рвало на части. Он понял, что происходит. Контролер усилил давление и теперь старался сломать его, вытереть разум, вытереть от его окурка личность. Оставив пустой чистый мозг Аки у младенца, только-только явившегося на свет. Зомби, движимые лишь естественными, древнейшими из инстинктов, если коротко кушать, отличие такого зомби от новорожденного человека в двух маленьких моментах. Новорожденный способен обучаться, помнить, думать. Зомби, зомби-контролеров нет. И все-таки зомби-взрослые, физически полностью сформировавшиеся приматы, способные добывать еду сами. Корчась от боли, окурок понял, что проигрывает эту ментальную схватку. Спасла его некоторая способность к фантазии. Он увидел себя, пускающий слюни, мычащий, он подходит к роту. Тот не уходит, хвостиком виляет, уродливая морда, полное недолгнение, странным поведением хозяина. Вот окурок грубо хватает за шею своего друга пса и вырывает из него заднюю лапу. Пес визжит от ужаса и боли, и он не отпускает, ест его ногу. Ужас, злоба, ненависть, ярость. Они запылали так, что сталкер едва не сошел с ума. Мир вновь обрел нормальные размеры. Контролер хмуро смотрел на него. Кот визжа бегал рядом. Рот молчал и был пока невидим. Победив в одной схватке, всего сражения окурок не выиграл. Тело по-прежнему ему не повиновалось. С ненавистью он смотрел в маленькие глазки контролера. Тот покачал черепом и двинулся к нему, видимо решив зашибить так. И съесть без соли, а может покусает насмерть. Кто его знает? Хр рви все, что смог выдавить из своего обнаглевшего в конец тела окурок. Взять над ним контроль он не мог. Сам, впрочем, хватило и этого. Оба разом бросились вперед. Не из страха перед хозяином. С удивлением он ощутил волну дикой ненависти, исходящую от них. Неужто они не только боялись его, что в псах проснулась прежняя щенячья любовь к нему? В черной молнии скользнул рут, контролеру и острые зубы замкнулись на ноги существа. Послышался хруст. Затем довольный рык пса и новый хруст. С противным шипением контролер рухнул, лишившись одной ноги пониже колена, но и не подумал сдаваться. Он лупил рута, куда попало длинными и сильными руками и одновременно удерживал под своим полным контролем сталкера. Полным? Уже курок смог сделать шаг, затем еще один. Тело ломило от напряжения, а разум просто рвало на куски. Чужая воля управляла его телом, но контроль становился все слабее. С трудом сталкер уже мог двигаться. Оставалось немного. Телепатическая сила контролера напрямую зависит от его разума, а состояние разума его мощь еще больше зависит от исправно работающего тела, то есть сильного здорового тела, способного удовлетворить потребности мозга. По неподтвержденным пока слухам, разум обитает именно там, хотя существуют авторитетные мнения, что место его постоянной дислокации располагается немного ниже поясницы. Сила контролера иссякала вместе с хлюпающей из ран кровью. Черный, дурно воняющий кровью. Почему-то это обстоятельство различия в цветовой гамме этой весьма полезной телесной жидкости, различия между им самим и контролером вызвали прилив доселе неиспытываемого бешенства. Сейчас он готов был пришить себя самого, если не получится шибить хоть кого-нибудь. Мир затянуло кровавой пеленой, в нем оставилось только одно пятно другой окраски. Контролер С диким рыком сталкер медленно шагал к барахтающемуся ворохи травы пыли и сухих веток врагу. Тот барахтался неспроста, его рвали на куски два пса. Он отбивался как мог, но все же псы были более приспособлены к такому бою, чем человекоподобный монстр. Удары рук контролера чаще приходились в пустоту. Широкая пасть показала миру клыки, но до чего смешные рядом с внушительным набором онны в челюстях кута и рута. Зубы контролера, как и тело, были слишком человеческими. Применить на них свое главное оружие телепатию контролер не мог. Все его силы уходили на схватку со сталкером. В такой драке победить опасный мутант просто не мог. И все же псам пришлось не сладко. Физический контролер не уступал в силе окурку и, пожалуй, был даже сильнее. Кут уже не был столь же прыток, как в самом начале. Заднюю лапу пес волочил по земле и кусал все реже, предпочитая больше кружить вокруг противника в ожидании удобного момента. Рут успел несколько раз поймать по удару на каждый бок. Громкий хруст и виск Рута говорили, что оба удара переломили как минимум по ребру. В рукопашной контролер выиграл, но его сосредоточенность терялась. Сталкер заметил, что тело повинуется все лучше. Контролер это тоже заметил. На мгновение телепатическое давление резко возросло и окурок вновь увидел себя маленькой красной точкой, корчащейся от боли. Он услышал, как хрустят зубы, его зубы. От боли он сжал их так сильно, что еще секунду и... Контролер тихо завыл, он слишком увлекся сталкером, и злобные псы воспользовались ситуацией. Самые ловкие и безжалостные из всех убийц зоны почуяли свой шанс. Кот в лоскуты порвал спину твари, Рут вцепился в глотку. К сожалению, он не смог применить свой любимый прием двойным коротким укусом обезглавить жертву. Контролер врезал псу последний раз. Так сильно, что Рут потерял сознание и упал. Контролер занес свою мощную лапу для последнего удара. От боли тварь уже плохо заображала и билась сейчас не за жизнь, просто била все, что попадало на глаза. Тут бы Руту и пришел конец. Он успел очнуться и тряхнуть башкой, но отбежать не мог по причине изувеченного организма. Мог только попытаться отползти. Кот не видел, в какую беду угодил брат. Он громко рыча отрывал от контролера внушительные куски мяса. Лапа контролера опустилась и череп твари разнесло на куски. Отбросив дубину, сплошь заляпанную мозгами и черной кровью, акурок рухнул рядом субьеном. Так он пролежал не меньше 10 минут. Рядом с тихо скулящим Рутом, кот умоляюще повизгивал и хромал вокруг них. Ему было страшно. Сломанная лапа болела, и он очень боялся остаться один. Очень уж странно вели себя друзья. Казалось, что они умирают. И еще кот перестал визжать, застыл на месте. Уродливая морда повернулась к лесу, туда, откуда пришел контролер. Овальные уши с кисточками на кончиках настороженно повернулись на звук. Миг и пес оскалился, грозно зарычав. Ему ответили мычанием и уханием. Какой-то хрип и много-много шагов. Контролер, сражаясь, позвал на помощь. Теперь он был мертв, но они действовали согласно последнему приказу. Шли туда, куда им приказано. Окурок тяжело поднялся на ноги. Тело повиновалось плохо. Казалось каким-то ватным. Все плыло. Думать вообще не получалось. Контролер проиграл битву за его разум. Но сумел таки тварь поганая навредить сверх всякой меры. Окурок позвал Кута. Из глотки вырвался лишь мерзкий хрип, точь-в-точь зомби. Окурок пошел домой, туда, где можно спрятаться и залезать раны. Сзади послышался тихий скулеж. Что такое? Повернувшись, Окурок долго смотрел на неподвижного рота и Кута, застывшего прямо над ним. Кут осмотрел в сторону леса. Уже виден был первый темный силуэт, странно корявый походкой, бредущий к ним. Псы не надеялись на помощь сталкера. Скулеж прекратился. Кут готовился драться. Рут попытался встать, но взгвизнув упал и теперь просто взрыген. Больше ничего он сделать не мог. Окурок пытался уйти, не смог. Несмотря на близость смерти, он вернулся и подхватил Рута на руки. Кут подпрыгнул на месте, радостно взвыв, после чего приземлился на сломанную лапу и дико зарычал уже от боли. Они вернулись в погреб, лежали там до утра, не шевелясь, не издавая ни звука. Наверху завывали, урчали, хрипели. Электрик обнаружил, что стоит неподвижно, а псы стоят рядом, подозрительно изучая окрестности красными глазами. Чего это он остановился? Векое его воспоминание зацепили. Впрочем, он часто вспоминал. Что еще делать в зоне такому, как он? Кроме того, была надежда, что раз за разом прокручивая свои воспоминания, он однажды сможет заглянуть туда, где скрыты воспоминания другие, давние, те, что были до рождения. Тренировка памяти могла открыть запертые ныне двери в его опаленном зоне мозг. Где-то он это слышал, наверное, в лагере чешика. Или еще где? Стоп! Воскликнул сталкер, так, что псы шокированно уставились на хозяина. Он даже подпрыгнул на месте от радости. Я же и правда слышал такое, но не здесь, понимаешь, Рут, не здесь, до зоны, раньше. Кажется, это работает. Кивнув сам себе, он вновь зашагал по тропе. Аномалии он не опасался, он чувствовал их, кроме огненных. Но эти хорошо определял код, с тех пор, как на его шкуре не осталось шерсти. Да и если не зевать, их можно заметить по косвенным признакам. Мутанты также не представляли особой опасности, даже без оружия он мог справиться с большинством из них. А уж с арсеналом, что сейчас при нем драка с мутантом зоны превращалась в чистое развлечение. Людей он не боялся вовсе. Ночь. Редко кто вылазит в зону ночью, а кто вылазит стреляет только в случае смертельной опасности. Мутанты слишком хорошо слышат выстрелы и понимают, кто производит их. Лучшего способа самоубийства в зоне, чем выстрел в ночи, придумать трудно. Услышит химера, особенно если его слышит химера голодная и кранты. Ее невидимость днем, для тех, конечно, кто уже встречал таких тварей, не особая помеха. Днем ее все равно заметить можно, а вот ночью... Тут и электрик полагался только на обоняние. Его превосходное зрение много лучше, чем человеческое и то пасовало ночью перед химерой, зато на запах он мог определить до сантиметра местоположения этой кровожадной, но не очень умной животины. И, кстати, она как раз сейчас идет за ним по следу. Ты вот ведь глупая тварь. Когда они, наконец, поймут, что охотиться на него крайне опасно для здоровья, особенно в одиночку? Электрик глубоко вздохнул и закрыл глаза. Сейчас требуется почувствовать всю сеть. Желание подпускать химеру слишком близко не возникало, не хотелось просто. Устал он чего-то с утра. А раз работать придется на приличном удалении, то без полного сосредоточения ничего не выйдет. Электрик полностью погрузился в свое сознание, закрывшись в нем будто в коконю. Он перестал слышать, видеть, псы почувствовав, что с хозяином происходит нечто странное, начали толкать носами его ноги. Бесполезно. Тело стало деревянным и сам сталкер не чувствовал ничего. Псы тихо завыли. Электрик закончил. Нужное состояние было достигнуто. Теперь требуется коснуться сознания источника своей силы, почувствовать всю его мощь, проникнуться ею и изменить обычное на данный момент и только до очередного выброса строения сети. Усилие воли, суть которого он и сам не мог бы объяснить, и он ощутил сеть, будто прибыл в иной мир. Нет, конечно, все та же зона, только теперь видимая совсем иначе, невидимая вся сразу. Помнится, в первый раз это видение погрузило его в дикий ужас. Почему? Потому что не ту зону он видел, какой ее видела тело сталкера. Был ландшафт, принимаемый как сгусток серо-черных теней, и была сеть, так он это назвал, сеть из тоненьких голубоватых искорок, мечущихся от одного сгустка, как бы спрессованных в шар молнии к другому. Сеть из электрических аномалий, сейчас он не очень понимал, что его напугало впервые, ведь сеть было просто прекрасно. Итак, нужен участок, где он сейчас находится. Узилие Вольм, по сути, просто яркое выраженное желание видеть и вот. Среди скопища теней аллеют три точки, покрупнее это он сам, помельче кут с рутом. Теперь преследователь. Ах, красавец, вот и ты. Движется стремительно, но на редкость беспечно. Мерзкое животное умеет обходить аномалии, но к несчастью не так хорошо, как он сам. Для нее к несчастью. А теперь маленькое усилие, почти незначительное, ведь это самое простое. Смещаем аномальную зону. Как удачно получается, как раз на пути химеры ниточка, соединяющая две аномальные области пространства. Не нужно даже создавать нового энергетического узла сети. Это сложно и требует некоторых усилий. достаточно переместить узел и все. Сталкер открыл глаза. Рот, кут, чего вы? Он погладил псов, начавших уже просто ворчать, будто чехвостят его за какое-то некрасивое поведение. Все хорошо, просто мне нужно было кое-что сделать. Он продолжил свой путь. Нужно добраться до чеша как к вечеру, но хотя бы к сумеркам, а то ведь напугает опять сталкеров. Не сдержится где и... Дикий ой за спиной заставил электрика широко улыбнуться. Он услышал не только ой. Острый слух донес до него еще и знаком отрезк статики. Химера это любопытная зверушка. Должно быть не сладкой ей сейчас. Ужас попасть в ход прямо в электру. Приятного мало. Яркий лучик проник в щель между досок и игриво упал на его лицо. Сталкер открыл глаза. Некоторое время он просто смотрел вверх, припоминая события ночи, дошедшие в виде смутного беспокойства. Непонятно, чем вызван он. Что же случилось, ночь? Был выброс? Как всегда, землю немного подтряхивал. Но это ничего, даже приятно. Убаюкивает эта тряска очередь. Иногда, конечно, возникает подозрение, что пол не выдержит и обрушится вниз. Но опыт уже четвертого выброса показал, что кем бы не был строитель этого домика, строил он на годы. И может даже столетия. Только щели между досок становились каждый раз на долю миллиметра шире, то там, то здесь. Но в целом ничего угрожающего. Так что же его смутно беспокоит? Вроде еще хрипы, вопли какие-то. Но они всегда при выбросе бывают. Много разных существ выбрасывают на периферию выброс. Пора выбираться наружу. Есть хочется. Последнее время голод терзает непрерывно. Может это из-за новой мягкой мерзкой кожи? Может быть. Приподнявшись, он подполз на четвереньках клюкнув. И тут же две черные молнии переградили ему путь. Кот, Рут, вы чего? Плюхнувшись на задницу, попросил ошарашенный сталкер. Они явно не собирались на него нападать. Раньше просто панически боялись этого, а после боя с контролером и последующего бегства о торт вечно голодной зуми, они вообще стали питать к нему почти нежные чувства. Данное поведение было странным. Кроме того, в ответ на вопрос оба пса грозно рыкнув, ставились на люк. Рык стал громче. Окурок принюхался, напряг вслух. Бестолк усматривался в такой же, как всегда, люк из трех крепко сбитых досок. Ничего подозрительного. Что могло так насторожить псов? Очень осторожно, даже нежно, он отодвинул плечо мруто. Тот упирался, но в конце концов поддался и отошел на шаг по-прежнему ручья. Окурок взял свое самодельное копье, лег на спину и очень осторожно стал поднимать люк на острие. Наконечник из камня отвалился, не выдержав веса дубовых досок. Окурок напряг мышцы. Обычно он открывал эту дверь без особых усилий, но вот с помощью толкания палкой впервые. Оказалось, что это непросто, даже с такой небывалой физической силой, коей он обладал. Люк с грохотом откинулся. Чисто. Да иначе и быть не могло. Будь тут дверь какой в засаде, он бы его уже учуял. Что же не так? Сталкер высунул копье повыше, чисто. Окурок медленно начал распрямляться. Едва заметная искорка полыхнула, замеченная им лишь по чистой случайности. Сталкер немедленно рутнул как подкошенный и откатился в сторону. Треск и вспышка на миг ослепили и оглушили его. Мать твою! пробормотал он, приходя в себя. Оба пса сукавизной смотрели на него с другой стороны погреба. Да мог бы и сразу поверить. Почему я ее не чувствую? Вообще-то теперь он ясно ощущал наличие аномалий, только совсем не так, как обычно. Он чувствовал ее еще во сне, пока валялся здесь. Но совсем не так. Обычно аномалии воспринимались как тягостное мерзкое чувство. В двух словах он просто знал, что вот возле той кочки или ямки смерть, а эта пакостная аномалия ощущалась как-то как-то тепло, будто хорошее приятное местечко, сверхбезопасное местечко. Очень может быть, так оно и на многих влияло. И доверчивые жертвы, видимо, верили. Надо бы впредь избегать таких мест. Решил он и с любопытством осмотрел повык. Уже далеко не в первый раз, но впервые по такому интересному поводу. И как теперь выйти? Ребята, а вы чего думаете по этому поводу? Оба пса зарычали. Хм, очень может быть, мудрое замечание, скажу я вам. Но надеюсь, вы это не всерьез. Псы начали ворчать. Они привыкли к такому поведению окурка. и даже отвечали ему. При некоторой фантазии могло сойти за поддерживание разговора. Нет, Рут, ну что ты, тебя я есть не стану. Наверное, мы с тобой сначала съедим кута. До следующего выброса нам хватит. Ты как считаешь, кут, хватит? Кут лег и почесался задние лапы. Сталкер сокрушенно вздохнул. Вот и я думаю, никак не хватит. А если кот мы не тебя съедим, а Рута? Рут посмотрел на открытый люк и снова зарычал. Хорошо бы, но она несъедобная, а может ну ее, поспим еще немного, видишь исчезнет. Кут поймал блоху и хрустнул ею. Вот и я о том же кот, не исчезнет ведь сволочь, значит будем выбираться. Да, подкоп рыть, здесь. Рут, ты начинаешь. Псы почти одновременно зевнули. Вот вот, вечно вы так два лоботряса. Как работать, так окурок, а как жрать, так все. Что ж, раз не хотите, я сам копать буду. Продолжая беседу, по большей части самим собой, окурок начал копать стену. Хорошо еще, что на ладонях кожа пока оставалась прежней, непрошибаемой твердой. Начал он там, где недавно имелась крысиная нора. Чтобы избавиться от незваных гостей, он ее закопал тогда. Теперь пришлось раскапывать заново. Ух, сказал окурок, когда подкоп был прорыт. Сам он вылез наверх, весь перемазанный черноземом, а солнце уже висело высоко в небе. Через несколько секунд в яме показалась голова рута. Оглядевшись, пес выбрался наверх, отряхнулся и недобрительно фыркнул. Окурок сплеснул руками. Поглядите только, ему еще и не нравится. Грязно значит, сыро значит. Тут же выскочил кот и по примеру брата фыркнул. И этот туда же. А я ведь до нитки вымок от пота, кстати, роясь в этой земле. Устал, замерз, оголодал. Кстати, а если мы хотим есть, надо поторопиться. Ночью я охотиться не намерен. Сталкер пружинисто вскочил на ноги и, несмотря на то, что страшно он стал, елки зеленые, копье забыл. Хм, он с сомнением глянул на яму. Ну его, другое сделаю. Пошли, ребята, поищем на завтрак животину какую. Охота прошла удачно. Вернулись до темна. Сытые и довольные, все трое блаженно уснули, а посреди ночи были вынуждены отбиваться от целой стаи крыс. Пришлось придумать, чем закрывать лаз. А на следующую ночь какой-то зомби решил заглянуть в оставленный открытым люк. Вот это зрелище, ребята. Восхищенно и в то же время с некоторой долей страха сказал окурок, наблюдая, как из ослепительного фейерверка наверху вниз сыпятся куски того, что когда-то было живым мертвецом. Куски были преимущественно обуглены и в основном дочерны. Хорошо, что я успел тогда отскочить. Утром, выкинув горелые части тела, окурок с помощью копья закрыл люк. Учитывая тяжесть дубового люка, постоянно ломающийся палки, используемые при переломе копья. На это милое занятие сталкер угробил большую часть дня. Пару раз со спины к нему подбирались зомби. Одного перехватили псы, зародыш уничтожив радужные планы мертвеца о сочном обеде, первым кандидатом в который был окурок. Несчастный зомби был отловлен и сопровожден псами копушки, где милые зверьки еще долго всячески измывались. Под конец бедняга только выл и пытался убежать. Да ох, не любил хоть с рутом их брата. Зомби то есть. Второй, заранее открыв пасть, прямым курсом следовал к нему, аж от леса. Картина была настолько замечательно глупой, что окурок не мог продолжать свое занятие. Он хохотал, согнувшись пополам. Мертвец прибыл, даже не угодив в аномалию. Когда он был на расстоянии вытянутой руки, окурок ловко заскочил ему за спину и резко вывернул руку. Боли тот, конечно, не почувствовал. Это был из настоящих мертвецов. Сердце не бьется, тело подгнивает, в груди мощная дыра, через которую видны кости, в общем, и смешон, и страшен. Привет, я окурок! Представился он из-за плеча покойного. Зомби повернул голову и, насколько мог, звонко хлопнул челюстями. От этого опрометчивого движения у него выпал один глаз. Закатился куда-то в погреб. Знаете, я тоже рад вас видеть, но не так сильно, пожалуй. Понимаете, я бы с удовольствием побеседовал с вами, но я немного занят, и сейчас вы своим неожиданным визитом отвлекли меня от своего чрезвычайно полезного занятия. Зомби начал очень быстро щелкать зубами и изворачиваться всем телом. Пытался немного поесть, но еда попалась несколько странная. «Ну-ну, что вы, зачем же так убиваетесь? Я совсем не расстроился, и, конечно, не злюсь на вас. Если бы вы были так любезны, чтобы принести мне свои извинения, я был бы просто счастлив». Зомби открыл пасть и ужасно закрепел. Сталкер воссиял улыбкой от уха до уха. «Что вы, что вы, я совсем не злюсь на вас и, конечно же, принимаю ваши извинения». «О, да что же это я? Вы, наверное, устали с дороги». Зомби захрипел громче и дернулся в одну сторону, не смог вырваться. Дернулся в другую. «Понимаю, нелегко шагать по этому лесу. Аномалии, овраги, ямки, одни зомби чего только стоят». Сталкер резко повернул мертвеца лицом к соседнему домику, нынче снова полному обитателей, что интересно, внешне абсолютно мертвых. «Вы по дороге не встречали этих отвратительных, невоспитанных созданий?» Зомби похрипел немного и, кажется, несколько неуверенно. «О, вы совершенно правы, их же не всегда можно отличить от всех остальных человекоподобных созданий. Но скажу вам по секрету, я соседствую с целой армией этих ужасных созданий. Они вон там живут». Он указал рукой на домик. Мертвец тут же клацнул зубами в опасной близости от вытянутой конечности. Конечность описала полукруг и резко опустилась на синюшний лоб. Зомби хрюкнул и на некоторое время перестал трепыхаться. «Прекратите истерику!» грозно сказала коротно. «Они совсем безобидны и не станут от вас есть. Эти зомби, заявляю вам со всей ответственностью, весьма воспитанные существа. Я, знаете ли, приглядываю, чтобы этот чудесный коллектив не портили всякие неприятные элементы. Хотя должен признать, поначалу, там был самый настоящий притон. Все, кому не лень приходили. Всяческие маргинальные и преступные элементы, но ничего. Теперь это очень приличное общество. Хотите, я вас познакомлю с ними?» Мертвец попытался укусить сталкера, выглянувшего и в этот раз из-за его плеча. Вновь был выдан легкий удар по голове воспитательных целях. Впрочем, безрезультатно. Все-таки вы не воспитаны. Я, пожалуй, познакомлю вас с этими интеллигентными зомби. Возможно, их общество окажет на вас положительное влияние, хрипящий, воющий, издающий другие странные звуки мертвец в принудительном порядке был сопровожден к соседнему домику. Сталкер крепко держал заломленную руку, лишив беднягу всякой возможности к сопротивлению, либо к бегству. Они вошли внутрь. «Вот это манючка!» сказал он, указывая на безжизненное тело у стены. «Это тухлый!» Тухлый, гнилой настолько, что уже и ходить не мог тухлый, ощарившись, попытался подползти к нему. Тухлый раньше был хорошим существом и очень интересным собеседником. Тухлый раньше был хорошим существом и очень интересным собеседником. Но его, к сожалению, поразила неизвестная мне болезнь. После этого бедняга испортился характером и стал быстро разваливаться на части. А вот этот замечательный джентльмен у окна полтун. Вы не представляете, какой это чудесный собеседник, сказать хоть слово, он просто ни на секунду не остановится. Будет говорить, говорить, говорить. Джентльмен у окна принадлежал к числу живых зомби. Он не гнил и мычал более осмысленно. Так что болтун ему нравился больше других. Именно поэтому весь вчерашний день упомянутый зомби был вынужден слушать его долгие жалобы на электрическую аномалию, запершую люк подвал. Сейчас болтун пялился в окно и напоминал статую. Болтун, дружище! Крикнул окурок и, извинившись перед пленным, носком ботинка послал камешек с пола, точно в затылок зомби. Мертвец медленно обернулся, уже широко открытым ртом, готовым к потреблению любой органической пищи. Он даже шаг сделал гостям, когда затуманенные глаза смогли зафиксироваться на предположительно пищи. Пасть зомби с лязгом захлопнулась. Мыча что-то нечленораздельное, болтун ломанулся в окно. Однако, совершенно натурально удивился окурок, когда завоевание несчастного затихли где-то вдалеке. «Возможно легкое помешательство, как вы считаете?» Пленный утвердительно щелкнул зубами, умудрившись при этом оттяпать часть собственного плеча, с чем довольный перестал вырываться и начался зарятоточенно жевать. Получив подзатыльник, потерял лакомство и завыл, заручал, как полоумный. «Фу, кака, не бери в рот всякую гадость!» Возмутился сталкер просто отвратительным поведением мертвеца. «А теперь последний обитатель этого чудесного жилища, из тех, кто сейчас присутствует. Вы можете видеть его вон там, рядом, с левой, возможно, и правой ногой тухлого. Это Молчун. С ним бывает непросто поговорить. Но должен заверить вас, он просто замечательный зомби, очень воспитан, умен и необыкновенно вежлив». Молчун стремительным рывком бросился вперед и едва не откусил сталкеру часть стопы. Получив хорошего пинкала в нос, он отлетел к стене и там затих, потеряв гостей из поля зрения. «Вы не обращайте внимания. Обычно он совсем другой. Видимо, сегодня у него плохое настроение. Вот и все. прыжок. Но теперь, когда вы со всеми познакомились...» Окурок замолчал на секунду. Давно услышав крадущие шаги, он только ждал. И вот прыжок. Резко развернув на месте пленного мертвеца, он закрылся им как щитом. В ловище хрипя синюшний зомби захлопнул пасть прямо на шее нового знакомого. Пленный не остался в долгу. мигом оттяпал нападающему ухо. Подхватив обоих усиленно жующих мертвецов за воротник, а курок закинул их внутрь комнаты. «Надеюсь, вам понравился этот интеллигентный зомби. Гнилушка, знакомься, это... Хм... Да, як. Не обижайте его!» Погрозив пальцем, сталкер вернулся к прерванному занятию. Люк был закрыт в полудне, и он отправился на охоту. А потом, отловив в лесу болтуна, до самого вечера вел с ним увлекательную беседу. Мертвец был так счастлив оказанному вниманием, что был почти непрерывный. Ему определенно нравилось беседовать со сталкером, а через пару дней, когда окурок немного заскучал, болтун, грязное животное, нагло сбежал прошлой ночи, да так и не вернулся. До его слуха донеслись звуки человеческой речи. Услышал он их давно, но сначала посчитал с очередное пополнение коллектива соседей. Услышав осмысленную речь, он даже немного испугался. Зомби говорить не умели. Некоторое время он думал, что ему показалось. Все-таки услышанная речь звучала на расстоянии не менее пяти сотен метров, и отдельных слов он разобрать не смог. Потом он решил проверить, кто все-таки такие эти неизвестные гости. В тот день он впервые увидел живых людей. Как выяснилось общаться с ними было гораздо интереснее, чем соседям. Они показались ему немного нервными, но в целом любопытными существами. Их звали Хриплый и Ракс. Глава третья. Торговля в зоне. Электрик немного увеличил скорость движения, перейдя на легкий бег. Требовалось успеть до сумерек, а еще лучше за несколько часов до сумерек. Так можно будет сойти за рядового сталкера, если не повстречать знакомых. Нынче у чешек много новых ребят, а знакомых все меньше. Гибнут часто. Быстро раскинуть вещички, взять задание, если оно будет интересным, и исчезнуть, не возбудив ненужного любопытства к своей персоне. К ночным гостям в лагере торговца относились не слишком приветливо. В них все больше как-то постреливали. Он так и не пошел к чешку, не стал искать его. Впрочем, там и искать-то было нечего. Примерное направление ему было известно, запах и слух подскажут все остальное. Не пошел он не потому, что не мог найти логово торговца, не потому, что торговец копался примерно там же, где регулярно слышались те ухающие звуки, в перемешку с сухими тресками, автоматными очередями и непонятными, почему не пошел? Он решил, что ему просто не хочется. На самом деле, окурок боялся. Собрав вещи убитых сталкеров, все показавшиеся ему хоть немного ценными, он вернулся в свой домик. Сел у порога и разложил все взятое на земле перед собой. Идти к людям он не мог, хотя и чувствовал некоторое желание встретиться с ним. А посему, чтобы хоть немного привести в порядок чувства и мысли, он стал осматривать добычу. Практически сразу беспокойные чувства почти полностью исчезли. Вещички сталкеров были не просто любопытны и незнакомы. По крайней мере, на первый взгляд, он не мог вспомнить, что к чему, но и чрезвычайно интересно. Автоматы, пистолеты, патроны к ним он сразу отложил в сторону. Это все было и знакомо, и неинтересно. А вот ножи убиенных он долго рассматривал, пробовал на зуб, потом его побеспокоил один из соседей, ранее предпочитавший от него прятаться. Бедняга настолько сгнил, что разваливался на ходу. У него уже даже инстинкт голода начал атрофироваться. Так что синюшный монстр напал. И очень кстати, зря напал. Ножи из непонятных субстанций были тут же опробованы в действии на добровольц. Когда от добровольца осталась лишь куча фрагментов, в которой человека узнать было как минимум невозможно, а курок вернулся к изучению награбленного. Ножи небрежным жестом были отправлены в кучу огнестрельного оружия и патронов. В процессе опробирования изделий ему припомнился другой нож. Два широких, хорошо отцентрованных из качественных сплавов ножа казались рядом с ним перочинными ножичками дряного качества. Тот нож у него когда-то был где-то. Некоторый интерес вызвали два ящичка с нарисованными на них крестами и непонятная коробочка со шкалой. Ящички были тщательно изучены, даже открыты. Там находилось много маленьких неизвестных предметов, но их назначение так и осталось тайным. Коробочку со шкалой открыть он не смог. Возможно она и вовсе не открывалась. Как бы там не было, он решил, что раз ее несли с собой сталкеры, для чего-то она нужна. Несколько металлических цилиндров с каким-то неизвестным содержимым. Банки, консервные. Это он вспомнил. А вот что это такое не смог. Палка бордового цвета пахнущая мясом. Непонятным мясом. В зоне такого не водилось. Из интереса он попробовал это мясо. Выплюнул, едва проживав. Гадость жуткая. Еще там имелись предметы помельче. Много и самые разные. Большинство остались непонятны, кроме одного спички. Три полных коробка. Их он оставил себе. И последнее, что он нашел в сумках. Точнее два предмета. Один после тщательного обследования и ощупывания разразился лязгом и грохотом и ужасным человеческим воплем. После человеческим воем. Выли, стараясь изобразить какие-то слова. От неожиданности и, честно говоря, немного со страху, он нервно принялся ощупывать вещицы. Заткнулась. И на том спасибо. Зачем сталкеры носили такую странную вещь? Может, пугали слепых псов? У тех слух очень хороший. Наверняка для них этот грохот и завывание неведомого человека в коробочке. Хуже, чем автоматная очередь. А вот вторая вещица поразила его до глубины души. Тускло мерцавший синим неровный овал. Будто камень, только легкий и светящийся изнутри мягким синим цветом. Просто чудо! По всей поверхности овала линиями шли острые чуть зазубренные выступы, образуя собой беспорядочную сеть. Они тоже светились мягким голубым светом, сейчас едва видимым. Что-то родное было в этом артефакте, что-то очень близкое и знакомое. Пока он держал его в руках, на душе было так хорошо, спокойно и тепло. Будто обнял давно пропавшего родственника, неожиданно объявившегося на пороге. А еще он вспомнил, кто такие сталкеры. Охотники за артефактами. Когда-то давно проклятие человечества, разносившие частички зоны по всему мир. Они таскали артефакты из зоны, а за кордоном их охотно покупали. Теперь сталкерство очень прибыльный бизнес. Гостиница из зоны нынче очень дорогой и редкий товар. Даже на кордоне есть определенные люди, дающие неплохие деньги за артефакт. Правда там, что попало не берут. Череп, сука, берет только заранее оговоренный артефакт. А ведь к кордону просто подобраться уже почти нереально, а нужно прийти, взять заказ, уйти, вернуться с артефактом, снова уйти, и все время под смертью ходишь. Череп, гондон, тряпошный. Кто такой череп? Удивленно спросил Акурок. И почему я его так ненавижу? Кордон? Хм. Он нахмурился неосознанно, крепко прижав артефакт груди. Солдаты, пулеметы, кольцо охранения вокруг зоны. Размышление прервал непонятной природой звук. Некоторое время он слушался, звук быстро приближался. Вскоре в небе появилась жирная черная точка. С интересом он смотрел на нее, а потом, быстро собрав вещи, стремглав ринулся в свой погреб. Он не мог понять, что это такое в небе, но он чувствовал опасность. Лишь когда объект приблизился, он сумел разглядеть его и припомнил название вертушка, вертолет, смерть. Вертолет прошел низко над домиками. Бухнул выстрел из весьма крупного калибра. Зомби, гулявший у леса, остановился. Его голова разлетелась на куски, труп рухнул, а сталкер услыхал сквозь шум вертолетного винта чей-то смех. Впрочем, он не был уверен. Все же вин гремел так, что даже зубы стучали. Очень долго он сидел в погребе, без всяких мыслей. Что за вертолет, что такое кордон? Размытые картины, всплывающие в разуме, немного объясняли. Он слишком мало знал о зоне. Значит, выжить, ведя уже оставшую привычную жизнь, будет очень непросто. он бежал в сторону холмов и кордонов. Берлогу чешика найти оказалось даже легче, чем он думал. Холмистая местность, покрытая редкими лесочками, была почти чиста от аномалий зверей. Вдалеке, на самом горизонте отсюда, можно было различить серую линию укрепления кордона. Он и различил, что называется, стоял в тени одной группки деревьев и любовался серой линией на фоне серого неба. Вечернего серого неба. Бежать пришлось долго. Солнце поднялось в зенит, когда он забрался сюда. Сам по себе путь не был особо длинным, но из-за аномалий он вырос втрое, а здесь аномалий практически не было. По идее, раз местность такая безопасная, зверей должно быть много, но их практически не было. Почему? Он не сразу понял, кружил по холмам до самого вечера, пытаясь найти причину отсутствия животных. А когда дошло, пожал плечами и слившись деревьями на вершине холма, стал смотреть на кордон. Все просто. Чтобы примерно узнать местоположение берлоги торговца, ни к чему были его слух и нюх. Достаточно было отыскать место относительно безопасное в плане аномалий и ненаводненное зверьем зоны. Зверей здесь много не могло быть, потому как их регулярно отстреливали местные жители. Но вот без нюха и слуха точно указать на земь и сказать здесь было затруднительно. Окурок обегал почти все холмы, а вот так на глаз не смог определить входа в дом торгов. Да и не обладая он своими способностями, уже бы и не бегал. Три снайпера, три укрепленных гнезда. Он легко избегал их, потому что слышал и чуял. Кстати, пахли неотвратительно. А вот если бы был обычным зомби, подстрелили бы уже. Он слышал и возню глубоко под землей, иногда глухие голоса. Поразительно, но вот псы не слышали. Беда с ними. Он не знал куда девать их, пока будет общаться с людьми. Кут и Рут признавали в людях только мясо. Для них человек был врагом, а окурок, конечно же, человеком не был. Для может другом, может таким же черным псом, только вожаком в их маленькой стае. Забавно, но такие мысли нравились ему больше. Вожак стаи черных псов сон. Приятнее, чем просто человек. И все же он был человеком. На примере зомби, даже если бы не всплывающее время от времени воспоминаний, это было ясно, как дважды и два. Проблему с псами он смог решить только поздно вечером. Уже становилось темно. Как и все собаки, кот с рутом оказались способными охранниками. После многократных повторений команды и жеста рукой в сторону пояса с двумя пмами, псы сообразили, чего от них хотят. Они остались на небольшом овражке, зорко выглядывая, желающих подзигнуть на пистолетах. А курок отправился к самому дальнему посту снайперов. Единственным подходящим асфальтовую дорогу и местность вокруг нее. Три человека, два пулемета. Последний был вооружен винтовкой и время от времени просматривал фланги и тыл через оптический прицел. Входа в апартаменты торговца он не обнаружил, так что придется встретиться вначале с охраной. Но выходить под стволы пулеметов с поднятыми руками он не собирался. Как то вот совсем не кстати жить с той стороны туда в посте охраны и не должны были никого пропустить. Впрочем их было так легко обмануть. На примере хриплого иракса. А курок теперь знал, что люди настолько слабы слухом, что в сравнении с ним абсолютно его решены. Так что он даже не слишком таился. От дерева к дереву подкрался на расстоянии 20 метров, лег на живот и на пальцах рук и ног пополз к земляному доту. Совершенно не стараясь скрыть невообразимо громкий шум, который издавал его плащ задевая траву и шурша озим и упавшие ветки. Впрочем, он подозревал, что этот громоподобный шум для охранников остается не слышен. В охоте на кабанов он себе такой небрежности не позволял. Копытные твари вставали на дыбы при малейшем шорохе. Правда, как он выяснил опытным путем, даже кабан не умел слышать так хорошо. Что говорить об этих людях? Чего он будет делать, оказавшись у края неприметной ямы, являющей собой вершину одного из приземистых холмов, окурок пока не придумал. Убивать охранника в общем-то нельзя. Если убьет, придется искать другого торговца, а он совсем не был уверен, что другие существуют. Так что следовало, он пока не придумал. Так, мучаясь этим вечным вопросом, что делать, он подобрался к самому краю ямы. Выложенным удерном этот край, призванный маскировать укрытие, стал его уязвимым местом. Невысокая трава в темноте хорошо скрывала окурка, теперь бывшего в полуметре от самой ямы. Там он и застыл. Аки-труб хладный, пытаясь решить важную задачу. Как быть? Внизу три бдительных человека, стреляющих на звук, прежде чем в голове родиться мысль. окликнуть их значит спровоцировать на стрельбу. Кроме того, окликать надо было бы издали, да только кто знает какие у них порядки. Может по всем стрелять, у кого на голове, к примеру, нет трех веточек, которые являются условным сигналом ясно. А может они вообще стреляют во всех и вся. Просто глянуть умрет сразу или через пару минут. На спор или от скуки, чтобы развеяться немного. Отсюда у края он видел двоих. Оба сидели на земляных холмиках. Чем-то укрытые и зорко смотрели, каждый в свою сторону. Пулеметы со стороны практически невидимые, тщательно укрытые пушистыми от травы дёрном. Отсюда виделись неплохо. Оба установлены на какие-то механизмы, судя по всему, позволяющие вращать пулемет в любом направлении. Значит, в случае чего маскировочный дёрн просто выбрасывается, а ствол поворачивается в нужном направлении. Неплохо. Стаю кабанов, к примеру, остановят ещё за сотню метров от укрытия, просто лениво вжимая в гашетку. Вырубить и обезоружить немного не соответствует целям. И где третий, дыхание слышно, запах, точнее, вонь, идущая от него тоже. Но не видать. Словно по заказу парень с винтовкой появился. Выпрямившись, он прошептал своим, что идёт по малой нужде. Ему никто не ответил. Парень выбрался из ямы, быстро и так ловко, что казалось, вытек из неё. Двигался он превосходно. Впрочем, больше ничем удивить окурка он не смог. Из ямы он вылез, едва на него не наступив и не заметил. Впрочем, это даже хорошо. Окурок поднялся на пальцах и отполз от ямы. Беспечный сталкер весело журчал нуждой. Возле молодого деревца слева. Бесшумно, словно призрак за ним выросла фигура окурка. Тут же возникла небольшая проблема. Вырубить человека легко. Сильным ударом промеж лопаток либо по шее. Можно сверху в теме. Но какой силой нужен удар? Память подсказывала, что сильный удар. В его нынешнем состоянии этого человека просто убьет. Как быть? Убивать-то нельзя? Тогда уж лучше сразу поворачивать в другую сторону и не связываться с чешиком. Или прийти утром. С той неподвижной тенью за спиной страшно увлекшегося приятным занятием охранника, окурок немного подумал над этой идеей. Нет, не стоит. Если он придет утром, еще один бродяга из сотен и сотен, а вот если он покажет себя сейчас задуманным способом, отношение будет совсем другим. Решено. В этот момент сталкер обернулся, почуял что-то. Зона меняет людей. Те, кто выжил, начинают чувствовать опасность буквально задницей. Резкий удар и бедняга сталкер упал, окурок поймал бесчувственное тело до того, как оно коснулось земли. Мягко, почти нежно опустил на землю, проверил пульс, жив, мысленно похвалился за бесшумность и ловкость, а теперь кульминация. Я веялся, не запылился, бля, поссал, не оборачиваясь, спросил один сталкер, когда фигура закутавшегося в свой плащ собрата мягко соскользнула на дно ямы. Угу, ответил парень, ставя винтовку прикладом на землю. Слушай, Сава, одолжи сигаретку, а, свои забыл внизу. Второй повернулся к снайперу и чуть к нему наклонился. Ему почему-то показалось, что Сава как-то незаметно изменился, крупнее стал. Впрочем, темно, и заплащая этого, он сам сейчас в два раза больше, чем есть на самом деле, кажется. Я верну, бля буду. Сигарету? Как-то странно удивленно ответил Сава. Позвольте полюбопытствовать, а что такое сигарета? Чего? Парень даже поперхнулся и еще, не осознавая, что делает, вытащил пистолет. На курок он нажал, прежде чем в голове появилась мысль. Хрррр, это он сказал, когда обнаружил, что нажимает не на курок, а нервно тискает пальчиком чистый воздух ридный, зоны матушки. Сталкер перед ним неврежно держал ствол на ладони. Какой хороший пистолет, восхитился незнакомым голосом Сау. Собственно, до обоих теперь дошло, что это совсем не Сау. Незнакомец откинул капюшон с головы, и теперь стала видна его голова. В бликвом свете звезд, голова неизвестного казалась немного не из этого мира. Землянистое лицо сейчас выглядело серым, как у трупа, плюс черный, как смоль волосы. Вы простите, что я так нагло вырвал его из ваших рук. Просто очень уж любопытный пистолет. Мне очень хотелось на него посмотреть поближе. О, а ваш, к сожалению, мне уже знаком, произнес он, непонятно каким способом отобрав оружие и у второго сталкера. Ни один из них не заметил движения. Казалось, пистолеты просто перелетели из их рук в руки незнакомых. Ты кто такой? Спросил второй, незаметно нашаривая рукой второй пистолет. Акурок, так меня зовут, произнес Акурок. Простите, но не советую вам играть с вашим вторым пистолетом. Понимаете, я пришел не для того, чтобы вас убивать, но если вы продолжите свое безобразное действие, то просто не оставите мне едного выбора. Ладно, ладно, мужик, смотри, не дергаюсь я, сказал сталкер, подняв ладони вверх. Прекрасно. Акурок распрямил руки, протягивая сталкером их оружие. В знак моих добрых намерений возвращаю вам ваше оружие. Я просто хочу повидаться с неким чешиком. Вы не подскажете, как мне его найти. Сталкеры некоторое время задумчиво смотрели на свое оружие в руках незнакомых. Потом осторожно сяли, ожидая подвоха. Но парень просто возвращал им оружие. Где Сава? Не беспокойтесь за этого милейшего человека. Мило улыбнулся незнакомец, сверхнув белыми зубами. В темноте получилось несколько жутковато. Белые зубы на сером лице. Жуть. Он жив и прекрасно себя чувствует. Просто сейчас он спит. Видите ли, он так устал, что сон смотрел его буквально на ходу. Этот глубоко уважаемый джентльмен Сава мирно дремит возле того дерева. Вон там. Он указал рукой туда, где помянутый сталкер прилег в байке. Сталкеры подозрительно стрянули глазами в указанную сторону. Были некоторые подозрения, что парень нынче слегка мертв. Впрочем, если бы оно было так, и они уже не были бы живы. Кто этот псих? Да мало ли психов в зоне. Вот нормальных действительно мало. Собственно, сами сталкеры таких в зоне еще не видели. Тут нормальный долго не живет. Тут психом надо быть, чтобы просто выжить. Пойду гляну, чего там с Савой? Сказал один и выскользнул из ямы. Зачем тебе чешек? Вопросил второй, теперь почувствовав себя значительно увереннее, пока напарник вне поля зрения и незнакомца. Они в более выгодном положении, тогда как незнакомец попадает между двух огней, если он один. Говорят, он торговец и просто замечательный, добрый и честный человек. Чешек-то? Удивленно вскинул брови из Сталки. Говно человек, чешек, но торговцев много. Нахера тебе именно он? Мне довелось услышать, что Чешек непростой торговец. В частности, я слышал, что он берет любой товар за хорошую цену. Хе-хе! Похмыльнулся Сталки. Но скажу сразу, мужик, насчет цены тебя накололи. За товар он дает мало, продает в три дорога, но товар и правда берет любой. Можешь броник с трупа снять в крови еще, ему припереть, и он купит. Без вопросов. Или пачку сигарет полупустую, он и за нее цену даст. Торгаш он прочный, в крови у него торговать. Простите, а могу ли я поинтересоваться у вас, хорошо ли платит господин Чешек за артефакты? Господин? Хм! Сталкер достал из куртки сигарету, чиркнул зажигалкой и выпустил вверх стройку дыма. Чудно говоришь, парень, но это мне по боку, мало ли в зоне пред... Он громко закажется, вполне натурально кстати, странных людей всяких, но а за артефакты врать не буду, цена у него всегда хорошая, при любом расчете. Дамба позвал из темноты второй сталкер. Чего там? ответил Дамба, глубоко затягиваясь. Савва в натуре в беспамятстве, но живой, этот окурок вырубил его. Крут, мужик, крут, с уважением сказал Дамба, как-то по-новому, глядя на незнакомость. Савва крутой парень, он по глубокой зоне в одиночку ходит, жопой неприятности чует, убить его можно, любого убить не особо-то сложно, но вот вырубить Савва незаметно и без шума крут ты, окурок, крут, но зря ты так, очухается, загрызет. О, не беспокойтесь, мы договоримся с ним, видите ли, я ведь подарок ему принес. А, чего? Так ты че, знаешь его? Нет, расстроенно покачал голову, не имею чести быть знакомым с этим достойным человеком, но, идя сюда, я предвидел подобную неприятную ситуацию и потому заранее нес подарок тому несчастному джентльмену, которого мне пришлось бы ударить. Мать твою, дамба, слышь, во, говорит, чувака, восхитился второй, возвращаясь в яму. Я вот ни хера не понял, дай закурить, а? Заебал, пара, на и отстань. Он поднялся на ноги, всучив напарнику сигарету. Ты пока один, постой. Савва, как очнется, скажи ему, чтобы не бушевал, моральный ущерб ему возместит окурок. Пойдем, парень, проведу тебя к чешику. премного благодарен вам. Они выбрались из окопа, а курок подобрал свой товар и оба, не торопясь, двинулись в темноту ночи. Знаете, я должен извиниться перед вами. Понимаете, если бы я нашел вход сам, я бы вас не побеспокоил, но я, к сожалению, не смог обнаружить ничего, что напоминало бы вход. Искал практически весь день, но так и не нашел. Стой! Дамба, до этого кивавшей головой, теперь пораженно воззирался на окурок. Ты что, здесь с утра? Вот именно в этих холмах с утра шляешься? Да, пожал плечами окурок. Уронил автомат, висевший на плече, поднял. Хм, крут, парень, крут, пойдем. Дамба как-то странно взглянул на него. Думаю, ты очень вовремя к нам заглянул. Тут дельца есть одно, от чешика нашего. Да не берется никто. Идем. Вход в подземные апартаменты торговца располагался недалеко от окопа. Акурок осматривал это место несколько раз, но так и ничего не обнаружил. Однако, этот старый трухлявый пень был именно входом в подземелье. Почему же ни слух, ни обоняние не подсказали ему этого? Насчет слуха стало ясно, почему. Когда они спустили широкий лаз и металлическая плита с пеньком легла на место. Тут был коридор, идущий под уклон, пустой. Нельзя услышать то, чего нет. Нюх тут не помог по причине пня. Специально ли или нет, вход был расположен здесь, но запах людей, непременно остающийся там, где они часто проходят и стоят либо сидят, почти начисто уничтожался гнилистым запахом, исходящим от пня. Маскировка? Окурку она показала слишком замудренной, о чем он не замедлил сообщить Дамбе. Да ты не первый, кто так говорит, усмехнулся Дамба, шагая по коридору. Просто мы от кордонов получаси бега, а тут вертолетов, что мух над кучей говна. Засечет такая вертушечка, и ну из всех стволов поли. А нас тут засекут, даже пройдутся ракетами. И ничего. Он поморщился. Только вот пахарь в прошлом году не успел сюда добежать, мы от него даже ствола не нашли. Да и вояки, если нарисуются, в норку нырь и нету никого. Ха-ха-ха. Да мы особо и не светимся. А если и найдут вход, мы, братан, коридорчик этот взорвем. И когда они плиту вскроют часа через три, им уродом, еще года три копать надо будет. Дамба расхохотался. А входов здесь много. Точнее, вход один, выходов много. Только никто не знает, где они. Если что, чеш их покажет. У нас ведь пенек этот не первый. Года три назад у нас даже настоящее дерево было. Там, у ручья, метров пятнадцать коридор был. Теперь нету. Ха-ха. И десяти долговцев как не бывало. Долговцев? А кто они? Ба-а-а, браток, да ты не как новый человек в зоне. Дамба даже остановился и удивленно возрился на нового знакомого. Никогда бы не подумал, как ты сау вырубил. Я не знаю, не помню, сколько здесь. С некоторым трудом признался Акурок. Возможно, зря, но он решил быть до некоторой степени честным с этими людьми. Они нужны, чтобы обеспечить его информацией, чтобы стать друзьями для него. Не помнишь, вопреки ожидаемому удивлению и нервозности, Дамба лишь печально улыбнулся и понимающий закивал голову. Бывает, брат, бывает. У нас здесь, считай, все обожженные. Не помнит ни хера. Кто, откуда, ни хера. Я сам вот все забыл, сюда как-то вышел. Раненый, ободранный и, знаешь, не уверен, что хочу помнить, откуда я такой потрепанный вышел. Акурок молчал, а Дамба хмурый стоял и смотрел куда-то в ту сторону. Наконец, он тряхнул головой и, натянутого улыбнувшись, сказал, Все, кто здесь, парень, все курки, самый край зоны и очень немногие из нас возвращаются потом вглубь зоны, хотя все приходят оттуда. Страх там, брат, страх, а долговцы? Психи они, полные из глубины зоны. Мое мнение, видишь долговца, стреляй, не думай. Они, суки, заслужили. Подробнее, вон, у Чешика спроси. Он о группировках много чего знает. Пришли парень. Они зашли за поворот коридора и очутились в большой круглой комнате. Судя по стенам, когда-то это было здание, скорее даже подвал. Иначе, как он оказался не на холме, а прямо под ним? Во все стороны вели выбитые в стенах коридоры четыре штуки. На трех имели стальные двери. Здорово, бандиты, ряфнул Дамбо во всю мощь своих легких и громко расхохотал. Ебать, Дамбо, баран тупорылый, хрена творишь? Возопили чуть не разом четверо потрепанных сталкеров, подскакивая на ноги. За миг до того они мирно спали. Отчего хмырь не шевелится? Дамбо наругом внимания не обратил. Кивком указал на неподвижно застывшую фигуру пятого человека. Этот спал на одной из вбитых в стену кроватей, в отличие от остальных на самом верхнем ярусе. Боюсь сковырнуться и сломать себе шею. Открыв один глаз, поведал хмырь. А, а я думал, сдох ты. Смотри, сам не сдох. Хмырь открыл второй глаз, а курок во все глаза смотрел на этого человека. Дело в том, что он открыл глаза не моргая, будто шторку поднял, и застыла она в таком виде. При этом все тело не двигалось, даже дыхания заметно не было. Он лежал, будто кусок бездушного камня. А когда говорил, губы шевелились, но казалось, отдельно от тела, как бы сами по себе. что за новый человечище на нашей скромной вонючей помойке? Еще один окурок. Кхе-хе! Дамба аж за бок схватился. Хмырь, а ведь его так и зовут окурок. Ага. Голос выражал крайнюю степень удивления. Лицо ту же высокую степень, только от трупного окоченения. А чего в рюкзачке? Не как гостинцы уставшим бродягам? Браток, попридержи коней. Чуть с холодом произнес дамба и кивнув на окурко поведал. Он Саву вырубил, да к нам на точку залез. Прикинь, без всякого шума. Я даже его сначала за Саву и принял. А потом парень нас разоружил уже в яме, так что мы просто охуели. А потом стволы нам вернул и к чешеку попросил провести. Да ну, Саву пришел! Воскликнул один из парней. Уже было собравшись и снова заснуть. Двое других уже спали. Еще один сидел прямо на земле и молча слушал разговор. Да у него загорелись гнева. Вот этот парнишка не пришил. Удача! Он его именно вырубил. Подкрался со спины и по башке тюк! Охренеть! Искренне поразился удачей. Молчавший сталкер поднялся и подхватив занимаемой кровати автомат направился к выходу. По пути он стрельнул в окурка злым взглядом. Мрак! Ты куда? Окликнул дамбло сталкер. На улицу! Гляну на салу! Мрак на миг остановился и пристально посмотрел в глаза окурка. Окурок ответил на этот взгляд и теперь знал, что погонялу эту мрак получил не зря. Если с ним чего плохого я вернусь и убью некоего окурка. Парень вышел прочь. Дамба пожал плечами и пояснил. Друган это савер. Он так пацан нормальный. Только убить для него что плюнуть. К чешику это туда, где двери нету. Пойдем бродяга. Эй Дамба, у него там сейчас трое наших. Весело воскликнул удача. А че у них там ха ха совещание? Не удача рассмеялся. На задание это ебаная соблазняет. А че пацаны согласятся? Эй хмырь слыхал? Дамба воротков наших психами конченными назвал. Под общий смех Дамба и окурок вошли в новый коридор. Дамба тоже захохотал. Задание это чешик уже всем предлагал. Но все его усылают куда подальше. А могу ли я поинтересоваться, что это за задание такое? Бля! Чудно ты все-таки говоришь, браток. Да, задание самоубийство чистое. В общем, надо терминатором быть, чтобы его выполнить. Или вот таким ловким, как ты, парень. Они вошли в маленькое помещение. Четыре человека разом повернулись к ним и теперь внимательно изучали их подозрительным взглядом. Трое как бы случайно направили стволы своих автоматов в сторону вошедших. «Дамбо, кого ты привел? Я его не знаю!» Мягким голосом произнес толстый человек, сидевший по одну сторону широкого стола. Стол был из дерева. Вообще, комната была не только маленькой, но и пустой. Только стол и две покосившиеся деревянные двери за спиной толстяка. «Чешек! Парень торговать пришел!» Дамбо незаметно подмигнул и продолжил. «Он Саву вырубил и меня разоружил, так что я и не заметил, а ходит бля буду призрак!» Хм! Овальное лицо расплылось в приветливой улыбке. «Так зачем ты мне покойника привел? Иди Саву похорони, да могилку пока не закапывай. Когда мрак узнает, чтобы новую не копать, туда же и паинка этого схороним!» «Чешек! Я говорю вырубил, а не убил!» Оскарился в довольной улыбке Дамбо. «Опана!» Толстое лицо озарилось удивлением. Хищные лица трех других преисполнились недоверия. «То то есть как, Дамбо?» «А ты шутишь?» «Да падлой буду!» «Чешек!» «Не гони пурги!» «Ты меня знаешь давно!» «Я гнать фуфло не стану!» «Ну, ну!» «Док, пасть!» «Проверьте, что там с салой!» Двое поднялись и выскользнули в коридор. «Подождите немного!» «Итак, ствол последний раз предлагаю согласен или нет?» «Извиняю, чешек!» Названный стволом поднялся и собрался на выход. «Я классно стреляю из всего, что стрелять может, но я не самоубийца!» «Ствол! Любое оружие на твой выбор бесплатно!» «Возьмешь с собой ребят и дирыф?» «Нет, семерых!» «Да хоть все!» зло отозвал со стволом. «Там десяток долговцев, не меньше!» «Они нас как куропаток выбьют!» «Нет, чешек!» «Я за все богатства мира туда и носа не покажу!» «Свободен!» зло прищурившись рёг торговец, едва сдерживая свой гнев. «Фу, блюдо!» прошипел он, когда ствол покинул комнату. «Позвольте представиться, если, конечно, вы не слишком заняты этой приятной беседой со своими верными и наверняка прекрасными людьми!» Торговец взглянул на окурка, моргнул, открыл рот, закрыл. «О, простите, видимо, я прервал ваши размышления, наверняка мудрые и исключительно важные. Но, видите ли, я пришел в ваш милый дом, так как слышал, что вы, господин Чешек, ведете торговлю с любым человеком, имеющим что-то на продажу. И потому я принес некоторые товары. Возможно, не заинтересует вас. Мое имя Акурок, и я очень рад знакомству с таким замечательным человеком, как вы». «Мать твою!» произнес торговец. «Мужик, да у тебя явно с головой сильно не в порядке. Акурок значит и...» «Слушай, хочешь подзаработать?» «Если бы я знал, что именно нужно сделать, это сильно увеличило бы возможность моего положительного ответа на ваше щедрое предложение». «Отлично!» Толстяк хлопнул пухлыми ладонями. «Дамба, пойди погуляй, у нас с этим парнем будет очень интересный разговор. Да, мрак появится со стволом и бешеными глазами, сюда сунется, тормозни его. Если понадобится, не стесняйся, побалдец, стукни разок и аккуратно на зиму лажет. «Чешек, ты чего?» изумился дамб. «Я с мраком ругаться не хочу. Да к тому же я парня этого уважаю. Да я, если хочешь знать, я его как отца люблю. Сватня патронов и блок сигарет. Могу пристрелить его или зарезать, как предпочитаешь, чешек. Просто уложи и все. Но только, если сюда сунется. Понял? Сделаю!» Дамба почесал подбородок. «О, мне, помнится, никогда не нравился». Дамба вышел, а торговец кивком пригласил окурка сесть. «Давай глянем, чего ты папочке принес?» Окурок немедленно выложил все на стол, кроме одного автомата и патронов к нему. Он решил, что это лучше оставить себе. Копье вещь хорошая, но, как показала практика одинокой жизни, иногда лучше иметь под рукой оружие получше. Даже ему». «Так, так, ну это все барахло, много за него не дам, стволы старые, их хрен продашь, патроны это хорошо, так, жратва, сигареты, не куришь? Жвачка, хм, ты никак с трупа все это снял? «Аптечки? За это заплачу хорошо, хм, а это, сколько хочешь за эту штучку?» Вернулись док и пасть. Торговец бросил на них вопросительный взгляд, оба кивнули, взмах руки и оба поспешно покинули помещение, а курок не обратил на них внимания, пожал плечами, глядя на переливающийся оттенком синего артефакта. «Понимаете, я не слишком хорошо разбираюсь в экономической ситуации зоны». «А? Чего? Экономической? О, сказанул бродяга!» Торговец алчно смотрел на артефакт. «Ладно, ты не в курсе, какие здесь у нас расчеты, да? Ну тогда слушай, расплатиться могу по двум вариантам, бартер и евро. Если подождешь месяцок-другой, то и баксы будут. Но тут зона, парень, ежели не знаешь, как за кордон свалить и живьем. Лучше играть по бартеру, рублями торговать». Он отложил артефакт и откинулся на кривую спинку. «То есть, вот, к примеру, за ствол я дам тебе 30 рублей или сотню евро. Ствол говно, евро могу прямо сейчас тебе дать. Но на кой они тебе? Потратить их ты сможешь только у меня или другого торговца. Да и то не у всякого. А вот рубли у нас не выдаются. Поясняю. 30 рубликов за автомат. Пишем значит 30. А ты, к примеру, берешь у меня банку шпрот. 15 рублей в минус. Берешь еще одну и мы в расчете. Понял, что хочу сказать. «Вы объясняете весьма доступно и обстоятельно». Кивнул Акуров. «Будет гораздо лучше, если наши с вами торговые операции будут производиться в рублях». Вот и ладушки. За все вместе с рюкзачками дам пять сотен. Тысячу. А? Простите, что был так краток. Я прошу у вас тысячу за весь этот товар. Пятьсот за этот чудесный артефакт и пятьсот за все милые вещицы. «Хм, а ты не как сам торгуешь, а? Или еврей? Семьсот?» Учитывая наше приятное знакомство, готов уступить весь свой товар за восемьсот. «По рукам!» Толстяк ухмыльнулся так, что казалось лицо сейчас лопнет. «Хочешь посмотреть мой товар?» «Конечно! Но могу ли я прежде послушать о том любопытном деле, которое вы желаете мне предложить? Возможно, я возьмусь за него?» «Хм, с чего ты взял, что хочу?» Толстяк поморщился, не дожидаясь ответа, продула. «Вообще да, Саву смог свалить, значит, парень ты крутой. Дело такое, у свалки окопались долговцы, человек десять. Хрен знает, что они там делают, но уходить похоже не собирают. А это местечко тропа. Там вокруг аномалий до жопы. ну а это местечко единственный короткий чистый путь. там мои ребята с артефактами вглубь зоны ходят. Ну а долг падный штопанный ходик перекрыли. Парни идут теперь в обход, а там уже троих потерял. Торговец поскорил брюхо пятерню. Убрать их надо всех тихо и чтобы никто не подумал на моих ребят. Рядом у постоянного поста долга в брошенном домике пасутся бандиты. Ребята нищего. Ну пост трогать не надо. Только тех на тропе. Вот кроме того, что долговцев положить надо, нужно еще незаметно пришить кого из парней нищего. Труп бросить к долговцам. Ну понимаешь для чего, да? А Курок коротко кинул. Друзья убитых решат, что бандиты обновлели, а чешек останется не при делах. Вот такие дела, парень. Возьмешься, если любой ствол из моих на выбор бесплатно прям сейчас и 30 штук рублей, конечно, после выполнения. Но могу ли я узнать, что такое долг? А ты не знаешь? Удивился торгой. Ну долг козлы в общем. Круппировка такая. Они хотят зону уничтожить. Вот ведь придурки. Ну всех, кого с артефактами ловят, валят на месте. А иногда валят просто так, для смеха. Не любят они брата нашего сталкера. Психи сплошь. Мир от зоны спасает. Они бы лучше бараны облезли. Мир спросили. А хочет он, чтобы его от зоны спасли. Да тут такие бабки крутятся. перебить бы козлов всех до последнего. Да не выйдет. Группировка сильная. Бойцы все хорошие. Все на голову больны. Экипировка у них такая, что и я достать не могу такой. У них с большой землей связь капитально налажена. Так говорят. и я кстати верю. Часто у них пополнение из неопытных ребят. Никто их в зоне не знает. И все как один стрелки хорошие. Крутые. Ну и экипировка оружия очень может быть, что за кордоном кто-то им сильно помогает. Шлет все необходимое сюда. Кому только хочется такие бабки надолго сбрасывать. Это ж какие бабки нужен парень. Ну в общем-то главное что тебе надо знать долговцы козлы конченые. Они сталкеров поубивали не меньше чем сама зона. Никто по ним плакать не будет. Какие странные люди. Покачал головой Акуров. Мне непонятны мотивы их странного поведения и столь сильной агрессии. Ась торговец снова хлопнул глазами. Ты это мужик завязывай говори проще ага ну так что берешься возможно за 50 тысяч я бы подумал о вашем предложении. Что паря да ты опух какие 50 мне ж еще и людям что с собой возьмешься платить и тебе полтинник да я разорюсь на корню 35 максимум с собой удивленно произнес Акуров вы неправильно меня поняли господин чешек я именно я берусь за ваше задание мне совершенно не нужны люди которые будут мешать мне выполнять свою работу 45 и я отправляюсь прямо сейчас парень ты в своем уме толстяк поднялся на ноги и принялся расхаживать по комнате активно тряся внушительным брюхом а может ты меня не расслышал а там не меньше 10 крутых парней а ребята они еще тоже ведь не пальцем деланы тебя же грохнут на раз даже если я погибну никто не сможет связать меня с вами впрочем я сильно сомневаюсь что меня смогут убить эти несчастные чьи часы жизни начнут отсчитывать последние минуты едва вы согласитесь на названную мною сумму блядь чешек нервно заломил руки кажется он безуспешно боролся с жадностью но с чего бы нормально изъясняться можешь убьют тебя мне похрен но ты же ствол мой мой кровный ствол посеешь а кто мне за него заплатит твой вонючий труп ах вот в чем причина вашей нерешительности тогда давайте сделаем так вы должны мне восемь сотен я беру у вас вещи на восемь сотен ничего бесплатного а когда вернусь бык господин чешек заплатите мне сорок пять тысяч плюс восемь сотен хорошо возьмешь с собой мрака и салу я им плачу по десять они тебя прикрывают шестьдесят а по шестьдесят этим баранам да ты с ума спрыгну если они пойдут со мной я хочу шестьдесят тысяч подожди чешек сел мрачно глядя на землистую физиономию сталкера то есть если ты идешь с парнями ты хочешь большую сумму я тебя правильно понял да понимаете если мне придется выполнять эту работу преодолевая трудности которые непременно возникнут из-за этих двух несомненно очень достойных джентльменов мне придется приложить больше усилий именно поэтому подожди осади окурок ладно согласен сорок и ты идешь один пусть будет сорок окурок улыбнулся торговца тот поморщился и указал на двери за своей спиной пойдем глянешь на стволы ты сави там презент какой-то обещал советую взять ему блок каспара сигареты такие он их обожает у меня блок как раз завалялся дряные сигареты я их никак спихнуть не могу чего этот идиот в них нашел так что отдам дешево да твой автоматик возьму за 50 он получше того барахла что ты мне принес так что цена хорошая электрик перешел на шахт здесь надо идти осторожнее свалка рядом а там постоянно сталкеры сживаются а рядышком точнее со всех сторон словно шакалы на только что убиенной добычей крутятся бандиты всех мастей от мародеров способных только подстрелить из засады дабы брать труп и то стрелять будут только если ты один и только будучи уверенным что выстрел не привлечет ненужного внимания от мародеров до более серьезных личностей таких как нищие со своей бандой этот натурально воюет с любым кто покажет ему зубы но надо отдать должное в отличие от того же наганы отбираемых сталкеров нищие стараются не убивать и отпускать целыми и невредимыми правда объясняется это просто убитый сталкер снова в зону не пойдет а если и пойдет то только задорно мыча протухая по пути и уже конечно охотиться он будет совсем не за артефактами нищий человек умный поэтому и погонял он такая мало кто мог сказать хоть что-то о его реальных доходах зато много могли сказать о его быте и внешнем виде парень нередко оказывал ограбленным сталкером честь личной аудиенции и кстати не всегда таких обирал и никогда не обирал дочистах что можно было о нем сказать нищий был жестоким своего рода благородным бандитом электрик замер в каких-то кустах возревая окрестность получить пулю в этой казалось бы пустынной местности не улыбалось а вот тут такой шанс имеется несмотря на кажущуюся открытость ландшафта здесь можно целую армию спрятать и заметить ее можно будет лишь столкнувшись с ней нос к нос проселок вился по земле плавно огибая собственно свалку большую по-настоящему большую в пару опрокинутых на дноч пятиэтажек кучу различного хлама туда люди суются редко радиация воткнешься на холме и засияешь заискришься всеми цветами радуги если дойдешь любит эта кучка аномалий что интересно в самой куче аномалий отличаются от привычных сильно отличаются так вроде чисто впрочем здесь нельзя быть абсолютно уверенным может и чисто а может и нет слева еще одна свалка поменьше ржавый остовый машин не только гражданских есть и пара вертолетных корпусов дальше за этим парком мертвых машин есть любопытный закуток крепко перегруженный мясорубками но он его не интересовал кажется парк памяти транспортному искусству нынче необитаем впрочем он то необитаем то опять полон зомби сталкеров или бандитов вправо как раз по рукаву проселка карликовая железнодорожная станция скорее даже депо чем станция там сталкеры живут и вечно грызутся с бандитами раз в месяц обязательно затеивают задорную стрельбу друг в друга с неизменными смертельными случаями развлекаются ребят так пожалуй чисто им можно двинуться по обочине к старому блокпосту через него легко пробиться на территории где окопался чешек да и самому пора переселиться уже из этих мест может вернуться на старую базу к Ольге он ведь так и не сподобился похоронить ее так наверное бродит бедняга по пустому подземелью а курок сидел на чердаке полуразрушенного здания и смотрел на свою новую винтовку собственно если быть до конца честным новой она не была оружие представляло собой винтовку с оптическим прицелом но вот модель а у этой винтовки была своя собственная модель судя по всему ее собрали местные умельцы братья сталкеры магазин на 10 патронов прицельная дальность километр убойная сила в куски вес приличный при желании патроны не нужны можно так убить прикладом все что не покрыто серьезной броней переломит пополам один серьезный минус и в то же время плюс стреляет только одиночными но как стреляет по пути сюда он испытал винтовку на слепом псе с расстояния в 30 метров от пса остались только лапы и хвост еще два уха окурок посмотрел в прицел на интересующий его участок местности насыпь по которой тянется железнодорожное полотно мост под мостом несколько ржавых остовов каких-то машин тоннель метров сорока от моста и тишина мрачная напряженная тишина он за грифком чувствовал что в этой тишине таится смертельная опасность почему он не мог объяснить просто знал аномалии его не пугали он уже вычислил все доедины в радиусе километра и точно так же этого знания он объяснить не смог бы вот в тоннеле к примеру теплая аномалия она прямо зовет его остальные смертельно опасны впрочем и та первая тоже просто она хитрая зверя почти нет возле тоннеля слепые псы штук 10 не опасны они и так при его приближении забились под кусты и носу не показывают впрочем не совсем при его приближении они чуяли кута и рута и потому не высовывались несколько кабанов но далеко зомби нет людей вроде тоже но вот по поводу людей были они тут собаки серые чувствовал он их под мостом как быть акурок опустил винтовку и задумчиво изучал окрестность люди спрятались да так что ему и не обнаружить под мостом судя по запаху шесть может восемь но и только видеть он их не видел дождаться ночи и незаметно проскользнуть вряд ли получится но попробовать стоит через насып не пройти радиация тоннель забит электрическими аномалиями только мост впрочем почему все ли плотно поражено радиацией акурок быстро спустился вниз винтовка покоилась за спиной став на зим он огляделся еще раз в зоне лучше оглядываться почаще слишком много тут бродик холодных тварей больше чем хотелось бы он двинулся бодрым шагом вперед стараясь двигаться от дерева к дереву за кустами по овражкам так что со стороны если и увидят его то в прицел поймать будет совсем непросто псы без всяких напоминаний заскользили рядом вот их прицел вообще не поймать чистые призраки тени зоны клыкастые такие тени какой-то не очень умный слепой пёс решил подзакусить какой-нибудь не слишком значительной частью сталкера код их частная псина вынырнула из-за кустов и чуть не прогулочным шагом двинулась к акулку стрелять он не стал честно говоря его такая наглость поразила до глубины души пёс обладал большим весом и соответственно самомнением не меньше он даже не сильно торопился хм зато и поплатился сталкер остановился и с любопытством стал смотреть на псах забавный зверёк очень лыкастый без какого-либо намёка на глаза когда он подошёл метров на пять акурок почувствовал как в глазах начинает двоиться миг и всё поплыло усилия воли и давление четвероногого телепата лопнуло как мыльный пузырь до контролёра бедняги было как до луны ползком на брюхе сталкер уважительно кинул псу до такого ущербного существа даже такие способности очень даже ничего и пёс прыгнул точнее почти прыгнул рут ударил слева кут справа одновременно взрычав причём как настоящие взрослые чёрные псы они кинулись вперёд рут откусил слепому псу голову кут удовлетворился тем что прокусил круп и сбил с ног прокусил солидно позвоночник захрустел эй ребят мне что ж теперь ждать вас псы намек оторвались от поглощения останков поверженного противника и грозно оскалили зубы намекая что эту добычу они съедят самостоятельно после чего снова начали есть едите всякую кадость пробурчал окурок усаживаясь прямо на ли желудки испортят а я может тоже голодный псы не обратили внимание глубоко вздохнув окурок решился раз уж всё равно ждать друзей надо бы тоже поесть тем более что он этой еды ещё не пробовал кроме того сколько можно откладывать этот нелёгкий бой с алюминиевой упаковкой очень хотелось попробовать содержимое но в пути он уже три раза доставал банку и каждый раз убирал её обратно так и не решив проблему вскрытия этой замудрённой банки спросить у торговца он честно говоря стеснялся банка была извлечена из худого рюкзака там кроме неё была ещё обойма датчик и 50 патронов роста после тщательного изучения на поверхности банки были обнаружен язычок скорее всего его надо было потянуть но в какую сторону поели а курок убрал банку довольный небольшой победой вношительным шагом на пути решения этой проблемы подозрительные банки ну тогда думаю вы не будете против если мы продолжим наш путь псы не ответили крепко задумывались над ответом пожав плечами сталкер двинулся вперёд за ним псы только теперь они уже не скользили оттяжелев от потреблённой обильной пищи они еле волочили свои заметно округлившиеся тела отойдя от моста на порядочное расстояние окурок решил приблизиться к полотну выбран для этой цели был склон сильно заросший кустарник аномалий было всего три и между ними оставался широкий проход кут рут рядом сказал он объевшиеся псы лениво двигались за ним и у него возникло подозрение что аномалий псы не ощущает он не мог позволить своим друзьям умереть так глупо от банальной беспечности так втроём они и направились к полотну мелькая меж кустами и низенькими здесь деревцами у самого основания насыпи хурок вдруг замер и хлопнул себя пол вот так раз он присел положил руку на шеи псов и вмигом рухнул как подкошенные рут даже начал сапез засыпать ребята а кто-нибудь из вас знает что такое радиация а как её находить у меня только для аномалий датчик сталкер почесал затылок глупее ситуации было не придумать он совершенно не помнил что такое радиация было чувство что это нечто невидимое и неосезаемое и потому он решил даже не осознав этого что радиация просто ещё одна хитрая аномалия его чувства упорно молчали судя по их молчанию полотно девственно чисто и абсолютно безопасно надо же так попасть с некоторым удивлением заключил сталкер и чё теперь делать руд заворчал и перевернулся на спину схрапнул кот зачмокал во сне да пожалуй именно так и поступим сталкер положил винтовку на землю и лёг сам вскоре он уже крепко спал все как в тумане большое помещение просто огромное потертые серые стены далеко у стены какие-то люди трое страх дикий страх исходит от них но они не в силах убежать и что-то с ними не так окурок попробовал приглядеться получше он мог видеть очень далеко но здесь не смог почему-то зрение вдруг стало очень плохим он видел этих людей согбенные трясущиеся фигуры всклокоченные волосы белые длинные халаты но детали разглядеть не мог а ведь они были совсем рядом метров двести не более что же это с глазами и почему все в каком-то тумане а тело бутоватное психи не беспокойтесь они все умалишенные идиоты никто не будет за них волноваться в конце концов вы сами требовали убедительных испытаний да мне плевать кто заготовлен в качестве жертвы хоть вы сами лично хоть этот лысый ублюдок господин президент услышал он чужой и кажется свой голос полной брезгливости говорившему и к существам истинные именно людей он в них не видел даже зомби просто бездушные куски мяса окурок был поражен он хотел что-то сказать но вопреки воле его тела рассмеялась главное чтобы их не хватились к барьеру мой дорогой франкенштейн зря вы так мрачно пробормотал худой и очень бледный человек в белом халате ведь они все-таки люди смерть для них лучший выход их жизнь уже и не жизнь существование но тем не менее можно было бы проявить хотя бы капи док ты сам заткнешься или мне свернуть твою челюсть простите протяну дорогой дорогой сумасшедший ученый не ожидал от вас такого чистоплюстого ладно давайте мне вашу игрушку окурок рассмеялся и против своей воли взял странное оружие в свои руки какие же однако странные руки не его совершенно точно не его руки крепкие кисти мягкая гладкая кожа какие-то кольца аккуратно подстриженные ногти вот почему голос кажется странным это вовсе не он с удовольствием пристрелю пару двуногих батарея полностью на основе артефакта нет ученый пропал из вида теперь некто в чьем теле был сейчас окурок тщательно целился от плеча из одной грави можно сделать 7 батарей пока я не решил проблему перезарядки батареи одноразовые но в будущем при соответствующем финансировании я думаю будет возможно бабла ты получишь столько сколько тебе потребуется плюс премия на маленький аэродром с парой боингов лично для тебя он нажал спуск кнопку на боку винтовки оружие издало ухо ищи звук и небольшая размытая дымка с огромной скоростью устремилась к стоявшему у стены фигурам миг и там где только что стоял человек возникла 2 на 2 метра такая же дымка миг и дымку закрутила спиралью потом переживала и сильно растянула еще один и дымка обратилась непроницаемым жутко исковерканным пятном будто серая клякса серая из-за цвета стены будь стена красной и клякса была бы красной отраженный свет но клякса и так была кое-где красной все метаморфозы сопровождал треск ломаных костей рвущихся тканей человеческих тел и поначалу дикий крик бедненья он стих почти сразу а во все стороны брызнула кровь и полетели бесформенные куски мяса кровь текла и внутри кляксы место где гравитация временно сошла с ума клякса исчезла круто франкенштейн на сколько выстрелов хватает батарея спросил стрелок ловя в прицел новую цель и нажимая спуск потом еще одну пока часть комнаты где был материал не опустела остались только лужи крови и куски растерзанных тел чего молчишь франкенштейн однако желудок у вас батенька слабоват ученый отвернулся от бойни и его рвало и он выпрямился бледный и безжизненным голосом произнес 50 выстрелов иногда чуть больше когда батарея иссякает ее свечение сходит на нет давайте уйдем отсюда а ладно уйдем с чего тебя так полощи ты же знал что с ними станет я я не ожидал что это будет так так забавно увлекательно любопытно стрелок расхохотался а через секунду холодно продолжил к игрушке есть претензии скорость движения заряда маловато проблему перезарядки надо решить отдача слишком мощная но это не очень важно сделаешь мягче хорошо нет ну и хер с ней а вот ученый стрелок говорили и дальше кажется даже спорили но он уже не слышал их видение исчезло туман становился все плотнее и вскоре он уже не видел ничего кроме мешанины красок и теней акурок открыл глаза встретился со взглядом горящих красным хищных глаз пса жесткий язык теркой прошелся по щеке ру ну чего ты творишь коризненно произнес сталкер садясь пес вильнул хвостом и довольно оскалил свои кошмарные зубки всего обслюняю вытирая лицо акурок размышлял над странным сном он редко их видел сны и всегда они были мешаниной туманных образов и видений никогда не мог он их после вспомнить впервые что-то осталось в памяти после пробуждения и впервые таким ярким был сон что-то из прошлого возможно и не обязательно именно так все и было там в прошлом не обязательно именно это но что-то было впрочем какое это имеет значение сейчас даже если кусочек прошлого что он ему открыл ничего кроме того что он правда жил когда-то жил не здесь радиация вдруг удивленно глянув на нас и произнес акурок знаю что это знаю рут кут а вот ты знаешь что такое радиация кут заворчал подбираясь поближе ткнулся мордой в ногу стал тот погладил его ну дорогой зачем же так убиваться безграмотность всего лишь недостаток но никак нельзя считать ее пороков я конечно же все тебе объясню видишь ли существует некое излучение всеми образованными существами называемые ионизирующими так вот это самое зловредное излучение представляет собой потоки частиц и квантов электромагнитного излучения прохождение которых через вещество заметь кут и наши тела тоже являются таким веществом так вот прохождение этих невоспитанных частиц через наши тела приводит к ионизации и возбуждению их атомов или молекул этими гадкими частицами могут быть электроны позитроны протоны нейтроны и другие элементарные частицы даже атомные ядра и электромагнитное излучение рентгеновского и оптического диапазона то есть дорогой мой черный пес зоны для нас радиация может кончиться очень плохо как ну и вопрос ты задаешь рут кстати очень хорошо что ты тоже слушаешь пес в этот момент активно ловил блоху услышав свое имя он настороженно поднял морду и моргнул вот о том я и говорю все мимо ушей пропустил а такие вопросы задаешь откуда мне знать как именно повлияет на нас радиация может и никак а может у тебя вот к примеру второй хвост вырастет датчик излучения нужен но не возвращаться же рут почесал морду задней лапой и покосился в сторону нас рут да ты просто сумасшедший как же мы возьмем и просто пройдем через нас а вдруг там радиационное излучение как у атомного реактора без чехла впрочем в этом случае мы и сюда подойти не смогли значит излучение минимально но тем не менее дозу поймать мы можем и все же ты прав сидя здесь мы задание не выполним пошли но если мы умрем из-за твоей бредовой идеи запомни рут в наших смертях виноват будешь ты один окурок поднялся на корточки высунулся над кустами внимательно обозрел окрестности на предмет опасности вблизи все было тихо иначе псы уже подняли бы тревогу но вот получить пулю от какого-нибудь бредущего в километре от них придурка с винтовкой как-то не очень хотелось чисто можно двигаться окурок пошел к насыпи медленно и очень осторожно по сторонам он сейчас почти не смотрел сталкер старался смотреть вглубь себя своих чувств старался вовремя ощутить самую слабую дрожь опасность в его натянутых струной нервах и чувствах ничего такого не ощущалось либо опасности здесь не было лично для него либо он просто не мог ощутить ее подобно тому как чувствовал аномалии зоны скорее всего серьезной опасности именно здесь не было гравий и хитно захрустел под ногами сталкер на некоторое время замер не решаясь двинуться дальше чувства молчали но разом предупреждал что соваться сюда значит играть со смертью к сожалению последний довод достиг обратного результата оказывается окурок обожал игр преимущественно рискованный дальше он шел уже смелее всего минуту и насыпь была преодолена за ней как и ожидалось тоже была зона только не такая как по другую сторону присев за ближайшим валуном их тут хватало правда большой с два рута размером только один сталкер стал обозревать окрестности подключив и чувства последние сейчас казались немножко свихнулись информация поступала лавиной в которой ярко вспыхивали огоньки смерти сталкер закрыл глаза теперь стало полегче запах незнакомого существа целой группы слева с той же стороны но более слабая вонь двух десятков кабанов вспышка там где-то между ними смерть чуть левее еще одна совсем рядом манящее тепло покоя электрической аномалии в полуразрушенном здании впереди несколько зомби один совсем свежий вспышка прямо посреди здания смерть аномалия и еще еще десятки аномалий в радиусе километра и везде буквально везде зверье и зомби мало того если по другую сторону стаи попадались редко то здесь одиночки практически не попадались дорогой мой друг обратился окурок открыв глаза к тихо рычавшему руду оба пса стояли рядом смотрели в разные стороны странно напрягшись телами и тихо рычали вот скажи разве есть столь сумасшедшие психи что добровольно пойдут туда пёс зарычал чуть громче и клацнул челюстями угрожая пока невидимому впрочем уже видимому врагу стая слепых псов но до чего странная стая псы оскалились в ответ числом восемь страшных харь и начали брать их в полу осторожно перешагивая камни будто отчетливо видели их сейчас окурок обратил внимание на то что тут именно тут очень много камней откуда интересно судя по внешнему виду камней немного подозрительных чтобы и правда быть камнем тут раньше стоял дом теперь он лежит мелкими такими кусочками о ру ты нашел новых друзей воскликнул сталкер скидывая винтовку поиграем с ними немножко странные они ты не находишь рут странность заключалась в поведении псов обычно едва почуяв его четвероногих друзей слепые бандиты немедленно покидали место обитания и спешно спасали свои шкуры эти не боялись наоборот они хотели поужинать двумя черными псами и одним человеком и вот вот бросятся в бой сталкер положил винтовку на землю в руках перезарядить он не успеет но тяжелые рукояти в рукопашной в его руках страшное оружие ради смеха окурок громкоголосно зарычал получилось грозно только псов его героический рыб никак не тронул что сказать невоспитанные животные откуда-то издалека пролетел с двух автоматной трилле затем еще один и следом тяжелое уханье пулемета слепые псы остановили свой маневр наметившееся было давление на психику и уже начавшаяся плывучесть местности словно ветром сдуло морды милых собачек поднялись сталкер уже решил было что сейчас слепая братва убежит посмотреть что там случилось возможно так оно и было бы хотя вряд ли впрочем это уже не имело значения взрыкнув рут бросился вперед черная молния мигом сшибла одного врага слаб и тут же мощными зубами почти отсекла голову второго песика кут действовал не менее успешно судя по его рычащему и истошному вою за большим обломком слева а курок не оборачивался потому как на него набросили слепые псы и только в самый последний момент он сообразил что стрелять не рекомендуется до цели осталось всего пара километров может меньше а посему первой собачке прилетела рукоятью в нос потом второй третья сшибла его с ног и почти сомкнула челюсти на шее он ударил рукоятями с обеих сторон по массивной башке пес мгновенно умер не перенеся близкого знакомства с рукоятками ПМ разогнанные в полет руками окурка а вот четвертая псина успела прокусить ему ногу едва он сбросил с себя тушу покойного пса чья голова немного сплюснулась кусачий пес был убит двумя ударами нанесенными сверху вниз живые слепые псы кончились бой закончился едва начав становиться интересным что за невоспитанное поведение поразился сталкер изучая разбитый о башку четвертого пса и предыдущих рукояти пистолет ку рут эти грязные животные сломали мои пистолеты своими уродливыми головами какая жалость проговорил он выбрасывая теперь бесполезное оружие псы молча смотрели на хозяина и друга сидя посреди останков ими лично разорванных врагов рут нам следует немедленно поговорить о твоем безобразном поведении он он не начал длинную поучительную речь во первых стрельба вдалеке становилась все более ожесточенной во вторых его нога кровь уже перестала течь рана имелась но ее края уже сошлись боли сразу была не сильной теперь же пропала вовсе а рана была на треть колени серьезный куст и кровь вытекающая из раны она мягко сияла алым все как тогда в погребе только тогда он не обратил внимания на эти странности какого хера рут печально произнес сталкер усаживаясь на ближайший труп тот громко взвизгнул ага не труп значит не глядя он опустил руку на звук что-то хрустнуло виск прекратился кто я а кут вот ты знаешь гори оно все к черту рядом окурок вскочил на ноги и побежал на звуки стрельбы стараясь огибать аномалии по наиболее краткому маршруту зверье он игнорировал а вот оно его в двух случаях один зомби утянув руку и широко открыв пасть зашагал прямо к нему после мощного толчка без прерывания бега зомби улетел куда-то влево судя по мгновенно разнесшейся воник горелого мяса угодил он в аномалию на вроде жарки и один раз напала группа кабанов на них не обратили внимания и они грозно хрюкая стали преследовать группу из человека и двух псов а курок время от времени прикрикивая на своих псов чтобы держались рядом прибавил ходу вскоре он заметил впереди серую ленту разбитой дороги свернул к ней и покасательно через местный не то странный лук деревьев многовато не то непонятный лес маловато для леса дико растущих дров на дороге напоролись на большой кустарни пересекли его и с удивлением заметили что бегут посреди десятка валяющихся на земле тел псы было остановились но грозный оплик хозяина заставил их бежать дальше тела на земле начали вскакивать на ноги в процессе вставания тела обнаружили себя стаи слепых псов спустя миг в эту теплую компанию со всего разбега врезалась банда кабанов получилась забавная свалка сталкер даже обернулся на бегу посмотреть там конечно кипел бой исключительной жестокости битва бежали еще несколько минут вдоль дороги зверя становилось все меньше вскоре впереди показалось какое-то здание из него пахло людьми тремя очень вонючими людьми не как брат сталкер там окопался в силу специфики основной трудовой деятельности принимающей водные процедуры крайне редко все как-то чаще если в речку какую упадет нечаянно или переплыть решит у дерева многочисленными кустами среди корней окурок остановился стрельба впереди становилась реже осталось максимум 500-300 метров воевать с теми в домике значит терять время послать на них псов но их трое могут подранить а то и убить практически безобидных собачек ребята за мной и без глупостей рыкнула курок пуля вылетая из укрытия и забирая вправо от домика прямо на вершину холма к сожалению дом с каждой стороны окружала чистая земля метров по 50 в обе стороны по ней конечно бежать не стоило но что поделаешь за этой открытой если не считать нескольких деревьев и пары невидимых аномалий территории круто вверх уходили холмы но холмы так себе скорее просто возвышенность тем не менее если быстро вбежать наверх можно незаметно проскользнуть мимо домика а там совсем рядом цель судя по звукам стрельбы цель с кем-то воюющая эх какой шанс и надо было этим треклятным сталкером окопаться в этом домике из-за них возможно не успеет схватка кончится и под шумок сократить число долговцев вряд ли выйдет а жаль слова торговца и что-то глубоко в памяти подсказывало ему что с этими ребятами шутки плохи он успешно вбежал на возвышенность и теперь быстро скользнул промеж растительности щедро покрывающей напрочь пересеченную местность холмики овражки ямки укрытые высоким кустарником в общем все прелести дикой природы плюс прелести дикой зоны правда на всем пути до окрестностей свалки он их удачно избегал только в конце повстречав нового для себя жителя зоны не удержался и просто не смог пробежать мимо застыл с широко открытыми глазами и тупо пялился на это чудо здоровенное бочкообразное туловище и тупая скошенная морда два огромных глаза один огромный второй почему-то был значительно меньше и постоянно моргал плюс почти человеческий нос и мощные губы полная жуткой иронии пародия на губы человеческие вся эта скотина была темно-красного цвета и стояла на четырех очень тонких ножках в целом выглядела забавно пока не приметила сталкера тут же взвизгнула прям как хрюшка и подпрыгнула на месте и широко распахнув слюнявую пасть засеменила предполагаемой пищей предполагаемой пищей не удержавшись расхохотала фрукт кут вот это существо он указал на животное называется псевдоплот кодовое имя свинка опасность минимальная агрессия низкая очень пугливая ткани псевдоплот несколько пораженная некультурным поведением ужина остановилась и теперь ошарашенно моргала обоими глазами по очереди пасть на всякий случай она закрывать не стала демонстрируя множество как попало разбросанных острых зубов особенно ценятся кожаные покровы и глаза недавно установлено что некоторые внутренние органы при соответствующей переработке дают галлюциногенные препараты не вызывающие привыкания дальше он говорил медленно растягивая слова и внимательно глядя на животное предполагается использовать для синтезирования аллакана приоритетная задача выращивания за пределами зоны изучается возможность клонирования требуется захватить живыми три особи самку детеныша и самца цена окурок замолчал еще одна маленькая плотина рухла аллакан новый наркотик за ним посыпались очень подробные воспоминания в этой области точнее ворох информации героин кокаин ЛСД он знал не только название он работал когда-то с этими наркотиками не просто работал он пытался создать нечто новое работая с известными препаратами и с помощью даров зоны тоже но не в самой зоне кто же я может ученый какой-нибудь окурок получил новую порцию данных о себе и своих прежних занятий и он совершенно не представлял что со всем этим делать как будто и так проблем мало почти стихшие выстрелы загрохотали с новой силой послышали сдавленные стоны и матерные крихи звуки шли точно справа от свалки чуть в стороне от станции простите меня мисс или сэр сказал сталкер псевдоплоти на время решив выкинуть вон все странные мысли и воспоминания потом разберется или не станет шаг высокий прыжок и он очутился на округлой спине твари несчастная свинка завизжала и не удержавшись на тонких ножках рухнула что интересно пасть она так и не закрыла по рассеянности видимо а курок припустил со всех ног не забывая поглядывать по сторонам впрочем не слишком внимательно следовало поторапливаться зато стиль бега сильно изменился теперь он несся в стремительном рывке практически не таять но с такой скоростью что издалека его приняли бы скорее за химеру чем за человека он уже был в 20 метрах от огромной кучи мусора когда заметил движение слева на кладбище машин резко сменив направление он побежал направо выстрелы доносились оттуда из-за полосы асфальта там начинался редкий лес и там в глубине его и чуть впереди стреляли так прошептал он притаившись среди группы близко растущих деревьев что-то я не совсем понимаю долго копался вон там в куче бетонных блоков но стреляют на территории нищего если торговец ничего не напутал теперь он медленно шел прячься за деревьями где это было возможно запах и зрение говорили что за бетонками там где дорога резко сворачивал отсекая лес от многочисленных куч мусора никого нет а должно быть не меньше 10 матерых бойцов зато в сторону от завала из блоков в лесу рядом с дорогой людей не меньше 15 голов и не все из них живы бой шел на площади в несколько десятков квадратных метров он чуял и слышал стрельбу передвижение людей но пока никого не видел до места схватки оставалось пройти всего 30-40 метров когда шальная пуля срезала ветку аккуратно над ухом сталкера пригнулся и замер снимая винтовку с плеча рот кот он снял худой рюкзак и положил его на землю прежде вытащив запасную обойму и переложив ее в карман плаща охранять здесь охранять с изо ворчав улеглись рядом с рюкзаком им эта идея не нравилась но слушаться они не посмели а курок начал осторожно пробираться по лесу довольно скоро над головой просвистела еще одна пуля и почти сразу он наткнулся на труп судя по виду обыкновенный сталкер лицо перекошенное грудь разворотила очередью ребра торчали наружу крови на маленькое озерцо явно не калаш учитывая инструкции торговца парень явно напоролся на пуле долговца у них всегда было хорошее оружие падлы почему-то а курок ощутил устойчивую ненависть долгу застарелую лютую ненависть особых причин для нее не было получив задание он почти не испытал эмоций надо пришить десяток человек пришьем чего нам стоит людей много а 40 штук на дороге не валяются но вот теперь он понял что задание по убиению людей из долгу будет ему приятно даже хорошо у него ведь так мало развлечений миновав труп сталкер вышел к какой-то полянке по крайней мере на этом участке было всего одно дерево посередине остальные росли неровным кругом он сам засел за деревом на самом краю стреляли совсем рядом и под тем самым деревом в середине полянки мирно лежали пять человек в различных позах но все как один изучали небо пустыми глазами мертвы и уже минут 20 оружие раскиданное рядом с телами несколько странных пистолеты вообще в кабруах похоже их убили всех разом и из кустов парни не ожидали нападения может даже и заметить не успели как умерли их просто перебили как куропат интересно все сталкеры простые бродяги каких в зоне сотни впрочем слишком хорошо вооружены для обычных бродяг идя за артефактами вглубь зоны много оружия с собой не потащишь лишний груз может стоить жизни ба никак ребята не счел бандиты значит ну что ж половину задания выполнили за него даже перевыполнили вместо одного трупа целых 6 стрельба почти стихла а курок неспеша смотрел все доступное пространство глаза говорили что все чисто зато нос подсказывал что дальше в лесу довольно много людей а вот сразу за тем кривым деревом по другую сторону полянки целых 3 человека слух дополнил полученные сведения все трое медленно ползли вперед кому-то подкрадываются видимо но как же безобразно шумят при этом они пахли странно чище чем покойные братья сталкеры никакой так любимой бродягами застарелой воню пота пыльных закутков зоны и сырых подвалов долг пригибаясь окурок довольно быстро проскочил полянку по краю скользя промеж деревьев если специально не смотреть в эту сторону то его не смогут заметить а вот о созданном шуме он особо не волновался другие люди практически глухи ему удалось подобраться к радущейся троице почти вплотную три тела в странных одеяниях нечто среднее между бронежилетом и скафандром извиваясь ползли через небольшую возвышенность собственно возвышенность всего с полметра на ней кустарник дальше деревья и два упавших древесных ствола там шибко стреляли за этими стволами кто-то укрывался и в него время от времени стреляли не давая особенно высовываться тем не менее человек в укрытии стрелял в ответ впрочем без особых успехов прицельной стрельбы когда тебя жмут к земле точным огнем да с нескольких точек не дождешься парня хотя судя по запаху трех парней прижимали огнем пока эти трое подбираются ближе непонятно только зачем живыми хотят взять не проще закинуть туда гранату если конечно есть и один приподнялся и что-то бросил в сторону завала последовал взрыв частично погашенный упавшими деревьями одно из которых то которое поменьше даже подпрыгнуло выстрелы мигом стихли что ж бандиты отстрелялись пора ему приниматься за свое задание жаль что раньше не подоспел было бы проще теперь он будет один против отряда долго впрочем изначально так и планировалось винт короткими перебежками проверь мы прикроем раздался приглушенный шлемом голос одного договорца впрочем как раздался так и стих окурок нажал спуск винтовка вбухнула и парень затих на земле лишившись головы тут же последовал второй выстрел пуля прочно пригвоздила второго парня земли третий успел перекатиться на спину и выстрелить наугад затаившегося в кустах окурка он не заметил сразу очередь прорезала заросли левее ответная пуля вошла в живот парня превратив его в комок из крови мяса и конечно же кишков всяких разных окурок поспешил сменить позицию уйдя подальше вправо и немного назад очень вовремя спокойные казалось заросли вокруг завала из деревьев разразились множеством выстрелов место где он только что был прочно распахали пулями ребята действовали сплоченно и профессионально неудивительно что бандитов перебили без особых проблем быстрым бегом по лесу сталкер сумел обогнуть группу двинувшуюся к месту убиения за товарищей Долгос он оказался за их спинами впрочем не благодаря глупости или неопытности Долгос коими они не страдали просто человек не смог бы так быстро сместиться с предыдущей позиции и зайти в тыл по дуге даже будь он супер навороченным спитназовцем такая скорость и бесшумность на этой скорости для человеческого тела невозможна правда насчет бесшумности имелось некоторое сомнение кажется он когда-то слышал что были такие люди рядом с которыми он бы показался косолапым и неуклюжим вроде бы эти индусы нет это кажется какие-то лесные зверьки вроде бы вкусные или не очень индо индру индейцы впрочем не важно две широкоплечие фигуры двигались впереди перебегая от одного дерева к другому выстрел человек падает широкой дыркой в спине против этой винтовки брони пока не придумали второй выстрел второй человек отскочил сволочь надо же как быстро двигается рывок в сторону очередь разнесла толстую ветку и щепки посыпались на голову сталкера теперь бегом по дуге теперь с другой стороны проклятие засекли целый шквал стал разносить деревья вокруг за спиной и впереди так еще и подстрелят нахер дугу в лес зигзагом слева омеркнуло что-то выстрел кто-то из тошного пип бедненький еще одно не глядя в ту же сторону хм ты смотри затих видимо скончался но бывает в зоне бывает углубившись в лес туда где деревья росли погуще окурок нырнул в какой-то колючий кустарник и затих он прислушался его преследовали шестеро патронов только четыре значит что правильно меняем обоим щелкнула собака серая да громко как а вот и первые двое ай как беспечно бегут совершенно открыто не уважают что ли два выстрела и два тела просто вбило в кусты так их ударило будто и не с винтовки а как из кушки да в упор теперь на другое местечко а это что такое упало не важно упало уже за спиной а курок замер под деревом и тут же грянул взрыв в тех самых кустиках где он только что прятался будь там простой человек не способный двигаться с его скоростью взрывом накрыло бы при бегстве и побило осколками а это кстати хорошо сейчас будут брать в кольцо место предполагаемой смерти неизвестного сталкера пойдут очень осторожно уже наученные горьким опытом они и пошли да так осторожно что он хорошо слышал все их передвижения увидеть смог лишь когда один из них держа автомат у ключа мягко прошествовал мимо прямо как кот он кстати шумел меньше всех а курок не выстрелил подождал пока сможет заметить еще хотя бы одного заметил сразу трех один стоял сейчас спиной к нему почему-то во весь рост другой прятался дальше в метрах семей сидел на корточках высунувшись из кустов третий был невидим только дуло автомата торчало из дерева все трое расположились так что пришлось бы каждому поворачиваться при стрельбе под 45 градусов вот и ладушки два выстрела и окурок снова бежит на ходу он послал пулю на слух третьего не слишком удачно правда он попал но вот отдача больно ударила в плечо и локоть стрелял держа ствол на весу одной рукой пообещав впредь не стрелять с этой маленькой гаубицы в бок и набегу окурок затих на земле теперь нужно найти последнего бандита и он оказался молодцом не шумел запаха его не ощущалось гаденыш случайно устроился так что незаметный ветерок дул ему в лицо вряд ли он чувствовал слабое движение воздуха здесь но вот для окурка сие стало заметной проблемой как искать теперь получить пулю бегая по лесу и случайно наступив на врага не очень хотелось пускай он уже имел возможность убедиться что раны на нем заживают очень быстро нога вот прокушенная совершенно не беспокоила сейчас но если куля разнесет голову вряд ли она уже заживет прямо на глазах долговец никак себя не проявлял а курок тоже просидели так до самого заката а потом в общем все повернулось совсем не так как он ожидал в общем и целом ситуация капитально вышла из-под контроля он не в силах что-либо изменить влип в местные дела гораздо крепче чем предполагал влипнуть на закате он услышал движение настолько слабое что после некоторых раздумий решил что слышит какого-нибудь слепого пса или крысиного волка потом донесся шум борьбы следом мягкий шлепок и сдавленный хрип потом все стихло и тут же по лесу понеслось едва слышное но очень странные звуки неясное бормотание возня мягко поднявшись окурок двинулся на звук похоже солдат долго отдал концы прибыв на место подозрительной возни он увидел прелюбопытную картину маленький грязный оборванный человек ловко потрошил содержимое карманов мертвого солдата у солдата была почти отрублена голова ножом а и ты пришел да прекратив свое занятие человек поднял грязное лицо обрамленное сальными спутанными волосами глаза в бусинке хитро глянули из-под тонких бровей а че стал помогай что ли и тить его налево броню его никак снять не могу шлем то я содрал а вот броня чудная такая никак вот если бы помог бы старику окурок опустил дуло винтовки направленное до того в нелепую фигуру простите что побеспокоил не могли бы вы пояснить мне зачем вам нужны вещи этого покойного джентльмена ась старик по крайней мере в таком виде он казался стариком широко раскрыл глаза присел на мощную груду покойника и вылупил глаза на нового знакомого это ты чего там со мной да говоришь так ты бы как то иначе говорю я то ведь образованный да но не настолько а че это ты их всех то бандюк этих да солдатиков вы неверно понимаете ситуацию вы появились здесь несколько поздновато и неверно столковали увиденное думаю на основе слышанной вами безобразной стрельбы старик моргнул почесал причинное место и покосился на кусты с явным намерением свалить подальше от этого психа бандитов я не трогал в их трагической смерти нет моей вины а вот солдат убил я о чем искренне сожалею ведь они наверняка были замечательными людьми кто взвился старик и смачно плюнул вот эти дуболомы из долга да они сволочи сталкеров поубивали больше чем сама зона ты парень молодежь что хреноногов этих порешил они же суки как сталкер увидят так за пушки сразу уууу уууу суки поможешь трупики обобрать ты я вижу не совсем на голову здоров но так то ничего сами не совсем того старик истерично рассмеялся и в конце зачем-то тихо взбегнул помогаешь старому человеку вещички собрать продадим соседушки вепрю он конкурент у этих что полегли а долговцев вещички ему же и впарим он возьмем он их брат от того не любит платит правда плохо сволочь но пополам поделимся а а далеко ли находится этот незнакомый мне джентльмен по имени вепрь акурок случайно правда случайно повел стволом винтовки старик понял по своему эй браток ты чего старик подскочил и поднял руки я же это пошутил я тебе 80 процентов не так уж и быть 20 и автомат вот тот с рожком он указал кривым пальцем на оружие долго очень интересная игрушка м-16 только с модификацией непонятного свойства и подствольником о извините я не хотел вас напугать расстроился акурок закидывая винтовку на плечах да я принимаю ваше щедрое предложение вот и ладушки а вепрь рядом тут с километра 3 в лесу он сейчас там где враг большой и деревья гнилые стоят пособи а я чего-то никак не разберусь как энтофиговина снимается акурок кивнул и наклонился над телом конструкция брони не была ему знакома качественная вещь хорошо защищающая от легкого стрелкового оружия не только грудь и живот спину но и руки и ноги также устойчиво к кислоте и огню и он кое-что знал об этой броне руки сами собой пришли в движение охренеть ошарашенно сказал старик глядя как в нескольких точных движений акурок разомкнул все пряжки освободив покойника от доспеха надо же мужик ты кто а акурок такое имя я выбрал однажды я не помню настоящего опа можешь же как человек бля в натуре на культурной калякать о ну как я прям вот так и говори а то слова всякие в умные а что не помнишь ты не переживай браток у нас тутошник частенько случается химера человечка порвет а он жив останется и не помнит ничего потом или из аномалии живой выберется слухай а ты вот только из своей этой дуры стрелял да молодец браток молодец говорил старик быстро снимая части брони и укладывая их покомпактнее потом приватизировал рюкзак долговца и стал скидывать туда все что нашел в карманах бедняги девять выстрелов и восемь трупов ты паре не акурок ты брат стрелок самый настоящий стрелок практически снайпер ну пойдем до следующей жертвы аборта до долговца то есть старик снова истерично расхохотался и собрав вещи в припрыжку поспешил к следующему покойнику на ходу он непрерывно говорил причем о чем попало резко меняя тему и не особенно интересую слушают его или нет где-то окурок уже встречал такое поведение когда жуть как хочется поговорить но не с кем ну все произнес старик и уселся на плотно скатанные тюки состоящие из рюкзаков частей брони и оружия числом 4 штуки не считая одного большого оставленного в завали из поваленных стволов компании трех развороченных взрывом граната тел теперь креплю он сейчас лес переселился ублюдок стрёмный только ты это у него вежлив будь я тоже вот буду он ведь ублюдок конечно причем ублюдок очень такой конченый но нам же с ним торговать а то обидится ведь он видишь ли бедолага не знает что он ублюдок ну все хватит отдыхать идти надо а то ночь скоро ты значит возьмешь вот эти три тючка поменьше старик указал на три самых больших а я уж так и быть понесу самый тяжелый вот старик замолчал скрытым ртом он не ожидал произошедшего откровенно говоря и сталкер это видео весной бродяга в обносках и всего с одним ножом в руках просто креплялся говорил чтобы сказать побольше виде моему не часто выпадал случай поговорить живым человеком а курок же слушая речи старика сумел утратить осторожность его обычные собеседники редко поддерживали разговор словом более длинным чем и он умудрился забыть как слабые физически другие люди тюки были подняты да были связаны одной веревкой их можно было повесить на плечо только вес у них был неподъемный а курок же повесил их на плечо так как будто они были не тяжелее пустого рюкзака третий тюк он взял во вторую руку например сумки в случае чего можно бросить и его и два других а самому сигануть в сторону выхватив пистолеты конфискованные у одного из мертвецов замены испорченных наглыми плохо воспитанными слепыми псами охренеть вот и здоров паренек я вот пошутил ведь а то думал может нам эти два припрятать покедово старик поднялся забросил на спину последний тюк с видимым усилием ладно потопали а то стемнеет сидят нас в этом лесу ежели по ночи попремся сейчас идти надо идти пришлось долго не меньше трех часов за это время за это время отдыхали всего раз старик отдыхал а курку отдых был не нужен но же не было особо тяжелым они уходили вглубь леса деревья становились все гуще аномалий все меньше зверя по пути встречалось мало видать и здесь регулярно отстреливали всю жидность как у чешек аномалии обходили благодаря старику у него имелся какой-то датчик мигавший красной лампочкой вблизи аномалий но у окурка создалось впечатление что старик хорошо знает и так где ходить можно а куда соваться не стоит почему-то казалось что датчик остается для него окурка с какой целью он пока не мог понять но вот в одном он был уверен точно немного сумасшедший спутник некоторые аномалии просто чувствую это было интересно но подумать над этим не получилось старик почти не затыкался говорю непрерывно чаще всего донимал жалобами на преклонный возраст тяжелую ношу различные заболевания обнаглевших мутантов и злых долговцев вспоминал несколько раз не очень приличными словами какой-то монолит окурок решил что старик просто бредит и говорит не думая концу пути он уже так не считал они вошли на небольшую полянку почти ровно и даже поросшую кое-где сиреневыми цветочками он услышал как упал тюк и как отскочил назад бродяга тут же со всех сторон донеслись не очень приятные звуки разом было передернуто семь-восемь затворов надо же как везет их ждали и ждали уже давно ветер дул спину и он не смог вовремя учуясь засаду а чертов старик своими непрекращающими не на миг жалобами так мозги заморочил что даже убаюкал немного паря теперь не дергайся стрелять мы не будем не ссы раздался за спиной изменившийся похолодевший голос старика брось стволы брось стволы потом тюки и без резких движений не боись грабить или убивать не будем ты долго враг так что может быть мне будешь другом поговорим просто и уйдешь ага ты есть вебер спросил он выполнив указание старика и медленно повернувшись к нему старик разительно изменился грязное лицо хищно застыло а сгорбленная фигура выпрямилась этот старик мог в лучшем случае быть пожилым на его лице заиграла злая улыбка когда он услышал вопрос не браток этого ублюдка я уже месяца в пять как червян на корм снарядил босс ворон пошарил там никого больше сказал один из тех кто прятался за деревья они вышли на поляну 7 рослых личностей совершенно бандитского вида отлично валдис просто отлично весточку оставили ага как заказывал боссы парни дружно рассмеялись но едва босс заговорил замолчали как потом они я этим пидором из долга послание оставил ощерился злой гримаси старик совсем оборзели падлы я их трогал я их сявок хоть раз трогал я честно веду дела и вот твари решили пришить меня а пацанов моих на парш пустить у суки босс а если сунуться в лес что с ними делать валдис ты будто не знаешь пирожками угостить да баньку бля истопить валить всех без вариантов да и не такие они идиоты чтобы сюда в лес сунуться простите что прерываю вашу замечательную беседу но не могли бы вы прояснить ситуацию и назвать мне свое славное имя между вас просила курок босс молча похлопал глазами потом сделал знак своим опустить стволы и заговорил слушай парень я то думал ты мне гонишь так чтобы глаза отвести а ты и правда псих ты не обижайся только я тебе один хрен немного должен моих там парней тварей эти положили он мрачно улыбнул они меня ждали там я из зоны шел по делам там был ну вот дождались козлы эти всех порешили а ведь там пацаны хорошие были жаль нет их теперь я уж было решил обойти козлов по флангу своих собрать да с говном их перемешать ну а ты молодец положил твари вот я и вернулся дурачком прикинулся а здесь ты потому что есть у меня к тебе вопрос эй братва он долговцев восьмерых с девяти выстрелов положил отвечаю сам видел чё в натуре изменились сразу несколько человек хищные взгляды наполнились уложения а то ответил все остальное я гнать не стану за свои слова отвечаю пойдем говорить будем парень уже очень скоро они сидели за самодельным столом в неприметной землянке по сути это была пещера в отвесном склоне какого-то оврага босс а именно нищий пояснил ему что это жилье временное на весну когда этот овраг топят сталые воды а по осени банда обитает в другой части леса там кстати где указал ему чешек а сейчас там было пусто так что ему повезло что напоролся на схватку от ряда бандитов и группы долгов иначе он мог бы выполнить только часть задания значит говоришь это толстый пидор решил меня с долгом лбами столкну задумчиво проговорил нищий уже успевший привести себя в порядок он отмылся немного и переоделся сменив урваную одежду на драную но с заплатками примерно так выглядело большинство свободных сталкеров нищий нищим выглядел только на работе в звании а здесь он отдыхал и жил такими были его намерения но я уверен не со зла господин чешек решил переложить свою ответственность за гибель долговцев на ваши плечи него просто отсутствовал выбор ага выбор однако какая сука ты парень кушай не стесняйся указал он рукой на еду и выпивку стоявшую на столе пришлось поесть удерживая лицо от гримасы отвращения к сожалению сурового мяса на столе не было а вся остальная пища падала в желудок тяжелым камнем хуже всего прошла выпивка его едва не стошнило но он сдержался значит он решил на мне выехать из щекотливого положения завалить бы мудака да слушай стрелок ничего я тебя так называть буду понравилось мне как ты со своей базуки лупил до гретов этих прям в натуре стрелок до снайпера правда не тянешь выстрелов девять а трупов восемь в общем тема такая чешек твой из-за долговцев этих свихнутых жирненький путь потерял это я уже давно знаю да мне как-то по боку было но вот такая у меня ситуация приключилась с человеком я одним работал хабар он через кордон вывозил для меня ну нет больше человека этого помянем давай хороший мужик был пришлось выпить снова причем изображая удовольствие запустить какой-то белесой дрянью хлеб кажется называемым а как вести дела если я с воли то есть конечно с большой земли ни грева не вижу ни хабар сбросить не могу не знаешь а вот я знаю чешек с черепом работает есть на кордоне гандон один такой штопанный черт позорный со всех сторон отвечаю я его на воле то есть на большой земле знал дел только не вел сволочь он да и красный к тому же это сейчас к воякам подался а замашки мусорские все равно остались с красными работать мне нельзя а теперь ну а теперь выбора сам понимаешь нет мне крутиться надо ну так вот мог бы я работать с чешек а чешек с черепом уже для меня или еще с кем слышал я что у него еще комната на воле есть на земле большой то есть ну чего скажешь понимаю вашу мысль но чем же вам могу помочь я простой сталкер а мать твою говори ты уже по-человечески ты проведешь меня к нему не знаю я где он чалится мы с ним побазарим обсудим дела ты получишь долю малую плюс в виде премии лично от меня задолговца этих опущенных из-за их побрякушки кое-что за вещи моих парней я ясное дело тебя ничего не дам и конечно хабар толкать можешь через меня тоже ну и тебе брат здесь всегда рады будут я пацанов таких уважаю ну по рукам что ж я думаю ваше предложение стрелок замолчал узрев начавшая гневно краснеть лицо пожилого бандита когда выступаем утром широко улыбнулся бандит с интригующей погонялой нищей чисто электрик убедившись что в спину пулю не получит стал и направился вдоль дороги в сторону кордона скоро ночь не добраться ему до чешек когда темна несмотря на некоторую убежденность что в спину ему не выстрелят электрик уже привычно двигался стараясь оказываться постоянно возле какого-нибудь дерева куста кочки шел он не прямо а замысловатым зигзагом так труднее будет подстрелить его а желающих нынче много охочих до скромных сталкерских пожитков впереди показался домик тот самый между двух холмов когда-то был пост военных тут даже сохранились детали какой-то военной машины ржавые и бесформенные ворота от них остались два столбика да и то в один сильно покосился электрик хорошо запомнил как покосился этот столбик и трухлявая вышка кпп возле ворот она покосилась тот же день что и металлический столбик нищий и сейчас вспоминает тот день с содроганием и удивлением бедняга чуть не умер мало того неожиданно из-за себя узнал что путешествует не совсем с человеческим существом сегодня бывший пост вояк пустует это хорошо электрик не торопясь особо все равно не успеет вовремя побежал через маленький двор бывшие ворота и дальше чуть сторону по обочине частично сохранившейся асфальтовой дороги ну угрюма спросил нищий поднимаясь из неприметной ямки на краю лесного массива где его оставила курок теперь стрелок нищий упор назвал его именно так и в пути он заметил что мысленно стал называть себя так же нашел свою нычку думаю по моему лицу и тому рюкзаку что сейчас висит за моей спиной вы господин нищий должны были сталкер оборвал намечавшуюся пространную речь бандит теперь вновь одетый в жуткое тряпье угрюмо скрипнул зубами да все в порядке можем идти дальше ага ну тогда пошли по сторонам смотри стрелок хорошо нищий вышел из леса прямо на асфальт и смачно плюнул под нами здесь чисто я уже все глаза проглядел изучая только вон там у холмов видишь песика в слепошарах аж бригада аномалий нет по асфальту до кпп бывшего а откуда такие точные сведения спросил стрелок на всякий случай делая вид что внимательно смотрит по сторонам ветер дул в сторону леса запахи говорили что насчет псов бандит прав но он не мог видеть как и сам стрелок зомби ближе к свалке из стадо кабанов ста метров на опушке леса их стрелок чуял а еще слышал возню целой банды крысиных волков примерно рядом с псами людей тут не было ему незачем было смотреть по сторонам на самом деле он искал глазами своих псов подобрав рюкзак он не меньше десяти минут пытался убедить пута с рутом не идти рядом с ним а следовать на расстоянии сейчас он поглядывал чтобы ребятки не подошли слишком близко он буквально кожей чувствовал их недовольство они готовы были загрызть нового товарища хозяина в любую секунду но пока они бесшумно скользили на расстоянии чую я их стрелок с хрупом втянув воздух носом ответил бандит вот хрен знает почему и как но чую всегда точно знаю что вот там к примеру лучше не светиться смерть там притаилась а здесь чисто хрен знает не могу объяснить просто знаю где она тварь прячется брата сталкера кровушки выжидает стрелок кивнул ему знакомое это чувство он испытывал вблизи аномалии то же самое дальше шли молча новый знакомый как оказалось говорить не очень-то любил только если требовалось для дела как вчера в лесу длинные речи стрелка он терпеть ненавидел так и шли внимательно отслеживая место возле строения остановились за деревьями стрелок с одной стороны старой дороги бандит с другой почти одновременно оба присели и внимательно смотрели на доме они решили что обходить его себе дороже по холмам выше имелись аномалии еще там постоянно бродили мутанты и зомби и можно сказать десерт радиоактивные пятна можно было проскочить по самой кромке холмов стремительным галопом но тут имелись некоторые затруднения стрелок знал что пробежит так что его скорее всего даже не заметил а вот нищий так не умел он все же был из других людей из слабых и медленных так что стрелок даже не заикался о возможности такого пробега только сообщил о засевших в домике людях именно поэтому они двигались очень осторожно в домике люди а люди здесь стреляют прежде чем говорить есть и те что стреляют всегда если видят сталкера живого или местами мертвого стрелок смотрел на домик и размышлял о том что идти туда совершенно не хочет дело в том что людей там теперь не было бандиту об этом не скажешь как пояснить свои слова учуя людьми там не пахнет значит их там нет интересно вот нищий на такое заявление увязка пальцем покрутит или предпочтет на всякий случай разрядить в него свой дробовик запах был в домике сейчас проживали новые обитатели но их запах ему не было знаком три индивидуальных запаха неизвестных существ одного вида он чувствовал исходящую от них смертельную опасность кто это мог быть что за новое зверьё там в доме такое что и он предпочел бы туда не соваться а обойти домик по холмам впрочем раз там не люди а звери мутанты как говорят другие люди для него не были самым обычным зверем другого он никогда не видел либо и скорее всего просто не помню раз там мутанты то и ему незаметными проскочить услышат почуя если уже не учу нищий к примеру в своей рабочей униформе мерзко воняло на пару верст человек почувствует эту вонь лишь подойдя совсем близко но дверь издалека последняя мысль задержалась в разуме стрелка зверь почует издалека человек только вблизи выходит он говорит другие люди но кажется он сильно ошибается говоря так называя людей другими он четко осознает край между ними и собой понимает различия тем не менее себя он все еще причисляет к людям просто людям иной породы просто он другой отличный от всех людей но может ли он в действительности считать себя человеком он теперь так не похож на людей и так близок зверям зоны что пожалуй и сам уже просто еще один зверь зоны мы там стрелок на автопилоте все еще погружены свои мысли отвел голову назад тонкая веточка пролетела перед носом стрелок повернулся к спутнику тот буравил его гнилым взглядом видать давно уже старался привлечь его внимание больше так не делай придурок прошептал одними губами бандит но сталкер его услышал и не обиделся нищий был прав со всех сторон погружение в собственные умные иногда даже мудрые мысли сложный и тонко настроенный внутренний мир зоне может кончиться плотным и сытным обедом в котором меню целиком будет состоять из частей вашего еще живого тела бандит знаками показал что направляется к зданию тому месту где остатки ржавого металлического забора густо поросли сорняком от сталкера требовалось прикрывать пока он пробежит открытый участок местности стрелок кивнул и поднял линтовку припав в глазу оптического прицела конечно на таком расстоянии ему оптика не требовалось он и так прекрасно видел весь двухэтажный домик но лучше не блистать своими сверх способностями сверх действительно необходимо бандит преодолел открытый участок очень быстро трехсекундным спринтерским рывком засел в кустах и направил дробовик в сторону дверного проема выходившего прямо на двор в домике царила гробовая тишина существа внутри никак себя не проявляли и что самое странное их не было слышно не было видно стрелок внимательно изучал сквозь выбитые окна видимое пространство внутри здания ничего он не мог ошибиться существа были там неужели они еще не заметили их как оказалось заметили стрелок изучал здание через оптику не видел что случилось у нищих прогремел выстрел дробовика и нищий огласил окрестности громким матерными воплами стрелок направил винтовку в его сторону чуть не выронил от удивления бандит висел в воздухе иступленно дрыгая ногами и перехватив пустой дробовик за ствол лупил им воздух воздух в ответ хрипло рычал стрелок взял прицел на уровне груди бандита и чуть влево выстрелил нечто завыло и стало видимо высокая коричневая фигура с чрезмерно длинными мускулистыми руками держала нищего одной рукой на весу пуля разнесла одно плечо существу и одна рука теперь висела на толстом лоскуте мяса и жив монстр хрипанул чего-то и резким движением отбросил орущего неприличными словами бандита в сторону тот врезался спиной в столбик когда-то давно державший створку ворот бандит упал глухо застонал практически вывернув столбик своей спиной существо обладало просто дьявольской силой но вот когда сталкер взрел личико двуногой твари она повернулась сейчас к нему он тут же понял что прав он сам все же человек пусть и другой но не зверь зоны лицо скотины когда-то было человеческим теперь на месте челюсти у него болтался внушительный пучок щупалец нос был вдавлен и напоминал нос человеческого черепа лишенного плоти острые плотно прижатые к черепу уши дополняли картину стрелок выстрелил еще раз пуля вышибла в животе существа большую сквозную дыру к его глубокому удивлению тварь не рухнула замертво перестав хрипеть она сорвалась с места вот когда он понял что такое настоящая стремительность стрелок был уверен что сам двигался как молния но тогда этот уродец двигался как создатель молнии все же стрелок сумел всадить в него еще одну пуду череп разлетелся кровавой пыли животное рухнуло прямо к его ногам при этом ноги и целая рука все еще двигались все медленнее но тем не менее двигались удивительное существо сталкер скинул оружие и медленно начал двигаться к бандиту который кажется сильно покалечился он не мог встать сейчас пытался уползти подальше кустам твари осталось еще две во дворике здания стрелок остановился изучая взглядом прилегающую местность сам домик там же внимательно прислушиваясь и пытаясь на запах определить местоположение существ бесполезно твари пробыли здесь достаточно долго чтобы дом насквозь пропитался их вонью положение осложнялось еще тем что твари умели исчезать становиться невидимым ему показалось что воздух странно исказился там у угла здания винтовка с готовностью бухнула и в тот же миг мощный удар вышиб ствол из рук чья-то сильная рука сжала глотку и приподняла его над землей существо стало видимым и второе тоже оно склонилось над уползавшим бандитом тот повел себя странно и в какой-то степени смело нищий прекратил уползать и перевернувшись на спину достал пистолет в один миг разрядив обойму он бросил пистолет в существо монстру пули ПМа способные с такого расстояния разнести в куски голову взрослого человека особого вреда не причинили только обозлили бандит достал нож бесполезный в борьбе с таким врагом ну сука иди сюда прорычал бандит дядя крот тебе в жопу перо загонит в этот миг стрелок смотрел в лицо существа щупальца пришли в движение раскрылись как будто лепестки невидимого цветка и явили взору множество маленьких иголочек разбросанных по их поверхности в середке сего милого цветочка имелось два шипа и какой-то хоботоподобный розовый отросток с зубчиками видимо отросток заменял рот большие совершенно нечеловеческие глаза твари загорелись голодным блеском эта грязная скотина хотела откушать его бренным телом кулак поднялся и опустился на череп существа длинные крючковатые пальцы разжались и сталкер упал на нем существо череп которого казалось состряпали из железобетона не особенно пострадал но вот в глазах застыло безграничное удивление судя по всему тварь была матерой и откушала уже многими людьми так вот люди себя так не вели и конечно не могли рукой дать по чайнику так что из глаз искры сыпались удивление конечно было недолгим сталкер ухватило скачив на ноги он ударил существо обеими руками заложенными в замок на отмыш с поворотом корпуса в удар он вложил всю мощь своего тела и какие-то старые воспоминания по поводу того как нужно бить чтобы в ударе чувствовалось все тело до последней мысли получилось круто хрипнув тварь улетела в двери здания по пути долбанувшись рукой о косяк судя по хрусту руку она сломала стрелок поднял винтовку и выстрелил существо склонившееся над бандитом мощная туша вздрогнула проклятие а должно было упасть и сдохнуть и резко повернулась к сталкеру прыжок и новый выстрел последний скотина чье брюхо теперь напоминало винегрет ухватилась лапкой за ствол и выбросила винтовку в сторону холма а сталкера ударила в грудь ладонью сверху вниз он упал пытаясь сообразить это его рукой огрели или бетонный блок сверху упал впрочем додумать ему не дали существо ухватило неожиданно сильного врага хоть и пахнущего и похожего внешне на пищу то есть человека за левую ногу и потащила куда он даже успел прийти в себя когда понял что находится в воздухе на манер дубины его тело приложили об опору вышке стоящей здесь же у орла вышка удивленно дробно покосилась посмотреть видимо чего за безобразие тут творится стрелка грохнули а другую опору прежде крутанув над головой мир вспыхнул множеством забавных огоньков кажется он теперь знал смысл выражения неба в алмазах тело пронзило боль и почти сразу утихло а зловредная скотина не удовлетворившись избиением размахнулась несчастным сталкером и положила его озимь его оставили в покое но ненадолго скотина наклонилась расщепилищую пальцу в этот момент по местности пронесся грозный рык черного пасазона клыкастая молния мелькнула перед глазами если на себя прочь мерзкую харю мутанта стрелок трудом поднялся мутанта оттеснили за ворота кут и рут с диким рыком они скакали вокруг него работая по принципу укусил отскочил бедняга выл и пытался ударить свалившуюся непонятно откуда напасть у него не выходил он был столь же быстрый ловок как и псы но что-то мешало ему бедняга сейчас видел не двух озверевших от ярости псов а два размытых черных пятна рвущих его жилистое тело ребята буквально растаскивали его на запчасти стрелок обратил свой взор на третьего последнего мутанта как и предполагалось животное уже очухалось покинуло домик и теперь наклонилось над бандитом тот наносил колющий удары ножом громко обещая хм он в матерных выражениях клятвенно заверял мутанта что вот-вот поставит его на четыре кости и сделает с ним нечто очень неприличное после чего кровосос будет жить на какой-то параше сталкер взялся за пистолеты как раз когда бандит лишился ножа а щупальца почти уже впилась почему-то в плечо серия выстрелов слилась в один непрерывный гром мутант подскочил как ужаленный и теперь двинулся уже к стрелку с башкой похожей на решето все пули легли точно в череп вот это мать его живучесть сталкер отступил на шаг и тварь рванулась вперед в этот раз он был готов к стремительному рывку и все же едва успел шаг в сторону с приседанием скотина умудрилась выбросить в бок руку хоть и не успела остановить свою руку удар кулаком в бок существо пролетело мимо а удар чуть отклонил курс ее движения существо смачно вписалось в топор прыжок сальто и обеими ногами в голову сталкер отскочил подальше тварь дернулась и отклеилась от дерева оставив на его шершавом стволе смятую в кисель черепушку сделав несколько быстрых шагов скотина запнулась и упала в траву там она еще долго брыкалась уже не способная встать даже когда они уходили он слышал как шевелится обезглавленный монстр стой воскликнул стрелок хватая ствол дробовика уже оклемавшегося бандита и опуская его к земле бродяга направлял его на псов почти съевших заживо вторую тварь та уже и не сражалась просто выла и пыталась убежать вот труд перекусил ей ногу с победным рыком оба пса накинулись на упавшего врага сверху и теперь с радостью кромсали клыками и когтями трепешущие останки какого хера стрелок взвыл нищий пытаясь высвободить оружие это черные псы бля нам повезло что они кровососом закусить решили но сейчас они его сожрут надо прижить их пока нет сталкер отбросил дробовик и спокойно выдержал пылающий гневом взглядом спутника они помогают нам да пойми ты это мутанты им насрать кого жрать тебе башку повредило от удара кстати тебе еще придется это объяснить брат человек не выдержал бы такого он кивнул на покосившуюся вышку толстые металлические форы сильно погнуло я очень крепкий с детства а я графиня дешефрес восставшая из могилы кого ты лечишь брат твои прыгания я еще понимаю хреново кстати прыгаешь надо тебе с валдисом пообщаться он в таких штучках красавчик но удар обашенный да ты кажись и не ушибся даже ствол отдай а хорошо стреляй в того что слева я уже зарядил давай с обоих стволов нет стрелок сел на корточке кут кут подойди друг пёс поднял открывавленную морду звезгнув кинулся в хозяин нищий отступил и нервно дернул рукой к кобуре к сожалению там было просто пистолет он выкинул отстреляв патрон он решил что вот теперь все точно кран ты от этого монстра не сбежишь кровосос конечно хреново но черный пёс чистая смерть особенно если подпустил его близко на удивление страшный монстр натурально заскулив стнулся мордой в протянутую лазонь сталкер хвостом поверял на бандита рыкнул для порядку значит и ускакал доедать беднягу кровососа стрелок ты кто вообще а бледный как полотно спросил нищий не знаю я говорил тебе тогда не знаю стрелок поднялся на ноги задумчиво воззревшись на псов уже превративших кровососов в кусок кровавленного мяса псов зовут кут и рот они прибились ко мне еще щенками маленькими со всеми а я не помнил ничего они казались мне довольно милыми и забавными ага милыми кивнул бандит поглядывая на жуткие оскаленные пасти псов не говори никому что у меня есть они ладно базару нет как могила хм стрелок ты знаешь я слышал о таких вот как ты одного видел даже да если честно иногда контактить с такими приходится порой такими как я ну не совсем поморщился бандит только не из-за своих слов или воспоминаний он чувствовал страх нищий никого не боялся никогда нигде он до самой чая сходил в одиночку монолитовцам глотки резал а вот таких он немного боялся и чего уж говорить ненавидел не всех конечно хуже всего что он знал парень чувствует его пусть слабый но все же страх много в зоне из ряда вон много выжженных человеческих окурков их жалко но иногда попадаются такие вот не до конца из левшей окурки зона что-то делала с ними и они становились другими знавал я вот как-то одного из моих парней был еще в самом начале как я в зону попал твои псы меня точно не сожрут нет что ты вряд ли они станут с тобой дружить но моего приказа ослушаться не посмеет сказал он это мягко поглаживая вымазанные в крови головы псов их красные глаза подозрительно косились на бандита да руд пес посмотрел на хозяина и рыкнул ёпс они кажется твои слова понимают да порой мне тоже так кажется кивнул сталкер дунув в морду второго пса тот фрыкнул потряс башкой и поскреб ее передние лапы бля прям шинки дворовые сказал ошарашенный бандит никогда бы не поверил что так оно бывает а тот такой же как и я ты говорил не не такой парень сипы он в трамплин угодил однажды мы за ним не пошли думали хана парню стреляли мы там сильно и в нас стреляли тоже монолит козлы гребаные мы отступили а парня бросили из трамплина живым не выходит и он возьми да вернись однажды мы его чуть не порешили изменился жутко что твой кровосос только обещупались говорить почти разучился только есть просил в рот показывал пальцем и мычал так кушать пожалели мы его оставили а потом выяснилось что его мутанты игнорируют будто они видят он к ним подходит а они порычат и отходят он вон тронулся конкретно играть все хотел все равно с кем было он кабанам приставал к слепым псам к зомби к химерам а они его не замечают а однажды сиплый со снорком поиграть решил вот так мы и узнали что они все мутанты стали ему не опасны задрали его с норки он знаешь не такой как ты был но зона что то сделала с ним и с тобой я остался человеком не очень уверенно произнес стрелок потом трехнул головой и подняв земли дробовик и протянул спутнику идем почему ты назвал себя кротом там спросил уже в пути сталкер бандит перевел один глаз на сталкера другой внимательно приглядывал за бегущими впереди псам кротом погоняла эта моя там за кордоном только ты не вздумай помянуть ее Хе-хе, суе Я-то думал, все, отпрыгался, сожрет меня кровосок Вот и говорил Это имя на воле, то есть на большой земле Знают, уважают Лучше, чтобы никто не знал, что нищий бандит Это тот, тот самый крот Шли молча Стрелок не стал интересоваться, почему тот самый крот Что за тот самый Кем он был и с кем стал Какая разница Здесь все они сталкиваются Мясо, которым кормится зона Перейдя железную дорогу На этот раз гораздо дальше от моста И посредством счетчика Гейгера Они прошлись километр По сильно пересеченной местности Укрытой ковром мягкой зеленой травы И стали на привал Здесь безопасно Сказал бандит, указывая рукой на выбранное им для привала место Неглубокий овражек Обрамленный кустарником И несколькими старыми разлапистыми деревьями С одной стороны местечко перекрывал толстый ствол упавшего тополя Сухие ветки торчали в разные стороны немного жутковато Будто пальцы сотен скелетов Указав на них, нищие объяснили С этой стороны ветки Тихо, не подберется Даже химера А снорков здесь как-то не случалось Задворки зоны, сам понимаешь Сверху к нам тоже гости не пожалуют Кусты колючие Зверье их не любит А ежели как ахимера свихнувшаяся Так ее за версту услышим Ну а здесь будем сторожить по очереди Кот с рутом посторожат Усаживаясь возле молодого деревца Ответил Ставкин Имелся в виду тот край овражка Через который сюда не то что пойти Можно было два танка загнать Ты точно хочешь передохнуть? До Чешика часа четыре ходу, не больше А до темноты как раз только и осталось Лучше мы к нему с утра подойдем Нищий тоже сел и охнул Схватившись за поясницу Вот тварь кровосос этот Как пить дать неделю со спиной Маяться теперь буду Эх, где моя молодость Вот помню, лет пятнадцать назад Я еще молодой тогда совсем был По первой ходке шел А меня-то мусора по чьей-то маляве уже ждали С сюрпризом К сукам в камеру кинули Прикинь, падлы Три быка там было Ну и отметили ли они меня неплохо Спину тоже они повредили Казлы А меня на утро в одиночку На следующий день к следаку Мол, три трупа паря Себе добавил Срок-то у тебя теперь ого-го какой будет Хорошо бы ротва выручила Так вот Я тогда, думаешь, долго со спиной болел До два дня и все Само все прошло А сейчас что? Эх, старею А те трое? Что? Удивленно макнул бандит Ну в камере, три быка А, ты просух Усмехнулся бандит Так я же сказал Три трупа Завалил козлов Вот этими вот руками Только прессовать попытались Я их и положил Одного на другого Ха-ха Нашли сявки На кого тявкать Мать их Нищий расчеклил свой рюкзак И выложил прямо на землю Палку колбасы Краюху хлеба И целлофановый пакетик И несколько банок консервов Вскрыл одну И извлек из рюкзака вилу После чего Принялся уплетать за обе щеки Ты кушай, стрелок Когда еще поесть получится Пригласил он сталкер Очень благодарен за приглашение Но мне есть не хочется Сталкер поднялся на ноги Теперь он знал Как открываются металлические банки И знал, что в них Конечно, не испытывал желания Давиться мерзко воняющей пищей Я пройду вокруг оврага Проверю местность Не нравится мне оставаться на месте Окрестности, которую я не знаю Псы со мной пойдут Так что в случае опасности Просто выстрели Мы будем совсем рядом Соображаешь Кивнул головой бандит Я собирался то же самое сделать Но только как поем Видишь ли, браток На голодный желудок Ничего делать не люблю Вот даже бабу трахнуть Поверь старому человеку И то прежде поесть плотно надо Стрелок направился прочь из оврага Последние слова бандита Снесли еще одну маленькую плотинку В его разум Вернулись новые воспоминания Только он не мог в них разобраться Какая-то мишанина образов Над которыми доминировал один Образ светловолосой бабы Хм, девушки Улыбающийся образ Интересно, кто она? Особого счастья Воспоминаниях о ней Не вызывали Просто какое-то тепло И все Он покинул овраг И в компании псов Выбрался на более высокий участок местности После чего Двинулся по широкому кругу Воздуя овраг Он внимательно смотрел по сторонам Прислушивался и принюхивался Ветер приносил сотни Самых разных запахов Но пока не было того Который он искал А отходить далеко от оврага Не хотелось Спутник на него надеется И стрелку он очень нужен Новый знакомый торговец Пускай не совсем торговец Но торговать с ним все же можно И к тому же теплое место На пути вглубь зоны Люди его не встретят залпом Из всех стволов А накормят и напоят Впрочем, он вряд ли станет Есть и пить в лагере нищим Безопасное местечко Вот что важно А еда ему нужна другая Вопреки заверениям, что не голоден Стрелок зверски хотел есть Еще со вчерашнего вечера Пошел овраг по одной стороне И сейчас вышел к пригорку Сразу за которым Ощетинился сухими ветками Поваленный древесный ствол Забравшись на пригор Он сел на корточке И теперь смотрел вниз Отсюда прекрасно был виден Удобный подход к оврагу Ставший непроходимым Лишь благодаря Буйству стихии Свалившей когда-то давно Это могучее дерево Пожалуй, слишком могучее Для этих мест Впрочем, это зона Тот странного нет Что за идиотское утверждение Откуда в его голове И почему вспоминается так часто Стрелок попытался вспомнить В голове зашумело И сквозь туман Стало проступать чье-то новое Зло улыбающееся лицо Голова заболела так Что казалось сейчас лопну По уже привычной схеме Он единым усилием Боли прогнал Прочь все мысли Очистил голову Сделал ее совершенно пустой Теперь просто впитывал Все, что видел Слышал, чую Боль отступила Что ж, пока не время Вспоминать больше Однако, этот пригор Создает некоторые проблемы Он не слишком высок Если протянуть руку То можно коснуться Торчащих снизу острых веток А если подскользнуться То больше распят на них Но отсюда, пускай и смутно Но все же виден Их скромный лагерь Точнее, их культурно Ужинающий бандит С этого места Любой придурок Сможет расстрелять их Из простого према Впрочем, нет Он сам учует Незваного гостя Либо псы И все же Значит, у этого места Два слабых Хм, места Стрелок отвернулся от завала И стал смотреть в другую сторону Туда, где не было Разбитой асфальтовой дороги И не ввелось Железнодорожное полотно Поля Точнее, неровная Скорее, волнистая местность Именно так, будто По ровной глади воды Прошла волна Да так и застыла А после поросла Зеленой травой Костами Ветер принес семена И кое-где появились Цветы, деревья Молодая земля Зона тоже родилась Не так давно По меркам самой Тверди земной Она даже еще и не родилась Так, зародыш В утробе матери Что для земли Искал годы Жалкие секунды Мимолетные И незаметные Зона еще даже не ребенок Она всего лишь Эмбрион Которая когда-нибудь Родится Станет младенцем А потом Начнет взрослеть Если это зародыш То какой будет Взрослая зона Даже сейчас Она отличная От всего Что знает планета Каким будет Мир зоны Спустя сто тысяч лет Людям Там точно Места не будет Кут Рут Сейчас идем По той стороне Оврага Ищите кабана Ищите Сказал он тихо И направился Влево И вниз Обходя Упавшее дерево Ветви великана Раскинулись Далеко в стороны Как он таким Сумел вымахать Они спустились Здесь овраг Уже оврагом не был Скорее складка волны Чем овраг Пологи склоны А дальше Метров сто И вовсе ровная Как стол Поверхность Им туда Не надо Хотя где-то Там есть Несколько кабанов Он чуял Их запах Слишком далеко Если с нищим Что-то приключится Он не успеет Прийти на помощь Даже при своей Нечеловеческой скорости Значит Нужно подниматься По склону И огибать овраг В надежде Набрести На какую-нибудь Съедобную зверушку На другой стороне Была та же картина Только местность Далеко на горизонте Под уходящим Вдаль углом Разрезала лента Железной дороги А не старого Асфальта Собственно С самой дороги Отсюда Было не видно Она угадывалась По невысоким Насыпям Щебемки В той стороне Откуда они пришли Смутно виделись И предшествующие Мосту Высокие насыпи И шла дорога Не по левую руку А по правую В остальном Та же унылая равнина Здесь вполне Можно было бы Проехать На вездеходе К примеру Что ж Ребята Похоже Придется нам Довольствоваться Крысиным волком Сы потянули носом В воздух Руд громко Фыркнул Ну а я что сделаю Можем конечно не есть И помрем с голоду Кот Почесал Круглый бок Стрелок Хмыкнул Да уж ребята Вы то поели Недавно А вот мне точно С голоду Помирать придется В моем то возрасте Он вдруг застыл Сразу отключившись От мира Даже глаза Становились Что то крутилось В мыслях В голове Билось в плотину Прочно закрывшие Массивы памяти Отчаянно Стремясь Пробиться наружу Стрелок Отключился От мира Он всеми силами Старался Помочь Этому нечто Пробиться наружу И когда уже Псы начали Беспокоиться За ним Тихо повизгивая Тыкаясь носом В ноги Стрелок Добился желаемого Еще один кусочек Памяти Ворвался на Олю Но какой же Странный кусочек Ребят Чего вы Гладя Беспокойный Псов Проговорил он Все в порядке Только мы Сейчас с вами Немножко рискнем Оставим Нашего бандита Одного Ненадолго Кое что Надо проверить Парни Я что-то Вспомнил Но это Очень уж Похоже на бред Он встал И побежал Очень быстро Чем быстрее Он вернется Тем лучше Хорошо еще Что аномальных Зон здесь Совсем немного Не придется Петлять В узких Проходах Между аномалией Самый край Зоны Кордон Не так уж Далеко Воспоминание Находилось Почти у самой Железной дороги Далековато Но очень уж Странные Воспоминания Он просто обязан Был его проверить Прямо сейчас Каким бы бредовым Оно ни казалось Он добежал До нужного места Через несколько минут Рощица Образовавшаяся Полукруг Из деревьев За ним Лежала небольшая Впадина Скрывавшая Нечто Весьма Любопытное Увидеть это Можно было Только Идя прямо По шпалам С противоположной Стороны Но многие О нем Знали Наверняка Знали Несмотря на то Что природа Позаботилась Скрыть эту вещь От взглядов Любопытных Такое Увидев раз Надолго Запомнишь И еще Расскажешь Всем знакомым Только Приблизиться Решаются Не все Далеко не все Никогда бы не поверил Если бы кто-то Рассказал Каким идиотом Надо быть Чтобы решиться На такое Сказал он Сидя на корточках Изучая Некий предмет Во впадине Бронетранспортер Точнее То что от него Осталось Пережеванный Вывернутый Наизнанку Кусок металла Кое-где Оплавленный Колеса Торчат В разные стороны Одно Вывернуло На самый верх С первого взгляда Даже трудно признать В этом чуде Боевую машину А ведь в ней Еще и люди были До чего Глупцы Они наверняка Ехали через нас На большой скорости Прямо по полям После чего Когда водитель Потерял управление И скорее всего Уже был мертв Попал в комариную плеш Она сидела В этой впадине А прежде Машина На полном ходу Протаранила Мощную аномалию Жарку Или что-то В этом роде Скорее всего Люди внутри Сгорели Еще до того Как машина Влетела В гравитационный Карман А здесь Ее уже Начало мять И ломать Комаринная плеш Область повышенной Гравитации Здесь броня Боевой машины Не жестче Чем лист бумаги В его руках Вот так Неизвестный гонщик Военного образца Закончил Свою поездку Шутковато Закончил А чего Еще ему Следовало Комаринная плешки успеешь среагировать и спастись. А в таком танке почти наверняка труп. Зона не любит торопливых, не любит скорости. Она ценит звериное чатье и крепкие нервы. Даже если поставить на транспорт самый лучший датчик, он будет узнавать не все аномалии. Где-то он просто не будет работать. А видимых глазу аномалий не так уж много. Сейчас тут было чисто, никаких аномалий. И еще здесь был схрон, чей он не знал. Но распомнил, скорее всего, его схрон и был. Только почему здесь, в таком примечательном местечке, что в схроне, этого он не знал. И сейчас разрывался между желаниями взглянуть на содержимое тайника и страхом перед тем, что может открыться в его памяти. Все же победило любопытство. Он подошел к изувеченной машине, взорвинул в один из люков. Гравитационный каприз переместил люк, ранее бывший наверху, на нос машины. — Привет! — вежливо поздоровался стрелок с улыбающимся оттуда черепом. — Спасибо тебе, Ерик. Надеюсь, ты сохранил мои вещички в целостности и сохранности. Ты не против, если я их заберу? Череп почему-то не отвечал, в глубокой задумчивости. Он молчал. Вот уже много лет бедняга задавался одним и тем же вопросом. На кой он поехал по зоне на бронемашине? — О, можешь не утруждать себе ответом. Ведь тебе теперь совсем нелегко говорить, бедняга. Прекратив наконец кривляться, стрелок вытащил череп из люка и обнаружил за ним кривое углубление, в котором лежал худой рюкзачок. Череп он положил назад. Его звали Ерик. Так его в шутку назвал не он, а кто. Вот этого в памяти не было. Значит, он не один бродил в зоне, до того, как все забыл. Интересно, жив ли еще тот, кто с ним был или нет. Спутников могло быть несколько. Может, он их встретит. И они его не узнают. Он почему-то был уверен, у него сейчас другое лицо. Прежние спутники, если живы, то сомнительно, что его узнают. А он их и подавно. Нормальной еды он так и не нашел. Пришлось удовлетвориться псевдоплоте. Впрочем, она оказалась довольно вкусна. Отличалась от кабана, конечно, но, пожалуй, в лучшую сторону. Отловив ее, он долго не решался попробовать ее на вид сочное мясо. Когда псы съели половину туши, он все-таки тоже решился попробовать. И совсем не пожалел. И все же не стоило часто есть псевдоплоте. Желудок прореагировал на нее странно. И даже началась быстротечная изжога. Так что он решил впредь есть эту вкусную гадость только в крайнем случае. Здоровье дороже мимолетных плотских удовольствий. Кстати, любопытно. Он почему-то был уверен, что вот нищего, к примеру, кусочек этого сырого мяса убьет, скорее всего. В лагерь он вернулся немного позже, чем рассчитывал. Зато сытый и довольный. А еще полный непонятной радости. Радость была вызвана содержимым схроном. Непонятной она была по той простой причине, что он не понимал назначения содержимого частью. «Куда ты запропастился, стрелок?» Встретил его нищий, негромким голосом, доносившим из густых кустов рядом с упавшим деревом. «У меня тут был старый схрон!» Стрелок приблизился к сидевшему в кустах спутника, уважительно кивнув. Входя во враг, бандита нельзя было увидеть. А вот ему все было прекрасно видно. Сквозь завесу из маленьких листочков и тонких веточек. Часть кустов была вырвана с корня, смятая и приспособлена под своеобразную подушку, поддерживающую спину. На коленях бандита уютно устроился дробовик. «Опа!» Широко открыл глаза бандита и улыбнулся. «А ты, парень, молодец!» «У тебя, небось, по всей зоне схронов понатыкано!» «Собственно, я не знаю», — ответил Стрелок, нерешительно переминаясь с ноги на ноги. Было странное ощущение, что он общается с говорящим кустарником. Ничего, видно было с такого близкого расстояния, но не слишком хорошо. «А, извини, брат, забыл, у тебя памяти нет. Ты располагайся где-нибудь, если уж псы твои и правда посторожат. В закат уже, поспать нам надо!» Стрелок кивнул и отошел к другой стороне врага. «Сам он устроился без всяких укрытий прямо на земле, привалившись спиной к каменистому выступу. Здесь он и проведет ночь. Ночи теплые, а он хохнул, почти невосприимчив. Много тепла ему не нужно. А поспать и правда надо. Он закрыл глаза и постарался уснуть. Тихий стрелок заставил его глаза открыть. Не двигая голову, он осмотрел, заступную глазами из такого положения мест. «Ничего, только куты рук, две тени той стороны врага. Если не знать заранее, где они, и не отличишь от остальных теней ночи...» Он сосредоточился на окружающих звуках и запахахах. Где-то далеко слышалась беспорядочная стрельба. Когда она стихла, совсем с другой стороны пришел тяжелый, харкающий лапель мят. Но здесь все было тихо. Опасности нет. Он вновь закрыл глаза. Спустя минуту стрехот стал сильнее. В этот раз он глаз не открыл. В голове возник легкий хвост. Стрехот и гул. Звуки не принадлежали материальному миру. Они родились в его голове. Может, из-за усталости. Скорее всего. Уже засыпая, он увидел удивительную картину. Мир теней и черноты. Проезданный сетью тоненьких голубых ниточек и ярких бело-голубых плывков. Низи соединялись в густе. Картина стала очень четкой. И он заснул. Все смешалось. Ему снились обычные сны. Мешанина красок и теней. Электрик миновал насык, железную дорогу, отметив, что на ней появилось несколько новых аномалий. И среди них была огненная. Он едва не угодил в нее. Хорошо вовремя заметил подпаленный наш пал. Бросил на нее дощечку. И с победной улыбкой наблюдал, как бесновится огненный вихрь. Вскоре, обманутый и глубоко оскорбленный нежеланием сталкера, слегка поджарится. Вихрь сошел на нет. Полыхнуло несколько языков пламени. И вновь дорога обрела прежний вид. Теперь аномалия снова будет ждать, пока неосторожный сталкер или мутант не угодит в нее. Стемнело. Конечно, темнота ему не помеха. Он мог бежать и в безлунную ночь, прекрасно видя дорогу. Огненные аномалии он не чувствовал. Но зато их очень хорошо ощущают псы, особенно кот. После близкого знакомства с жаркой, он стал их как бы видеть. И увидев, непременно раздражался гневным рыбом. Но идти ночью к чешуку не хотелось. А ведь еще нужно бы, не обязательно, конечно, но желательно глянуть на стол. Возможно, его там даже ждут. С очередным сумасшедшим заданием. После столба будет ясно, идет он незваным или имея возможность получить невыполнимое задание. То есть хоть как-то развлечься и развеять напавшую хандру. Решено. Столбу. Это, кстати, совсем рядом со старым жилищем. Как интересно там его старые знакомые. Болтун. Убили. Или все там и бродит. Огнелушка. Что интересного осталось с ним? Тухлый уже, наверное, давно развалился на части. А что? Проведет ночь в том самом погребе. По старой памяти блокнот полистает опять. В том схроне не было ничего особенного, интересного, кроме одной вещицы. Жратва, патроны, мелочи, нужные каждому сталкеру. Но вот один предмет интриговал. Обычный блокнот. Маленький и легко спрятать в карман. Листочков сорок, и все изрисованы картинками похабного содержания. Иногда там попадались картинки дверья зоны, но в основном голые девки. Ничего особенного, если бы не по нескольку букв на каждом листочке, в самом уголке, обведенной красной пастой. Буквы не складывались слова. За этот год он много раз пробовал читать эти буквы. Первые с каждой страницы, потом вторые, потом с одной страницы первую, со второй вторую. Наоборот. Чего только не пробовал. Буквы не желали складываться в слова. Казалось, какой-то сталкер от скуки после баб прессовал буквы. За каким? Только непонятно. В принципе, можно было выбросить эту вещицу, но он не выбросил тогда, почувствуя, что в этих буквах кроется что-то важное. Скорее всего, он сам их и нарисовал, еще до рождения. Только сейчас забыл. Шифр. Явный шифр. Буквы обведены специально, чтобы выделить это значение. Но как его разгадать? Наверное, для этого надо вспомнить прошлое. А оно приходило к нему маленькими порциями, обрывками, лоскутами. Так он и не знал своего настоящего имени. Ничего не знал. Говоришь, первый их пост вам там? На голмах? Довольно кивая, указал бандит пальцем на раскинувшуюся впереди местность. Ответа на свои вопросы, ответа, который он уже получил, бандит не ожидал. Он сказал это для себя. Неплохо. Совсем неплохо. Никогда бы не подумал, что там лагерь торговца. И как близко к кордону. Чешик, конечно, сволочь. Но знаешь, стрелок, мне эта сволочь начинает нравиться. Ха-ха-ха. Устроит лагерь чуть ли не под носом у вояк. Ай да, Чешик. Ай да, сукин сын. Сам лагерь глубоко под землей. На всякий случай повторил стрелок. Ах, отмахнулся бандит. Помню я. И все равно близко, очень к кордону. Вертолеты тут часто летают. А выброс, если по этому месту пойдет, Чешик стал смелее, либо окончательно свекнулся. Хотя, вот группировки его точно беспокоить не будут. Если и будут, то небольшими силами. Даже со своими окурками он легко отобьется. Сюда больших сил не послать. Вояки засекут, бой начнут, утюжить местность артиллерии, либо вертолетами. А то и свои отряды пошлют. Это он пояснил для стрелка. Так что, одну проблему поселившись, здесь Чешик решил. Но как он ведет дела так близко от военных? Хотя, чего это я? Бандит присел на корточки и спрямил. У него окурки, конечно, да не все. Вот и через меня иногда люди проскакивают с артефактами. Я их почти не трогаю, не знаю даже почему. Вот казалось мне всегда, что пригодится еще Чешик. Не надо его обижать. Ну вот и пригодился. Мне, Стрелок, на черепа не выйти. Нельзя мне с красными работать. А больше контактов я вообще не знаю. Вот и приходится нам с Чешиком работать. С ублюдком этим. Ну что, пошли? Стрелок двинулся вперед. Псов оставили недалеко в рощице. По старому сценарию охранять рюкзак. Сейчас он шел не таясь и держа руки подальше с оружием. Он шел размышляя, а найдено блокноть. Но никак не выходил он у него из головы. Мог он пролить свет на его прошлое. Но как? Буквы? Он не знает. Как их прочесть? И так, и сяк, выходит полное бессмысленность. Ох, парик! Подожди, старика-то! Стрелок! Стрелок остановился, будто в стену врезавшись. Голос бандита совершенно изменился. Шамкающий, натуженный голос старого, сломненного в жизни человека. Повернулся, бандит шел, опираясь на приклад дробовика, сутулившись, весь скрючившись, с видимым трудом переставляя ноги. Лицо и так грязное, было дополнительно вымазано землей. Волосы взлохмолчаны. А черты лица сильно перекошенные. Вот-то у него что-то случилось с лицевыми нервами. В общем, нищий поразительно изменился и стал нищим. Бомжом самым настоящим. Чего? Вылупился? Бандит хитро подмигнул и нормальным голосом думал. Скажешь окуркам, что по дороге повстречал? Или нет? Скажи, когда долговцев положил, я к тебе прибился. Скажешь, под твоей защитой. Ага. В чешуку пойдем вместе, паря. А вот там я стану прежним. Начнет борзеть, скажешь, что я живое доказательство твоей работы. Дескать, видел, старикан, как ты стрелял? Хорошо. Ну, вот и ладушки. Немного шаломленный стрелок двинулся к холмам. Прогулочным шагом аномалий на этом пути не было. Тем не менее, датчик он вытащил и теперь держал на поясе. В случае чего начнет пищать. Только здесь он пищать, конечно, не будет. Эй, Акурок, мать твою, живой! Из ямы выпрыгнул худой сталкер, кажется, по имени удачи. Казалось, выпрыгнул он прямо из земли. Так хорошо была укрыта эта дыра в земле, обложенная дерном и окруженная невысокой травой. Он повернулся к яме. Дамба, ты смотри, и правда вернулся. Ей-ей, с головами, сука долговцев. Здорово, Акурок. Стрелок, он сынок, стрелок, прошамкала грязная вонючая чучела, плетущаяся позади сталкера. Стреляет хорошо, ладно так стреляет, прям вот. Ну вот, стрелок, девять разов палил, слыхал я, девять, а трупов вот ровно восемь. Струх, брат! Дамба вылез с поста с автоматом наперевес и, завидев нищего, выпучил путь. А это что еще за херь такая? Я тебе покажу, херь, салага! Немедленно завопил старик и засеменил к сталкеру. Пыхтя, от натуги, он поднял дробовик, держа его задуло, как дубину. Поднял едва-едва над землей и тихонько сбоку стукнул сталкера ложем приклада по голени. Старикан, ты бы поосторожней, да? Дамба мрачно глянул на отчаянно пыхтящего старика сверху вниз, учитывая сильную скрюченность бандита и высокий рост дамбы. Посмотрел он сильно сверху вниз. Перехватив стробовик, сталкер неожиданно легко вырвал его из дрожащих пальцев старика. Я эту игрушку у тебя пока заберу. Поранишься еще? Старик взвыл и кинулся к стрелку, начав громко лопатать что-то о том, что его все обижают и всем на него больного старого человека буквально всем наплевать. Стрелок пытался сдержать рвущееся на лицо выражение абсолютного шока. Бандит начал пускать слюни и тихонько дергать пол его плаща одной рукой, кривым пальцем указывая на дамбу рукой второй. Тот, мрачно взирая на эту картину, переломил дробовик и глянул «Псцццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццц На свалке нашел, что ли? Как сувенир взял-то? Ха-ха-ха-ха! Он прибился ко мне, когда я покончил с работы, пожал плечами стрелок. Как казалось, этот старый человек слышал бой и даже видел часть его. Я решил взять его с собой, как живое доказательство выполненной работы. Хм, что, правда? Эй, старый пердон! Хохотнув, Дамбо бросил пустой дробовик старику. Тот злобно зыркнул в его сторону, что-то ворча подняло оружие. Восемь трупов, говоришь? Реально? С девяти выстрелов? Ого! Быстро-быстро закивал головой старик. Вот тебе крест! Я там рядом был, покушать искал, но маленько поворовывал. Но так я осторожненько, чего там? Не пизди, перечница! Объедки тырил по-любому! Ха-ха! Может, ты клянчил, но нам-то все равно! Дамбо почесал косматую голову и кивнул стрелком. Ты правда, стрелок ты, стрелок! Долговца положить дело непростое. А восьмерых, да с девяти выстрелов! Ты почти герой, брат! Вот пойдет через ходик, кто из ребят наших, убедятся, что сдохли твари эти. Вот тогда точно героем станешь. Ну, пойдем. Проведу к чешуку. Удача, карауль! Старик, здесь останешься! Нехер нам в шею в хату таскать! У меня нету в шею! Завизжал старик, брызгая слюнями. Он пойдет с нами! Стрелок упрямо наклонил голову. Этот любопытный человек может подтвердить пакт состоявшегося боя, в котором я едва не погиб. Ха, черт! Ладно, верно говоришь. Да только чешек распиздится. Ладно, пошли. Комната в прошлое посещение забитой людьми в этот раз оказалась пуста. А ведь на постах сейчас людей было меньше, чем тогда. Восемь человек, которых он видел, плюс три с постов, куда-то делись. Очень хотелось узнать. Но стрелок решил, что задавать такие вопросы будет невежливо с его стороны и просто вопиющим проявлением невоспитанности. Когда они вошли, торговец сидел все за тем же столом и сосредоточенно работал челюстями. Он как раз прожевывал и откусывал новый кусок от жареной куриной ножки. Увидев их, замер, как в стоп-кадре. Поперхнулся и закашлялся, едва не уронив со стола початую бутылку водки и блюда с нещадно истерзанными останками курицы и картофельным пюре. Судя по цвету и виду, пюре было из сухой смеси. Заливаешь кипятком 50 грамм химикатов и вот у тебя в тарелке рыхлая масса, по запаху и цвету картофельная. «Встречай героя!» Возвестил очень громко дамба, сложил руки рупором и протрубил в них, после чего изобразил реверанс. «Ваше высочество! Героический герой прибыл!» «С сувениром! Ствол у сувенира не заряжен!» Хохотнув, в собственной выходке добавил дамбу. «И-и-и-и!» Дико завизжал старик и забился в припадке, видимо, эпилептическом. «Ха-х-х-х-х-х-х!» Ответил торговец, кашляя, прокашлялся. «Что разорался, дамба? Придурок! Заткните этого старика, мать вашу! Нахер! Нахер мне бомжа привели! Почему не оставили на улице, мать вашу?» Нищий тут же замолчал и подковылял к столу. Внимательно посмотрел на чешек. «Кушать!» Громко заявил он, после чего схватил блюдо и, забавно подпрыгивая, умчался в дальний угол. Там начал, собственно, кушать. Прямо грязными руками. «Что за...» Выпучив глаза и, наливаясь пунцовой краской, вопросил чешек. Потом перевел взгляд на тщательно пытающийся скрыть, рвущийся наружу смех дамбу. «Пшел вон, идиот!» Сталкер вышел. Где-то в глубине коридора он не удержался и залился громким смехом. Чешек позеленел от ярости и гневно посмотрел на стрелка. Потом отошел, видимо, припомнив, кто перед ним. «Привет, окурок! Как здоровится наших долговцев?» «Его зовут Стрелок! Запомни, фраер! Второй раз повторять не буду!» Оба повернули голову к бомжу. У торговца медленно, до самого стола отвесла челюсть. Сталкер только недоуменно покачал головой. Бандит играл свою роль обожженного зоной окурка с мастерством прирожденного артиста. Нищий стоял у стены во весь свой рот. Не сутулился, не гордился. Нормальное лицо, без всяких кривляний. Тяжелый, очень мрачный взгляд. Блюдо стояло на земляном полу. Нищий шагнул торговцу по пути случайно, а может и специально, наступив прямо в середину блюда. «Ой, извини, нечаянно!» Нехидно лыбясь, извинился бандит, садясь на стул, закинув ногу на ногу. Он без спросу щедро налил водки в стакан торговца и выпил. Крякнул от удовольствия, занюхал грязным рукавом. Демонстративно по хозяйке осмотрелся вокруг. «Нехило ты устроился, чешек! Жируешь, барыга, жируешь!» Покачал он головой с таким видом, будто своим жированием торговец нанес ему тяжкое личное оскорбление. «Стрелок положил всех твоих долговцев! Восемь их было! С девяти выстрелов!» «Он когда пришел, окурком назвался!» Проговорил торговец севшим голосом. Похоже, он уже понял, с кем говорит. «Погонял у стрелок, ему прилепил я!» Прищурился нищий. «Ты что-то имеешь против?» «Нет-нет, что ты, совсем нет! Пусть будет стрелок!» Угорливо зачастил торговец. Даже в улыбке расплылся. Настолько натянутый и чуть склонил спину, будто собирался упасть на колени, едва такое указание будет отдано, несмотря на явно мешающийся таким деяниям стол. «Тем более, раз вы говорите, что он вот так легко подстрелял солдафонов этих, я так, полагаю, нищий!» «Оплачи, бля!» Оскалился бандит, а стрелок удивленно скинул брови. Он-то полагал, что эти люди знакомы. Выходит, бандит не только не знал, где живет торговец, но даже не знал, кто этот торговец. «Можешь на ТЭР общаться, фраерок, но вежливо, не прерывая моих слов. Усек!» Торговец с готовностью кивнул. «Много чего я слышал о тебе, Чешик!» «Надеюсь, только хорошее?» Попытался улыбнуться шире торговец. Не очень получилось. Улыбка из сияющей превратилась в жалкую. «В двух словах я слышал вот что! Говно и кидало!» Улыбка торговца сошла, оставив на толстощоком лице глубокую бледность. «Да ты не беспокойся! Мне до фонаря, какой ты человек! Главное, не из муцаров ты! Вот и ладушки!» «А что кидало, знаешь, вот не могу объяснить, почему, но просто сердцем чую. Меня ты кидать не станешь!» Бандит одарил Чешика приветливой улыбкой. Торговец тяжело сглотнул. Он тоже почему-то был уверен, что этого человека кидать не станет. «Ну вот видишь!» «Да, совсем забыл!» Расстроенно выговорил бандит, доставая что-то из-под грязного свитера. «Видишь эту милую штучку? Знаешь, что это такое?» «Да!» Став почти прозрачным, ответил торговец, лишь мельком взглянув на маленькую пластинку на ладони нища. «Вот как твои ребятки прибегут сюда! Меня, значит, убивать!» От этих слов Толстяк вздрогнул, всем телом и с опаской покосился на дробовик. «Да они сыты, дробовик уже заряжен!» «Вот не пойму никак, на кой ты этих остолопов держишь?» «Он нас сюда вел, дубоцефал твой, и даже не заметил, как я дробовик зарядил!» «Лохов набрал ты себе паря!» «Как есть лохов!» «Да прибегут!» «Вот уже бегут!» «Но ты их выпроведи по-тихому!» «Да!» Стрелок тоже услышал топать нескольких пар ног, причем гораздо раньше бандита. Как-то торговец вызвал подмогу, он отошел в сторону, в угол приготовив, в случае чего стрелять. Ведь его тоже пристрелят, но он бандита привел, а нищий... «Кушать, выпить, ну, сынок, налей, а? Че ты злой такой, а? Стопочку, а?» зачистил жутко сгорбленная фигура, подтянувшая ноги на стул. Выглядел он опять нелепо. В комнату ввалились четверо. Сава, Мрак, Хмырь и кто-то незнакомый. Сволы поднялись. Старик дико завизжал и упал на пол, отбросил дробовик в сторону. Лицом он лег прямо на пол и накрыл затылок ладонями. «Это... парни, ложная тревога!» выдавил себя торговец. «Идите погуляйте!» «Здорово, мужик!» хищно глянул на стрелка Сава. «Еще раз спасибо, Закурева!» «Вам не за что благодарить меня. Я лишь сделал то, что был обязан сделать. Это вы простите меня в очередной раз, мою невозможную грубость и отвратительное поведение». «А?» «Да, нормально все, парень. Я уже забыл». Отмахнулся Сава, улыбнувшись, отчего его лицо стало выглядеть чуть мягче и уже шепотом. «Чего Чешек нас вызывал-то?» «Ты что, правда, всех издолго там на тропке порешу?» спросил Хмырь с каменным лицом. Как и прежде, губы двигались независимо от остального лица. «Вы что, оглохли?» дурным голосом завопил торговец, столпившись у входа сталкеры, как один вышли прочь, скорее даже выбежали. «Зачем ты пришел?» «Естественно, не для того, чтобы поваляться на твоем грязном полу», сказал бандит, но садись на стул. «Тело у меня есть. Ты мне паря должен теперь, и нехило должен». «С чего это вдруг?» нехорошо покосился торговец на стрелка. «А, он там такое рассказал? Ты ему моего парня заказал. Вошь лобковая. Что бы значить труп парня этого среди долговцев кин?» «Так?» торговец молчал, нервно перебирая пальцами. «Ты сука!» яростно зарычал бандит. «Да, да, понимаешь, у меня же выбора, выбора-то у меня же не было, сам понимаю, я...» «Молчать!» тихо сказал нищий, но торговец тут же затих. «Так вот, теперь ты мне должен, но долго я брать не буду. Мы сочтем это маленьким недоразумением. А ты, в свою очередь, сочтешь маленьким недоразумением тех твоих сталкеров, которых мои парни ограбили. Это будет справедливо и вежливо. Но твоей стучей выходки это, конечно, не изгладит из моей чувствительной памяти. И все равно должен за такой косяк тебя завалить». Торговец затрясся, жир на его теле пошел волной. «Зря трясешься. Я знаю, как решить эту проблему миром. Видишь ли, мне не хочется тебя убивать. Сегодня не хочется. Так вот, я тут подумал, как бы выйти из тобой уродом в сознанном положении. Вот, к примеру, если бы ты был моим деловым партнером, убивать тебя было бы просто глупо. А так вот, и не знаю даже, вернуться попозже с ребятами, да выкурить тебя из твоей берлоги. Что я буду иметь, работая с тобой? Мне какой от этого прок?» пробурчал торговец, быстро приходя в себя. Речь дошла о деньгах. А тут он был профи. Торгуя, чешек не боялся. Ни бога, ни черта. Собственно, он стал бы торговать и с тем, и с другим, если бы мог получить с этого хоть какую-то прибыль. И одного другому продал бы, не задумываясь. «Как же какой?» поразился бандит. «Ты же не глупый мужик, чешек, подумай!» «Хм?» Торговец постучал пальцами по столу, нахмурился, что-то прикидывая. «Если я возьму часть твоих торговых операций, я даже не знаю объемов в твоей торговле». «Э, паря, подожди, ты меня не так понял. Мне часть. Все мои операции ты берешь на себя. Раз в неделю к тебе будет приходить отряд от меня с товаром. Плюс, скажем, бонус ты получишь тех клиентов, с которыми раньше торговали мои люди. Не лично их, а то, что они доставляли раньше для меня. Иметь дело с тобой лично, они и станут». «Сталкеры что, до ЧАЭС ходят?» Округлив глаза торговли. «К самой ЧАЭС?» «Угу! А они иногда такие любопытные вещицы носят. Закачаешься!» «Хм...» Чешик вдруг улыбнулся заметным превосходством. «Выходит, вы потеряли свои контакты с кордоном. Это совсем меняет дело. Так бы сразу и...» «Ты опять меня неправильно понял, барыга!» Нищий так резко ударил ладонью по столу, что тот хрустнул. «Мои ребята приходят, приносят товар, артефакты. Ты даешь им то, что им требуется. И достаешь то, что я закажу через них. По нормальным, повторяюсь, а то возможно. Ты малость плохо слышишь. По нормальным ценам. Усек!» Торговец только моргнул и беззвучно шлепнул потом. «Ладно, поставим вопрос иначе. Где тебя похоронить?» «Да, да, да, подожди, подожди. Понял я, понял. Будем честно вести дела». «Вот и ладушки!» Нищий протянул руку для рукопожатия. «А сейчас будь добр, рассчитайся с пареньком и пойдем мы. Своим пока не говори, кто к тебе захаживал. Через пару дней предупреди, что будут люди от нищего приходить». «Хорошо предупреди, за любого, кого твои завалят, мои парни твоих окурков живьем закопают. Да еще с тебя за моральный ущерб спросят. А я тут ничего сделать не смогу, не стану даже». «Понял? Кроме того, тебе спокойнее спать будет. Твои окурки тебя по ночи до подурости не зарежут. Все знают, я за своих ребят и за кардоном достану. И на том свете. Они тебя наоборот, как зеницу ока теперь беречь будут. Хе-хе-хе. Ну вот видишь, как все просто. А ты, кстати, ничего, мужик, чешу. Сволочь, конечно. Но так, мужик, ничего. Сработаемся». Торговец кисло хмыкнул и вздохнул, застонал. Несмотря на обещанный невиданный расцвет торговли, он не был счастлив. Самое страшное, что бандитам цену не накрутишь. Правда, доступ к речайшим артефактам. Даже работая честно, можно быстро поправить свои дела и хорошо потолстеть финансово. Стрелок в тот раз потратил только тысячу из своих сорока. остальные решил оставить на потом. Патроны взял и человеческую пищу на пробу. Большую часть потом выкинул. Несъедобно казалось для него. А вот рис ему понравился. Вкусный очень. Что это ты ему показывал там? Можно поинтересоваться? Спросил он, когда они вышли из берлоги чешек и отошли довольно далеко. Бандит уже не ныл непрестанно по поводу того, что злой толстяк не дал ему выпить. Сталкеры на посту, мимо которых они проходили, проводили их хохотом и плоскими шуточками в сторону старика. А! А это! Он махнул рукой. Игрушка! Кнопочку нажимаешь и от берлоги твоего торговца ни хера бы не осталось. С воли, то есть с большой земли, братва однажды переправила. Так, на всякий случай. Там, знаешь, научились как-то из грави очень любопытные штучки делать. Года два уже как научились. Сталкер передернул плечами. Он вспомнил сон о странной винтовке и гибнущей гравитационной аномалии умалюшенных. Глава четвертая глаза лиса. Покинув Чешика и сопроводив нищего почти до самой свалки без особых приключений, если не считать за них небольшую схватку со слепыми псами и парочкой зомби, стрелок вернулся домой. В свой любимый погреб. Выспавшись, весь следующий день он донимал зомби-соседей, уже вошедшими в привычку прогулками и беседами. Болтуна нигде не было видно и честь слушать монолог сталкера выпала дохляку. Некоторое время они обсуждали плачевное состояние тухлого, теперь оставшегося совсем без ног, даже без культий. У него и пальцы все отворились. После сталкер в деталях рассказал о своем недавнем приключении. Дохляк сначала вежливо выл, честно пытаясь поддерживать интересный разговор, потом сильно расстроенный ужасами встречи сталкера с долговцами долго пытался вырваться и убежать, но в конце концов смирился и почти не прерывая монолог истошными визгами и хрипами внимательно дослушал до конца. Весь следующий день стрелок прятался в погребе от что-то сильно разлетавшихся вертолетов. Они так надоели шумом своих винтов, что даже когда вернулись во своясе, он еще пару часов слышал в голосе грохот создаваемый винтокрылыми монстрами. Возникла даже мысль в следующий раз немного пострелять по вертолетам, но подумав немного, он пришел к выводу, что не стоит, они могут обидеться и начать стрелять в ответ, а еще через два дня начался выброс, ставший в итоге первопричиной очень интересного знакомства. Предчувствуя начало выброса, стрелок как обычно спрятался в погребе в компании обоих псов. Как обычно лег на спину глядя вверх, псы лежали по бокам неестественно тихо, так же как всегда, вот-вот начнется и собственно началось. Началось как обычно с постепенно нарастающего гула из трех это в голове. Вокруг было все тихо, пока бесновалась только центральная часть зоны, окрестности печально известны чаясь. Здесь волна еще не прошла, но он так называл это для себя. Нечто неосязаемое, невидимое, как подсказывал мозг, располагавший старыми воспоминаниями, а значит и знаниями, но упрямо не желающим открывать их сознание, начинался волновой выброс излучения неизвестного излучения. Излучение не измерялось, не поддавалось идентификации, ни разу не был обнаружен его источник или само наличие излучения, зато имелись результаты этого воздействия. Излучение способно было влиять на структуру пространства самым непредсказуемым образом, а также служило источником мутагенного воздействия на любые живые организмы, имеющие основы в своей биологической структуре цепочки ДНК и РНК. Выброс излучения также заставлял уже мутировавших существ двигаться на так называемый прорыв. Свор о порождении зоны огромной толпой вдруг позабыв все прежние растры между собой и собственные животные инстинкты устремлялись вон из зоны, неизменно расшибаясь об укреплении кордона, иногда разбиваясь укрепления. Имелась интересная теория. Не всегда выброс приводил к прорыву. Так вот, теория, кажется, теория его собственной прорыв происходил тогда, когда нарушался вследствие неизвестных причин естественный процесс излучения. То есть, по какому-то сектору пространства сила излучения была намного выше, чем в других областях, что приводило к временному вмешательству всех живых существ, на чей геном уже был оказан угубительное воздействие излучения. Но вот почему-то на сталкеров излучения не оказывало мутагенного воздействия. Хотя сколько людей каждый день пропадает в зоне без следа. А мутанты не кончаются. Хотя гибнут пачками как от рук сталкеров, так и на кордоне. С животными ладно, можно как-то объяснить, размножаются и растут аномально быстро. Но люди, точнее человеческие мутанты, откуда берутся новые? Сталкеры и солдаты? Стрелок смотрел вверх и размышлял над всем этим. Обрывки воспоминаний закрутились в голове, какой-то старик в очках размахивает руками и что-то пытается доказать. Картинка бледная и вот милая девушка в белом халате указывает тонкой рукой на большую клетку. Там тупо мучит зомби в тюремной робе. Вот он дико залыв кидается к протянутой руке и расшибается о толстой крути. Сэр, нам удалось получить этот любопытный образец, используя вашу теорию. Возможно, вы и правы. Смоделированное нами излучение создало для нас зомби практически мгновенно. Но проблема в том, что он не настоящий. Она развела руками и грустно сказала. Понимаете, это просто кусок мяса. Человек с выжженным мозгом и ярко выраженным инстинктом к набиванию брюха. Но он все такой же живой, как и мы с вами. И если ему выстрелить сердце, он умрет. Мы на верном пути, да, но нам чего-то не хватает. Вот если бы у нас был хороший исследовательский комплекс самой Дуни, возможно, у нас получилось бы больше. Милая девушка, тяжко вздохнув и доскливо посмотрела на бывшего человека. Эх, такой материал зарасходован в пустую. Может, перепарировать? Хоть какой-то от него толк будет. Землю тряхнуло с такой силой, что сталкера подбросило. Он с треском врезался в доски пола, всем телом приземлился на спины псов. Кут с рутом завизжали и кинулись по углам. Визжали они от страха, практически ужаса. Земля ходила ходуном. В этот раз волна излучения была такой сильной, что голову заполнила красная пелена боли. Сталкер заорал, как резанный, и начал кататься по кругу, обхватив лицо руками. Все начавшие было приходить воспоминания смело этой волны. Что происходило дальше, он не запомнил. Осталось только видение алой пелены боли и той самой красивой искрившейся сети. Только в этот раз сеть не просто светилась, она ярко пылала, и сверкающие узлы перепрыгивали с места на место. Кое-где возникли новые. Фос же открыв глаза и поняв, что все еще живой, стрелок отнес видение непонятной сети к последствиям дикой боли. Практически сразу забыв свои бредовые видения, он попробовал открыть люк и выглянуть наружу. Что-то подсказывало, что наверху ждут поразительные вещи. Люк открылся, на удивление легко, петли не выдержали и люк упал вниз, сильно ударив его в бок и плечо. Боль была никакая, однако стало обидно. Он совершенно не представлял, как делать люки, а этим уже не попользуешься, на дрова только сгодится. И что ж из этого вытекает? Да, точно, придется менять место жительства, хотя очень не хочется. Он выбрался наверх и тихо присвистнул. Теперь у него в домике было только две стены, причем под остатками упавшей, «Соседушка!» воскликнул сталкер, подойдя ближе, разглядев знакомое лицо дохляка. «Ты никак в гости собирался, а тут такие неприятные подземные толчки, совершенно непонятной природы!» дохляк прохрипел и перестал выбираться. «Может, надеяться, что человек не заметит его, уйдет? Ну, тогда зря. Он его уже заметил». «Эх, соседушка, что приключилось-то, а?» просил он, присев рядом. Дохляк потянулся гнилой пастью, неуверенно и осторожно. Получил полбу кулаком и надолго затих. «Что скажешь, дохляк? Как говоришь? Ну, не знаю. По-твоему, значит, прошел необычно сильный всплеск излучения? То-то я одно сосед. Необычайно сильный. Чего? Так не знаю я. Именно поэтому тебя и спрашу. Думал, может, ты знаешь?» Псы рядышком напротив сталкера и теперь внимательно видели на бессильно хлопающего пустыми глазами дохляка. Заприметив их, он вдруг закрыл лицо синими ладонями и тихо, протяжно так зову. «Рут! Кут!» Ухоизненно, посмотрев на псов, сказал стрелу. «Как вам не стыдно! Совсем замучили беднягу! Вот зачем вы его каждое утро возле леса гоняете, а вечером валяете в пыли из-за дома? А, чешетесь! Вроде как вы ни при чем, да? Думаете, я не видел, как вы издевались над бедным несчастным дохляком? Я не мешал, потому что был уверен, вы играете и бедняге, решенному всех тех немногих радостей жизни, что имеем мы с вами, эта игра нравится. Но теперь я вижу, как страдает этот несчастный от ваших беспримерных, откровенно зверских выходов. Дохлячок, бедняга, они больше не будут. Он погладил забывающего зомби, по наполовину лысому, уже потрескавшему свинюшнему черепу. Тот странно вздрогнул и все. Стрелок был, мягко говоря, в шоке. Обычно все зомби минут 30 не оставляли попыток откусить от него что-нибудь вкусненькое. дохляк сдался на удивление быстро. И вот теперь просто трясется и воет. Хммм, как же мы беднягу достали. Этак, он еще от сердечного приступа помрет. Посочувствовал ему сталкив. Выдал несильный подзатыльник профилактических целей. Поднимаясь на ноги, он уже принял решение. Спустя несколько минут стрелок с винтовкой на плече размеренно бежал к железной дороге, к тому месту, где переходили ее снищат. Он твердо решил добраться до центра зоны и посмотреть, что случилось. Стрелок стремительно двигался к своей загадочной судьбе. Добравшись до свалки, стрелок передумал. Он вдруг понял, что бежать так далеко ему просто лень. Тем не менее, спрятавшись в редких кустах, совершенно невидимой в наступившей темноте, он все же чувствовал, что отговорка не очень убедительна. Нужно было как-то успокоить свою совесть и найти компромисс. В голову ничего не приходило. Тогда он стал слушать разговоры трех людей далеко впереди. Все трое сидели среди ржавых остовых машин и травили анекдоты. Один он даже расслышал полностью. Ха! Идиот, значит, по зоне монолитовик! Темно! Ни хрена не видно! Хоть глаз выколи! А он вот ну сильно так посрать хочет! Весь извелся страшно же! Присядет так, а ему химера сзади подойдет и башку открутит. Или пес слепой, или еще кто. Ну, как бы! Вот он нашел, короче, местечко садиться. А страшно жуть! Тужится, пыхтит, не получается. И тут рык такой из леса р-р-р-р-р-ры-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р. его пронесло сразу. Ну, встает он и взгляд на земть так хоп, а там пусто. Парень репу чешет, идет дальше и думает, «как странно!» — О, спасибо великому и ужасному. Пронесло, а теперь еще и тепло стало. После непродолжительного молчания второй спросил. — Я что-то не понял. А над чем смеяться? Все знают, что они сектанты. Чему-то там молятся. Где прикол-то, а, репа? — Так я же говорю. Смотрит, а там чисто. А как пошел, тепло ему стало. Третий дико заржал. Потом пояснил второму. Стрелок недоуменно покачал головой. Что же смешного в том, что человек со страху штаны снять забыл? Может, все дело в том, что он монолитовец? Жаль, забыл он у нищего спросить про группировки. И учешек-то забыл. Впрочем, что толку? Один всех мерит по своим малопонятным меркам бандита-уголовника, второй по платежеспособности. Скучно. Он решил, что центру зоны все же не пойдет. Далековато. Но вот по этим полям пройдет немного, пока не натолкнется на радиоактивные поля, по словам нищего, имевшего здесь в избытке. После этого он повернет обратно и, наверное, еще пошутит с этой троицей. Они явно получили огромное удовольствие от его славной шутки. Просто грех не дать парням еще несколько минут веселого, непринужденного наслаждения от милой шутки. В пути он натолкнулся на стаю слепых псов. Их разогнали кут с рутом. Кстати, с довольным визгом. Все-таки они были еще щенками и любили играть. Потом была встреча с кабанами. Штук шесть крупных особей и два малыша. Этих они обошли. Зачем зря убивать основную пищу. Дальше им попадались только одинокие слепые псы. Два штуки. И зомби. Этого субъекта остановили. Очень заинтересовало сталкера непривычное деяние мертвеца. Дело в том, что ходячий труп был облачен в армейскую форму и тяжелый бронежилет. Все новое, с иголочки, жутко хрипящего мертвеца, он уложил на землю лицом вниз и быстро обыскал карманы. — Свежий! — задумчиво сказал он, изучая извлеченные из кармана вещи. Зомби был плотно придавлен к земле седалищем стрелка. Унизительное положение стула мертвецу, видимо, чем-то не понравилось. Сначала он просто страшно хрипел и случил конечностями, а потом попытался встать. Оскорбленный такой ничем не прикрытой наглостью, стрелок выдал покойному удар кулака в район затылок. Хрипы затихли. Так как лицо бедняги глубоко погрузилось в землю, учитывая твердость целины и силу удара, от лица осталось немного. Неуверенно пискнул счетчик на поясе, миг и разразился истошным писком. От парня фонило, как от ядерного реактора. Похоже, данный конкретный мертвец, судя по документам, в миру носивший имя Алексей и бывший при жизни военнослужащим по контракту, изрядно побродил по зоне, сильно ионизирующего излучения. Пора бы с ним расстаться, несмотря на весьма приятное знакомство. Бросив вещи мертвого ему на спину, сталкер двинулся дальше, погруженный в свои мысли. Покойник за его спиной поднялся и поврел куда-то. Было тут над чем подумать. Свежий мертвец в армейских шмотках, так далеко от кордона, что он здесь забыл. И вещи достаточно чистые, значит, прийти сюда с кордоном он не мог. Откуда тогда пришел? Рот, кот, вы в курсе, что там за полями? Трусившие рядом псы сделали вид, что не расслышали. Вот что за воспитание? Могли бы сказать прямо. Нет, не знаю. Так нет же. С умным видом, будто знаю. Что нищий говорил по этому поводу? Вспомнить не получилось. Он тогда не обратил внимания. Кажется, что-то говорилось о заброшенной военной базе в 3-4 километрах от свалки. В эту сторону. Но заброшенной. Откуда там солдат? Что ж, появилось небольшое развлечение. Он пойдет и посмотрит. А в центр зоны зайдет как-нибудь потом. К примеру, в следующем месяце или году. Как желание будет или нужна. Он продолжал идти по полям. Взяв немного левее, примерно там находилась старая база воя. Тот впервые подал голос Чочи Гейлева. Модифицированная для условий зоны игрушка начала биться в истерике, заливаясь громким писком. Впереди источник радиоактивного излучения. Опасный для человека. Значит, в обход. А войдя пятно, он двинулся дальше. Стараясь сохранять взятое прежнее направление. Вскоре попал еще в одну область радиационного заражения. В этот раз грубая клякса. Ему пришлось вернуться по собственным следам. Так он плутал всю ночь. Местность была буквально загажена радиацией. И все же, спустя несколько часов после рассвета, он сумел таки выйти к старой базе. Над сгорком он увидел сначала край высокой обшарпанной крыши. Немедленно сталкер упал ничком на взгорок, забираясь уже ползком. Ветер дул в спину. И он не мог сказать, есть ли за взгорком люди. Слух говорил, что нету. Либо они не шумят. Так что лучше не высовываться. Группу солдат он легко отправит на тот сет. Но что, если групп будет штук пять? Плюс парочка вертолетов над головой. Конечно, вряд ли. Там кто-то есть. Но лучше не рисковать попрос. На вершине взгорка имелся вросший в землю огромный камень, поросший зеленым мхом. За ним он спрятался. Рядом рос какой-то коз. Тоже хорошо. Тут он, кстати, обнаружил, что взгорок надели вершину крутого откоса, высотой в несколько метров. Это радовало. В случае чего он успеет сбежать. На такой откос трудно взобраться. Да и заметить на нем затаившегося человека сложнее, чем на едва возвышающемся над землей холме. Отсюда открывался великолепный вид. Обычная холмистая местность с деревьями. Вышки, линии электропередач дали. Целые. Они недавно упавшие. Впрочем, здесь они были металлические и, наверное, высоковольтные. Что интересно, и это его нисколько не удивило. Он еще не рассмотрев их как следует, не зная, висят провода или давно оборван, уже знал, что электричества там нет. Сотни метров от откоса имела их группа построек, мало подходивших для военной базы. Судя по всему, изначально здание не имело ничего общего с военными. Хотя, он ведь не военный, да? Так, может, просто не знает, как строить базы? Вот здесь, к примеру, были ряды ангаров или складов. Округлые крыши и стены сами сильно вытянуты и довольно высоки. Повалены заборы с бетонных плит. Повалены целые секции. Но отдельные плиты все еще стоят. По одной пулеметной вышке на каждом углу забора. Пулеметной, но без пулеметов. А одна и вовсе стоит под каким-то углом. Что непонятно, каким образом еще стоит. Кажется, только на собственном упрямстве. Несколько каменных домиков с проваленными крышами. Мусор. Пыль, гоняемая по асфальтированным дорожкам, потрескавшимся и заросшим бурьяном, дополняли картину разрухи и запустения. В центре всего комплекса высокое пятиэтажное здание. Вид у него был совсем заброшенный и жалкий. Правда, имелись несколько уцелевших стекол в оконных проемах. Будто данное здание все еще сражалось за право существовать. Только давно проиграла она эту битву. Но в силу патологического упрямства не было способно в это поверить. Стены давно пошли трещинами. Кое-какие оконные проемы были расширены выпавшими участками стен. А может, кем-то выбитыми. Через них, через эти проемы, можно было увидеть, что внутри зданий мусора еще больше, чем снаружи. В вечерних сумерках это здание должно быть выглядело весьма жутко. Но сейчас в полдень смотрелось даже приветливо. Как бы говоря, у меня все спокойно, безопасно. Никого нету. Ушли все. От комплекса строения вела очень старая грунтовая дорога. Уходила куда-то вдоль постепенно понижающего коса и исчезала за ней. По обочинам росли деревья. Там же пылились два транспортных средства. Одно целое и невредимое. Его мучило только ржавчина, появившаяся вследствие ветра, дождя и снега. Грузовичок, давно сгнивший и уже ставший органично вписавшейся частью ландшафта. Второе авто имело ярко выраженный военный вид. Кажется, БМП. Возможно, его легкая мутация, возникшая в результате мудрой политики удешевления и строгой экономии, преимущественно на излишних затратах на броневую защиту, эта машина, прежде чем благополучно скончаться на старой дороге, успела побывать в бою. Корпус был исковеркан несколькими прямыми попаданиями, возможно, из гранатомета. Вот эта машинка, также поросшая всякой местной травянистой дрянью, совсем не казалась частью ландшафта. Наоборот, она выглядела здесь контрастно и неприятно. Все равно, что на детском утреннике матерый, прожженный сотнями боев десантник, в полном боевом облачении или, например, бывалый сталкер. Машина портила пейзаж. Она была не из этого мира, из того, чужого мира, что лежал за кордоном. «Лежать!» Прошипел сталкер, когда псы вдруг решили подняться и поискать безопасный спуск с откоса. А может, просто побегать по краю хотелось? Оба мигом легли, кинули на него по взгляду и настороженно стали вглядывать в свою местность внизу. Тянули в воздух носами. Через некоторое время кут тихонько заскулил. Рут презрительно пыркнул и тихо рыкнул в сторону комплекса. Оба пса не чувствовали никакой опасности. Но рут понимал, раз хозяин беспокоится, значит на то есть серьезные причины. И продолжал искать опасность, которую сам не находил, но которую, по его мнению, прекрасно чуял хозяин. Кут был менее терпелив и сейчас жаловался. Ему осторожность друзей казалась излишней. Ему вообще хотелось немного размять лапу. По откосу побегать. Сталкер тяжело вздохнул и потер подбородок в одоле. Потом прошептал друзьям. Ребята, я сам не чую ничего. Наоборот, все слишком уж мирно. Что-то здесь не так. А что, я никак не могу понять. В конце концов, солдат должен был прийти откуда-то, да? Так они пролежали еще часа полтора. Ветер не менялся. Сталкеры и псы внимательно следили за тихой местностью. Точнее, сталкер и рут. Кут давно на все плюнул и сейчас сладко сопел у сталкера под боком. Иногда драгивил лапами, поскуливал тихо-тихо. Наверное, что-то хорошее снилось. Черному псу зону. Когда уже сталкер решил осторожно спуститься и обследовать комплекс, кот вдруг проснулся и, подняв голову, тихо зарычал. Стрелок без лишних напоминаний переполз под ближайший разлапистый куст целиком. Прежде он скрывал только голову и плечи, чтобы не засекли, бросив случайный взгляд снизу на поросший зеленью гребень откоса. Теперь нужно скрыться от тех, кто будет смотреть сверху. Псы последовали его примеру после двукратного повторения приказа. Что-то их беспокоило в далеком шуме, который всем троим был хорошо знаком. Сюда летел вертолет. Что очень необычно. Далековато от обычных мест регулярного выпаса военных вертолетов. Что, здесь открылся действующий филиал кордона? Судя по всему, да. Из здания вышли три пятнистых существа из подгруппы бронежилетист, отряда воинствующих, под вида человека слегка разумного. Бодрым шагом они двинулись к грунтовой дороге. Словно на параде. Даже береты лихо вывернут. Оружие свободно болтается на плечах. Они, что же, совсем ничего не боятся. Из здания показалось еще четверо. Тут же бросились в рассыпную и исчезли из поля зрения. Профессионально сгинули среди развалин. В окнах наметилось едва видимое движение. Появились плохо различимые звуки сразу на всех этажах. Казалось, разом зашуршали все местные крысы. В принципе, люди так двигаться не могли. Крысы тоже. Слишком тяжелые и шаркающие. Слишком долго звуки. Эти вояки двигались, как настоящие химеры. Профи. Необычная солдатня, что используют как мясо. В мудрые военные тактики. Наступательное укрепление сделаем на месте боя. Путем лобовой атаки из трупов военнослужащих класса бесполезный срочник. Элита. Возможно, спецотряды. Что они забыли здесь? Скорее уж послали бы слегка обученных салат. Их не жалко. А такие монстры войны стоят огромный денег. Одного обучить можно пару боевых вертолетов прикупить. На те же деньги. Стрелок на некоторое время позабыл приглядывать за происходящим внизу. Странная информация в его разуме. Она породила эти размышления. Он, оказывается, довольно много знал о военном деле. Откуда? Стрелок уже убедил себя на основе смутных слов и странных воспоминаний, что некогда был ученым. Как-то не укладывалось в это предположение навыки рукопажного боя. Но их можно было все же объяснить. Но раз он так много знает о вояках, может он сам вояк? А откуда знания научные? Все позапуталось совершенно. Оставив это гиблое дело, сталкер вновь стал следить и слушать. Он не мог сказать, сколько солдат в самом здании. Судя по звукам, от пяти до пятидесяти. Шум вертолетного винта стал слишком громо. Теперь на слух полагаться уже не выйдет. Троица, шедшая грунтовки, остановилась. У остатков ворот и теперь они замерли, как истуканы. Парни ждали вертолет. Он, естественно, скоро явился. Возвещая о своем прибытии громким бухающим стрекотом. Тень машины пронеслась прямо над ставкером. Когда машина слегка винтокрыловой внешности зависла над дорогой, он совершенно точно с некоторой тоской отметил, что, возможно, он из вояк. Не любил он этих подозрительных ребят. Он легко определил модель машины и технические боевые характеристики. Над дорогой завис двухвинтовой Ка-50 модификация этой боевой машины. Бочкообразный, плохо вооруженный, всего два крупнокалиберных пулемета, но способные нести пассажиров и груз на тросах под днищем весом до 15 тонн. Вертолет сел, открылась боковая дверца и на зиму выпрыгнуло несколько человек. Один лидер этой группы немедленно направился к трем солдатам. Девушка. Маленькая, в гражданской одежде. Полукругом рядом с ней шли звероподобные личности. В форме неотечественного производства. С большими, страшными автоматами в руках. Парни кровожадно поглядывали на трех солдат в камуфляже. Всем своим видом они подавали понять окружающим, что дико голодны, а питаются исключительно человеческим мясом. Девушка, наоборот, улыбалась. Черные очки скрывали глаза, но сталкер не сомневался. Сейчас они блестят холодным светом. Девица замерла прямо напротив солдат и что-то начала говорить. Напрягая голосовые связки. Стрелок не мог расслышать ни слова, несмотря на то, что винты гремели все тише. Ребята прилетели надолго. Вертолет не намерен был взлетать в ближайшее время. Девушка закончила речь. Командир троицы стоял теперь, утратив весь свой молодцеватый вид. Морда покраснела. Вены на шее вздулись. Зубы были скалены. Стрелок попытался напрячь глаза еще сильнее, чтобы разглядеть прищуренные глазки солдата, но не смог. Вот он, предел его, нечеловеческого острого зрения. Что ж, у всего есть предел. Военный дико заорал. Да хрен тебе, сука! Во! На! Вромахнул лопаль командира, перекрыв даже стихающий шум вертолетного винта. Солдат сложил фигу и мозолистый кулак пкнул в лицо девушки. Ее зверские спутники мигом подняли оружие. Вся территория накалилась. Сталкер ощутил, как сильно натянулись нервы затаившихся солдат. Миг, и они начнут по льбу. Девушка будто и не заметила оскорбительного жеста солдателя. Мила улыбнулась и что-то тихо сказала ему. Солдат убрал фигу и нехотя опустил глаза. Ссутулился. Гнев его быстро исчезал. Вскоре он махнул рукой и повернулся в здание. Вот тут и начались неприятности. Солдат остановился, взял рацию, прижал кухню и секунд десять хмуро слушал. После резко выпрямился и взгляд маленьких глаз впился в откос, на вершине которого засел стартер. Взгляд военного начал подозрительно обшаривать заросли. Девушка негромко спросила, что происходит. Винт уже перестал крутиться. Солдат ответил ей коротко. Крысы. И указал коротким толстым пальцем прямо на стрелка. А потом улыбнулся ему. Чёртовы вояки засекли его. Интересно, как? Он начал отползать, стараясь не потревожить пусты. Пусть думал, что он ещё здесь. И вот тогда девица сняла очки и красивые глаза посмотрели, кажется, прямо на него. Стрелок перестал уползать и замер на брюхе. Он знал её. Тут же всплыли недавние воспоминания. Зомби в клетке. Девица, сетующая, но впустую использованный материал. Вот она, эта девица. Пуля срезала ветку над головой. Сталкер прижал псов к земле, порывавшихся вскочить на ноги, чтобы немедленно кинуться в бой. Стоит им появиться на глаза вояк, и из них сделают решето. Эту пулю послали вместо того, чтобы убить. Пока они просто вежливо напомнили ему, что тут частная территория. Вон с той крыши напоминали. Очень пятнистый, по солдатской привычке, человек с винтовкой. Сейчас он встал во весь рост и смотрел лаптический прицел. Парень в мешковатом камуфляже его прекрасно видел. Одна рука поднялась, и ладонь показала лежать. Ему предлагали не трепыхаться и ждать, пока за ним придут другие пятнистые. Нажав на голубы псов, сталкер медленно поднялся. Медленно снял винтовку с плеча, поднял ее на ноги, держа за ствол одной рукой, а за приклад другой. Он надеялся, что снайпер успокоится не нон. Так он стоял с десяток секунд, потом показал средний палец и прыгнул в сторону, скинул свою винтовку к плечу. Пуля прорезала воздух там, где он только что стоял, а он выстрелил в... Снайпер исчез, его не было на крыше. Точнее, его не было видно отсюда. Нырнул за низкий парапет. Впервые он столкнулся с такой скоростью у людей. Мгновенная реакция. Как у настоящего мутанта. Стрелять больше не в кого. Только если в тех внизу. Но уже было поздно. Пришлось быстро улепетывать. Снизу ударил такой свинцовый дождик, что его укрытие мигом сравнялось с землей. Сталкер бежал так быстро, как мог. Но зловредный снайпер на крыше, похоже, был не один. Вдогонку ударило еще несколько пуль, прежде чем с горок скрыл его от них. И одна попала в ногу. Он упал и кубарем скатился вниз. Сейчас, сейчас, ребята! Прохрепел стрелок, поднимаясь. Сыскулили, прыгая вокруг него. Кот и Рут понимали, не хуже него, что этот бой им не просило. Он заковылял прочь в поля. Позади, на траве, остался четкий след и светившийся мягким, алым светом крови. Хоть одно хорошо. Его наверняка примут за какого-то нового мутанта. Может, даже преследовать не станут. Хотя бы на вертолете. Больно было идти. Пуля раздробила кость. И хотя рано успело закрыться за те сто метров, что он успел проковылять в поля, нога пока сильно болела. Пришлось опираться на винтовку. Псы забегали далеко вперед. Чуть не в боя возвращались. Опять забегали вперед. И опять возвращались. Они не понимали, что с ним происходит. Они уже видели, как он раненый, потеряв много крови, спокойно бежит. Иногда даже быстрее них самих. И теперь не могли взять в толк, чего он медлит. Зато они хорошо чувствовали смертельную опасность, исходившую из-за спины. Как будто в насмешку поменялся ветер. Теперь он чуял запахи солдат. Три группы по несколько особей двигались здесь спиной, беря его в клещи. Добраться бы до пятен радиации, может, отстану. Он хорошо стреляет, очень быстрый. Но их же там, что грязи. А в глубину зоны он теперь точно не пойдет. Он на нее обиделся. Нога перестала болеть. Радостно вскрикнув, он тут же припустил со всех ног и упал, прокатившись кубарем пяток метров. Конечность прострелила дикой болью, и он не удержался, упал. Оказывается, болеть она перестала при ходьбе. Дополнительные нагрузки бега нога пока не выдерживала. Он встал и пошел быстрым шагом. Хромого инвалиду. Эй, сталкер, стой я! Стрелять не будем! Донеслось издалека. Он обернулся. Первая группа взобралась на откос. Там, где он недавно скрывался. Пять солдат. Те, что были с девушкой, из воспоминаний. Не все. Но и этих более чем достаточно. А ведь по бокам идут еще две группы. Уже тех элитных монстров войны. Аин выстрелил. Ми? Отпьес! Себя спесьем! Пули действительно легли прямо перед Кутом и Рутом. Сейчас в очередной раз возвращавшихся к нему. Их морды были полны беспокойств. Но только для него. Он знал их долго и хорошо. Изучил тонкие, почти незаметные внешние признаки посещающих их эмоций. Иностранцы за спиной видели лишь злобные оскалы на уродливых мордах. Псы замерли. Когда пули подняли перед ними фонтанчики. Громовым рычанием они сообщили солдатам. Что те откровенно забурели. И батон крошат сявки конченые. Не по понятиям. Пардон. Ох уж эти Кутсы и Рутом. Видимо, от крота понахватались. Стрелок почувствовал, как сжало сердце. Ведь убьют, убьют падлы и Кута и Рута. Он собрался с силами. И тихо окликнув псов, красные глаза смотрели на него. Он смотрел в них и пытался как-то повлиять на друзей мыслями. Пытался заставить их убежать. Потом прошипело. Что-то вроде «Бегите». Рут взвизнул и, упав на передние лапы, прыгнул далеко в сторону и вбок. Миг, и он припустил со всех ног. Кут постоял еще секунду, заскулил, сделал шаг к сталкеру и, решившись, кинулся прочь. А стрелок повернулся лицом к своим преследователям. Как на откосе, подняв винтовку высоко над головой. Справа мелькнул камуфляж. Теперь уж точно он не уйдет. Да и куда. Здесь плоская земля. Везде радиация. Пока он будет плутать в радиоактивных пятнах, эти сволочи смогут развести костерок, шашлычок вкусно сожарить, открыть пивка и, не торопясь, подстреливать в его остервенело мечащее на равнине тело. Впрочем, вообще не стоило сюда лезть. Едва увидел зомби в камуфляже, надо было поворачивать. А может, оно и к лучшему. Пусть возьмут в плен и, возможно, поговорив с той девкой, он что-то прояснит из своего прошлого. Хорошая идея. Жаль, раньше в голову не пришло. Очень, кстати, жаль. Пятеро в форме подлых зарубежных иноверцев, как говорят, еще и извращенцев, причем по голову, довольно заулыбались и шагнули к нему. Вот тут все стало совсем плохо. Один что-то гаркнул не по-русски, не образованный какой-то попался, и указал рукой на светящийся алым кровавый свет. Пять стволов мигом нашли цель в виде раненого сталкера. Стрелок прыгнул с места и, как настоящий кузнечик, и, несмотря на боль, кинулся пьяным зигзагом подальше в поля. Плевать на радиацию, может, переживет. А вот 30-40 пуль в брюхе пережить вряд ли удастся. Стрелок бежал так быстро и вертляво, что если бы здесь рядом был какой-нибудь степной сайгар, он непременно скончался бы от черной зависти. И все же, да. К несчастью, пуля бегает гораздо быстрее. Пули взрывали, перепахивали землю вокруг него и за спиной. Кое-где впереди. За спиной что-то упало в траву и оглушительно взорвалось. Он выжил из себя все, на что был способен. И с облегчением отметил, что ожидаемой волны осколков, рвущих тело на части, не последовало. Наверное, РГД кинул. Он бежал. Пули свистели все ближе, и вскоре одна нашла его. Плечо ударило. Спереди из плеча брызнул тугой фонтан крови. И за миг до волны боли, накрывшей сознание, он успел даже отметить, что фонтанчик, испылающий алым брызг на зеленом фоне поверхности, выглядит довольно красиво. И когда через пару-тройку секунд оклемался, обнаружил, что земля вокруг взрывается целой стеной земляных же фонтанов. Ему повезло упасть в какое-то углубление в почве. Теперь из этого углубления ему уже не выбраться. Пули плотно прижали к земле. Нос не высунуть, отстрелят сразу. Но если он не будет подавать признаков жизни, солдаты осмелятся и подойдут ближе. Тогда его пристрелят уже через несколько секунд. Снимать со спины винтовку для ответного огня, надо сказать, в этой ситуации самоубийственного. Здесь было нереально. Пришлось бы чуть приподняться. А тут был риск после такого опрометчивого движения утратить несколько важные части организма и полезные тоже. Голову, например. Посему он взялся за пистолетом и начал стрелять в воздух. Плотность огня снизилась и он рискнул высунуть руку, чтобы послать пуду примерно в сторону преследователя. Высунуться, посмотреть, где они, он не решался. Потому стрелял наугад. Огонь противника теперь стал пореже. И все же, качать и умчаться в поля тем же манером он не мог. Дырок она делает сразу во многих местах. А зачем ему такая вентиляция внутренности? Плечо болело. Движение-то с пистолетами едва не заставило его забыть от боли. Но обычный человек так и вообще бы помер от этих делов. Как теперь быть? Сталкер ощерился глухо рыча. Сознание человека разумного, поселившегося в этой голове всего пару месяцев назад, стремительно отступило вглубь разума, сдавая позицию одна за другой. Но в последний момент успела еще отколоть глупую шутку, едва не покончив с ним. Сталкер хватил счетчик Гегера и бросил его в сторону стрельбы с диким воплем. «Граната!» В принципе, могли и поверить, что заорал кто-то из иностранцев, и что в них, правда, кинули гранаты. А он смог бы пробежать дальше, пока они залягнут. Но не поверили. «Конечно! Лови!» Ответил на его крик веселым воплем на чистейшем отечественном языке. Круглая, маленькая такая штучка упала ему в ноги. Кольца в ней, конечно, не было. Стрелок подскочил и побежал. Граната тут же взорвалась. РГД ударило его тугим, молотом ударной волны и парой солидных осколков. Отлетел на приличное расстояние, заливая все вокруг светящейся кровью. Он даже пошевелиться не мог. Только фиксировал сознанием происходящее. Слух пропал, запахи исчезли. Зато зрение вдруг стало острым, как никогда. Широким полукругом, опустив оружие, к нему приближались солдаты. Кажется, кто-то смеялся, кто-то переговаривался. Наверное, поздравляли шутника-солдатика. Тяжесть навалилась на все тело, дикая усталость. Он перестал чувствовать свое многострадальное тело и понял, что умирает. Сознание этого не было печально, страшно или желанно. Просто все стало казаться пустым. Вся жизнь лишь бесплотный призрак. А смерть, вот она, реальность, в самом конце пути. Надо же, как все-таки глупо вышло. Гул в высоковольтную линию пришел из глубины сознания. Вместе со стрекотом. Они быстро нарастали, пока не запомнилась собой всю его сущность. Он увидел теневой ландшафт. Картинка резко колтанулась вокруг невидимой оси, и он узнал в массиве теней место, где сейчас умирал. Стрекот усилился. Гул стал просто непереносим. И вдруг почти пропал. Стал убаюкивающим, мягким. Массу теней покрыла искрящаяся сеть. Он окунулся в нее с головой. Попробовал на вкус, и тогда увидел красные точки. Это он. А тот полукруг точки источающий смертельную угрозу для него. Прямо перед ним искрится ниточка, связующая две электры на расстоянии трех километров, одна от другой. Он пожелал, чтобы здесь появилась такая же. Вон именно в этом месте и поглотил агрессивные точки все доедини, всех солдат. Как же это сделать? Неужели нужно просто чуть ослабить, незначительно ослабить, несколько узлов, перекачать из них энергию, для нормального питания энергии сломала? Нить загудела, подчиняясь его воле. Вспучилась неуверенно, будто сомневаясь, есть ли у этой воли право повелевать ее, и просто взорвалась синий-белым спорхом. Дикий виск вырвал его из видений темного массива сеть. Остро пахло озоном и горелым мясом. Солдаты рассыпались в разные стороны, и теперь тупо смотрели на страшноватый натюрморт. На их глазах один из иностранных гостей отчаянно извивался посреди бьющего молниями сразу во все стороны электрического шара. Кожа обуглывалась прямо на глазах. Очень скоро электро било уже мертвое тело, но упрямо не отпускало его. Стрелок слишком перекачал ее энергию. Парни еще долго будут трястись. Рядом с аномалией, держась за обожженные плечи, стояло несколько солдат. Их только зацепилось легко. Мертвое истерзанное тело сталкера в итоге оставили без присмотра. А зловредное тело начало приходить в себя. Куда деваться? Бежать он просто не в состоянии. А проползти быстро все эти поля, когда у него на хвосте два десятка таких быков, нереально. Глаза сталкера, не двигавшегося до того, сейчас переместились на место взрыва гранаты. Вместо неглубокой опаленной воронки, там зияло темным зевом яма. Что за дела? Под землей какое-то помещение? Или пещера? А может поток грунтовых водок? И рухнув туда, можно совсем скоро, может даже через пару-тройку недель, выплыть где-нибудь на поверхность? Верная смерть упасть в такую яму. А есть выбор, тут ему точно кранты. Солдаты переместились, обходя аномалию с двумя группами. И сейчас солдаты одной группы опрометчиво встали спиной к нему. Метрах десяти от него, семи, восьми от спасительной, далеко не факт, ямы. Они все смотрели на уже мертвого товарища, тихо переговаривались и опять же опрометчиво, просто глупо забыв об его израненном теле. Впрочем, возможно, он понял, что совсем не опрометчиво. Собрав остатки сил, он пополз. На эти три метра ему потребовалась почти минута. Но вот она яма, манящая сырой затхлый воздух. Кто-то шевелится внизу. Жуть прямо. Слух вернулся. Ему осталось только продвинуться еще на несколько миллиметров, и он упадет вниз. Проклятие. Нюх тут же вернулся. Вот это зря, не вовремя. Воняло застарелыми фекалиями. Не человеческими. И не только застарелыми. Какали тут регулярно. Черт. А что делать? Туда и только. Пацаны, это вообще херь нездоровая. Услышал он тихий, немного дрожащий голос одного из отечественных солдат. Ее тут не было. Проверяли. И сейчас датчик молчал. А теперь смотрите. Все шкалы как с ума сошли. Хрррррр. Услышал стрелок. И глянув вперед, увидел перекошенный ужасом лицо солдата. Тот смотрел прямо на него. Дрожащие руки безуспешно пытались нащупать висевший на кличе каваш. Еще несколько солдат повернулись и один даже с воклем отпрыгнул. Один успел выстрелить, оглашая местность перепуганным, но сочным матом. Стрелок ощутил удар по спине и судорожно дернул руками. Он рухнул вниз, в темноту, навстречу спасению или смерти, а за спиной загремели полтора десятка стволов. Упал он относительно удачно, во что-то мягкое, но, к несчастью, головой вниз. Практически сразу услышал металлический лязг, будто что-то падало сверху, и в полете билось о выступы ямы своей металлической поверхности. Потом услышал треск, и пол под ним немного просел. Секунду, и вместе с солидным куском пола он полетел вниз. А вверху нечто маленькое, металлическое, приземлилось и оглушительно взорвало. Он упал в кучу бетона, белой пыли и... Ну, а чего поделаешь? И не такое бывает. Но оно хотя бы было уже сухое, застарело и не сильно пачкалось. Сверху упал кусок чего-то тяжелого, и с резком приземлился на его многострадальном голове. Стонать захотелось сильно очень, но он потерял сознание. И не получилось. Значит, постонать. Пребывая в беспамятстве, стрелок вновь видел сеть. Кажется, даже слился с ней, поглощая ее энергию. Впрочем, он не был уверен в этом позже, придя в чувство. Так что в силу всего случившегося в процессе падения, встать он не мог еще долго. Даже после того, как пришел в себя, в темно, сверху о чем-то своем перемириваются звезды. В круглой рваной дыре, где-то высоко-высоко, метров десяти не меньше. Отметив удивительную странность того, что еще жив, сталкер попробовал встать. Понял, что не чувствует ног, а вот руки чувствуют слишком сильно. Их рвало от боли на куски. Он посмотрел на них, подняв глаза. Кожа ободрана до локтя. Обе руки приятно светились алым светом. Ясно, почему так больно. Он пролежал еще немного, мечтая лишь о том, чтобы ноги ожили и откликнулись на приказ мозга. Они откликнулись. И он тихо завыл. Ноги ободрало не только здесь, при падении. Они были простреляны и зодраны осколками гранаты. Полежал еще немного, ожидая, пока утихнет боль. Так всегда бывало. Сначала больно, потом боль уходит. В этот раз он так и не дождался всего счастливого момента. Вырубился, потому что вернулась чувствительность к нервным окончаниям всего тела сразу. Боль смяла его, угрожая смертью от болевого шока. Он снова отключился, в этот раз без всяких видений. Разбудила стрелка непонятное шуршание и писк. Нечто настойчиво отребило левую ногу. Он приподнялся и тупо уставился на эту самую ногу. Прямо на ней кто-то серый, весь волосатый и грязный, деловито шуршал. Сталкер вздрогнул. Нога чуть дернулась. Маленькое мохнатое существо в крысиной внешности тут же возмущенно пискнуло, напоминая наглой пищи, что шевелиться, когда ее едят, просто неприлично, и продолжило откушивать от голени. По всему мертвого сталкера. Тот как-то не совсем уверен был, что умер, зато чувствовал зверский голод. Несчастная крыса попищала маленько и замолчала, как раз когда ее позвоночник переломился на зубах покойного. Стрелок сожрал крысу, постановая от наслаждения. Даже хвостик съел. Сидя на мягком месте, огляделся, изучая местность. Видно обстановочку, было плохо, но хорошо видны были несколько пар горящих глаз крысины. Кореша, съеденные, пришли на ее предсмертный зов. И им, конечно же, не понравилось, что их сородичам слегка закусили. Пискнув, банда мохнатых хищников кинулась в бой. Сталкер счастливо вскрикнул и поймал первую крысу на лету. Перекусил горло, взялся за другую. Последняя убежала, и сталкер приступил к роскошной трапезе. Целых семь тушек. Он ел, рыча и взрыкивая. Чавкал. И, в общем, замечательное, способствующее здоровому аппетиту зрелище. Насытившись стрелок, сейчас, сейчас, даже не осознававший, где он и кто, откинулся на спину и уснул. Сознание вновь отключилось. Работали только звериные инстинкты. И они, прежде всего, стремились выжить. И чтобы выжить, требовалось поесть. Он поел. Теперь нужно было спать. Следующее пробуждение новых болей не принесло. Он смотрел светлеющий в вышине кусочек неба и пытался вспомнить, почему в его любимом погребе появилась такая безобразная дыра. Вспомнил и резко выпрямился. Огляделся. Маленькое помещение. Сломанный металлический стол в углу. Сломанный. Его будто разжевали и выпрямили. — Кажется, я жив! — произнес он удивленно. А потом вскрикнул. Что-то тянуло спину. Вскочив на ноги, он повернулся и зашарил рукой по спине, ища винтовку. Перед ним была стена. Облупившаяся краска. Отвалившаяся штукатурка. Что же потянуло спину? А где винтовка? Неужто потерял? Он нащупал ствол винтовки и потянул. Спину потянуло вместе с оружием. — Что за... Потянул сильнее и чуть не заорал от боли. Вспышка ярости, и он резко дернул оружие. Вот оно в его руках. Он тупо смотрел, не обращая внимания на пульсирующую боль спины. Боль уходила. И ладно с ней. А вот оружие в руках было влажным с одной стороны. Слабо светилось. По краям влажного пятна дрожали тоненькие кусочки кожи. Его родной личной кожи. Пока он валялся на спине. Здесь. Спина успела зажить. Вместе с винтовкой. Та просто вросла в кожу. Однако. С такой скоростью регенерации поврежденных тканей он просто непобедим. Да он просто терминатор. Откуда-то из глубины подземелья донесся дикий рыб. Стены дрогнули. Зубы застучали. Впрочем, может и не так уж и непобедим. Надо срочно валить отсюда. Надо срочно валить отсюда. Интересно, как? Он повернулся к единственной двери. Она мрачно и кажется ехидной зияло темным зевом проема. Он передернул плечами и посмотрел наверх. Может получится там вылезти? Если подпрыгнуть, а? Высоко. Но не просто человек. Он подпрыгнул и зацепился руками за края ямы. Подтянулся. Винтовка висела на локте. Он подтянулся выше. И золотистые глаза с любопытством встретились с его взглядом. Он замер. Сочавшийся белесой жижей нос понюхал его лицо. В ноздрях волосинки всякие росли. Огромная пасть открылась, и он узрел. Мощные зубы. Каждый с патрон для его винтовки. А это совсем не слабо. Сталкер отпустил руки и грохнулся вниз. Наверху оскорбленно завопили. Нечто сунуло морду вниз. Широкая дыра оказалась прочно закупорена чистоколом из острейших зубов. Золотистый глаз с укором смотрел на Сталкера. Да и дичь нынче совершенно не воспитана. Безобразие. Стрелок лыкнул и рванулся, взяв дверного проема. За спиной заворчали, и ничто рухнуло вниз. Он глянул назад и припустил еще быстрее. Чудовищная туша с маленький автобус размером заполнила собой почти всю комнату. Стрелок пулей промчался по коридору. Повернул в ответвление. Пробежал немного. Повернул снова и еще быстрее. Он резко остановился. Золотистый глаз, наторчавший из проема уродливой башке, загорелся неподдельным счастьем, заприметив его. Существо благодарно затрубило и приглашающе открыло большую пасть. Стрелок выпятился непрерывно икая. Пасть захлопнулась. Складки на башке сдвинулись, и в глазах твари полохнуло недовольство. Таким отвратительным поведением будущего завтрака. Она заворочалась. Стена пошла трещинами. Стрелок пятился, пытаясь найти выход из ситуации. Стена с грохотом рухнула. Тварь довольно подпрыгнула. И на колонна подобных ногах, весь комплекс задрожал, зубы Сталкера клацнули. И поспешила за своей, очень воспитанной вернувшейся пищей. Роговые выросты на боках шуршали о стены, а коридор был совсем не узким. Сталкер икнул в последний раз и вспомнил о винтовке. Не слишком надеясь на результат, он выстрелил. После чего развернулся и побежал на сверх ретовых. Животное даже не почувствовало выстрел, только запыхтело громче, видимо расценив выстрел, как желание пищи поиграть, перед тем, как быть съеденной. Он побежал по коридору, стараясь петлять, тварь не отступала. Кое-где просто сносила переборки, комнаты и срезала путь. По дороге он встретил совершенно отвратительного зомби, всего запекшейся крови, ободранного. Вместо лица сплошная корка крови, грязи и засохшего дерьма. Но он выстрелил, не снижая скорости. Только зомби ему сейчас для полного счастья не хватало. За спиной зазвенело. Он обернулся. Со стены падали осколки ростового зеркала. Их затоптали ноги довольно урчащего существа. На бегу он потрогал лицо. Корка грязи, крови и... И Катю мгновенно перестал. Вот почему солдат так перепугался. Если сейчас он сам себя за зомби принял, то там, наверху... Как же сбежать от этого свихнувшегося монстра? Он петлял по подземелью, бегал по коридорам, комнатам, но везде одно и то же. Он постоянно выходил в те же коридоры и те же комнаты. Тут он вспомнил о расправе с солдатом. Как же раньше не догадался. Скалец зловещей улыбки только-только от обедавшего Дракулы, он остановился и повернулся к существу. Урча и вращая золотистыми глазами, оно чуть медленнее, даже величественно, проследовало к образумившуюся, наконец, неугомонной пищи. Стрелок старался увидеть сеть. Она откликнулась неожиданно легко. Даже ошарашило немного. Он увидел и себя, и существо. Новый узел аномалии была создана, и он открыл глаза. Собственно, он их и не закрывал. Просто увидев сеть, перестал видеть все остальное. Как в прошлый раз, он сильно перегрузил аномалию энергии. В коридоре приветливо искрилась электро. Да такая, что легко могла свалить парочку таких монстров. Однако, существо вошло в центр аномалии, потянуло озоном. Весь коридор ярко осветило, но тварь вместо диких хлоплей боли издавала... Обломы и такие бывают. Животное закатывало глаза, трясло толстой шкурой и урчало в полном и абсолютном экстазе. Стрелка будто ветром ждуло. Теперь он несся по коридору на совершенно диких скоростях, ища выход. Не хотелось ему стать чьим-то ужином. Вот именно сегодня, ну вообще никак. Ему повезло, выход он нашел. Толстая металлическая дверь к такой же металлической стене. Открытая на распашку. Рядом была лестница на второй этаж. Он выбрал дверь. Выглядела как-то понадежнее. Захлопнул, легко преодолев сопротивление ржавых петель. И завернул круглый запор. До отказа. После чего сел на мягкую часть организма. Спиной к двери и облегченно вздохнул. Пронесло. Из-за дверей донесся глухой ворчащий стон вопль. Существо обиженно звало свой завтрак. Вернуться и, как полагается воспитанному завтраку, позволить спокойно себя съесть. Ох, даже не уговаривайте меня, милая леди. Я не вернусь. Вы разбили мне сердце. Прошептал сталкер и стал всматриваться в темноту помещения. Будь он полным человеком, не увидел бы низги. А так сумел рассмотреть широкое полукруглое помещение, множеством столов, на которых... Ребята, ребята, не вставайте. Не надо меня провожать. Я сам найду выход. Заверил он, начавших издавать подозрительные звуки, укрытые белыми простынями чьи-то тела. Они тут же начали шевелиться. Потом один неизвестный скинул себя просто и не поднялся. Из распоротого живота на пол посыпались гнилые внутренности. Жуткая пасть открылась и захрипела. Стали подниматься остальные. У многих давно проступили кости, сквозь гнившую плоть. Эти покойники лежали здесь давно, и почему-то процесс гниения был сильно заторможен. В последний выброс они ожили, а может ожили давно, но так и лежали, не получая никаких сигналов тому, чтобы встать. Теперь в их жилище появилась еда и древнейший, после проституции, инстинкт с работой. Какая-то бывшая женщина, а сейчас ее левая часть и голые кости, составлявшие правую, поковыляла к нему, протянула руку и заукала грозно. — О, вы так любезны! Но право не стоило! — сказал он, и приняв протянутую руку, сильно дернул ее, намереваясь ударить этим ожившим телом о стену. Рука вырвалась из упомянутого тела. Само тело рухнуло. — Ой, извините, я так не уплюшь! — извинился сталкер перед дамой и пкнул ее прямо по голове. Та разлетелась на хвостке. Тем не менее, тело продолжало попытки подняться. Удивленный сталкер склонился над бьющимся трупом. — Поразительно! — сказал он. Обычно, после сильного повреждения мозга, они умирали окончательно. Но тут что тут такое было? — Лаборатория. Очень похоже. Но что за удивительные исследования проводили здесь? — Не подскажете, что именно делали с вами, когда вы, дорогой мой, еще были живы? Подошедший зомби не ответил. Он был совершенно гол и волочил одну ногу. С каждым шагом мертвеца, подгнившие гениталии внушительных размерах, опасно раскачивались и, как и ожидалось, отвалились начисто. — Какое несчастье! — посочувствовал сталкер, уже стоя на ногах и разглядывая толпу зомби, подбиравшихся к нему со всех сторон. — Должно быть, вы страшно расстроились. Потерять такое чудо, данное самой природой, девушки наверняка были от вас в восторге. Зомби горестно застонал. Видать, и вправду были. Стрелок сильным уширой гири отправил беднягу в толпу собратьев. Тело его по пути развалилось на куски. Один настырный зомби, почему-то с очками, буквально вбитыми в лицо, получил хлестки маваши и потерял голову. В буквальном смысле. Она мелкими фрагментами потекла по лицам ковылявших рядом покойников. Тут сталкер собрался было толкнуть очередную речь. Он, собственно, подумал, а не остаться ли на пару часиков, да поразвлечься. Поговорить по многим видно, что при жизни они были очень воспитанными и образованными людьми. Беседа наверняка получилась бы интересной. Эх, как трудно порой избавиться от старых привычек. Да если честно, нравилось ему с ними говорить. Зомби. Вот с нищим, к примеру, особо не поговоришь. Заскрепит зубами и матерна попросит из них сняться попроще. Вот так и страдают культурные люди, вынужденные блистать своим интеллектом в узком кругу близких знакомых. Зомби не возмущались. Слушали и иногда даже поддерживали разговор. Укани, мычани. Единственный минус. Почти все плохо пахнут. Тухлятины, фекалиями. Иногда потом. В общем, он решил остаться ненадолго. За псов волноваться не надо. Они убьют к домику с погребом. Ему очень хотелось кому-нибудь рассказать про сеть. Приключения с солдатами и про девушку из сна воспоминаний. А живым людям об этом нельзя рассказывать. Нет, конечно можно. Но потом придется этого живого слушателя убить. А так и выговорится, и его выслушают. Зомби, они же на самом деле очень умные и воспитанные существа. Гнилые зубы лязнули в опасной близости от руки, и четкий майя гири отправил монстра на другую сторону комнаты. Отвалившиеся руки и ноги отметили полетный курс несчастного. Однако, нанеся удар, сталкер с недовольством отметил, как сильно поддался вперед нанесенный удар. Подобное в бою с хорошим бойцом будет стоить нескольких ребер, сломанных по неспособности быстро заблокировать ответный удар при такой сильной потере равновесия. Или жизни. Потому что здесь сона, а не татами. Придется заглянуть к нищему и встретиться с валдисом. Подрастерял стрелок навыки рукопашного боя. Надо восстановить. Вот с этого он и начал свою беседу с мертвецами. Выдав на орехи самым настырным, он начал жаловаться на слабое здоровье. Тем и объясняя неправильно нанесенный удар. Чувственную речь безобразно прервали на середине фразы. Дверь ухнула и заскрежетала. Он замолчал. За ней послышалось почти ласковое урчание. Он проглотил желудок на положенное ему природой место и оттолкнул достаточно хорошо сохранившуюся молодую девчонку. У нее всего-то один глаз выпал, и грудь сочилась желтым гноем. А так почти как живая. Дверь затрещала. Урчание сменилось на радостное. Затравленно оглядевшись, сталкер обнаружил в противоположной стене выход. Стремительно пробежав сквозь строй в зомби, расшвырял особо настырных, он юркнул в проем. Пожалел, что здесь нет тяжелой толстой двери. И со всех ног кинулся по коридору, погруженному в полную темноту. По пути он искал, куда бы свернуть. Попадались только комнаты. В одной он увидел мертвое тело. Достаточно свежее и непонятный предмет с плоским экраном. Так как шум позади стих, он решил заскочить и подождать немного. Вдруг скотин успокоится и отстанет от нее. И отстанет, а? Надежда смутная, но, как известно, умирает она последней. Самому бы не сдохнуть. Затаившись, он стал прислушиваться. Кажется, дверь не выдержала. И теперь существо находится в компании забавных граждан. Внешне немножко мертвых. Кое-где так и совсем мертвых. Некоторое время он слышал удивленное ворчание. Потом ворчание стало обиженным. Скотина поняла, что он опять убежал. Может, потеряет его. Чья-то рука легла на плечо. Он повернул голову. Женское лицо с пустыми белесыми глазами смотрело на него. Проступившую синим цветом вены покрывали это в прошлом симпатичное личико. Губы сиреневые и тонкие. По ним ползал маленький симпатичный белый червячок. Пасть открылась, вдыхнув могилой. Гнилые зубы, растущие синих десен. Тебя только не хватало. Сталкер встряхнул руку с плеча и, накрыв лицо несчастной раскрытой ладонью, сильно толкнула ее. Девушка, похоже мертвая, улетела к синее, взметнув вверх руки и ноги. Последние задрались так высоко, что, когда она упала, легли ей на плечи. Девушка стала барахтаться, тихонько подвывая. Да, вы правы, я виноват, покачал головой Сталкер. Ворвался без стука, без спроса. А ведь вы могли в это время переодеваться. Мертвая сердита замолчала. «Что ж, прошу прощения. Я невоспитанный грубиян. В следующий раз заранее позвоню и приду с цветами. Скажите мне, прекрасная мисс, могу ли я рассчитывать на скорое свидание?» Зомби оставила попытки подняться и теперь просто следила за ним. Уже давно нечеловеческими глазами. Стрелок выглянул в коридор. Там только один зомби из морга шел, натыкаясь на стены. Упал и больше не шевелился. Сталкер спрятался и посмотрел на раскоряченного на полу мертвеца. Та с готовностью открыла гнилой рот. «Мать твою!» «И это туда же!» Сказал он и почесал подбородок. «Болить надо, леди!» Обратился он к девушке. «Простите меня, я вынужден вас покинуть». Девушка захрипела. «Нет, нет, даже не просите. Я никогда не смог бы на вас жениться. Жена, дети, две любовницы, сами понимаете, никак». Он развел руками, извиняясь, и еще раз выглянул в коридор. Пока чисто. И со всех ног припустил дальше, стараясь не шуметь. Только здесь это было трудновато. Везде валялся мусор. Всех видов, форм, размеров. Зомби не попадали. Зато очень скоро он повстречал кровососа. Сталкер так быстро улюбил его, что не обратил внимания на специфический запах. А зловредное существо, по скотской своей сущности, сделалось невидимым. Он врезался в него с такой силой, что оба разлетелись в разные стороны коридора, подобно резиновым мячикам. Сидя на задницах, оба тупо глянули друг на друга. «Чего вылупился, идиот?» Спросил Сталкер, потирая ушибленную голову. «Колокольчик привяжи на шею, баран, чтобы не натыкаться на тебя». Оскорбленный до глубины души двумя нелицеприятными сравнениями с бараном и коровой с колокольчиком на шее, мутант, естественно, обиделся. Он поднялся мягко, почти изящно, и направился к человеку. Щупальцы пришли в движение. Он даже зашипел. Сталкер поднялся на ноги, погладил винтовку. Оба замерли и медленно повернули голову туда, где терялся в темноте длиннющий коридор. Стены громко шуршали. Урчание стало квинтэссенцией восторга. Два смертельных врага посмотрели друг на друга. Щупальца кровососа опали. «Что смотришь?» Мутант мурнул желтыми глазами. «Ну так получилось. Голодная на очередь. А я ее кормить не желаю. Хочешь заменить меня?» Мутант, кажется, не хотел. «Тогда что ты встал, дубина? Бежим!» Оба сорвались с места и стремительным бегом начали спасать свои жизни. Самое забавное, они бежали причем к плечу. И оба жалели, что их стремительный бег такой медленный. Тварь догоняла. Коридор начал петлять. И где-то по пути до кровососа дошло. За кем именно охотится тварь? Он пропал без следа. Дальше сталкер бежал один и был рад этому. Компания этого существа ему вовсе не нравилась. Правда, была мысль искормить его преследователя. Но прежде чем он успел привести ее в исполнение, гадкий мутант сбежал. Впрочем, может и к лучшему. Кто его знает, ест эта тварь кровососов или нет. А то ей мало будет. Он вон гад, жилистый, худющий и почти наверняка на вкус как подошва. Он бы его точно есть не стал. Побрезговал бы. Вскоре стрелок совершил свою самую большую глупость, окончившую весьма неожиданно. Даже для него. Он свернул в другой коридор. Там он бежал, пока не воткнулся в стену. Повернул и обнаружил, что находится в комнате такой огромной, что не видит ее стен во мраке, царившему здесь. Почувствовал наличие сразу трех аномалий. Внутри большого пространства. Вырыгался. Когда же он до конца понял, куда попал и попытался выбраться через ту же дверь, его повстречали светившиеся неподдельной радостью титанических размеров уже знакомые золотистые глаза. Он отступил, поднимая винтовку. Надо попасть в глаз. Именно в глаз. Только толку. А может поможет. Он выстрелил. Пуля отскочила от глаза, не причинив ему видимого вреда. Сам глаз просто расцвел радостью. Кажется, существо считало, что с ним играет. Тут ему пришлось отскочить подальше. Стена начала падать. Зверушка уверенно ломилась внутрь. Он отбежал к стене, рассчитывая использовать свой последний шанс. Когда оно войдет, пробежать в образовавшийся проем. А там как повезет. Или не повезет. Существо разломало толстую стену, как картонную, и вбежало внутрь. Он сиганул в бок, собираясь оббежать по кругу. Зверь прыгнул туда же. Пол дрогнул. С потолка что-то упало. Стрелок взглотнул и, сцепив зубы, стоял перед существом. Ну что ж, ты победил. Можешь приступать к еде, сволочь. Прошипело. И существо, широко открыв пасть, начало прыгать по полу вокруг него, игриво вращая желтыми глазами. Вращать по кругу толстым и бугристым хвостом и фыркать. У стрелка начала дергаться левая щека. Зверь заурчал и нежно ткнулся мокрым носищем в его спину. От всей нежности сталкер растянулся на полу. Зверь высоко подпрыгнул. Из потолка упал металлический пруд арматуры, вонзившись в метре от его головы. А ну прекрати! Завопил он, поднимаясь. Зверь тут же застыл, как вкопанный. Стрелок подошел ближе к огромной морде и спросил. Что ж тебе от меня надо-то? Здоровенный язык подкнулся в колени и прошелся по всему телу, укрыв его, как полотенце. Он упал на задницу. Весь в вонючих, прозрачных слюнях. Существо приблизилось к нему морду и стало приветливо урчать. После чего, под ошалелым взглядом сталкера, стало закатывать глаза и мелко поддрагиваться им телом. Где-то он уже это видел. — Я понял. Ты хочешь аномалию? В электро попасть? — возопил сраженным на повал сталкер. — Так тебе та не понравилась? Монстр нетерпеливо застонал. Почти по-человечески попробовал лизнуть его еще раз. Сталкер чудом сбежал очередного слюняво-ссотливого душа. Глубоко и тяжко вздохнув, сталкер закашлялся. Он теперь вонял, как целое стадо самых гнилых зомби. Глаза его сознания закрылись, и он вновь увидел себя, как красную точку в массиве теней. Рядом другую, только хм, вот оно что. Цвет сменился. Оттенок. Красным он видел себя и врагов, нацелившихся на него. Чуть мягче цвет был у... Вот только этого не хватало. Существо было настроено к нему дружески. Прежде это был уголек в доменной печи. Его хотели сожрать. А теперь любили как друга. Ну да, бывают друзья, которых лучше никому не показывать. Он поискал созданную недавно электру. Вот значит, почему его так активно преследовали. Аномалий не было. Что за дела? Наверное, дело в том, что он неопытен в этом странном деле. И потому она так быстро пропала. Так, делаем другую. Он открыл глаза и едва не скончался на месте. Совершенно автоматически он создал большую электру. Прямо там, где стоял он и существовал. Удивительно. Но он не чувствовал никаких болей. Его не жгло, не било током. Наоборот, по телу пробегали приятные искорки. Он поднял глазам руку. По ней бежали синие микромолны. Рядом, в непредаваемом наслаждении, билось существо с желтыми глазами. Оно упало слаб и, кажется, слегка постановало. Сталкер покинул область аномальной зоны пространства и стоял сейчас в стороне, наблюдая за очень счастливым зверем. «Электрический наркоман с автобус размером!» Говорил он задумчиво. «А я его шприц. Вот ведь влип!» Большая аномалия работала, стреляя молниями в монстра, наслаждавшего этими ударами. Но так же она и осветила все помещение до самых стен. Стрелок получил возможность видеть все помещения в деталях. Как оказалось, часть стен являла собой стекла, за которыми кто-то вполне мог быть. Все они были затянуты белым цветом и особого желания выяснить, что за ними не было. Зато на полу он увидел немало любопыток. К примеру, кучи мусора им не являлись. Точнее, не являлись когда-то. Оборудования очень много, разного рода, вида и назначения. Теперь старая рухлядь. Хотя, наверняка какие-то агрегаты работали до сих пор. Им, скорее всего, достаточно небольшого ремонта. Сколько, интересно, за них мог выручить у чешика или нищего? Одну вещицу он решил прихватить с собой. Какой-то трубчатый прибор или осколок онного. Маленький, в полладони и очень легкий. Пригодится. Но как же теперь выбираться? В сомнении он постоял немного на месте. Потом, очень осторожно, стараясь вообще не шуметь, направился к ставшему значительно шире выхода. Тихонько обошел гору бетонной крошки. И шокированно повернулся. Зверь рыгнул. Облизнулся весь в синеватых искорках. И, перевернувшись на спину, начал перебирать лапами-тумбами. Будто шел куда-то. Сытно рыгнул еще. И снова то же самое. Искорки. Аномалия исчезла. Вспышки энергии становились все слабее. Пока не затухли вовсе. Зверь протяжно вздохнул и засопел. Он спал. Сытый, довольный и счастливый. Недоуменно, качая головой, сталкер тихо покинул комнату. Теперь, когда за ним не неслась титаническая туша, он спокойно брел по коридору. И смог довольно быстро, всего за час, найти выход. Даже местные монстры не повстречались. Хотя под землей их говорят много. Впрочем, если припомнить кровососа. А именно то, как бесстрашно. Он отнесся к новому другу стрелка. Вряд ли сюда сунутся какие-либо твари. За исключением тупых зомби, людей, сталкерской внешности. Кроме того, как ему удалось выяснить? Златоглазку. Хорошее имя ему понравилось. Не так-то легко. Просто ранить. Не то, что убить. Забавный монстр. И надо отдать должное. Весьма вежливый. Редко встретишь подобное качество среди живых существ. И среди неживых. Оно не меньшая редкость. Припомнился Болтон. Он одно время был очень воспитан. Таких трудов стоило поднять его в моральный облик до приемлемого уровня. А он взял и убежал. Сволочь. Выход представлял собой широкую каменную лестницу. Уходящую вверх и вбок по дуге. Самого выхода он не видел. Но чувствовал, как сверху тянет свежим воздухом. Уже поднимаясь, сталкер остановился и решил, что поступает отвратительно. Златоглазка, судя по всему, питается электрическими аномалиями. Вытягивая из них энергию. И похоже, перед тем, как он сюда попал. Она очень долго голодала. А теперь он собирается покинуть существо, назвавшее пусть и не словами, его своим другом. К тому же существо очень веждево. Покинуть, оставив его одного, в этом страшном темном месте, без всякой пищи. Он почувствовал себя очень злым и жестоким. Именно поэтому сталкер вновь посмотрел на сеть. Уже через минуту весь этот комплекс был полом электрическими аномалиями разного запаса энергии. Меню златоглазки будет разнообразнее. И примерно в то же самое время некоторые сталкеры в разных частях зоны вдруг обнаружили, что кое-где начисто пропали электры и другие аномалии подобного обыд. Стрелок обнаружил, что перемещать узлы аномалии внутри сети много легче, чем создавать новые. Едва он вышел наверх, как понял, что находится не на улице. Тут он не один. Впрочем, тут и дурак бы понял. Он оказался в маленьком пустом подвале. Левая стена была разбита вверху, и сюда попадал дневной свет. Там, где он выжил, когда-то была большая замаскированная под стену дверь, видимо, работавшая, как гигантская задвижка. Сейчас ее куски лежали под ногами, а прямо перед ним, у другой стены, кто-то в черном плаще горбился и чавкал. Плащ странно бултыхался, будто все тело под ним было в движении. «Простите, что отрываю вас от вашего важного дела», сказал вежливый сталкер, вдруг обнаружил, что перед ним не очередной зомби, а вполне нормальный человек. «Ты кто?» Бровито озираясь, спросил маленький старичок с хитрыми бегущими глазками. Он сейчас был ошарашен не меньше, чем сталкер. Лисья мордочка старика казалась сильно перепуганной. «Я – Молния!» «Так меня зовут, уважаемый друг!» Улыбнувшись, сказал Молния. «Да, именно так. Теперь у него будет именно такое имя. Оно больше подходит ему». Впрочем, он тут же подумал, что «Молниеносный» пожалуй звучало бы внушительнее, но называться по-другому не стал. Назвался Молнией. Пусть будет так. «Да!» Старик вытянул маленькую головенку и заглянул ему за плечо. «А ты чего, оттуда пришел?» «Оттуда!» Сталкер удивленно обернулся на уходящую далеко вниз замшелую лестницу. Удивляла его, конечно, не лестница позади, а зазвучавший в голосе старика почти мистический ужас. «Так что?» «Ооо!» «Что вы!» «Что вы, уважаемый!» «Нет, совсем нет!» «Я залез через этот пролом!» «Просто вы были так увлечены своим наверняка любопытным занятием, что я не посмел сильно шуметь и отрывать вас от вашего занятия!» Старик открыл рот, закрыл, глянул недоверчиво на узкую дыру в стене, на сталкера. «Просто я очень хорошо двигаюсь!» Он гучузарно улыбнулся. Услышал, как громко треснула корка грязи на левой щеке. Тут же упала с тихим шерестом. «Эх, как тебя помяло, браток!» Немедленно расплылся в счастливой улыбке старик и шагнул к нему. «А ты, наверное, сталкер, да? Артефакты тут ищешь?» «Еще шажок!» «Так это ты зря здесь-то! Я вот могу показать тебе пару хороших мест!» Молния смотрел на ноги старика с любопытством, потому что их не было видно. Вскрывал денющий плащ. «Надо же!» Потом он посмотрел на плечи старика. С ним что-то неправильно. Динамика движения сильно не соответствовала комплекции. И что-то еще. Руки. Они тоже скрыты под плащом. И зачем он к нему так медленно подбирается? «Вот!» А потом сюда прихожу, смотрю, еда и я. Тут старикан напал. Из плаща стремительно вылетела мощная, нечеловечески сильная рука. Узлы титанических мышц, толстые вены, какая-то бордовая кожа, будто сожженная. «Отпусти ее!» Жалобно попросил старик, безуспешно пытаясь вырвать свою огромную лапищу из вроде бы маленькой и слабой ручонки сталкера. Тот удивленно покачал головой. Оторвавшись от детального осмотра конечностей, глянул на старика, протянул свободную руку и сильно щелкнул его по маленькому лбу. «Фу!» Сказал сталкер очень серьезно. Старик широко открылся в близкие глазки и теперь возникли опасения, как бы они не выпали. «Закатятся куда?» «Тут бардак такой, не найдешь ведь потом». Молня продолжила смотр. Ущипнул странную руку. Старик взвизгнул. И появилась вторая его рука. Нормальная. Человеческая. «Сломаю!» Тихо, как бы между прочим, сказал сталкер. Вторая рука безвольно повисла и скрылась в сладких плаща. Он осмотрел руку старика, потом плечо. Как он и ожидал, плечо было таким, что любой самый мощный атлет помер бы на месте от зависти. Но как минимум свалился без инсульта. Покончив с этим, он отпустил наконец огромную лапу старика. «Раздевайся!» Сказал молния. Старик тупо хлопал глазами. «Ладно, поставим вопрос иначе. Где тебя похоронить?» Похлопав по винтовке рукой, удачно применил он фразу, ставшую не так давно решающую в разговоре нищего с торговцем. Старик Монтан перестал ерепениться и понуро содрал в себя плащ, штаны и жилет без рукав. Ботинок на нем не имелось вовсе. Сталкер внимательно смотрел на худое жилистое тело и кивал свои мысли. Жилистый, худой, но крепкий, нормальный пожилой человек. Даже между ног имеется все, что нужно для счастливой жизни человеку новому. Только правая рука будто от другого тела. Пошевели правой рукой вниз и вверх. Старик выполнил приказ. Сталкер отметил, что мышцы плеча работают не совсем правильно. Точнее сказать, не так, как должны. И именно это позволяло свести дисбаланс в соотношении масс тела и мощи мышц до минимума, что давало старику чрезвычайно высокую скорость на рывке правой рукой и при этом позволяло остаться на ногах. Любопытно. Теперь согни руку. Ладно? Ни к чему. Помолчав немного, молния горестно пройдет. И все-таки я ученый. Тогда почему я так хорошо разбираюсь в военном деле? — Это, парень, я-то, конечно, не знаю. Старик тяжело сглотнул и указал кивком на свой тряп. — Можно оденусь? — А? Сталкер кивнул и подошел к тому, над чем сидел недавно чавкающий старик. Там, лежа на спине голубыми и совершенно мертвыми глазами в потолок, смотрел солдат. Уже наполовину съеденный. Звук движения. Рука была перехвачена. Уши раз за спину. Пяткой, не отпуская чрезвычайно сильной руки, шмяк и тело за спиной подбросило высоко вверх. Стук, треск, рухнул коленями прямо в пол. Странно хрюкнул. — Еще? — просил сталкер, изучая останки солдата. — Кажется, из тех, кто на брошенной базе. Они сейчас что, под базой? — Не надо! — хрипело несчастное существо за спиной. Лицо уткнулось сталкеру в одно место. Мягкое место. В тот же миг размышления молнии были прерваны острой болью. Что-то хрустнуло довольно громко. — Ох ты, грязное животное! — прорычал он, используя руку старика как рычаг и с поворотом корпуса буквально вбил его в ближайшую стену. Отпустил. Старик со стоном упал стек по стене, оставив в ней четкий след. Вмятина. Повторяющая контуры его тела. Штукатурка осыпалась на голое тело бедняги. — Так, уважаемый, нам предстоит долгая беседа, имеющая под собой основой ваше невоспитанное поведение. На тему нормы морали и поведения в приличном обществе. — сказал сталкер, потирая до самого мяса прокушенную зловредным мутантом задницу. — Итак, начнем. — Встать, животное! — заорал разозлившийся сталкер, когда мутант, совершенно не обращая на него внимания, продолжил оглашать комнатку громкими стонами. Хороший пинок зубы немедленно вернул тому сосредоточенность на интересные беседы и даже подарил зачатки вежливости. Старик поднялся и боюка левую руку вытянулся у стены. — Хватит прикидываться, будто вы сломали руку! — ухолизненно, но уже спокойно произнес сталкер. — Если бы она была сломана, вы бы сейчас стонали от боли. Так что оставьте, прошу вас, оставьте немедленно! — Прекратите паясничество! — Мутант злострянул маленькими глазками. — Сказать, что за стоны он только что получил в зубы, так что едва не потерял их. Он не рискнул. Сталкер-молния продолжил воспитательный диспет. — Увидев вас, я был поражен и обрадован нашей встречей. Так редко нынче попадаются вежливые, образованные люди. А учитывая ваш возраст, я решил, что вы человек, о, простите, мутант явно пожилой, а значит очень воспитанный. Каково же было мое огорчение, уважаемый, когда вы напали на меня? Да еще и... Он поморщился, коснувшись еще болевшего укуса в своей филийной части. В общем, я глубоко опечален. Потому вам предстоит выслушать и запомнить некоторые простые правила поведения с незнакомыми людьми, предположительно вежливыми, образованными и должновоспитанными. — Давно убил? — спросил он, прервав на миг речь и указав на тело в угол. — Пару часов как? Старик, понимая, что, поиздевавшись, волю этот странный человек все равно убьет его, ехидно добавил. — Я убивал его медленно, и он лежал как свинья. — Прекратите еродствовать, уважаемый! — погрозил сталкер пальцем и вернулся к осмотру труп. — Я вижу, что у него перелома на шее с сильным ударом. — А учитывая вашу, должно сказать, глупую и бездарную попытку убить меня, ударом вашей уродливой правой руки, кстати, позвольте выразить восхищение вашей правой рукой, превосходный образец. — В базе данных его нет. — У нас, то есть у них. — Он поморщится. — Честно говоря, не знаю. Помню базу по мутантам. Вас в ней нет. — Еще хоть на шаг сдвинешься, мудила, я тебя догоню и отстрелю твою тупую башку. Я слышу каждый твой шаг. Мутант вздрогнул и, тяжко вздохнув, вернулся к прежнему месту у стены. — Знаете, очень хочется есть. — Кстати, уважаемый, вы съедобны? — А? Мутант ошарашенно смотрел на повернувшись к нему человек. — Что? — Простите, повторяюсь. Видимо, вы умственно отстаете в развитии от средней крысы и потому не понимаете с первого раза. Если я вас съем и отравлюсь, рвоты не будет. Мутант только беззвучно похлопал варежкой. Как-то странно сильно. Вжался в стену. Что-то в глазах этого нелюдя, похожего на человека, очень не понравилось мутанту. — Люди не едят изломов! — дрожащим голосом пропищал старик и как-то нехорошо себя почувствовал. Съеденный солдат, кажется, забирался выйти погулять. Тошнило. — Из чего не едят? — скинул брови сталкер. Корка на лице окончательно отвалилась, размоченная слюной златоглазки и заново высохшая. Теперь она слазила пластинами. — Излом — это я! Но так люди называют! Изломы! — пояснил мутант. — Излом! — задумчиво сказал молния. Он этого не заметил, но в его глазах ныкнула едва заметная синяя искорка. Зато заметил старик. — Дурацкое название? — Есть, как хочется! — Можете откушать от солдатика! — показал пальцем старик мутант. — Он вкусный! Я ел! — Правда, очень вкусный! — Оденься, чудо! — буркнул молния. Он сам уже подумал над этим. Но все же не мог почему-то съесть солдата. Внутри все бунтовало. Правда, тот пах едой. Но к запаху примешивался тонкий, едва заметный душок. Человек уже начал подгнивать. Излом нагло в рам. Он убил его как минимум уже восемь часов назад. — Ты насытился? — спросил он у мутанта. Тот неуверенно кивнул, натягивая плащ и плотно размышляя над тем, как полововче свалить. — Врешь! — Знаешь, я тут подумал. — Изя! — Точно! Тебя теперь зовут Изя. Ты не против, мой любезный друг? — Что? Излом уже одет и вскинулся на дыбы. — Я излом. Не какой-то там человек. — Зубы болят? Или уже все прошло? — С другой стороны, Изя очень хорошее имя. Звучит. Не очень радостно рёк мутант. — Вот видишь! — приветливо улыбнулся Сталки. О том я и хотел сказать. Как я успел заметить в своих долгих и тяжелых попытках воспитать некоторые подозрительные элементы местного интеллигентного общества. Слова помогают далеко не всегда. Он грустно вздохнул. — Иногда лучше показать грубую, совершенно не цивилизованную, просто отвратительную силу. Вы не согласны? — Согласен, согласен, — кисло ответил мутант. — Отпусти, а? — Согласен? Ты меня не понял. Ты не должен меня бояться, милый Изичка. Старика передёрнуло так, что он чуть не выпрыгнул из плаща. Тише, тише, ты меня максимизируешь. Ты худой и жилистый, абсолютно не в моём вкусе. Предпочитаю особей своего вида. Для этих неприличных целей Изичка — это для установления тёплой дружеской обстановки. Ты должен соглашаться, только если правда согласен со мной. Если и нет, ты должен спорить, вежливо приводя веские и разумные аргументы в пользу своей точки зрения. — Ты успеваешь? Возможно, для твоего слабого и костного разума эти речи слишком быстры. Если хочешь, я буду говорить чуточку медленнее. — Нет, нет. Всё нормально. Я понимаю. — Практически простонал Изи. — Замечательно. — Просто замечательно! — воскликнул сталкер. — Вот видишь, как вежливость хорошо влияет на всех живых и разумных существ. Прошло всего несколько минут, а ты стал значительно умнее и гораздо более воспитан, чем при нашей первой попытке завязать милую интеллектуальную беседу. Ты мне солгал, Изичка. Ведь ты хочешь кушать. Так что прекрати ломать комедию и кушай. Излом схликнул и поплёлся к труху. Начал уныло грызть руку мертвеца. Потом уже быстрее и с видимым удовольствием. Вскоре он ел быстро и, кажется, даже забыл, что не один. В животе сталкера грузно заурчал. Излом перестал есть и удивлённо глянулся. — Что? — буркнул сталкер. — Есть я хочу, говорю же. А ты так аппетитно? — А, ешь давай. — Ты ведь не человек, да? — спросил Изя, когда покончил с едой, практически сожрав всё мясо с конечности солдата. — Кажется, уже нет. Молния вытянул руку перед собой. Глаза на миг стали пустыми. Излом почувствовал сильный позыв напасть и перегрызть глотку странного человека. Сейчас пока он в прострации. Излом этого не сделал. По руке пробежали голубоватые искорки. Стену напротив ударила тугая энергетическая струя. — Я впервые сделал так. — Это… это… это знаешь ли… — проговорил, глотая звуки излом. Они сидели сейчас на корточках, прислонившись спинами к стене и очень близко друг к другу. Неосознанно мутант отодвинулся подальше. — Необыкновенно. Чудесно. И просто прекрасно. Сталкер повернул голову к излом и улыбнулся. — Благодарю тебя, Изя. Ты замечательно умеешь подобрать нужные слова. — Что? Он вздохнул и продолжил. — Чего ты хочешь от меня? — Ответы на некоторые вопросы. Плюс маленькая услуга. — А потом ты уйдешь? — с надеждой спросил излом Изя. — Да, уйду. Как-то уже подозрительно улыбнулся молния. — Тогда спрашивай. Я тебя… это… уважаю. — Ты меня боишься как огня, добрый друг Изя. Прекрати мне лгать. Могу расстроиться и нечаянно сломать тебе какую-нибудь важную часть тела. Рука больше не болит? — Нет. Излом с улыбкой показал вторую руку. Пошевелил пальцем. — Уже срослась. — Вот ее и сломаю, — поведал сталкер Изя Угульмаскист. — Первый мой вопрос, Изя. Мы сейчас под базой военных, и этот мертвец один из них. — Ага. — Ой, как же вовремя они появились, не представляешь. Я тут уже с голода помирал. Я крыс-то есть могу, что угодно, но бесчеловечный сохнул. Так можно и умереть. — А что не вышел? На свалке часто бывают люди. — Я? Излом опустил голову и стал ковырять бетонный пол пальцем правой руки. Дверку проковырял. — Боюсь я. Там везде аномалии. А я? Я их чувствовать разучился. Как в трамплин попал, так и разучился начисто. — Подожди. Его же хорошо видно, даже ночью. Как ты умудрился попасть в трамплин? — Как, как. Объелся я в тот день, но и захмелел. Бывает с нами такое, когда переешь. Вот и не заметил. Ноги оторвало. Кое-как сюда заполз. Тут люди тогда были. Отросли ноги. Я их ел потихоньку. Они новички были. А потом ушли куда-то. Но я за ними. И сразу же в электро угодил. Не смог увидеть ее. Не почувствовал. А теперь страшно. Боюсь идти. — Бедняга! — искренне сочувствуя, сказал сталкер. И злом щурясь вскинул голову. Издевался над ним, сволочь. И глаза опять вознамерились выпасть. Сталкер и вправду жалел его. — Как жаль! Как жаль! Выброс как на тебя влияет? — Никак. — Теперь никак. Не чувствую выброса. Не вылазил я наверх. Только за едой. Если ходит там. Боюсь я. И зона знает что. — Прекрати, дорогой мой. Зона знает. Зона желает. Зона хочет. Ты, Изя, далеко не юноша, чтобы понимать, как обстоят дела на самом деле. Молния сказал так, потому что в этих словах совсем не был уверен. Ему хотелось увидеть реакцию. И она оказалась любопытной. — Когда-то ты, может, и был человеком, Молния. Но теперь нет. — Мрач нарек старик. — Ты понимаешь, что такое зона? По крайней мере, настолько, насколько понимают разумные мутанты. — Издается мне. Ты из их числа. Вместо ответа сталкер достал нож и полосанул по своей руке. — Уф! — Излом с отвращением. Вот скотина. Смотрел, как капает светящаяся кровь на пол. Как исчезает на его глазах порез. Сходятся края раны. — Хорошо, что я не стал тебя есть. — Как будто ты мог меня съесть. — Махнул рукой Сталкер. — К вечеру даже шрама не будет. Еще один вопрос. Что за тварь живет внизу? — Эй! Так ты снизу все-таки пришел. Старик подскочил и начал быстро бегать по комнате. — Ой! Как же теперь? Бежать нам надо. Молния. Быстрее бежать. Учует. Сожрет. Эту тварь ни одна стена не остановит. Она просто выгод по тупости найти не может. А ты ее прямо сюда вывел. Бежать надо. Бежать. Сожрет она нас. — Да что ты? Златоглазка сожрет. Не говорит чепухи. Она очень милый и, в отличие от тебя, очень воспитанный зверь. И к тому же она сейчас крепко спит. А? Излом остановился. Прислонился к стене напротив. Сполз по ней, сев на корточки. Почти с мистическим ужасом посмотрел на стол. То есть как спит? Златоглазка? Это я ее так назвал. У нее очень красивые и просто выражительные глаза. Ты не находишь? Изя сказал что-то на вроде глюм и кнул за чем-то. Странный он какой-то. Мы почти сразу подружились. Долго играли там внизу, а потом подружились. Играли? Да она такая забавная, прям как большая собака. Вот рот с кутом. Это мои псы. Ты таких наверняка встречал. Черные псы зоны. Немножко телепаты. Вот они прям так же себя видны. В целом очень добрый зверек. Только очень она большая. Столько там поломало. Подожди. Черные псы? Это вот такие, с красными глазами. Овальные морды. Телепаты немного. Твои псы? Да. Они мои добрые друзья. Некоторое время мутант изучал его пытливым взглядом и молчал. Видимо размышляя над сказанным. Наконец тяжкий и непривычный для него активный мыслительный процесс завершился. Ты лжешь. Заключил излом. А вот это уже третий наш вопрос. Сначала ответь мне. Кто златогласка? Я таких не видел раньше. Она мутант. Надо полагать. Но я совершенно не понимаю, как она появилась здесь и прожила под землей так долго. Я тоже не знаю, кто она. Излом потер маленькую голову в свои лапище. Редкие светлые волосенки встопорщились. Я тогда вниз сунулся. Ну и издалека ее увидел. Глаза эти. А она какого-то зомби пожирала. Свежего. Не знаю, как он туда забрался. Я таких зомби тоже ем, если с голодухи. Но очень есть хотелось. Вот я и сунулся по дурости вниз. А эта туша там. Я сбежал сразу. Потом пару раз спускался. Но так и не смог пройти далеко. Как услышу ее, ворочается. Да вспомню, как она жрала зомби. Зубы огромные такие. Страшно жуть. И я уходил. Так все в этом подвале и живу. Но кое-что вот узнал. На. Он протянул ему какие-то пыльные бумаги. Вынув их из-под камня. Там нашел. Я читать не умею. Точнее умею. Но тут все так странно написано. Может не по-русски. Молния взял бумаги. Повертел в руках. Чертежи. Но необычные. Вот двойная спираль ДНК с расшифровкой генетической информации. Явно не человеческая ДНК. На другом листочке имелось схематические изображения причудливых внутренних органов. Имелись даже такие, аналогов которой не существовало в природе. Дальше были три релизка отчета о ходе эксперимента. Густо пересыпанные научными терминами. Значения практически всех не было для него тайной. В одном сообщалось, что им таки удалось получить зародыш. Изя. Это просто великолепно. Они получили существо, способное питаться как органической пищей, так и обычной электрической энергией. Молекулярные связи в кожаном покрове усилены. Ее кожа, в сути своей, органическая броня. Крепче, чем лобовая УТ-90. Не думал, что такое вообще возможно. Это же чудо, Изя. Просто чудо. И к тому же они использовали направленное излучение. Проклятие. Если это не ложь, не бахвальство, они сумели сгенерировать излучение, аналогичное излучению выброса. Так они создали златоглазку. И она разумна, Изя. Мать твою. Она разумна. Он стал изучать последний листок. Там была потертая фотография того гения, который сгенерировал излучение в лабораторных условиях. Им была девушка. Симпатичная и милая. Даже не улыбаясь на этой фотографии, она казалась ангелом. Где-то он ее уже видел. Где? Перед глазами всплыло страшное лицо, в синих прожилках белесые пустые глаза. Гений погиб вместе со своим изобретением. Она и сейчас там бродит мертвая. Что у них случилось здесь? В одном отчете говорилось, что образец, скорее всего, погибнет. Но, тем не менее, исследования надо продолжать. В ранее избранном направлении. Создатели чудесного существа даже не знают, что эксперимент увенчался успехом. Образец златогласка вежлив и прекрасно себя чувствует. «Как жаль!» Грустно сказал он, глядя на фотографию милого гения. «Такой бесценный кадр потерян для проекта. Почему я не знал о тебе, гений? Стоп! Какой проект?» Он постарался вспомнить. В глазах тут же помутилось, и голова начала трещать по швам. Он быстро бросил это занятие, весьма больно отражавшееся на мозгу. «Изя, ты…» Талкер протянул листочки, собираясь вернуть владельцу. «Пусто!» Гаденыш Изя воспользовался случаем и куда-то сбежал. «Какой, однако, невоспитанный и злом!» «Изя, в порыве отчаяния, убежал вниз. Видимо, он поверил, что монстр нагонявший на него ужас спит, а может, сильнее боялся монстра другого. Рассмеявшись, сталкер стал. Листочки он аккуратно положил под тот же камень. Сюда он еще заглянет. Как-нибудь потом, когда уйдут солдаты. Если к тому времени Изя будет жив, он снова мило побеседует. И злом Изя ему чем-то приглянулся. Пускай в воспоминании этого мутанта имеются весьма существенные пробелы, тем не менее, он гораздо воспитаннее большинства людей и так интеллигентно изъясняется, просто иногда в профилактических целях ему нужно выдавать по зубам, что именно возвращает его к искренней, нежной и трепетной сущности. Глаза у него интересные, как у лисы. А как выглядит лиса? Мол, не я не помню, но был уверен, что примерно так, как интеллигентный и очень умный мутант Изя. И злом Изя с глазами лиса. Красиво звучит. Из подвала он выбрался через дыру в стене. Мол не очутился во дворике брошенной базы. И, как показала практика, брошенной не до конца. Включив на пределе все доступные чувства, он выяснил, что на крыше вроде бы никого нет, полной уверенности не было. Но в здании тишина. Запахи говорят, что люди сосредоточены в основном на первом этаже. Где-то в центре здания. Вертолет уже улетел. Что ж, вперед. Это по-любому. Его не заметили, когда он стрелой пролетел через откос и скрылся за сгорком. И все же снайпер на крыше был. Просто не смотрел в эту сторону. А может, увидев, хе-хе, призрака, решил, что померещилось. Пробегая мимо провала в земле, молния нашел свои пистолеты. Их не взяли. Он подобрал. Стремительно побежал прочь. Впереди радиация. Как быть? Он вернулся и стал искать. Вскоре был найден счетчик. Целый, невредимый. В траве. Молния припустил прочь. Везти не может вечно. Еще попадет случайно кому на глаза. Добежав до первых пятен радиации, он ощутил острый укол боли в сердце. Отправив псов, он как-то позабыл, что у них счетчика радиации нет. Упав наземь, он стал обнюхивать траву. Вскоре напал на след и припустил по нему. Очень надеясь, что умные псы возвращались прежним путем. Он не ошибся в них. Счетчик, в принципе, был даже не нужен. Кот и Рута вернулись по своим собственным следам. Значит, поняли, что не зря он петлял по этому ровному полю и не давал ему ходить в сторону. Уже в темноте он набрел на ручей. Миновав поле, где хозяин вел себя странно, псы поохотились. Он нашел тушу кабана, практически съеденную. Разогнав крысиных волков, поел. Хоть какая-то еда. И не тухлая, как тот солдат, которого предлагал съесть изя. Хороший он все же парень, изя этот. Решил сталкер. Поев немного, удалив голод, он теперь почти любил его. Так, как друг, конечно, один изян, людей гад ест. Но у кого нет недостатков. Вот он зомби любит поговорить, кто-то в носу за столом ковыряется, а изя вот людей ест. У всех у нас есть свои маленькие слабости. По следу псов он дошел до бьющего из земли ключа, один из источников местного ручья. В нем он вымылся и постирал плащ покойного Рекса. Его посекло пулями и осколками. Жаль, придется выкинуть. Подумав, он решил, что лучше заштопать и оставить на память о том чудесном сталкере Рексе, безвременно ушедшем от нас. Посреди ночи, весь мокрый, он побежал вновь. На этот раз, решив все же вернуться немного назад, к свалке. Псы живы, здоровы, так что можно и побезобразничать. На этот раз на свалке, там где ржавели остового машин, было больше народу, те трое тоже. Еще стояли двое на часах. Обойти их было плевое дело. Слишком далеко встали. А на свалке кружком сидели у костра сталкер, пятеро, и общались. Значит, в остовых еще один часовой. Приглядывать непосредственно за окрестностями костра. Знакомый сталкер из прошлой троицы доказывал всем остальным, что черный сталкер существует, и он сам лично видел недавно, как тот метался в холмах кривой гигантской тенью, с пылающими красными пламенем глазами. Говорил что-то о холодном ветре, могильной сырости, предварившей появление призрака. Над парнем, конечно, смеялись. Как, однако, некрасиво и невежливо. Разве можно смеяться на человека, говорящим чистую правду. Хе-хе. Молния решил поначалу повторить старую шутку, но быстро передумал. Повторить старую шутку просто вульгарно и отдает сильным душком экспресс. Кроме того, это верх проявления необразованности любого интеллигентного существа. К тому же первая шутка была глупой и ущербной. Он поискал глазами тень ближайшего к полям часового. Тот стоял у дерева и смотрел на людей у костра. Быстро обойдя его, молния встала во весь рост, прежде убедившись, что часовой смотрит в сторону костра, и медленно двинулся к сталкеру. Двигался он тихо, а звук падающего с края мокрого плаща капель парень не мог слышать. Как все другие люди, он был глуховат на оба уха. В ботинках вода тоже не хлюкала. Они плотно прилегали к щиколоткам, и их он не стирал. Так что участь часового была решена. Парень ощутил сырость исходившей от молнии и резко повернулся, сжимая курок. Грянул выстрел. Автомат был выдранный в его руку с нечеловеческой силой. Ужасная фигура с надвинутыми на лицо капюшоном стояла перед ним. «Как ты посмел наступить на мою могилу, смертный?» «Я… я… я…» «Ты…» – кивнул капюшон. «Ту…» – кривой палец указал под ноги сталкеру. «Захоронен мизинец моей правой руки. Ты вызвал меня к жизни, чтобы жить не жизнью. Урррр! Как ты хочешь умереть? Тебя вопрошай, черный сталкер. Отвечай, презренный!» Все тело призрака заискрилось маленькими молниями, с пальца соскользнул разряд, попав прямо под ноги сталкера. Тот заорал благим матом и припустил бежать, а молния поклялся больше не пропускать ток через себя, когда одежда мокрая. Судорога едва не скрутила его пополам. Завывающий сталкер влетел прямо в костер, едва не попав под пули свои же. Его отловили и скрутили. Он выл и бился в истерике. Молния тут же ощутил себя виноват перед несчастным пареньком, возможно, сошедшим с ума. «Черный сталкер!» – громохнул он, предварительно спрятавшись в заде. «Не тронет дланью смерти всех, кто сейчас здесь!» «Бумба!» Один из сталкеров, державших сейчас притихшего часового, вдруг выпрямился и застыл, как громом пораженный. Так его все звали. «Ты будешь следить за тем, кто на земле. Я ухожу в мир мертвых!» Под конец он громко и стошно завыл и ползком двинулся прочь. Вымазался, конечно, но когда ушел достаточно далеко, ни чуточки не жалел об этом. Так смешно вышло. Призрак назвал имя сталкера, ха-ха, услышав его из разговора у костра. Он смеялся до самого домика с покосившимся столбом и вышкой. Здесь он решил, что все же не стоило так сильно их пугать и ощутил острое чувство вины. Потом вспомнил кута с рутом и чувства вины испарились. Немаленькие сталкеры эти каждый день под смертью походят, переживут. А минуты искреннего веселья, они так редко в этом жестоком мире. И Изя, все-таки сволочь стрёмная, сбежал в гад. Он рассчитывал поселить его в третьем домике, чтобы не было так скучно. Будет с кем поговорить. Кормить его можно было бы нечасто и теми зомби, которые были совершенно живы, просто с вычищенными мозгами. Были даже мысли на всякий случай посадить Изю на цепь. Но он потом передумал. А Изя потом, проявив свою невоспитанную сущность, подло сбежал. К утру молния добрался до своего домика. Кут с рутом были там. Оба подпрыгнули чуть не выше домика, завидев его и счастливо визжа кинулись вперед. Даже с ног сбили. И все лицо облесленявили. Облизывали так, что чуть кожа с лица не содрали своими шишавыми языками. Рут правда вскоре успокоился и только терся ноги боками. Кут еще долго скулил. Ласкался и даже рычал на него, ругая за такое долгое отсутствие. На следующий день они покинули домик. Он был разрушен землетрясением. Так легкий толчок, но хрупкие от времени стены не выдержали. Оставаться там не стоило. Пора было переезжать. Только куда? Он двинулся за железную дорогу. Глава пятая. Бандиты зонов. Электрик затаился и ждал. Что-то не так было в окружающем месте. Он чувствовал постороннее присутствие. Чувствовал непривычными органами чувств. Зрение, обоняние, слух. Они молчали. В домике соседей, давно уже соседей бывших, как-то раньше опять было шумноваться. Постояльцы там никогда не переводились. Выбьешь, по вечеру все в зомби. А на утро там снова ледно. Шумно. Ничего необычного. Шуршат крысы в его старом домике. Ночевать в погребе перехотелось. Где-то впереди кабанью стая безобразничает. Но он не голоден. Слева и справа на разном удалении слепые цы шарятся. Все как обычно. И все же, все же опасность. Явная опасность, и он никак не может понять, где и откуда. Да и опасность какая-то странная. Чувствуется не так остро, как обычно. Как поступить? Уже через час будет темно. А он хотел расположиться на ночлег до темноты. А теперь выходит всю ночь сидеть в лесочке и ждать? Нет, это не дело. Он начал перемещаться по опушке жиденького леса. Рано или поздно противника он обнаружит. Или противник обнаружит его. Или его найдут. Кот с Рутом. Они пропали из виду. Разбежались в разные стороны. Рут мелькал среди деревьев. На некотором удалении от него. Кот убежал в противоположную сторону. Он им это не приказывал. Вообще он стал замечать, что все чаще они ведут себя независимо. И что самое интересное, куда разумнее, чем можно было ожидать от собак-мутантов. Впрочем, черные псы могли получиться и из местных лопов. Кто их разберет? Они одинаково похожи и на тех, и на других. Вообще никак не похожи. Разве что при сильно развитой фантазии или с пьяном. Сталкер продолжал движение. Пытаясь найти опасность и вскоре вышел к лесной тропке. Используемой в основном кабанами. Да другими тупоголовыми обитателями зоны. Узенькая тропка такая. С первого взгляда и не скажешь, что это тропка. Просто тот же редкий лес. Однако здесь он провел немало дней. В этом районе и хорошо знал, что этой дорожкой ходят двери. Причем дорожка всегда обходила аномалии. Вот напротив нее он и засел. Вновь ища ту странную угрозу. И нашел. Запах. Слабый, почти выветрившийся. Тут прошли два человека. А вот и второй запах. Его он, видимо, и ощутил. Но столь слабо, что лишь подсознание обратило на него внимание. И выбросило в разум тревожный колокольчик. Только он назначал осторожно, а не опасно. По следу людей прошла химера. Плохо. Погибнут люди. А может и не погибнут. Впрочем, ему какое дело. Сталкер тихо свистнул. Все откликнулись рыком и, не скрывая своих движений, шумно побежали к хозяину. Он смотрел на них, как они двигались в этом лесу. Словно игла, пронизывающая ткань. Столь же легко и почти незрима. Игла. Оба подбежали и начали крутиться вокруг него. А потом разом зарычали и, став на тропке, повернули с коленными мордами в сторону, куда скрылся химера. «Э, нет. Ребят, в самом деле, я устал. Какая охота!» Оправдывался он перед псами. Те зарычали и встопорщили шерсть над грифом. Кот встопорщил и редкие клочки шерсти. «Ну, ладно, ладно. Пойдем, поохотимся на химеру!» Вздохнув, сдался Сталкер. «Это просто возмутительно!» – разглагольствовал и леплик. Идя по тропке вслед за псами, рот держа нос по ветру, рыкнул. «Как? Мне еще и бежать предлагаешь?» «Мало что меня, больного, усталого человека!» Вы, два огромных, страшных зверя, уговорили идти охотиться на никому не нужную, старую, худющую и вонючую химеру. Так я же еще и крайний оказываюсь. Может, мне еще на ручки вас, двух щенков кабанево веса взять?» Кот обернулся и радостно заскулил. «Эй-эй!» Я пошутил. «Кот, иди как шел. Не обращай внимания. Это я так сам с собой». Пес заскулил на высокой ноте и отвернулся, снова принюхавшись на ходу. Он еще и обиделся. «Это ж надо! Что за странное у вас воспитание? Вот зачем вам сдалась эта химера?» «Сразу говорю, ребята, я ее есть не стану. Вот вы, если хотите». Псы напряглись и припустили бегом. Лектрик закатил глаза и в притворном приступе отчаяния побежал следом. Конечно, это была игра. Псы вели его на поводу своих желаний, только если он сам этого хотел. Но это и было одной из самых любимых игр «Двух псов и человека в землю». Кроме того, возможно, кот и рот правы. Почему бы не помочь этим двум людям? Может им помощь и не нужна вовсе, а может нужна. В любом случае, доброе дело. Электрик чувствовал что-то знакомое с запахи этих двух. Что? Кажется, он уже видел их однажды. Уже чувствовал этот запах. Хм, любопытно. Что-то кажется… Ах, ну да. Старые знакомые. Только в прошлый раз он видел их совсем в другой части зоны. Надо же, живы еще. Тогда чуть не погибли. Спас их. Они даже и не поняли, что были в шаге от смерти. А он и не посчитал нужным уведомлять их об этом. Просто ушел. Ну, поможем еще раз. Они неплохие ребята. Так похожи на Кута и Рута. Совершенно чудесные люди. Молния перешел железную дорогу. Без происшествий. Все в том же месте. И сев у подножья насыпи, опершись на винтовку, стал смотреть в зону. Куда идти? Где теперь окопаться? Может где-нибудь у свалки? Нет. Там вечно шастают люди. С обществом зомби мириться еще можно. Но иногда даже интересно. Но вот общество людей, вечно норовящих немного пострелять в тебя. Иногда пострелять просто. От скуки. Немного напрягает. Молния принял решение. Поднявшись на ноги, он отправился к лесу. В гости к нищему. Раз жить ему теперь негде, он погостит немного у бандитов. А заодно потренируется с Валдисом. Если тот действительно так хорош, как говорил нищий. Надо вернуть телу прежние способности в этой области. Ведь, да хотя бы простой Маваши. Его тело способно нанести этот удар с огромной силой. И при том, само тело так крепко, что он легко может переломить дерево этим ударом. Проблема в том, что даже простой человек ударив сильно, но неправильно рискует сломать всю конечность, которую ударил. Или вывихнуть, растянуть, повредить мышцы. Да мало ли. А с его нынешней силой неправильно исполненный удар вообще может убить. Так что нужен Валдис. Вот и веский повод появился поселиться у бандитов на неопределенный срок. Не пережив дороги, практически никаких приключений, молния дошел до первых постов весных бандитов. Тут их было значительно больше, чем у чешика. Но у бандитов и жилище не так хорошо скрыто от посторонних глаз, как у торговцев. А может, у них за эти две недели успела война какая начаться. Или долг рыскает вокруг с намерением отомстить. Впрочем, не важно. Сталкер засел в подлеске в 100 метрах от первого часового. Он его не видел и не слышал, но чувствовал. Засел он здесь и не ринуться к часовому сразу. Село обстоятельств, о которых сначала просто не подумал. Первого, его ведь могут сначала пристрелить, а потом посмотреть, кто это там пожаловал. То есть просто встать и пойти прямо вперед может стать опасно для его и так слабого здоровья. Второе, не все бандиты знали его в лицо. Как и он, знал не всех. А если не все знавшие его куда-то ненадолго ушли вместе с боссом, его же тогда перестрелят и баста, он бы на их месте скорее всего поступил бы так. Оно все безопаснее, чем пленного держать. И трейки. Кот и рот. Как быть с ними? Разлегшись поудобнее в подлеске, даже наклонив на себя несколько пышных кустов и обсыпавшись сухой травой, веточками, он стал размышлять. Псы тихо ворчали рядом. Им его очередной акт в непрерывно странном поведении не очень нравился. Но бегать по кустам они не решались. Если молния начинал ползать на брюхе, либо прятаться, это всегда значило близкую опасность. Так что они лежали рядом и ждали. Кот вскоре уснул. Через некоторое время уснул и рот. Нечто длинное с множеством маленьких лапок пробежало по ноге сталкера. Нудно жужжа на лоб сел толстый комар. Нацелился проколоть кожу хоботом. Крови попить чуть-чуть. Ткнулся хоботком, передумал. Ткнулся чуть левее. Неуверенно потоптался и обиженно пища улетел, не рискнув испить странной крови. Сталкер не шевелился. Смотрел прямо вверх. Он пытался придумать, что делать сам. Показывать их людям не хотелось. А куда их тогда? Он ведь там не два часа будет. Мысли немного побродили в его голове, удивленно озираясь. Пусто, тихо, новых мыслей не появляется. Вот они замерли, посовещались и построившись роты и ушли к кому-нибудь, у кого голова более вместительна, где селится больше всяких мыслей. Разум опустел. Ничего придумать не получалось. По всему выходило, придется заявиться к бандитам, компании Рута и Кута. Нищий, конечно, уже знает о его добрых и милых друзьях. А вот другие могут немножко удивиться. Стрелять еще начнут. Так и не решив этой проблемы, мол не обнаружил, что уже стемнело. Рут схрапнул во сне. Сталкер закрыл глаза и тоже уснул. Надеюсь, что решит проблему утром. Первый лучик солнца разбудил Сталкера. Проснувшись, он понял, что проблема за ночь не решилась никак. Более того, проблема породила еще одну. Он слышал прадущиеся мягкие шаги. Возле часового, вскочив, он пули рванул туда, забыв о возможности быть подстреленным. Если псы сидят часового, будет немного обидно и придется уходить. Именно поэтому он вихрем пронесся по местности и как и под земли возник перед часовым. Засветив ему кулаком в челюсть, тут же рыкнув, из-под леска прыгнули псы, очень довольный тем, что хозяин тоже решил получать в этот путь. Конечно, есть первыми они не станут. Только добьют добычу и будут ждать, пока хозяин не насытится. Или не позовет их. Молния едва успел изловить обоих хищников, прежде чем они перегрызли глазку бандитов. Схватил за шкирки и опустил наземь на лапы. После чего счел за лучшее, немедленно упасть ничком, рядом с бесчувственным телом бандитов. Несколько пуль срезали ветки над ним и тут же с крыши с рычанием рванулись к врагам. Пришлось немного сильнее, чем хотелось бы прижать кто во земле. Оба упали слаб на животы и пока оставили попытки убежать, но рычали непрерывно. — Братва, прошу прощения, но не мог бы кто найти нищего! — заорал сталки. Выстрел тут же стихнул. Он услышал крадущиеся шаги со всех сторон. Его уже взяли в кольцо. Быстро работают бандиты и жальцы. — Кто-то спрашивает! — хрикнул кто-то из них. — Мол, стрелок! — Что с халявой? — С халявой. — А, я вырубил его. — Мужики, так надо было. Я не буду стрелять. Найдите босса. Он знает меня. Или Валгиса. — Зачем меня искать? Я и так здесь стрелок! — услышал он остороженно бас престарелого бандита. — Нахрена ты халяву вырубишь? Подними с земли! Может, это и не ты вовсе. Только не делай резких движений! — Черт! Не могу я подняться! — скрипнул зубами. Сталкер скрипнул еще. — Помнишь моих двух вспыльчивых друзей? Если я их отпущу сейчас... — Не вступай! — отозвался бандит. — Зачем угрожаешь, брат? — Я не угрожаю. Я их держу обеими руками. Видишь ли, они очень не любят стрелок. И теперь немного нервно реагируют на любой посторонний... — Стрелок! Я же просил тебя! Изъясняться проще, мать твою! — Не стрелять, пацаны! Это наш стрелок! Брат, я иду к тебе! Не вздумай случайно отпустить своих друзей! Они у тебя плохо воспитаны! — Вот это очень верно подмечено! — проговорил молнию психим голосом и осуждающий глянул на двух слов, скребущих в землю лапами. Пытались вырваться. Впрочем, пытались они не слишком утернуть. Уже успокоились. — Рус! Кус! Как вы могли так безобразно, отвратительно поступить, намеревая съесть этого милого и наверняка доброго человека? Он показал глазами на лежащее рядом тело халявы. Псы заворчали и успокоились окончательно. Легли. Только по сторонам плотно смотрели. Они были голыми. — Бля! Это и правда ты со своими комнатными собачками! — показалось из ветвей улыбающееся лицо нищим. На его реплику ответили два чудесных оскала. Бандит перестал улыбаться. — Пардон вам от нашего незаконченного среднего образования. — Что это с халявой сделал, стрелок? — И на кой? — Что не мог просто выйти в лес, закрепнуть погромче? — Я своих парней предупредил про тебя! — Прости мне мое безобразное поведение! Сталкер поднялся на ноги и осторожно отпустил стоп, готовый тут же, в случае чего, прижать их землю. Звери не проявляли агрессии. Чесались, ворчали. — К несчастью, идя в твой прекрасный лесной дом, я… — Извини! — Полыхнувшие в глазах бандита злобная искорка тут же погасли. — Подумал, вдруг ты ушел куда? — А про меня не сказал никому, например. — И… — Ну, снул я вон там, пока думал, как быть. — А сейчас проснул, закуперут твоего часового звук в сторон обходить. — Времени раздумывать не было. — Вот я и спас его от них. — Таким вот образом. — Ха-ха! — Спас! — Нищий глянул в неподвижное тело, сошедшее на бок черес. — Ты ему жмало перелобил! — Значит, он тебя зарезать пожелай, когда очнется. — Босс! — скрипнул кто-то из леса. — Нормально все! — ответил босс. — Давай по постам, да делом каким займитесь. Я сейчас со стрелком подойду. — Компенсировать придется! — кивнул он на бандита. — Я его терять не хочу. Стрелок он неплохой, да и пацан правильный. А кинется ведь, убьешь все. — А если он тебя тоже нехорошо получит? — Так что, брат? — Возможно, не потраченное мною вознаграждение, или еще ныне покойных солдат долго, сможет как-то сгладить мою жену перед господином халялой. — Ха-ха! Это больше, чем стоит его гореная жизнь! — кивнул бандит. — Ладно! — И мне проще будет! — Может, расскажешь, с чем пожаловать! — Только без своих длинных речей! — Ладно! — Ладно! — улыбнулся сталки. Изжато изложил цель своего пригода. — Хм! — Бандит некоторое время молчал. — В общем, в нашу хату я тебя не пущу! — У меня не так много людей, чтобы каждое утро скабливать по одному твоим пескам! — Идем! Ожидавший вежливой просьбы бандита пойти подальше, и отсюда сталкер очень довольный шагнул в сверху бандита. Рот и кот тоже шли. Время от времени с тоской поглядывали на широкую стильницу. Его хватило бы обоим, и все осталось бы. К сожалению, весь этого вкусного человека было строго запрещено. Какая жалко! Где-то минут через десять, неспешно оважав, Миша попросил подождать, а пропал в лицо. Спустя минуту встал передачу голоса. Бандит кому-то сообщил, что уйдет часа на два-три, может четыре, или вообще до утра. Свой личный сон. Приказал передать братве, чтобы не беспокоились, и вернулся. И вновь отнесли по лесу. Куда-то совсем вглубь. Тут даже сумрач настал. От обидней листры. По пути их покинули кот и руки. Нищий поинтересовался, куда намыли собаки. Сейчас он не скушает кого-то из часовых. Сталкер поверил ему, что нет. Они ушли на охоту. Да, но они не станут, если людей из банды нет. Бандит не очень поверил, но промолчал. Не поверил. Так и не зря. Сталкер совсем не был уверен в капсине, в явных случаях двух-трех бандитов. Но вот именно сейчас они взяли свет в сердце клость, и сейчас уверенно шли по нему. Она была не так уж и далеко. Через десять минут он услышал далекий предсмертный лист. Охотники отловили свою жертву. Через час кот и руки вернут и найдут его в последнем. Так и шли два человека в темноте. Непродолжительное время в полном молчании. Пока старый бандит не начал рассказывать. У меня там домик стоит. Старый. Наверное, веснейший. Раньше. Вот там я тебя, брат, поселил. И от моих ребят подальше. За них спокойнее буду. И они не узнают, что стрелок двух черных ссов, как и ворняк простых для тебя держит. Ни к чему им знать. Волноваться начнут. Испокоиться. А в нашем деле сел на измену. Готовься к неприятности. А тот стрелок, знаешь, ты долго интересовался. Почему девять этих братков лежат и единицы. В компании братков моих. Хе-хе-хе. Бандит рассмеял. Помнишь, я пацанов отправил. Послание солдатикам оставил. И оставили. Одному из шовлы этой к животу притололи лицу. Там и деревья расстали. Ну и башку прострелили на всяких лицах. Кто бы не убег выбросить. А под остальными телами посланница другие оставили. Металлическая оболочка. Бесколес. Переворачиваешь. Переворачиваешь такого. И раз. Теперь церковь начнется. Как такой церковь был, скажу тебе. Впрочем. Как я и ожидал. Свои лапки стреляли. Остальные были уже умнее. Солдаты-матики. А ведь многие из них такие же сталкеры. Только бывшие. И теперь долг будет воевать с тобой? Спросил он. Решит. Все же получится какую-нибудь информацию о группировках. Пока опять не верю. Ха-ха. Хотя бы они со мной повалевали. Я только ничего не верю. Меня, чтобы победить, надо меня самого кончить. Не люблю я с этот выжить до самой темной долины. Тут паря одна из худших свистей зоны. И живут в ней одни из худших ее людей. Скажи, а почему сталкеры становятся долговцами? Ну. Молчал бандит долго. Потом ответил. Ха-ха. Дона, брат. Она многих меняет. Вот я думаю, в зону таким попал. Изменила она меня. С другим я вышел. А потом попал сюда, в зону. И кто я теперь уже и сам не знаю. Стой. Подожди. Дон много? Конечно. Витя расхохотался, а взрослёт. Ты прыгай, стрелок. Я же заговорил. Я не объяснил века. Дона, после которой я со всем другим человеком вышел, она не здесь. Там, на бою. То есть на большой земле. Тоже забор. Тоже солдаты охраняют. Только она маленькая. И у нее нет аномалий. А вот мутантов много. Сухи, козлы, петухи. Названия у них другие просто. А контролёры там есть? Спросил молния, чувствуя себя дураком. Только он не мог понять, почему нет. Может из-за того, что узнал, что зона та же сеть. Зон оказывается много. Ага. В погонах падали из автоматов. Только зовут их по-другому. Иртухаев. Тьфу. А группировки тоже, как здесь? Конечно. Красные с красными кучкуются. Блотними с блотними. Мужики с мужиками. Прямо как здесь. По цвету шкуры, брат. И все они в одной зоне. Как мы с долгом. В другим. А много в той зоне артефактов. Гради встречаются. Бандит не выдержал. И захватал во всей горле. Даже остановился. Извини. Хоть не могу. Стрелок. Но ты уморен. Так крепко память растерять. Не видел такого еще. Через некоторое время он справился с собой. Глянул на охрану на лицо салфера и пояснил улыбай. Вон это место. Где сидят преступники. Отбывают наказание. Исправляются, так сказать. Тут он помрачен. Я там по карманам жарю профессионально научил. И в карты мухлевать. И справился. Бля. Я понял. Танкер покачал головой и задумчиво нахмурил воду. Что понял. Совсем ничего не понял Нинь. Зона. Место вокруг нас. Каким бы оно ни было. Плохим. Хорошим. Зона. Среда обитания. То место, в пределах которого мы вынуждены здесь. Живя в нем, мы становимся частью его. Частью зоны. Часть. Часть. Двух разных зон. Часть. Часть. Двух разных зон. Хм. Интересная логика. Бандит. Перезерный священник. Что-то все эти высказывания не слишком ему нравились. Что-то задевали где-то глубоко внутри. Хрилок. Вот что хочу сказать. Валвис с тобой конечно может позаниматься. Но я так понимаю. Тебе ведь он на неделю нужен. Дольше. Ты бы не мог с ним как-то договориться. А? Ну, слугу этого, слугу. Не могу я ему просто взять и приказать. Идёте, и тренируй стрелка. Он поделок, конечно. Но у нас, братни, армия. Тут так дела не делают. Да и Валвис поцам нередовой в нашем корректе Он не быть Простой с ним такой приказ не прокатит дай Точнее прокатит Но обозлиться он у меня Могу попросить, но ведь я ему тогда должен буду С ним буду договариваться полюбовно Договоримся с ним сам, а? Прости, я сейчас отвечу на твой вопрос Но прежде должен сказать, что я не стрелок А, ты о чем, парень? Бандит отстал, немного пропуская его вперед И чуть отвел руку от корректе Так, на всякий случай Тебе никак поплотела, малыш, а? Теперь Теперь, меня зовут, молния Сияя, как начисленный ческом, медный таз и верев стал А, ты так больше не пугай Я уж было решил, с ума ты, малосех Такое здесь любви постоянно бывает Гнать начинать, за стволы хватать Полят во все подряд О, молния в раскаянии склонил голову и развел руками Прости меня, мистер, прости Я не подумал и поспешил своих опрометчивых действий Прошу, мандит указал рукой вперед Там, среди деревьев, вернется кусочек покосившегося забора Там домик, забор есть Я не знаю, даже нахрена он леснику нужен был Но домик добротный, крепкий Я его постоянно подновляю, да Так, на всякий случай О, спасибо огромное, спасибо тебе за этот милый домик Мой добрый друг Эй, ты губы не раскатывай Нахмурился бандит Я тебе его не дарю А представляю во времени я пользуюсь Ага Ну, пойдем Зайдем мил Бандит улыбнулся во все лицо Там иногда постояльство было В прошлом году пошел проверить Как да че, а там кровосос поселился Так что сейчас надо поосторожнее Ну так как с Валдисом, договоришься по-любому Почту за честь оказать услугу этому замечательному джентльмену В ответ на его услугу по тренировке Застоянцем тянул Мон Если, конечно, он будет не против Помогать мне вспомнить мое былое умение в этом непростом деле Ах, ты лох То есть мой Ах, бля Они вышли к домику Забор, тот, видимый из леса участок Оказался единственным уцелевшим Можно было детально рассмотреть Вестник и детский лесной домик Бревенчатый, гостопорожий мхами Крыша заросла травой и бульяном Маленький, 5 на 5 метров домик Но крепкий Видно было Что им иногда занимается и строился он надолго Настоящим мастером своего дела Об этом говорили остатки резного крылечка И наличники на окнах Тоже резные Узор 4 Поручные ступени крыльца Разметало по всему дворик Он был очищен из деревьев И окружен забором В прошлом Теперь забор превратился в труху Есть, че-то Кислорек бандит Кнув носком ботинка Одной из валяющихся на земле Берил крылечки Вот какая сука это сделала Кабаны Казамолния безошибочно определит Обладателя запаха Пропитавшего все вокруг Стая Наверное вышли сюда Ища поесть А потом увидели на своем пути забор Только почему же Эти необычные злобные твари Не разнесли его раньше Да кабаны тут редко шкают Вот почему Буркнул нищий Как узнал, что кабаны Следы? Сам посмотри Их здесь много Говорить о запахе не стоило Бандит уже и так думает, что он Очень необычный человек Хватит и этого Хм А ты неплохой следопыт Я вот сразу не обратил внимания Кивая головой Произнес он И присев на корточке Стал изучать землю И траву на ней Собственно тут в сумерках Трава почти не росла Редкие костики и побеги Среды старые Я и не принятил бы, наверное Пока специально не стал бы искать Одинокая жизнь зоны Учит разбираться в следах Скромно заметил молния Не пояснив, что хоть она и учит Он до сих пор Как следопыт Не в силах отлучить след кабана От следа кута или рута Запахи говорили ему гораздо больше И сейчас они говорили Что у них неприятно Посторонних звуков не было Обычный звук Обычного леса зоны Далекий вой и стрельба Кто-то рычит Где-то шуршат ветки Вот чавкает зонби Но совсем уж далеко отсюда Мягко двигается Тепой тис Где-то на севере Метров пятьсот А вот Тихий протяжник У-у-у Знакомым не был Впрочем Он не повторялся А вот запах Стал сильнее Существа приближались и быстро. Он коснулся пальцами плеча бандита, все еще изучающего следы на земле, и повел столом винтовки в сторону домика. Чуть левее него. Затем стал медленно отходить по краю очищенного от деревьев золота. Винтовка была пудрой. Бандит взялся за автомат и теперь стоял на одном колене, прикрывая товарища. Странный, очень странный запах. Дикая поместь зонди и контролера. А еще четкий человеческий запах. Мутант не зверь. Впрочем, звери зоны те же мутанты, но большая часть неразумные и мы сами разумные. Мутанты человека почти всегда обладают разным гибким разумом. Но не всегда понятным даже им самим. Но тем не менее разумом. Все они отличаются друг от друга. Был у каждого существа зону, то и в разуме неощутимый запах. Вот, к примеру, зомби. Они не пахнут. Этот не пахнущий запах рисовал их как один большой рост. Все стремления и вся сущность настроены на одно единственное желание – жрать. У них не было какой-то определенной цели – только набить брюхо едой. Падать или рыжевая добыча им было все равно. Все вокруг пищи. Контролер виделся иначе – мрачная и злородливая сущность, с непонятными целями и желаниями. А вот гости, спешившие на рандеву с ним, злоба, ее ощущал даже бандит. Злоба, захватившая все сознание и им ставшая. Желание убивать – просто убивать ради самого процесса лишения жизни всех других живых существ. Практически ничего больше они не испытывали. Даже инстинкты самозахоронения и голода не наложили никакого следа на этот неощутимый запах. Эти чувства в сознании неизвестных были вторичными. «Песь появится из леса трое!» – прошептал он нищего, показав на участок дворика, параллельный и разбитый на трое сун. Бандит немедленно покинул позицию и затаился за углом здания, знаком показав напарнику, что твари, бросившиеся из-за здания, станут его мишенью. Сталкер переместился еще немного вперед. Теперь первый, кто выйдет из леса, попадет под крестовый огонь двух стрелков. Это было, кстати, умной мусорой. Незнакомый враг оказался чрезвычайной апатией. Первое существо с пронзительным «вух!» выпрыгнуло из листвы и приземлилось посреди этой части дворик. Несоразмерно длинные ноги задрались острыми коленками вверх, как у кузнячика-мутанта, коим данная скотина вполне могла бы быть, если бы не шикарный противогаз и черные глаза, занимавшие практически всю площадь смотровых стекла противогаза. В длинные руки мутант выстрелил вперед и оперся на них, тряся хоботом. Живность быстро огляделась, и тут же винтовка-салкер бухнула. Вслед за ней застрочил автомат нищего. Молния еще стрелять не стал. Удивленный долго стрельбой бандит. Зачем тратить пули, если его выстрел разнес всю грудину существа? После такого не живут. Монстр бился на земле и вовсе не в агонии. Он уползал в лес, при том, что ребра выперли наружу. В артели было 30 пуль из автомата нищих. Бандит перезарядил автомат и расстрелял всю обойму в туже цель. Зарядил по новой. «Трехок не тормози!» Ряхнул он, держа под прицелом, ставший вдруг удивительно тихим лесом. «Тихо! Одной пулей не уложишь! Даже из твоей дуры! Ты снорков, что ли, никогда не видел, мать твою!» Молния поморщила. Он уже не был стрелком, и ему не нравилось, когда его так называли. И он сейчас совсем не тормозил. Пустые глаза в его случае не значили удивлений, шок или что-то подобное. Просто там, за домиком, на опушке, только что появилась аномалия. В этот раз не электро. Он попробовал кое-что изменить. Создать узел сети. Немного отличней от всех остальных. Получилось. «Бля! Аномалия! Ты здесь никогда не появлялась раньше! Там же лучше!» Бандит имел в виду дикое ухо. И громкий треск статики, а также симпатичную боль горелого мяса, разнесшуюся далеко по местности. А нечего, блин, заходить за стену добрым, уважаемым людям с криминальным прошлым и настоящим, и к тем, кто прошлого своего не помнит тоже. Третий монстр прыгнул на крышу домика, оттуда вниз, прямо на бандитов. Пуля из винтовки сталкера буквально забила несчастного снорка в стену. Поймав его в полете, нищий кувырнулся на стену и выпустил все 30 пуль в упавшего на зиму танца. Сталкер выстрелил еще несколько раз. Одна пуля разнесла голову снорка. Враги кончились. «Кто они?» Пожал плечами бандит. Сел на не до конца разломанную ступеньку крылечку. Стал набивать простую обоим патронами. Говорят, результат какого-то свернутого эксперимента. Соловастых. Саму чаю. А еще говорят, и делают яйцоголовые уроды. Синтаря. И что их специально военные в зону выпускают, чтобы сталкеров уничтожить. Тоже говорят. И даже, что снорки – это личницы хозяина зоны. Слухов много. И любое ничем не хуже другого. Снорки есть. И они очень опасные, сволочь. И басно. «Кто хозяин зоны?» Молния склонился над изувеченным телом снорка. Поразительно. Но несмотря на раненые и несовместимые жили, руки еще медленно шевелились. Словно не в курсе были еще, что тело уже мертво. «Ха-ха-ха! Ты близко к сердцу не принимай! Хозяин этот – часть местного фольклора. Вот как черный сталкер. Пахал!» Бандит неожиданно развеселился и с хохотом рассказал. «Тут ворон недавно в бар ходил». Так там два сталкера объявились, которые уверяют, что лично общались с черным сталкером. Дескать, одному из них он приказал приглядывать за другим. «Ха-ха! Тут, брат, зона и странно одно. Каких вот идиотских слухов довольно мало, учитывая, что населяет ее поголовно псих». Он начал загибать пальцы. «Вот смотри, черный сталкер, неподвижный сталкер. Розовой цветок, хозяин зоны, слепой пес-контролер, исполнитель желаний, дерца ломиров, поле артефактов, выжигатель мозгов, хм, да, зуб ведьмы. «Мумия, он же первый сталкер, их карусель мертвый, и еще, и, кажется, все. А, вот еще, изломы. Вроде как мутанты такие, которые, как люди говорят, и все такое. Чушь полная, в общем, как и все остальное». «Изломы есть». Молния был поражен. Все перечислено он знал. Мог рассказать даже, что некоторые из легенд зоны совершенно правдивы. Только на основании чего. Вот исполнитель желаний существует. Откуда он знает? Знает и все. «Да брось ты, сталкер!» Отмахнулся бандит. «Я вглубь зоны не один год хожу. Нет там никаких изломов. Очередная местная сказочка. Вот сволоки есть. Полтергейст-то видел, а я видел. Эти сволочи есть. А вот изломов нет. Почему? А я отвечу. Ты хоть рад здесь, мутанта, связанно говорящего встречал. Вот и я здесь не встречал. Кроме твоего чешика». Но удаки и жирные пидоры – это мутанты привычные. Среди и из людей. Хе-хе. Расскажи мне об исполнителе желаний. Попросил молнию, садясь прямо на землю, напросил бандит. «Что? Сказку на ночь хочется?» Усмехнулся пожилой человек и мотягнулся, уронив патрон. «Есть, значит, в центре зоны, в самой ЧАЭС, штука такая, которой, если проберешься, загадаешь желание, коснешься ее, и оно исполнится. А зона увеличится на несколько километров шире». Что он с собой представляет, исполнитель этот, неизвестный. Есть мнение, что это монолит, который монолитовцы охраняют. Кусок камня, в общем. Говорят, очень давно, еще зона только появилась, сталкер один дошел до монолита. Рыжий звали, еще из местных жителей, из первых сталкеров. Хрен знает, был ли такой вообще сталкер. Но говорят, что был. Вроде как он рассказал, что монолит дорожит какая-то. Особо хитрая мясорубка. И без напарника не пройти. Кормишь его этой мясорубке, она утихает, путь свободен. Ну, теперь там без маленькой армии не пройти точно. И, почитай, всю ты потеряешь, еще до того, как столкнешься с монолитовцами. А эти вообще ублюдки, скажу тебе, беспредельщики. Отморозки полные. Туда берут только продяленных пидоров. Расскажи о группировках. Может, еще пола в доме типовы? Взмутился бандит. Но по размыслив сплюнул и начал рассказывать. Ань, Криша я уважаю, ценю. Больше будешь знать, дольше проживешь. В зоне только так. Ну, группировки. Хм. Начнем с пидоров. Это у нас долг и монолит. Монолит по праву носит имя заслуженного и почетного пидора. Ошиваются возле чая сдвинутые и все крепко. Слышал анекдот, где они молятся и всякие штуки них там происходят. Ну, главного монолитовца, где в задницу цыгуют. А он довольный, хвостиком помахал и опять травку жевать на лужок. Ну, так они и правда молятся и постоянно облучаются от реактора. Только не догнут. И мутации почти никаких. Будто заговоренные. Никто не знает почему. Они обмороженные какие. Вот человек пуля в ногу получит и от боли войдет. А эти ушами пошевелят, удивятся, значит, и опять стрелять. И очень крепкие. Я как-то в монолитовце два рожка расстрелял. В упор. А потом, уже через год, эту суку опять повстречал. Он живой. Как новенький падок. Я его стряножил козла и гранатами обложил. Бандит твой осеред. Теперь уже не встанет. Раскидал опозоны на километр этого особо желучего пидора. Еще долго. С ним ты уже знаком. Думаю, в курсе кто-то такие. Да. Сталкер с теми. Про них я знаю. Хотят уничтожить зону. Солдаты. Ага. А по совместительству пидорасы. Бандит закончил набивать рожок и взялся за следующий. Этих с воли, то есть с большой земли финансируют. Людей подкидывают, вещички. А вот думаю тебе, брат, стоит знать. Тут с полгода назад где-то в средней полосе, говорят, видели много военных и странных людей. Вертолеты один за другим так и сновали. Что там было, никто не знает. А потом прошел слух. Доник, новая группировка. И долг они определили как ненужный элемент. Дескать, первая их цель – уничтожить сволочей. Думаю, боссы с воли, то есть с большой земли, решили, что долг стал переносить слишком крупные убытки их бизнеса на артефакты. Не зная, может и брехня все, только через неделю, как слухи поползли, кто-то профессионально периферийную базу долга с землей сравнял. Какие-то мелкие стычки были в глубине зоны. А потом все сразу стихло. Вот-то пропали эти ребята. Или... Тут он резко хлопнул сюда пол. Бля! Ну, конечно! Никуда они не исчезли, попробовали свои силы. Оценили обстановку и решили подготовиться лучше. А потом разом всех подчистую. Хм, шарят пацаны. Может и другие проблемы возникнут. Воск, к примеру, ласты склеил. Или с мутантами скрестнулись. Идей потеряли. Думаю, не хочу услышать. А я бы не прочь иметь с ними общий бизнес. А есть еще группировки. Да их тут как грязи группировок этих. Вот искатели. А них... Бандит положил заполненные рожки в рюкзак. Проверил автомат. Ну, с ними я еще не определился. Может и неплохие ребята. Шарятся по зоне, ищут чего-то. Хрен у них знает, чего они там ищут. Но в раз при местной особо не лезут. Хотя вооружены неплохо. И воевать умеют. Я с ними как-то не сталкивался. Однажды, правда, на гоп-стоп одного мы развели в лесочке нашу. Но хабара у него не было. Эта баба, как оказалось, была. В общем, я решил не стоит пока. С ними ругать и отпустил. Ребята недовольны были с ним. А она, сучка, драная. Тему просекла. Проституция у нас тут пробавлялась. Недели. Он помолчал, видимо, вспоминая приятный момент. Короче, ушла и не еще больше, чем имела. Когда мы ее грабанули. Есть еще свобода. Эти нормальные пацаны. Этих я уважаю. Они хоть и психи, все по-своему двинутые, но мне нравятся. Зато борются, значит, за то, чтобы зона стала для всех открытой. Дураки, конечно. Прикинь только. Если зону открыть для общего доступа и изучения. Но сколько тонн баксов разом опустят больших боссов с воли. То есть с большой земли, конечно. Артефакты бешеных денег там стоят. Тут еще и подкармливать кордон будут. Только чтобы сохранить цену артефактов. Так, кто еще? Во, яйца головые. Ну, эти постоянно здесь меркают. А на Янтаре у них вечное поселение. Исследуют, изучают. Правительственные органы исследования зоны. Мать. Научники, блин. Этих тварей искренне брать ненавижу. Он тяжело вздохнул и махнул рукой куда-то в сторону. У них как-то там база появилась. Я парней своих отправил по шпионе. Нету, нету. Собрал братву, двинулся. Взял штурмом. Стараясь никого не убивать. Допросить. Да обнести их лавочку, думал. А там, кривой на стенде. Без кожи, бля. Орет, извивает. Распяли что-то, испытывали на нем. Шило в клетке бродил. Топли пускал. А стволу ввели что-то. Он что, твой бюрер стал. Только уже совсем странный. Пацанов мы кончили. А этих сук. В общем, нету их больше. В руппировке, бля. Были тут еще каблуки. Давно не встречал этих. Этих уже и нет, наверное. Да, каких тут только не было. Если у двоих сталкеров, крыша поехала в одну сторону. Считай, есть готовая группировка. Отчего ты молнией называться-то решил? А это имя мне больше подходит. Пожал плечами сталкер. Нельзя, брат, нельзя. Зона имя дает. Нельзя самому себя называть. Зона? Сталкер улыбнулся старому бандиту. Скажи, кто назвал меня стрелком? Ну, ну я. А кто назвал тебя нищим или ворона-вороном? Ха-ха, понял я тебя. Бандит поднялся, поправил рюкзак. Но все равно. Самому себе погонял улепить. Беду накличишь. В общем, Валдис, а я к тебе утром отправлю. И еще. Молдис. Если ко мне пожалуешь, пацанам скажи. Стрелок пришел. Пароль у нас такой будет. Лады? Ну, давай. Может, как-нибудь заскочу. Тебе жратвы какой подкину? Если бы нашлось немного риса, я не отказался бы. С Валдиса мешок целый пришлю. Не бесплатно, конечно. Артефактик какой. Старому человеку потом принесешь. Да смотри. Чтоб твои дворняжки не съели Валдиса. Он у меня один. Так что есть его не надо. С ним будет все в порядке. Верю. За слова ты, брат, отвечаешь. Видим. Ну, покедова. Бандит исчез в лесу. Осталки прибрал немного. Выбросил подальше тела с норков и открыл дверь дома. Вошел внутрь. Несмотря на темноту, смог разгрузить вполне живое помещение. Только очень пыльное. Видать, давно хозяин сюда не заглядывал. А может, был принципиальным противником влажной уборки. И потому оставлял пыль в качестве составляющей части гибели рост. Да, мебель. Стол, два стула, шкаф, лавка и кровать. Все столь неказистое и кривое, будто делал их человек, мало смысливший в солярном деле. Да к тому же был жутко пьян при этом. Возможно, неизвестным пьяным столяром был сам нищик. Имелась тут и печь, старая, скорее всего, оставшаяся еще от прежнего хозяина. Хорошая такая печь со стальной плитой, с металлическими заслонками и дверцами. Рядом с ней небольшой запас дров на одну-две ростов. Вряд ли он их не воспользует. На улице сейчас лето, и даже легкие заморозки молния переживет без проблем. Он просто знал это. Сталкер прикрыл за собой дверь, задвинул за стул и лег на кровать. Смотрел в потолок. Темно? На улице уже сумерки. Еще несколько минут, и ночь вступит в свои тела. Молния изучал дощатый потолок, никогда не подвергавшийся никакой дополнительной обработке. Как и пол. Просто грубый, дощатый настил, и все. В домике стало совсем темно, но он видел достаточно отчеркливое. Здесь было лучше, чем в погребе. Правда, было немного неуютно. И не слышно постоянной возни соседей. Их мычание, воя. Как там молчун? Болтон, тахляк, нелушка, тухлый. Как они теперь без него? Скучать, наверное, будут. Ведь им теперь совершенно не с кем поговорить. Бедняги. Они ведь так любят поговорить. Очень и необщительные зомби. А теперь его нелегкими усилиями еще и очень воспитанные. Сталкер широко зевнул и закрыл глаза. Уже засыпая, он захотел увидеть сеть. И, может быть, если получится, своих псов, они почему-то не вернулись. Он слышал, как они покинули место удачной охоты и ушли дальше в лес. Неужели обиделись? Он ведь запретил им есть бандитов? Интересно. А как он это сделал? Сталкер заворочился на кровать. Странно. Он точно знал, что запретил им. И теперь точно знал, что они не ослушиваются запрета. Но каким образом был дан сам запрет? Несколько слов тогда, но бесчувственной халявы. И все. Тогда почему он так уверен, что они не станут есть бандитов? Не станут. Он знал. А еще знал, что они очень расстроены. Он запретил им охотиться на легкую и вкусную добычу. Мало того, вместо того, чтобы отправиться с ними за кабаном, он пошел вслед за нищим. Рут и Кут завелись на него. Немного. Он знал, что завелись. Ладно, утром все станет на свои места. Молния проснулся внезапно и еще не совсем осознав, что делает, подхватил винтовку и выскочил наружу. Ебать! Стрелок! Стреляй в них! Истошно завопил лежащий на земле человек. Две пары красных глаз спокойно смотрели в узкое лицо Валдиса. Их лапы стояли на его широкой груди, а морды было угрожающе оскалено. Хвосты и гривы виляли, маленькие уродливые уши были плотно прижаты к головам. Шерсть сдыблена, но сами тела расслаблены, а животы раздуты. Псы не были голодны. Вряд ли они смогли бы съесть Валдиса, даже если б захотели. Да и не собирались у него есть. Сталкер, улыбаясь, уселся на крыльце. — Стрелок! Ах, какого хера! Уф! Руд сильно толкнул лапами свой побежденный жертв и убежал хозяин. По пути наступив Валдису на причинное место, случайно, конечно, скнулся в ноги молнии и выжидательно оставил с ними. Сталкер погладил пса. — Молодец, Руд, его есть не надо. Тест повернулся к лежащему на земле бандитам и презрительно рыкнул, после чего лег на землю. Тот же Кут бросил бандита и, забавно перебирая лапами, подбежал к Сталкеру. — Черт! Валдис сел и теперь тупо изучал прелюбопытную картину. Сталкер на лице и два черных пса у его ног. Вот Кут перевернулся на стен и стал и стал нести лапами воздух. Играл с рукой хозяина. — Хрена поверю, мне, бля, кажется. — Не стреляй в них, Валдис, ладно? — В них, блин, выстрелишь. Он кивком показал на разлетевшееся подворьку оружие. Астамат, два пистолета в кобурах и нож в ножнах. Любопытно, псы сорвали его вместе с частью ремня. Понимают, что такое нож и что он опасен. — Молодцы! Они что, твои? — Да, мы друзья. — Друзья? Ага. Он покивал головой, глядя в одну точку. — Я стволы соберу, не сидят? — Нет, что ты, они просто недавно поели. Вот и разыграли. Молодые еще совсем. — Разыграли, мать, я чуть не обосрался. Как они разыграли? Собачки, бля, комнатные, бля. Ворчал Валдис, собирая раскиданное оружие и ворчал непрерывно к себе под ног. Попутно, он не отрываясь одним глазом, следил за собаками. Он-то знал, что это за собаки такие. Именно поэтому, собрав оружие, сказал. — Стрелок, ты, может, не знаешь, но вот собаки твои, ты вообще в курсе, что они мутанты? Черные псы, зоны, кровожадные звери и убийцы. — Ах, это! — кивнул Став, обхватив дунию морду пса и быстро дергая ее влево и вправо. Кот, естественно, отлился и рычал. Старая кошмарная пасть, полная тряду склоков. Валдис прикидывал, успеет в случае чего выстрелить хоть раз или нет. — Да, я слышал об этих отвратительных слухах. Должен заметить, совершенно беспочвенно. На самом деле, черные псы милы, чрезвычайно добрые создания. К тому же, воспитанные и умные, Валдис как раз перехватил тяжелый взгляд рута. В нем он увидел свою могилу. — Слушай, стрелок, зачем звал? Валдис явно спешил убраться отсюда подальше. И если в глазах нищего он сильно вырос благодаря своей дружбе со свирепыми хищниками, то Валдис теперь побаился его и готов был ненавидеть. Ему немного надо, грубого слова от молнии хватит, чтобы он воспылал искренне ненавидеть. Сейчас сталкер перестал быть для него человеком, но пока не был врагом. Зови меня молнией. А что мне нужно? Есть у меня небольшое предложение к тебе, мой любезный друг Валдис. Предложение, сопряженное с некоторыми незначительными трудностями, которые, возможно, возникнут в сфере социальных взаимоотношений на уровне межличностных неприязней и асоциопатии. — Братан! Валдис демонстративно обгляделся. Посмотрел на сталкера, вопросительно приподнял брови. — Ты вообще с кем сейчас разговариваешь? — Прости. Молния смущенно улыбнулся. — Порой меня заносит, и уже непросто остановиться. Дело вот в чем. Я владею некоторыми способностями в рукопашном боя, но, к сожалению, из-за полной потери памяти смутно помню то, чем владею. В экстремальных ситуациях я порой неосознанно наношу удар и даже помню его название и технику исполнения, но при этом практически всегда исполняю его неправильно. Господин нищий как-то упомянул, что вы в совершенстве владеете приемами. — Подожди, парень! Валдис даже поднял руки, перехватив недобрый злинтруто, медленно опустил. — Ты хочешь сказать, чтобы я тебя потренировал? Освежить навыки, так? — Совершенно точно, именно так. Сталкер счастливо улыбнулся. — Месяц, может, два. — Ага, босс сказал, оставайся сколько потребуется. — Ну, браток, я просто так здесь торчать не могу. Мне, знаешь, прикушать иногда надо. — А ну, конечно, дело второстепенное. Говорят, человек без еды месяц прожить может. — А вот патроны я возьму, вернее, на что, и... — Двадцать тысяч местных рублей вас устроят, вы сможете получить и кучу эшика в виде товаров и услуг, то есть, конечно же, в виде товаров. — Двадцать? — Эй, парень, в чем подвох? Валдис теперь был полон подозрений и улыбающимся лесу невинного замона. — Двадцать штук — это не двадцать — Простите, теперь буду знать. — Разочарованно опустил глаза сталкер. — Я думал, это не очень много и не возбудит к тебе подозрителей и недоверия. — Я мало что помню о своем прошлом озоне. — Да не, что ты, двадцать вот так в самый раз. — Тут же заверил сталкер обоню. — Учитывая соседство твоих дворняк, оба тихо зарычали. — То из твоих охренительно мощных и умных друзей. двадцать в самый раз. — Только как я с тобой заниматься буду, если твои псы готовы меня сожрать в любой момент? — О, не беспокойся, они не тронут тебя, я затыкил. Они не станут есть людей в этом лесу. К тому же они недавно поверили, видишь, какие они сегодня довольны. — Ага, вижу, мать их. Валвис посмотрел на собачек. Судя по мордам, они играть всегда хотели. — Слушай, я как-то не уверен, в том, что мы же это разумно. Давай я подумаю, а завтра сюда приду. А если не приду, ну, значит, отказываюсь я. Идет? — Да. — Грустно пройдет сталкер. Он был уверен, что Валвис не вернет. — Только прошу тебя, не распространяйся о моих псах, хорошо? — Говно вопрос, бродяга. Попытка на рстане открою. — Ну, покедова сталкер. — Покедова. Он не возгорелся на птов, полный осуждений. — И зачем вы свалили его на землю? Он теперь не придет. Придется мне самому вспоминать. А мне, честно говоря, не очень хочется случайно сломать ногу, нанося удар неправильно. Вот скажите мне, откуда вас столько неприкрытой агрессии, ярко выраженной экспрессии и просто отвратительной, непомерно высокого самомнения? Разве так ведут себя воспитаны богобоязненными черными псейзонами? Что ж горе мне несчастному, судьба свилами, неотесными, безграмотными и до невозможности козноязычными существами? Руд дернулся всем телом. Посмотрел на свой бок, глухо зарычал и резко клапнул зубами хрустным, отловленным и блохой. Куд зачесался, подпрыгнул и стал валяться по земле, взлаивая и поскуливая. Сталкер одарелось долгим взглядом. Да к тому же еще и блохасным. И все почему? А потому, дорогие мои, что ваше совершенно запущенное воспитание не позволяет вам любопытно, богобоязненно. Сталкер замолчал, глядя в пустоту и верительную вещь он приполнил. Концепция веры в Бору. Некоторое время перебирал эти странные воспоминания. Тряхнул головой. Порой такой брест умел. Я на охоту. Вы со мной? Псы тут же прикинули спящим. Кот как подстрелянный рухнул во время вращательного движения. Рот, увлеченно ловивший влог в своей шкуре, повернулся, широко зимнул и сломно мигнул глазами. «Ого! Вы еще скажите, что не расслышали». Сталкер постоял, переминаясь с ноги на ноги. Псы усерденно делали вид, что жутко устали и просто слаб падают, как спать сейчас. «Ну, и сидите здесь, в этом старом, трухлявом домике». Едва он вступил в лес, как цы чудесным образом утратили сандривость и стали булкышаться в траве, не сильно кусая друг друга. Играли совсем шинкевичу. Следующее утро он встретил на полу домик, только теперь уже в компании псов. Они совершенно облинили, расслабили, вечером нагло вломились в домик вместе с ним, и когда он лег без лишних вопросов, залезло на траву. Причем куд весь вечер не давал спать, нагло требуя, чтобы его гладили. Кое-как удалось уснуть. Посреди ночи сталкер проснулся от того, что всем телом глохнулся о пол. Под ним извиваясь лежал куд, сталкер посмотрел на кровать, с которой только что упал. Встретился с виноватым, но очень довольным взглядом Рута. Здоровый пес теперь занимал всю кровать единолития. Черный пес умудрился столкнуть обоих других на пол. Глубоко оскорбленный, такой у него спитанный, выжатый друга, сталкер был безжалости и выгнал Рута на пол. Едва он лег, как Рут начал выться, причем так, будто с него заживо снимая шкуру. Сталкер рассердился еще сильнее и выгнал его на луну. Уже через пять минут пришлось бежать открывать дверь. Она жутко трещала и едва держалась на текле. За дверью, вывалив язык, сидел Рут и встретил его милый, невинный взгляд. Пришлось снова пустить его на кровать. Едва удалось узнать, как кот начал ворочиться и пасхудовать, жаловаться на недостаток места. Горестно застонав, молния решила, что лукнуть они ему не дадут, и потому перебрался на пол, оставив обоих в кровать. Так уснул, а утром прознул Зед наружу, что у бабса оставили несчастную кровать и теперь спали также на полу, прижимаясь к нему боками. Вот ведь неугомонные животные, сказал он, и у бабса проснулись как по команде, заскурили и разом положили голову ему на колени. Прощаю, прощаю. Радостные псы тут же подпрыгнули и навезлили. По ходу дела хвост фута больно хлистнул по лицу, а руч нечаянно отцарапал ногу. Просто невозможные псы, сказал он, и ему ответили интерферируем рычание, дескать, чего-то разлегся, особо приглашение надо. Молния вышла на краю и сло восстановил. На опушке стоял Валвис, опираясь на длинный автомат, напоминавший немного ручной пулемет диктериума, и пустел сигареты. Он улыбнулся. Тут же псы счастливо взвизнули и бросились на него. Повалили на землю, и в стороны полетели все предметы, имевшие у него напоминавшие оружие. Повторилась вчерашняя сцена. Оба прижимали лапами к земле и тихо рычали прямо в лицо. Кот, рот, вы что творите, рякнул Старкер, и псы немедленно вернулись к нему. Оба были очень довольны неужели ты согласен? Кто я? Валдис сидел на земле и пустым взглядом смотрел на Мон. Слушай, ты не мог бы заставить их перестать так делать? Я же так поседею уже через пару дней. Угомони их как-нибудь, а? Я попробую. Валдис, ты их не бойся, все будет в порядке. Ну-ну. Он ощупал вновь разорванный ремонт. Пистолетные соборы тесики оторвали вместе из части толстого кожаного ремня. Будто он бумажный был. Двадцать пять, братан, я на два месяца к твоим услугам в качестве тренера, но если ты решишь, к примеру, завтра все это дело бросить, двадцать пять штук все равно мои. Орка внувся сам. Когда приступим? Прямо сейчас. Немного хищно улыбнулся Бандит. Забор упал, видел, да? Ну, надо бы отремонтировать. Хм. Молния почесал за гриву. Ну, тебе виднее, инструменты нужны. Они там есть, по лук, по грибочке. Босс сказал, что есть. Там еще и ружья, и да, да, рис я тебе принес, там оставил. Он указал на лес. За деревом, сейчас принесу. Спасибо тебе, Валди, спасибо. Ты чего делаешь, брат? Спасил Валди, возвращаясь в нашительный мешок. Так, Молния посмотрел на доску в руках и вырванную из старого забора кабанами и кучки таких же, которые он не собирал, паковал без отпуска. Ты же, ты же сам сказал, что забор нужно поставить. Вот я и собираю целевшие доски. Эй, нет, ты меня не понял. бандит мило улыбнулся. Мы с тобой будем делать крепкий, добротный чистаков. Бери топор и пойдем рубить деревья. Только большой там был всего один. Второй годился разве что ветки обрубать. Мумия очень довольный направился к лесу в компанию Валдес. Слушай, а ты зачем два топора взял? Как это зачем? Мы же рубить идем. Послушай, парень, ты производишь впечатление умного человека. Неужели ты думаешь, что я стану рубить деревья дрова, пока моя спина открыта? Вот и куд прикроет. Да, а как же я буду приглядывать за тобой? Кто тебе подскажет, если ты вдруг неправильно начнешь рубить дерево? Ну, не по тему вдвом, к примеру, а? Валдес, ты издеваешься, да? Нет. Бандит улыбался. Просто сам подумай, в моем преклонном возрасте махать тяжелым топором. Послушай, ты просил обуслыть, я буду помогать тебе, брат, но это не значит, что я стану обливаться потом вместе с тобой. У меня здоровье слабое. Понятно, проволчал молния и покорно унес маленький предстоял нелегкий месяц. Впрочем, он сам хотел это. Но зачем мне рубить деревья? Я ведь просил не об этом, Валдес. Первый урок, парень, махая топором, ты закаляешь запястье, а усталость позволит нам избавиться от ненужного влияния разума. Если ты и вправду раньше владел каким-нибудь банальным танцем, на вроде карате или самбо, ты гораздо быстрее все вспомнишь, если твое тело получит возможность действовать без жесткого контроля сознания. Он развел руками. Извини, но за два месяца с нихуя я тебя ничему путем научить не смогу. Нужно вспомнить все, что ты знал раньше. Да хотя бы самый базис. А там посмотрим. Физические нагрузки хорошо помогают в таких случаях. Так что, брат, не скучай, вкалывай. И он вкалывал, нарубил деревья попремея, очистил от веток, разрубил их на требуемую длину. Будущее Коля заострил, собственноручно отнес к домику, раскопал первую яму и начал вбивать первое бревно частоколов. Рядом постоянно крутились псы. Им было очень интересно. Они не могли понять, чем занимаются их друг и хозяин. Пару раз они пытались помочь таскать бревна. Одно поменьше даже тащили. Куда только неизвестно. Стрелок, то есть молния, бросай работу, махнул лукой валом. Обед блин. Они сели подле к куче натасканных сталкером молнии тяжелых корен. Прямо возле расстеленного на земле и уже накрытого с ней влаща. Валдис налил в себе водки, выпив, потер виски ладонями. Слушай, братан, я так понимаю, ты мне чего-то о себе хочешь рассказать. А почему ты так решил? с искренним любопытством спросил «Какого хрена?» он взявился вдруг бонит. «Ты уже восемь часов в одиночку ворочаешь бревна, и я даже капли пота на твоей чертовой шкуре не увидел». «Ну, что ж тут такого необычного?» невинно рёг молнии. «Я ведь сталкер, а сталкер народ крепкий. Я, к тому же, еще и один из самых крепких физических. Только и всего». «Не гони фуфло, брат, тут как-то попросил меня один пособить в тренировке с год назад. Здоровый, что твой псевдогигант? Хм, мы его даже как-то чуть не убили». «Он из леса выходит, а мы за стволы псевдогигантом перепутали». «Так здоров мужик был». «Так он у меня землянку строил, на четвертом часу с него не то что пот, он уже на ногах не стоял. Трёшься, как нарк без утренней дозы, а ты и не вспотел даже». Тяжело вздохнуть, молния встала на ноги. Поискал глазами подходящее дерево и не слишком толстое, но и не слишком тонкое. Мягко, по кошачьи шага я подошел. Тело сработало автоматически. Шаг вперед, присед в стойку и не останавливая плавного движения и используя энергию этого движения, резкое вращение корпуса с одновременным ударом локтя вперед от плеча. Дерево треснуло и упало. Его срезало не хуже, чем лазером. Сталкер вернулся на место, морщась. Удар был нанесен неверно. Клечо ломило от боли при каждом неосторожном движении. Конечно, уже через несколько минут боль пройдет, но вот прямо сейчас правая рука не может заблокировать даже пощечину, нанесенную ребенку. Хм, Валдис хмуро смотрел на Сталкера, на дерево. Неплохо, но ты в шаговом движении слишком рано начинаешь вращение. Локоть не успеваешь поднять на нужную высоту. Тут ведь чуть ниже и все, тело уже не сможет удержать отдачу. И слушай, это дерево я и сам таким вот ударом подрубить мог. Но я так понимаю, ты специально выбрал соломинку вместо серьезной щепки, иначе сломал бы плечо, а не только ушибся. Я правильно понял? Да, я гораздо сильнее обычного человека. Пожалуй, плечами сталкиваю. Неважно, как это случилось, но теперь те немногие удары, что вспоминаются, каждый из них грозит мне серьезной травмой, как минимум. Хм. Валдис долго молчал. Он старался в основном выбрать из головы мысли о нечеловеческой силе, сидевшего перед ним и думать о деле, за которую ему обещали немалое вознаграждение. Где-то на пятой минуте его осенил. Мать твою, сила. Ну, идти твою налево, точно. Смотри, мужик, вот такая херь с тобой приключилась. Когда-то ты много времени провел, изучая какое-то единоборство или несколько, одно за другим, как и я. И вот в зоне ты почему-то стал очень силен физически, но тело твое тренировалось при другой силе. Видишь ли, что у тела, что у мозга своя память и твое тело действует точно по памяти. А само по себе-то оно стало сильнее. Значит, мне нужно просто научиться соизмерять силу удара. Неа, весело ловнул сорт. Тебе придется всему учиться заново. Электрик преследовал химеру, которая преследовала двух людей. Интересно, что злобный зверь зоны, наверное, и не подозревал, за кем охотиться. Химера шла по следу добычи, но не знала, что добыча слишком опасна, чтобы стать таковой, особенно тот со шрамом через пол лица. Он умел чувствовать аномалии. У парня было зверенное чутье. Химера прекратила движение. Сталкер не снизил скорости. Что ж, животное почуяло преследователя и решило устроить засаду. Глупо с ее стороны. Он не тот зверь, на которого стоит охотиться. Электрик улыбнулся и благодаря Валдиусу он сейчас без оружия мог разобрать Химеру одиночку начать, причем без особых усилий. Минул месяц, необычно жаркий летний месяц, полный утомительных тренировок. Да, Валдиус таки заставил его пропотеть. И не только. В иные дни сталкер к вечеру буквально падал с ног от усталости. Бандит добился таких результатов, просто скорректировав нагрузки. Раз сталкер сильнее обычного человека, значит нагрузки будут такими, от которых обычный человек тихо мирно скончается в результате сердечного приступа. Утро начиналось с легких упражнений. Он показывал сталкеру кат. Тот выполнял их и по ходу оба выясняли, что молнии они уже известны. Заучивать движение не требовалось. После кат отрабатывались некоторые удары по воздуху. Затем они шли к ручью за домиком и молния начинал таскать лежавшие там огромный замшелый валон. К домику и обратно на вытянутых руках. Удое средне мускулистое жилистое тело обросло выпуклыми мышцами. Кожа задубила. Молния за эти дни стал сильнее в полтора раза. После любимого камня начиналось новое повторение кат, ударов, потом легкий перекус и прыжки в длину, высоту, сальто. Все, что изобретала нездоровая фантазия Валдис. После удары по твердым предметам, чаще по деревьям, тем, что росли у ручья. В итоге к концу месяца у ручья рос один кустарник. Все время тренировок псы неоскутно кружили вокруг них, уничтожая тех мутантов, что могли уничтожить сами и предупреждали о тех, с которыми справиться не могли. Так шли недели. В процессе Валдис узнал, что кровь сталкера немного необычна, некоторыми своими свойствами. Вот, что он сказал по этому поводу пожар плечами. Ты, брат, не переживай! Молния угромо смотрел на бандита, готовый в случае чего покончить с ним, понимая, как противно ему будет сделать это. Он привязался к Валдису. Не знаю, на землю с голого торса сталкера и с глубокой царапины капало светлое алым кровь. Вот у босса в ушах волосы растут. А у меня, знаешь ли, с детства на ноге один ноготь не растет. Прикинь, не растет и пиздец. А у тебя вот кровь светится. Кстати, удобно очень. Ночью. Никогда не думал. Ну, а теперь хорош сочковать. Бери этот гребаный валун и тащи его обратно к ручью. И не надо отмазать про то, что ты устал. Улыбаясь, молния потащил валун в указанную сторону. Псы за спиной валу собесом и шумно растворились в лесу. Парень даже не подозревал, как близок был к смерти. Примерно на третьей неделе двум сталкерам посчастливилось познакомиться с местной флорой, пережившей воздействие таинственного наклучения зоны. Случилось это после выброса прошедшего ночи, когда, как всегда на утро пришел валу. Оставаться ночевать в домике в компании псов и молнии он почему-то натряс отказался, сославшись на страшную аллергию, на собачью шерсть. Сталкер вежливо наникнул, что куд с Рутом не совсем собаки. Куд тогда в подтверждение его слов пару раз гавкнул, но почему-то им не удалось убедить валу. Молния вышел на ужас. Как обычно, валу стоял во дворике, заранее положив все свое оружие, кроме автомата, и его держал на вытянутой в сторону руки. Как обычно, псы счастливо повалили его на землю, выдернули из рук автомат, осмотрели внимательно, обиженно взбизгнув, вернулись к хозяине. Невоспитанный бандит решил их любимого развлечения. Нечего было срывать с него и раскидывать по дворику, только кот немного задержался и впервые за все время знакомства близнув валу с улицем. Ёпс! Как я это ненавижу, сказал он, поднимаясь и тут же закашлялся. Слюна кута пахла отнюдь не фиалками. Валдер с кивком указал на пса. Кажется, мы с ним подружились. Это Рут, улыбнулся ему сталкер и показал на второго пса. Тебя ли знал кут? Черт! Похоже один на другого, прям близнецы. Нет, что ты, Рут больше и мощнее, кроме того, у него, видишь, уши какие. У кута расположение немного иначе и хвост. Ну да, конечно, Валдер с кивком согласен. Он в упор не замечал указанных различий. Давай, что ли, попрыгаем? Покажу кое-что новое. И показал очень быстро, без пояснений. Резкие удары, плавные движения, иногда ускорявшиеся до плохо видимых глаз. Прыжки с сериями различных ударов, падения и мгновенные прыжки приняты из, казалось бы, невозможных положений. Молния начал повторять до того, как закончил показывать Валдер. Он вдруг понял, что знает, как именно закончится эта сложная серия движений. Знал, как и что делать. Хм, Валдер сидел на крыльце, смотрел, как Сталкер замер в боевой стойке и плавно вышел из него. Молния, ты в курсе, что ты сейчас изобразил? Причем, без серьезных ошибок. Сталкер пожал плечами, если бы он знал. Не знаю, кем ты был до зоны, но явно непростым смертным. Я вообще думал, этой техники уже нет. Тот, кто учил меня, я считал, что я был последним живым учеником и что других учителей больше нет. Впрочем, он никогда не говорил, где сам научился. Знаешь, если вспомнишь, кто ты и откуда, Корешок, не вздумай мне рассказать. Не хочу знать. Ладно? Пойдем. Я уже вижу по твоим глазам. Тебе просто не терпится потаскать тот замечательный баллон. Сталкер тоскливым стоном подтвердил, что да, не терпится. Они вышли к ручью и именно тогда, мол, не ощутил нечто странное. Будто вокруг ручья что-то изменилось. Неправильной угрозы он не ощутил. Просто что-то стало не так. Хватай его! Кивнул бандит на камень, после чего обозрел местность любопытным взглядом. Некогда симпатичное местечко, ручеев, множество деревьев по его бокам. Теперь походило на место экологической катастрофы. Разломанные деревья, переплетенные ветки. Знаешь, парень, а тут как ураган настоящий прошелся. Вот помню в Москве ураган. Он не договорил, упал лицом вперед и, скрикнув, схватился руками за расквашенный ног. Нечто сильно дернуло и бандит исчез в лесу. Балун полетел в сторону. Молния широкими прыжками двинулся на звук. Нечто быстро тащило громко матерящегося и орущее тело бандита по земле. Псы бежали по обе стороны от сталкера. Им еще предстояло выслушать обличительную речь за бездарно прозеванную опасность и непростительное лоботрясничество. Догнать стремительно истязающее в лесу орущего на разные голоса бандита удалось через пару минут. Он застрял между двух близко стоящих деревьев и теперь только хрипел, двумя руками держась за эти деревья. Нечто продолжало тянуть его с неимоверной силой. Молния подскочил к нему и быстро оглядев растянутого в сторону бандита обнаружил, что обе его ноги охвачены толстой хм. Могло сойти за лианом, но цвет эта штука имела грязно-коричневый и маленькие листочки и маленькие листочки по всей своей дине. Данная прелюбопытная хреновина исчезала где-то в лесу и сейчас судорожно дергалась, пыталась протащить Валдиса через деревья. Молния схватил нож и сильным рубящим ударом перерубил. В общем, перерубить очень хотелось, но не вышло. Лиана корневой внешности получила неглубокий порез, брызнула зеленым соком и дернулась такой силой, что Валдис вместо крика издал тихий тонкий писк. Что-то громко хрустнуло. Сталкер взялся за нож покрепче и со всей возможной сильнее и никак не желал перерубиться. Наконец он дернулся с такой силой, что оторвался по месту разруба. Брызгая соком, обрубленная лиана пропала в подлеске. Рут! Кут! Что это значит? Возмущенно воскликнул статус. Морды псов выглядывали из кустов и на почтительном удалении от места схватки. Оба заскулили и легли на землю, старательно делая вид, что только что прибежали и так запыхали, что даже стоять не могли. Испугались, да? Рут скочил и грозно зарычал на весь лес. Кут не менее грозно оскалял зубы низко рыча, посмотрел туда, где исчезла лиана. Оба демонстрировали полное бесстрашие и готовность вступить в битву с тем зверем, которого они нисколечко не боялись. Просто немного опоздали к сражению. Вот и все. Молния поднял извивающийся обрубок Лианы и бросил его сам под ноги. Оба тут же истошно завизжали и скрылись в листик. Он слышал, как они стримглав кинулись прочь и остановились только на приличном удалении от обрубки. Это плохо. Валдис, Валдис, ты как, живой? Ух, растонал бандит, поднимаясь. Он пошатывался и прихрамывал на убины. Бля, что это было? Не знаю. Какой-то корень. Только очень живой, знаешь ли. У, сука, бандит тряхнул головой и вытащил пистолет. Завалю, падлу. Не спеши, молния указал на обрубок живого растения. Очень крепкая оболочка. Сомневаюсь, что ее возьмет пистолетная пуля. Если ты хочешь разобраться, оружие, и тогда уже ее кут с рутом боятся. А черт. Ладно, идем. Я гранат возьму еще. У меня в рюкзаке есть. Сы боятся. Да, на ходу говорил Сталкин. Довелось мне как-то с контролером нос к носу столкнуться. Так вот его они не боялись ни капли. Кинулись как на смертельного врага. Ни капли страха. А сейчас даже помогать мне не стали. перепугались насмерть. Думаешь лучше оставить эту скотину? Валдис указал в сторону Лесит. Может ты и прав. Знаешь, у нас в этом районе как-то браток один пропал. Автомат только нашли. Думали мы там какой сожрал. Или на лыжи встал паря. Хм. Надо сказать боссу. Они не пошли войной на странное существо в тот день. А утром Валдис прибыл еще взял за правило пару раз лизнуть Валдиса в лицо. Оба зверя застыли, но не рычали, просто подозрительно осматривали спутника Валдиса. Они его знали, и знали, что он тоже принадлежит к числу друзей хозяина. Только если Валдису они теперь даже радовались, к его спутнику они относились по-прежнему подозрительно. Здорово, парень! Блобай сказал. Мы к тебе пойдем. Ага, братан, сегодня у меня выходной, кивнул Валдис. Мы к тебе вот еще зачем. Стрелок, то есть молния, мы на охоту собрались, пойдешь с нами? Старый бандит указал рукой в лес. Пацаны там уже во все оружие, познакомишься, себя покажешь, дай зверюгу эту на фарш заколбасим, а то ведь еще кого так сожрет скотина эта. Надо бы этой твари немного рога пообломать. Только ты песиков своих не бери. Если пойдешь, пацаны не поймут, а если поймут, то неправильно. С радостью приму ваше приглашение. Без особой радости ответил Старый охотиться на неизвестное существо, способное вытягивать такие щупальца, ему совершенно не хотелось. Он заранее знал, что эта охота для него вполне может кончиться плачевно. К счастью, в этот раз не ошибся. Другое дело, мерзкое чувство, оставшееся от этой охоты, сопровождавшее еще очень долго всех, кто в ней участвовал. Псов удалось убедить остаться охранять рюкзак молнии. На удивление легко, они, похоже, понимали, куда он собрался. Это тоже беспокоило его. Какой должна быть тварь, чтобы нагнать страху на двух черных псов? Они дошли до места, где Валди застрял в деревьях. Их уже ждали. Десять до зубов вооруженных человек растянулись с цепью и ждали. Кто-то курил. Все были на удивление спокойны и как один имели такой знакомый волчий взгляд. Не хватало только серых пушистых шкур волчь для полного сходства с серым бандитом лесов за кордоном. Босс, пацаны что-то задерживаются. Это тот самый, что Петухов издолго положил? Просил один с шикарным шрамом от лба до подбородка. Глаз на пути шрама отсутствовал. Ага! Циклоп, знакомься! Стрелок, то есть теперь он предпочитает представляться как молния. Представил его бандит и крикнул. Братва, сюда подтягивайтесь! Говорить будем! Жила, как там с аномалиями? Нормально, босс! Откликнулся один из подтягивающих. Очень худой и очень жилистый. По курсу ни одной. Там у дуба химера блотовала. Мы башку отстрелили. А так чисто. Чего дальше не знаю. Проводники пока не вернулись. Да брось, Жила! Ты сам с проводником. Да и я такой же. Как считаешь, есть там аномалии? Чуешь чего? Да, босс! Жила сморщил подвалится. Не знаю. Кажется, там что-то такое есть. Ну значит я прав. Будем ждать пока серый и зомби вернутся. Нищий хохотнул, увидев недоуменный на лице сталкер. Зомби? Это из наших. Он просто ну зомби натуральный. Увидишь в общем. Братва это стрелок. Только теперь его зовут молния. Прошу уважать. Пацан нормальный. Я за него отвечаю. Опа! Здорово, мускулистый парень протянул руки. Сталкер пожалует. Я нож. Уважаю тебя парень. Крыс этих стрёмных положить дело хорошее и трудное беседство. Молния это бля верно очень. Отряд долго положить. В натуре молнией быть надо. Они ведь хоть и козлы а воюют будь здоров. Нож отойдите да? Руку пожать человеку дай да? Парень отошел и руку ему протянул интересный человек с огромным ножом. Эй брат Вахая уважаю тебя да? Вслед за Вахой все присутствующие за руку поздоровались с молнией. Все выражали восхищение и заверяли что он теперь им всем кореш. Даже здоровяк халява светился радостью от встречи. Впрочем учитывая сумму выданную ему в качестве изменений неудивительна радость этого бандита. Да и сам поступок молнии с деньгами ему понравился. Кстати молния ты первый кто сумел меня вот так запросто вырубить. Халява ощерил большие желтые зубы и добавил отходя в сторону. И первый кого я после этого не убил. Удачной охоты братан. Все пацаны по местам приказал нищий и его люди кучковавшиеся рядом с героем воин против долга быстро заняли прежние позиции раздались выстрелы. Слепой пес громко крикнул дальний в цепи бандит. Крышка ему нормально все. Над лесом повисла тишина. Цепь замерла в ожидании приказа. Центром ее получился нищий циклоп валдис и молния. Циклоп стоял во весь рост, подняв готовый к бою М16 штурмовой вариант. Он контролировал лес впереди. Валди став спиной к дереву смотрел назад. Молния и нищев упав на одно колено смотрели один вперед другой вбок под углом. Все ожидали возвращения проводников а точнее разведчика. Большая часть людей бандита могли без опаски передвигаться в зону хоть в одиночку хоть в паре. Технически они все были проводниками но только двое ушедшие в лес умели буквально кожей чувствовать аномальные зоны пространства. Долго ждать не пришлось. Появились разведчики. Кстати эффектно. Серый быстро приближался и меркал среди деревьев на вроде бесплотной тени. Видал? гордо сказал нищий повернувшись в талфу. Мы его еще плохо знали когда за химеру приняли. Едва не кончили парня. Полезный человек скажу тебе. Он прекрасно двигается ни капли не солгав ответил молния. Парень и вправду двигался исключительно. Он к примеру услышал его только за несколько секунд до того как увидят. Обычно люди шумели гораздо больше. Нищего в лесу тоже было трудно услышать но все же не слишком. Серый пожалуй смог бы подобраться к нему самому на расстоянии броска ножа без шума нищих нет. Почти сразу появился второй. Его сталкер услышал еще минуту назад. Мощная фигура в явно маленькой ему кожаной куртке размерно двигался к ним. Руки раскачивались мерно будто у робота. Ноги шагали точно так же. Чистый робот. Широкое лицо абсолютно замороженное пустые ярко-голубые глаза. Плюс распиравшее тело мышцы и автомат в левой руке удерживаемый посередине одной ладонью. Молния был поражен видом этого человека. Кличку свою он получил совсем не зря. Настоящий зомик. Еще больше он поразился узрев автомат в его руке, когда парень подошел ближе. Из-за размеров тела оружие выглядело много меньше, чем было в действительности. Он без усилий удерживал пальцами одной руки ручной пулемет на основе автомата Калашникова. Причем непривычную версию, а какая-то утяжеленная модификация. А это зомби! прокомментировал Нич. Выглядит закачаешься. Ага. Ты еще не слышал как он говорит. До сих пор не совсем уверен, что он человек. Босс, достигший их серы, на миг замолчал, разглядев новое лицо в коллективе. Тем новым. Идать уже слышал, что герой, избавивший мир от восьми долговцев, присоединится к охоте. И продолжал доклад. В общем, прямо по курсу пещера в глиняном откосе. Крепкая, но внутрь заходить не стали. Клиент там. Видели эти его щупальцы? Хабана утащил. Хрень жуткая, босс. Аномалию три. Мы их отметили колышками. Но это не советует тянуться такой длинной цепью. Мы вроде все осмотрели, но сам знаешь, береженого бог бережет. Зомби я, сказал гигант, подойдя вслед за серым и протянув огромную пищу стал. Ты стрелок, я слышать. Знать, стрелок ты. Я, но теперь я называюсь Молнией, ответил Молния. Пожимая ладонь парня, его собственная в этой ладони мгновенно утонула. При неровном свете звезд неподвижного зомби вполне можно было бы принять за кусок скалы, каким здоровым был этот человек. Молния, кивнул парень, медленно, так кивнул, будто шея активно сопротивлялась желанию хозяина наклонить голову. Вниз. Как ты, парень? Хлопнув по могучему плечу, спросил нищий. Для этого, нехитрого движения, ему пришлось сильно вытянуть руку вверх. Нормально сходил? Сходил. Голова парня медленно повернулась. Пустые глаза смотрели сквозь бандита. Казалось неузнаваемо. Пещера, страшно, не надо ходить, есть хочу. Он не очень многословен, молния, но в бою, что надо, комментировался Клоп, а Валдис, не поворачивая головы, добавил. Он вечно у нас жрать хочет. Да, зомби, жрать хочешь? Хочу, тут же ответил здоровя. Валдис, дать зомби кушать. Потом, брат, вот ту падлу в пещере завалим и поедим. Нищий пронзительно свистнул. Цепь двинулась быстро, сужая свою длину. Валдис, бля, особое приглашение надо. Вставай, топаем, смотри по сторонам. Есть, бот. Валдис легко подскочил на ночь. Бот, я гранат взял, покидаем в пещерку. Я сам набрал нехило, да и пацаны тоже. Конечно, закидаем сначала, потом. Можно попросить об одолжении? Спросил молния, прежде чем они двинулись за цепью. Бандит кивнул. Могу я войти внутрь, прежде чем вы бросите гранат? Пошли, серый зомби за нами. Нет, молния, твоей просьбы выполнить не могу. А сейчас заткнись и вперед, а то пацаны без нас все сделают. Маленькая армия двинулась по разведанной дорожке. Молния шел в самом центре и не уставал удивляться тому, как сложены действуют банды. Конечно, не элитный спецотряд, но близко, очень близко. Впрочем, если учитывать, что все присутствующие люди, выжившие здесь, повидавшие смерти десятков тех, кто выжить не смог, поразительно. Да, но не удивительно. Естественный отбор. Слабые, неумелые, давно мертвые. Те, кто остались, достаточно сильные, чтобы выжить и процветать во враждебной среде. Аномалии было не три, четыре. И одна была как раз там, где пошел бы край цепи. Не выскажи свои опасения, серый. Сталкер не стал говорить об этом, раз уж все обошлось. Пещеры вышли через полчаса, двигались не спеша, поглядывая по сторонам. Смотрели также и под ноги. Никто не желал быть пойманными плянами, по примеру Валдис. Так что добрались без эксцессов. Встали в коре вокруг темного зева пещеры на некотором удалении. Пещера в глиняном откосе широкая, видимо промытая источными водами. В течение многих десятилетий или грунтовыми много сотен лет назад. Когда-то обвалившаяся и оставшаяся открытой. Вполне могло быть руслом древней подземной реки, землетрясения и вот готовая пещера. Кто знает, от пещеры несло устойчивым запахом смерть. Конечно, ничем особым не пахло, но смерть пахнет не так, как все остальное. Ее запах нельзя унюхать носом, но ее можно почувствовать. И почувствовали буквально всех, тем же манером удерживая свой пулемет. Босс, она обвалится, если гранатами закидаем, подал в голос живой. Откопается ведь эта падла, а нам потом сюда без экскаватора не сунутся. Э, да? Босс лучшее знает, понял, нет? Ваха, мать твою, не лучшее, а лучшее. Ваха, я не пойму, ты чего, не русский, что ли? По цепи прошел смешок, несколько разрядивший обстановку. Зато Ваха мигом покраснел до ушей. Он забросил автомат на спину и наполовину вытащил длинный нож. Вах, жиля, иди сюда, шутник, я тебя резать буду. Не бойся, я тебя не больно зарежу. Эй, я не понял, бля, базар закончили? Возмутился нищий. Вы нах еще тут друг друга зарежьте. Я что, один буду с этой тварью воевать? Молния, крикнул один из бандитов, кажется, нож. Покажи мастер-класс. Завали мутанта в одиночку, сможешь? Нож, ты у меня сейчас сам туда один полезешь, тряпнул нищий. Держи эту канаву под прицелом. Циклоп, серый, зомби, пойдет. Простите мне мою наглость, но могу ли я вновь предложить свои услуги? Поинтересовался вежливый сталкер, не без оснований полагая, что если у него есть шанс, войдя туда и не погибнуть, так это только у него. Ребята меня прикроют, я впереди. А, черт! Давай, пацаны, ну, бля, смотрите, кто там сдохнет, лично кишки выпущу. Циклоп и серый рассмеялись. Молния улыбнулся. Зомби не отреагировал никак. Братва, бросай зажигалки, молния идет первым. Циклоп, серый, зомби, за ним. Вах! Вырос перед носом практически бордувый вах. Я тоже еды, да? Эй, брат, осади, сказал нищий. И так уже четверо, хватит. Э, обыжусь, да? Я что, стреляю плохо, да? Я что, на химера находил, а? Я зомби вот так душил. Он тут же показал руками, как душил зомби. Скаля при этом зуб. Ничуть не хуже, чем сами зомби. Я их голыми руками рвал, как тряка. Я вообще один. Сейчас пойду в пещеру, всех там заряжу. Ладно, хрен с тобой, иди. Прикрываешь молнию с остальными. Отмахнулся нищий. Вах, молния, Вах, джигит хороший. Его спина, мой спина. И Ваха тут же повернулся к пещере, кровожадно целясь из автомата в ее темный зерк. Хотя низ с одним кинжалом пошел, и на том спасибо. Бросай! После чашкого вздоха скомандовал бандит. Внутрь полетелись осветительные шашки. Нищий упал на колено и взял пещеру под прицел. Удачи, пацаны! Вах, джигит удача не нужен. Так Молния пошел вперед. Винтовку он держал на взводе, но лишь для всех остальных. Он видел и слышал таящиеся внутри опасность гораздо дальше, в самом сердце пещеры. Сейчас оружие не пригодится. Четверо бандитов крадучи сдвинулись за ним. Только зомби, оправдывая свое имя, шел так же, выпрямившись во весь рост. Как казалось, пещера ему была тесновата. На входе он шмякнулся о ее край. Молния удивила, раздавшийся при этом был. Бум! Он даже оглянулся. Нормально все, лыднулся ему цикл. Это зомби башкой долбанулся. Башка у него чугунная, добавил серый. И сила, что у псевдогиганта? Зомби сильный, пробасил утвердительно обсуждаемый. Завершил все речи Ваха кровожадным шепотом даже с шипением. Вах, когда резать их сволочей будем, а? Идем, да? Зарыжим собаку. Дальше шли время от времени, кидая светительные патроны перед собой. Пещера расширялась каждым пройденным метром. Конца ей видно не было. Тут почему-то было влажно. Кое-где вода капала со степы. Чуть не ручьем тихла. По ногам сильно тянуло холодным воздухом. Пещера была сквозная, не иначе. Очень скоро глина кончилась. Они очутились в каменном коридоре. Здесь влажность воздуха была такой, что дышалась с трудом. Что интересно, было очень тепло. Еще через десяток метров под ногами захрустел. Что за хрень? Сказал Балдизик, глянув на густо усыпанную разной формы и размером белыми предметами дорог. Костик! Молния чувствовала странный, ни на что не похожий запах. Растение, человек, мотанн пахло всем сразу. И ни одного источника. Где-то впереди. Мы близко. Вах! Голосом молодого, зверски голодного грудолака подтвердил Вах. Кстей стали медленнее, светительные патроны кидать ближе. Впрочем, тварь все равно уже знала об их присутствии. Воздух давно принес ей запах. Тоннель резко изгибался, и здесь молния поднял руку, показав знаком идти медленно. Теперь, говорит, не стоило. Именно из-за этого угла нехло запахом засевшие в пещере существа. И здесь жарко было, сверх всяких мер. С парней ручьями бежал пот, несмотря в общем-то на легкую одежду. Никто не одел так любимых сталкерами плащей и тяжелых курток. Но тут было как в парне. Инкубатор там что ли. Молния знаком указал на существо за углом. Почему-то объект охоты никак себя не проявлял. Похоже, он уже ждал гостей, приготовился, приготовив какой-то сюрприз. Вряд ли этот сюрприз им будет по нраву. Все четверо продвигались вперед, но теперь другим порядком. Здесь пещера вновь сужала, да и так сильно, что теперь идти можно было только подвое. Ваха немедленно выскочил вперед, став рядом с Молнией. Зомби и Севой остались позади, последним шел циклоп. Он убрал свой громоздкий автомат и теперь держал в каждой руке по пистолету значительных размеров. Молния добрался до изгиба и выглянул из-за угла, тут же убрав голову. Почему? Так когда-то его учили, и не зря. Со свистом воздух пропорол толстый коричневый жгут и врезался в стену, выбив из нее кусок камня. Ваха бросил за угол осветительный патрон и с залихваческим боплем кинулся вперед. Если бы не патрон, это был бы его последний храбрый поступь. Вспышка, видимо, привела существо в замешательство. Вместо того, чтобы пробить тело джигита острым концом, очередная лиана корень с громким шмяк врезалась ему в грудь. Скрикнув вахом, впечатался спиной в стену. Учитывая изгиб неровности скалы, услышанный ими хруст, говорил о серьезном переломе. Молния прыгнул за изгиб и теперь следовало действовать быстро. И еще одна лиана ударила в этот раз острым концом. Только нечеловеческая скорость и реакция спасли сталкера и он сумел увернуться в прыжке. Правда, из-за незапланированного кульбита в полете он грохнулся боком на пол, вместо того, чтобы приземлиться на ноги. Но существо успел увидеть, лучше бы вообще не видел. Животное оказалось вовсе не животное. Цветок огромный, сидящий на скальной падине. Лепестки ярко-алого полу большой пещеры. Под ними целый клубок лиан корней. А в центре всего этого посреди лепестков нечто отдельно напоминающее человека или химеру. Имелась только верхняя часть. Она срослась с цветком и кажется сам этот поразительный цветочек, занявший почти всю пещеру, маленький автобус в общем, был естественным продолжением коричневого торса. У торса были руки до локтя, нормальные такие руки, а дальше целый пучок щупалец, заканчивавшийся каждой загнутым когтем. Сталкер выстрелил и пуля разорвала плотную сеть зеленоватых ниточек, делавших цветок и уцелевшую половину непонятного существа единым целым. Существо назвалось низким пронзительным визгом. Вошедшие, точнее прыгнувшие сюда сразу за молния серы, выпустил очередь в потолок и диким воем упал, зажав ладонями уши. Циклоп не успел войти в пещеру, он упал еще в тоннеле и теперь подпевал серому, а вот зомби никак не отреагировал. С тем же каменным лицом, также механически переставляя ноги, он вошел внутрь и пулемет лег в обе руки. Не упирая оружие в плечо, здоровяк начал стрелять буквально с рук навскидку. Поразительно, но отдача не вырвала оружие из цепких пальцев, а легко амортизировалась руками зомби. Сталкер откатился в сторону и стал стрелять, не жалея патронов. Почему-то издаваемые существом звуки на него почти не повлияли, только очень сильно заболела голова и щека стала дергаться, как сумасшедшая. И еще он обнаружил, что стал много хуже слышать. Собственные выстрелы и треск пулемета казались слабыми хлопками. Дождь пулю разнес большую часть цветка в зелено-алую жижу. Уцелевшие лепестки стали закрываться, но от пуль спасти они не могли. Одна из уцелевших лиан выстрелила и зомби, получив по кумполу, рухнув как подрубленный. Визжать фиалка недоделанная уже перестала и циклоп, наполовину вывалившись из-за угла, стал расстреливать патроны своих пистолетов. Дуло плавали, а сам он, похоже, плохо видел. Только одна пуля попала в цель, остальные пришлись уже в раскуроченное месило, но эффект был оглушительный. Оставшиеся лианы, корни у основания были разнесены в куски. Теперь они просто подергивались на полу. Руки гуманоида части растения поднялись и целый букет щупалец устремился через всю пещеру к циклопу. Одно пробило плечо, другое распороло спину. Взвыв от боли, циклоп скрылся за изгибом. Молния расстрелял все патроны и счел за лучшее отступить. Подхватив за что пришлось двух бандитов, он юркнул в тоннель. За спиной когти щупалец высекали искры из камня. Ваха остался лицом к лицу с тварью. Но Джигиту повезло, она уже была не так сильна. Я тебя собака зарыжу, сказал он и скрипя зубами от боли поднял свой с когтями взвились и почти долетели и опали буквально в полуметре от бандита. Тот расстрелял еще одного вольма и дико оскалившись взял за свой длинный кинжал. Кое-как поднявшись он направился к мутанту. Молния перезарядил винтовку и осторожно двинулся за ним. Цветок умирал. Все, пещеру залило зелено-алой жижей. Гуманоид в центре месива, в которое превратили растения пули, повесило голову и только большие алые глаза с черными зрачками с ненавистью смотрели на приближающихся врагов. Схватившись за ребра и едва не упав простонал Ваха. Молния на всякий случай держал животное в цветке на прицеле. Сын шакала, я тебя сейчас убивать буду. Это как? Храбрый джигит отступал практически белый. Его трясло и он теперь совершенно не обращал внимания на боль в сломанных ребрах. Мутант вдруг ожил. Почти человеческая пасть открылась в сиплом и пронзительном вопле, а руки снова поднялись. Видимо, бессилие было притворным, ну, либо минутным. Молния двумя точными выстрелами снес голову существу и разворотил грудную клетку. Для уверенности выстрелил еще раз. Уходим, молния, уходим быстро, да? Ваха немного длинных до плеч и волосах сталкеру показался пробы сведения. Или он и раньше там был. Циклопа пришлось вести подпирая плечом. Серый шел сам, но постоянно напихался на стены и стонал. Он не слышал практически ни звука. Зомби пришел в себя и без всяких выражений оглядел местных. Взял свой пулемет, проверил на пулемете короб с патронной лентой, закрыл его и пошел вслед за товарищем. Увидев, как Ваха постоянно хватается за бок и хромает на обе ноги, на обе ноги сразу, с тем же выражением подхватил его на руки и понял. Эй, отпусти, завопил Ваха. Немедленно поставь меня на ноги, шайтана, уф! Удерживая карликовой рядом с зомби Ваху, одной рукой бандит подхватил свой пулемет и положил его сверху на Ваху. Тот замолчал, но перед самым выходом из теннеля принялся вопить пуще пред. «Слушай, да, стесняюсь, я понял, да, отпусти, идиот, зарыжи собака, сырый!» Зомби бесстрастно шагал вперед и вынес Ваху из пещеры на руках, прямо под настороженный взгляд товарищей. Вся банда, за исключением трех прикрывающих спину соратников, бросилась на помощь. Зомби их помощь тоже потребовал. У него из рассеченного темени хлистала кровь, прямо на лоб. Когда кинулись помогать, Ваха заорал. «Кто смеяться будет, всех зарыжем!» Никто и не думал смеяться, поздравляли с победой, хлопали по плечам, потом циклоп вдруг перекосился в лице и упал ничком. Тотах хлопотал возле серого, тот только подвывал и безумными глазами смотрел по сторонам. Вахе помогли, макушку зомби кто-то перевязал, а потом Ваха потребовал нищего. Что-то сказать им. Бандиты зашептались, а вслед за тем целая связка гранат была брошена внутрь пещеры. Мощный взрыв обрушил склон, похоронив там страшного мутанта. «Моэ, тебя не зацепило там в пещере?» Необыкновенно бледный, подойдя ближе, спросил ничь. «Нет, а что так перепугало вас?» Он посмотрел на лица остальных и отчетливо видел у них страх практически животный ужас. «Этот! Внутри! В цветке!» Нищий глубоко вздохнул. «Ваха узнал его. Репа звали пацана. Он полгода как пропал. Здесь, в этом лесу. Ты в общем иди, брат. Валдис тебе завтра заглянет. Или послезавтра. Давай, и спасибо. Ваха сказал, ты зомби и серого вытащил. Только серый кажется все. Пропал человек. Вот так глупо пропал. Зона, брат». Сталкер сразу ушел в свой домик. Возвращался он пасмурный и очень грустным выражением лица. Куча стрепы такой врагу не пожелаешь. Псы радостно встретили его еще в лесу и почти сразу притихли, почуяв подавленное настроение хозяина. А молнии было откровенно плохо где-то в душе. Вот так бандит этот репа пропал. И вот в кошмарном цветке половина человека жрет кого отловит. Это хуже всего. Этот урод был сродни ему. Ведь его тоже изменила зона. «Когда ты наконец умешь своих псов?» спросил рано утром Валдис поднимаясь и вытирая с лица вонючую слюну кута. Когда псы выполнив обязательный ритуал приветствия оставили его в покое. с чувством выполненного долга они сейчас сидели на крыльце и вывалили языки и приветливо смотрели на знакомого бандита. «Привет, Валдис!» улыбнулся и настал. «Как там ребята? Все в порядке?» «Не!» Бандит собирал оружие уже по привычке сложенной горкой на земле. «Не в порядке!» Серый нифига не соображает! Мучит, воет! Циклоп помер! В жалов тех яд был, наверное! Жаль Циклоп «Он мне всегда нравился!» «Ну что, готов к тренировкам?» Сталкер только молча кивнул. Но в этот день они почти не тренировались. У боя что-то скребло на душе. Они расстались задолго до вечерних сумерек. На следующий день Валдис не появился. И на второй тоже. Когда уже Сталкер решил, что больше Валдис не яиц, он явился. Еще неделю он помогал Сталкеру ведрунуть утраченные навыки. И в конце недели в гости вместе с Валдисом пожаловали еще двое. «Здорово, молния!» оскалил зубы в улыбке никто иной, как Серый, стоявший во дворе в компании нищего и Валдиса. «Тут, говорят, ты шкуру мою спас там, в пещере». «Ну что ты! Я всего лишь сделал то, что сделал бы для меня любой из вас. Окажись я на твоем месте!» Улыбнулся и молния. Он был рад, что бандит жив и здоров. «Любой!» хребло рассмеялся Серый. Что-то в нем все же изменилось, умерло. «Так уж и любой!» стал бы рисковать своей шкурой, теряя время, чтобы вытащить из-под верной смерти едва знакомых людей. «Ребята, вы не говорили, что молния еще и хороший человек!» «Просто замечательный!» тянул головой Валдис. «Я чего пришел?» «Спасибо тебе!» «Я если чем смогу, так отплачу!» «Ты только скажи!» Серый задумчиво смотрел на псов. «А ведь и правда черные псы!» «Надо же!» «Вот собственно и все!» «Больше то мне нечего сказать!» «Хороший ты парень, молния!» «Да только в зоне хорошие долго не живут!» «Хорош!» «Загнул!» «Живут еще как живут!» Нищий продемонстрировал всем свое хитрое лицо. «Вот я, к примеру, добрый, отзывчивый, щедрый и к тому же очень доверчивый юноша!» «И сколько я здесь?» видите, живой!» Бандиты только кивали головами и пытались спрятать улыбки. Скривились так, чтобы свиньи уверенно зарычали. «Тебе Ваха привет передал!» «Держи!» Он бросил ему нож и ножи. Сталкер вынул его, посмотрел лезвие, попробовал остыть. «Не боись, как бритва!» «Не потеряй, а то Ваха расстроится!» проговорил нищий и кивком показал товарищем на лес. Оба немедленно заняли позиции на опушке. Сам нищий подошел ближе и произнес. «Разговор есть, парень!» «Не шибко длинный!» «Так, некоторые сведения для тебя и просьба от меня!» «Буду счастлив помочь, если это в моих силах!» Мол не присел на ступенье. «Тогда слушай!» Бандит устроился без удобства на кортечке. «Помнишь, я тебе говорил о новой группировке, которые базу долго разгромили и пропали. Так вот, объявились они, но мельком. Никаких действий не предпринимали, ничего такого, но засветились. Теперь я примерно знаю, где они. Вот, смотри!» Он развернул клочок бумаги с какой-то карты, нарисованной от руки. «Здесь много белых пятен, молнии, но нужный нам район нарисован снос. Да, там и рисовать нечего, пустые земли, но полно радиоактивных пятен и аномалий. Собственно, считается, что здесь пройти нельзя. Но путь есть. Серый там ходил однажды. Может, сейчас уже и нет этого пути, но кто знает, может и есть. Если что, можно пройти вот здесь, вдоль кордона, но это опасно слишком. Тут в одном месте от кордона до радиоактивного пятна всего километра. Спалиться легко. Вертолеты, мать снайперы. Можно землицу эту опасную по бару обойти, но там у нас группировки пошаривают. Вот. А вот за этой землицей лежит у нас землица другая. Она тоже в средней полосе. Не центр зоны, не окраина. И людей вроде как нет. Так вот, с бара вчера человек к нам пришел. Мы-то его уже давно похоронили, а он живой бродяга. Месяц назад он шатался примерно вот тут, с тремя сталкерами. Вышел он один, людей там нет. Но вот мутантов, что в шею бомжа, и аномалии не меньше, а еще много бывает артефактов. Я тебе по такому случаю даже пару контейнеров подкину. Специально для радиоактивных артефактов. И куплю их по самой лучшей цене. То есть, хе-хе, чешек, конечно, купит. Куда он денется. Я ему борову яйца на шею намотаю. Выкабениваться будет. И, конечно, вознаграждение немалое будет. А просьба у меня такая. Нужно сходить туда, посмотреть, поискать. Парень, о котором я тебе говорил, утверждает, что видел там вертолеты коалиции. И они садились. А выходили из них вооруженные ребятки, да только не из вояк кордоновских. Эта информация и мне нужно ее побольше. А еще лучше было бы договориться с этими серьезными парнями о сотрудничестве. Сечешь, брат, если возьмешься, в общем, тебе решать. Дело такое, там и подохнуть можно. Я-то собирался сначала туда серого, зомби, да еще пару пацанов отправить. Ну, а серый не в форме, а зомби без него порешат в первой же стычке. Он хоть и здоров, и аномалии чует, да туп как пробка. Не ожидал я, что так скоро они появятся, и не ожидал, что там. Это чуть не на другой стороне зоны. Но место едит, и вот такое, что либо через группировки ломится, либо на кордоне под пули подставляться, либо через эту землю радиоактивную. Возьмешься? Могу я подумать? Спросил задумавшись сталкер, поглаживая голову пса. Ты думай, парень, думай, нищий поднялся, убирая карту. Я через три дня подойду. Согласен, а? Согласен, сталкер тут же спохватился. Но мы с Валдисом договорились о части той суммы, которую мне должен господин Чешет. Сначала мне нужно вместе с ним достигнуть лагеря Чешет и расплатиться. После этого я сразу же отправлюсь. Хм, ты в натуре, молния, восхитился нищий, не ожидавший такого скорого ответа и еще меньше ожидавший ответа положительный. Об этом не волнуйся, Чешет меня знает. Я пошлю Валдиса со следующим караванчиком к барыге. Получит он на сумму, о которой договорились. Сейчас пошлю Валдиса в лагерь. Говори, что тебе нужно. Еды, оружие, патроны, вещей каких-то, что есть, бесплатно отдам. И за рис с мешок этот ты тоже мне ничего не должен. Да, пацанов каких-то с собой возьмешь. Двоих могу выделить, не больше. Ваху возьми, он уже всех достал своим. Вах, молния, Джей, Валдис, иди сюда. Мне ничего не нужно, пожал плечами стал. Разве что патроны. В этот же день он отправился к считавшемуся непроходимой части зоны, считавшуюся таковой по праву. Итак, ребята, пренеприятнейшей новости, говорил молния, сидя на замшелом пне, двум черным сам, внимательно слушавшим его. Попутно они активно ловили блов в своих густых шкурах. Чтобы выбраться к указанному участку, за которым предположительно база неизвестна исключительно скруппы группировки, нам нужно преодолеть множество трудностей. Есть три пути через бар. И не спрашивайте даже, что это такое, я сам там никогда не был. Этот путь грозит теплой встречей с различными группировками, члены которых в большинстве своим невоспитанные грубые люди. Шепотом добавил, я даже слышал, что они едят собак. В ужасе от этого пьющей новости Руд даже прекратил ловить блох и удивленно зевнул. Потом лег в траву и положил голову на лапки. Совершенно шокированный ничем не прикрытым варваксом людей, возможно поедающих собак, он закрыл глаза и схрапнул. С ним это бывало, после нервных потрясений тянуло в здоровый детский сон. Второй возможный путь вдоль кордона. Там очень много военных, по слухам абсолютно сумасшедших. Представляешь куд, они стреляют ночью под теням в зоне. Думаю, это последствия запущенного психоза, либо не поддающиеся лечению в случае мани преследования. Также я больше склоняюсь к этому выводу. Очень может быть, что это уважаемые джентльмены военной формы получают некоторое сексуальное и моральное удовлетворение от звуков собственноручно произведенных выстрелов. В таком случае очень может быть кордон полон различных извращенств. Ты только подумай, Руд, что с нами могут сделать эти подлые маньяки. Руд согласно похрапел сквозь сон, пошевелил левой задней лапой, Руд увидел движение и повернув морду стал пристально следить за этой лапой. Вот она вернулась снова и он пронзительно тяпнул. Ты уверен, Руд? Что ж, возможно ты очень прав. Вряд ли нам стоит связываться со столь извращенными личностями. Тогда остается только один путь сквозь участок называемой брошенной землей, а также зараженной непроходимой Руд открыл один глаз и потянулся и перевернулся на Бу. Вот именно Руд. Разве есть в зоне места, где мы не пройдем? Значит мы пойдем прямо через эти страшные земли полные радиации, аномалий, невоспитанных мутантов и конечно же артефактов. Ну тогда идем. Он поднялся спинка и широким шагом двинулся прочь из леса. Идти придется сначала через эту брошенную базу, чуть ниже нее. Снова столкнуться с военными у него желания не возникало. Так что понизу и к тому участку земли, через который он пройдет. В принципе должен быть. Если не выйдет, придется вернуться и решить идти через территории буквально переполненной разного рода агрессивной невычности в основном немножечко свихнувшими засталками. Либо двинуться вверх кордона. Выбор будет непростым. В первом случае множество аномалий. Место, где даже невинный пуст ежевики вполне может разразиться автоматная очередь. Затаиться какой-то сталкер, да и решить, что вот этот странный человек с двумя псами член враждующих группировок и начнет стрелять. А то может ему просто будет интересно сталкер от таком. К примеру, интересно будет вот, если он продырявит этого незнакомца из автомата, кровь из него фонтанчик брызнет или вот капаем в разные стороны. Интересно же? Или просто пострелять захочется? Во втором постоянно присутствует риск получить пулу с кордона, попасть под удар артерии или нарваться на военную вековину. Аномалии мутанты все же не так опасны. Радиация только немного беспокоит. Нищий говорил, что там практически вся территория заражена, разве что не светится ночью, но проход где-то должен быть. Ведь один сталкер там сумел пройти обычный человек с датчиком и очень смутно чувствующий аномальные зоны пространства. Со всех сторон этот путь нравился ему много больше. Добрался он туда без особых проблем, натолкнулся пару раз на скрипых псов, расстрелял кемеру, устроившую на него засаду, поохотился на кабана, съел его вместе с псами. Они, кстати, стали есть гораздо более прежние похоже, они все еще росли. К вечеру он был уже на границе территории, куда добровольно войти мог только особенно тупой зоне. Местность здесь сильно повышалась относительно других территорий, а затем шла на понижение. Дальше казалось довольно ровно. Возможно, когда-то это были поля, на которых выращивали злаки или пасли в скот. Теперь тут была степь, разнообразные травы, мирно покачивающие на ветру зелеными волны. Кое-где низкие кусты, закатное солнышко над всем этим мирным идеалистическим пейзажем. Так и хотелось пойти погуляться по траку, подышать чистым воздухом, так красиво, безопасно. Смущало только два обстоятельства. Не было птиц, не было мутанта и еще кое-где в траве берели кости. Видимо, это были как раз те, кто пошел погулять по приветливой этапе. Здесь, на краю зеленого моря смерти, сталкер остановился на ночь, просто лег назик, завернулся в плащ покойного рекса и заснул. Сырегли рядом. Так что, несмотря на начавшиеся не очень теплые ночи, замерзнуть он не боялся. А мутанты? Посреди ночи причем совершенно нецивилизованно раскидали его останки на 10 метров вокруг. В основном это были обглоданные дочистокости. Больше за ночь их никто не побеспокоил. Место было такое. Сюда старались не соваться ни люди, ни звери. Ранним утром сталкер двинулся вперед, шагом, очень медленно. Дело в том, что эта приветливая равниноподобная местность была так забита аномалиями, что ему стоило труда разобраться в своих ощущениях. Фактически огромный участок земли в тени. Чувствовался как одна большая угроза. Стоило усилий отделить одно смертельное опасное место от другого. Тут присутствовал очень богатый выбор аномалий. Привычные жарки, слабые электры, комариные флеши, трамплины, мясорубь, имелись и многие другие, названия которых он не знал. Нечто подействие напоминающее комариную флеш, но не рвущая на части свою жертву. В области многократно пересекающихся гравитационных полей различные мощности, а расплющивающие ее в тонкий блин по земле. Область постоянно силы тяжести, сильно превышающей земли. Как он узнал? Нет, он не попал в такую, и ни один из псов не попал. Молния просто знал. Повстречал он еще одну интересную аномалию, какой он не видел ни до, ни после. Видно радиусом в десяток метров, совершенно пустое, никаких воздействий. Но он знал, что стоит войти в него, как вошедший материальный объект, подвергается массированной бомбардировке свободных нейтрон. Вещь вообще-то невозможная, впрочем, как вся зона. Была тут и такая чудесная аномалия, за исследование которой ученые много дали. Ее он повстречал, углубившись в поля, примерно на километрах. В траве мелькала золотая искра. Когда он смотрел на нее, она вдруг пропадала, прыгналась снова, мелькала, пару раз даже подпрыгивала вверх-вниз. Поразительно, но эта золотистая искра представляла собой третий честный вид. Стоило подойти ближе, и один из атомов переживал ядерный распад, что сопровождалось мощным выбросом в полунии. Вспышка небольшая, но достаточно, чтобы спалить кучку пепла любому, кто будет находиться слишком близко. Тут и не такое встречал. Отобили различных аномалий, удивительных, прекрасных, грубо нарушающих все законы природы и известные науки, и смертельно опасных. Молния едва не угодил в облаку слоты. Обошлось. Вовремя спохлопилось. Но она все же сработала. Воздух помутнел, и образовалась дымка, выпавшая вниз лентарным дождем. Капельки серной кислоты игриво стекали по зеленым стеблям, и жутким шипением падали лентарь. Вот тебе и привет лентарь. Он еще некоторое время смотрел, как капли катятся по стебелькам, не причиняя им никакого вреда. Потом пошел дальше. Тут все было так пропитано напряжением и смертью, что накутая рута даже не требовалось подвигать. Чтобы не убегали, куда попали. Оба были удивительно спокойны и железки ногами. Тут иногда поскуривал обратно просил. Аномалии штука опасная, но он знал их расположение с точностью до микрона. Идти при таких способностях даже вместе с буквально перегруженным аномалиями совсем не твое. Иногда страшновато очень долго. Порой к дням приходилось возвращаясь на уже пройденные участки по нескольку раз. Но не трудно. Кое-где он просто перемещал электрические аномалии, открывая начисто заблокированные проходы. Трудности начались, когда стал подавать признаки жизни счетчиков и акций. Вот теперь поле стало по-настоящему трудно проходить. К вечеру он прошел совсем немного, да к тому же сильно отклонился к корону кардона. Возникли подозрения, что здесь просто невозможно пройти, а уже на третий день блуждания они заметно открыли. На пятый сталкер понял, что заблудился. На седьмой обнаружил, что весьма скоро помрет холодный смерть. Вся взятая им еда пропала в желудок еще двое суток назад. Даже консервированная рыба, от которой у него до сих пор болит желудок. Кончилась вода еще три дня назад. Он уже сильно жилел, что пошел здесь. Надо было идти через двор и дальше, через вотчину дома. Там на худой конец можно было отловить и съесть голубец. Говорят, их там гораздо больше, голубец. Конечно, в долговец к птичам никуда не годится, низко калориям. В плане витаминов довольно беден и вряд ли будет вкуснее крыси нового. Но перед выбором умереть в голодной смерти или помочь в среднем от ожоги выбор очевиден. К тому же поймать долговца все же легче, хабанов. И шкура у него не такая толстая. Съесть легче. Правда, без бараний. Мяса считай нет. Вот такие мечты и преследовали холодный остаток. Когда он сам, не осознав того, попал живьем прямо в одну из местных людей. Со стороны это местечко было невидимым. С воздуха его можно было заприметить, но только если точно знать, что именно прилично. Он шел вперед, обходя аномалии и мечтая о срочном или не очень постремлялся. Чучик молчал. Радиоактивное пятно, попорчившее за день немало толи, возможно в прямом смысле, осталось позади, а поля кончатся и не думал. В какой-то момент он шагнул и нога соскользнула и стремительно поехал вниз. Псы встали как попоны, а молния с трудом удержала равновесие. Теперь он обратил внимание, что вот эта пышная растительность растет не на ровной земле, а на гребне, сильно выдающемся вперед. Как он узнал, что гребень выдаётся вперед? О, да, очень просто. Здесь этот гребень рухнул вниз. Вместе с ним псы взвизгнули, сталкер позволил себе пару грубых сильно матерных поражений. Примерно на середине второго он грохнулся озим с высоты пятиэтажного конца. Примерно на третьем он пронёсся сквозь густые формы каких-то деревьев. Отметил, что светок на него нечто плодоядно оскалило плодкасскую пасть и, наконец, приземлился. В глазах тут же расцвёл фонтан разноцветных искровок, а тело забавно запрещало. Тут сверху полетел рот, приземлился на сталкера и, завизжав, подскочил на ногу. Кот пал на лапы сразу, чуть в стороне. Теперь оба сильно взлохмачены, потеряно смотрели по сторонам, скулили. Мол, не я почувствовал, что тоже очень хочет заскулить, но не успел. Тварь из веток решила возобновить столь стремительно прошедшее ознакомство. В основном с наиболее мясистыми частями сталкера. Пришлось, несмотря на боль во всем теле, откатиться в сторону, вытаскивать пистолеты, вульгарно стрелять. Пистолетных пуль хватило. Нечто было совсем маленьким, пушистым, очень напоминало обезьяну или медведя коалы. Может, из зоопарка сбежал. Еще когда зоны не было, в любом случае, у существа был очень интересный красшкор. Черно-белые кольца складывались в любопытный зон. Умерись когти, пульки, их есть, конечно, не стали, зато мясо съели до последнего кусочка. Даже сердце, печень, почки, вкус не был зверен. А жрать все равно хочется, грустно произнестал с некоторым господином. Изучая кучку простей, кусочков меха, всего того, что не было света. И где я? Хороший вопрос. Палкер поднялся на ночь, собираясь обследовать мясо. Но не смог. Учуял новый запах. Кабан не такой как тот, кого съели. Что-то совсем другое. Пришлось, конечно, идти охотиться. Любопытство, конечно, хорошо, но с голодным пузом спорить трудно. Существо оказалось маленьким, махнатым и безвкусным. Сталкер уловил новый запах. Когда все трое были сын, нашлось время, чтобы смотреться повнимательнее. Они оказались в таком-то длинном широком карьере. Повсюду росли диригмы. Пушистые кроны укрывали небо мягким зеленым ковром. А когда удалось найти часть откоса, по которому можно было подняться наверх, выше уровня разлабочных крон древесных, обнаруживающих карьер даже с воздуха, был практически не мигом. Сталкер живо представил такую картину. Летит вертолет, люди смотрят вниз, километры зеленого поя. Второй, третий, вот местность понижается, там снова зеленый постой, вот опять повышается и снова километры зеленого. Если не знать, что это участок, где местность понижается, верхушки деревьев. Понять, что это такое на самом теле, можно только случайно. Впрочем, вряд ли здесь летают далековато от кордона, да и приземлиться все равно негде, везде аномалии. Вот это самое интересное, но карьера практически не имела много. Очень мало сравнений с полями локтей. Живности было тоже мало, но она хотя бы была. А еще были артефакты. Удивительно, они попадали здесь на каждом шагу. Большинство хранило, но так слабо, что пока счетчик сверху не положишь, молчится там. Как получилось, что здесь столько артефактов? В зоне их быстро подбирают, если находят вот именно. Это место вряд ли посещали за последние много-много лет. Артефакты копились, и теперь тут было целое поле. Поле артефактов, громко произнес там под синий деревень. Еще одна сказочка оказалась основана на реальных фактах и событиях. «Хм, и так бывает». Карьер он поднимал на следующее утро. Наевшись впрок, запасаться едой было мягче. Он просто знал и не ошибся. Почти. Он уже прошел большую часть опасного участка. Осталось совсем немного. И на это немного ушло ровно прийти. Путь закончился крутой вопрос, с которого он умудрился скатиться поворотом. Очутился он на старой поселочной дороге. Впереди расстелалась привычная изрезанная местность, покрытая кое-где крупными деревьями. Он вышел в нужные ему территории, бездудные, вроде бы идей, примерно безопасные. Сталкер сидел посреди поросшего правой полосок и победоносно улыбался, пока не повстречался глазами с тяжелым взглядом темных вот убежденных глаз. Глаза смотрели с уродива расположенного на большой голове. Голова соответственно покоилась на человеческом теле, напоминавшем один сплошной руки. Без одежды имели столько грязных синие штаны. Все это он заметил мелько. Оторваться от глаз контролера, раз мы их посмотрели, было невозможно. Скотина пряталась в придорожных устах. Похоже, существо пребывало в засаде, когда с забавным шумом сверху спутился сталкер. Теперь сталкер полностью подвластный возле злобредного мутанка. Истощенный организм не мог сопротивляться мощному телепатическому воздействию матерого мозгоедения. Так бы и помер молния на этом консульте. Но все спас сверху. Кот скатился с откоса вместе с хозяином и кинулся на контролера сразу. Получил удар не глядя прямо по морде и затих в пылье. А вот рот с откоса не упал. Он сумел удержаться. И когда друзья полетели вниз и теперь разбежавшись героический пёс грозно ручья поймал сверху. Попал точно в цель и сбил мутанку с ног. Завязалась короткая кокосок. Рот был пойман за шиворот и выброшен в сторону углотив боком прямо в ближайшее дерево. Контролер резко повернулся прямо в широкое туловое винтовки. Был нажат спуск и выстрел упрогремел. Впрочем контролеру это не сильно помогло. Резкий толчок и его гадкий череп был надет на стол. Сильное тело мутанта подергалось пару секунд и обвисло на стол. Сталкер вырвал оружие из лица мутанта. Объявил ему, что он невоспитанная скотина, так как запачкал своему мозгу лист и бросился к своим псам. Впрочем, не особо беспокоив за него. Рот переломал ребро, но такие раны у него заживали всего за один лич. Кот и вовсе пришел в себя едва тело контролера коснулось земли и начался с соревенением урывать вольной части. Гробов просто отвратительным невоспитанному животным по внешности контролеру не дали умереть спокойно. Рот прихрамывая присоединился пух. Весьма скоро от злобного моста остались только его злобные останки. Большей части мелких подмельцев. Земля тебе пухом, невоспитанная скотина, на пустом контролера стал последним, после чего был вынужден спрятаться в пустах вместе с встанем. По проселку шли люди. Очень может быть, что именно на них устроил засаду контролер, а может и не сидел он за сам. все его знает. Может, пока кач пришел. Вон и пусты растут вокруг, а тут стал красавц обеспечить. По твоему, получается, что мне вовсе не стоило так поступать? Он с вами слухом он гораздо раньше, чем его людей. Более сто женских. Знаешь что, иди ка ты к черту при первой возможности уйду своей дорогой, а ты катись куда подальше. Четитый, москаз голос немного устал. Разве я против? Я просто предположил, что, может быть, тебе следовало быть помягче. А, да ну тебя, дураком ты был, дураком и остался, даже и ясняться правильно не научился. Это я дурак? А кто из зоны бежать хотел? Ты часом не знаешь? Говорят, имя у него не совсем обычное, точно по цвету шкуры. Не слыхал о таком придурке? Говорят, через кордон, говорят, с выбросом прорвался, а потом назад вернулся. Белое дело. Что с того? Я ошибался. Там людям в зону за кордоном места нет. Ошибку мою понял, раскаиваюсь. Теперь я снова здесь, кстати, уже давно. Могла бы больше не напоминать. Скровенно говоря, крошку достала ты его. Что? Да ты. Виск прервался шумом дураком, непродолжительным. Потом послышался непонятный, чапкающий звук. Очень тихий. И... Оф. Отцелуешься ты все-таки просто отлично. Но еще раз так сделаешь, я тебя пристрелю. Ну вот и хорошо. Вот и ладушки. Пока сама не попросишь, не поцелуй. Ну, больно надо, как будто. Разговор стих. В некоторое время они просто шли. Вскоре молния из своего укрытия сумела видеть путь. Они шли по противоположной обочине. Очень напряженной. Будто готовые при малейшем подозрительном шоруке прыгнуть в придорожную поросу. Стреляя еще в крышке. Впрочем, так и было. Эта напряженность не имела ничего общего с нервным поведением, чем-то беспокоенных людей. Просто такое поведение, постоянное ожидание опасности, было для них нормой жизни. А лица ставки. Он видел перед собой опытных, бывалых людей, жесткие глаза, тяжелым взглядом постоянно осматривая окружающий мир. Осматривали автоматически. Уже привычные к таким действиям, не требующие постоянного участка сознания в своей работе. Наверняка эти глаза могли заметить самое слабое шевеление травинки на расстоянии 50 метров. И сказать их владельцу, шевельнулась травинка от ветра, или есть возможность, что ее шевельнуло неосторожное движение притаившегося там существа. Глаза убийц, готовых убивать в любой момент. Молния старался даже дышать пореже, когда они подошли ближе. Почему-то он был уверен. Стоит им и шевельнуться, как оба из решетят придорожные пусты шквалом в путь. Эти двое не были окурками и привыкли стрелять, а уж потом разглядывать труп. Молния поразмышляет над этим трупом о вещах, отвлеченных. Например, может быть, стоило сначала с трупом поговорить не мог, но прежде чем сделать его трупом. Посожалеть о том, что выстрел напарника оказался удачным, свое собственное вон, мозги аж во все стороны разнесло. А мой-то выстрел всего-то руку из плеча в рот. Они нравились молниям, чувствовалось в них нечто родное. Даже кот с рутом, казалось, смотрелись на них с некоторым уважением. Чувствовалось звериную натуру этих двух. Продолжение следует...